Александр Георгиевич Бакаев, Шаг за шагом к Божественным знаниям и наукам, часть 5, 2002 год, прочитавшие все пять книг шаг за шагом к Божественным знаниям и наукам поймут истинное положение вещей в мире и сами начнут находить выходы из сложных ситуаций. Дорогие люди, завершается цикл жизни на планете Земля. Это время отмечено бурной сменой эпох, преобразованием энергий, потерей настоящих жизненных ценностей, большой смертностью людей. Нам с вами придется в это время жить, работать, проходить жесткие уроки и вместе с тем мудреть и мужать. Через тысячу лет люди скажут, это было время великих свершений. Великих, потому что на глазах тысячи миллионов людей Бог будет творить чудеса. Некоторым из вас суждено стать свидетелями, как с Божественной помощью исцеляются и спасаются тысячи землян. Вы увидите корабли космической эскадры светлых сил, вам посчастливится пронаблюдать силу энергий. Все это, от Бога и дано для добрых дел и постройки будущего. Пять книга закрывает земной цикл и дает людям шанс познать науки небесного плана. Здесь ключ. А мудрость открытий вы найдете в ваших сердцах, добрых и незлобливых. Прочитав книгу, вы получите ответы на многие вопросы. Умные дыра ставят все на свои места. 20-й век закончен, и истекает время на раздумье и самоопределение. В ближайшем будущем земляне пожнут плоды своих трудов. Об этом и многом другом читайте в пяти книге, завершающей цикл шаг за шагом к Божественным знаниям и наукам, данный для всех землян свыше. Александр Георгиевич Бакаев, Введение, люди Земли. Вы находитесь на пороге глобальных свершений и изменений. Такие периоды наступают на Земле один раз в несколько миллионов лет. От ваших мыслей и действий добрых или злых всецело зависит судьба и время существования всей цивилизации. Планету Земля ждут страшные катастрофы и катаклизмы. Закрывается тысячелетняя история Руси Великой и начинается ее новый этап, который отразится на развитии других народов и государств. Если люди поймут, что при разумном подходе к жизни нужно сохранить мир между народами, не допустить три мировой войны, ожесточенных межрелигиозных и межнациональных конфликтов, то история человечества будет развиваться позитивно, у многих поколений сохранятся будущее и возможность расцвета. Те, кто поймут, станут изучать божественные науки и смогут воссоздать первозданные красоту, гармонию и мир на Земле. Не будет расовых, межнациональных междоусобиц, ибо Бог сотворил человека в любви и единстве со всем миром и со всеми людьми. Земляне еще могут увидеть свет и добро в каждом человеке и каждом творении Бога. Это будет началом Золотого века на планете Земля. Пятая книга, завершение земного цикла и предупреждение всем землянам, всем воюющим и обездоленным, храбрым и слабым, сильным и больным. Высшая сила заключена в Боге, Творце всех вселенных и космоса. Даже слабый человек в молитве к Создателю становится сильнее и мудрее, не от мира сего. В Боге заключены высшая мудрость, целесообразность, знания тысячелетий. Это первое, что необходимо усвоить землянам, если они хотят построить мир на века. Сейчас закладывается программа будущего Земли, формируется энергетическая матрица, которая впоследствии даст силу энергоматериальным процессам на всей планете. Это значит, что в ближайшее время усилятся разные природные, социальные процессы на Земле. За несколько лет жизнь людей настолько изменится, что станет неузнаваемой, многое уйдет в небытье, и люди пройдут жесткие уроки. Но все в ваших руках, дорогие земляне. Эта книга пишется для вас и для будущих поколений. Некоторые люди даже не подозревают, для чего пришли на планету, что должны сделать и в чем смысл жизни человека на Земле. Вы многое поймете, когда вникнете и постараетесь понять тонкости. Вы узнаете об интереснейших, неординарных и необъяснимых земного уровня явлениях, прочтете о Золотом Веке. Для вас это, уроки от Бога. Ни одна информация не попадает к человеку случайно, в одной он почерпнет положительное, в другой, если она не из Божественного Источника запутается, она заведет его в тупик. Это происходит потому, что люди пользуются ложной, неистинной информацией, кто-то специально хочет направить мысль землян по неверному пути и тем самым затормозить развитие человечества на многие века. Так людям внушали, что надо обороняться защищаться от своих братьев-землян. Человечество разбили на разные кланы, государства, провели границы. Все страны мира сейчас вооружаются, якобы в целях защиты. Получается, что любое государство Земли боится нападения со стороны других и вынуждено содержать армию и развивать военную, смертоносную промышленность. А ведь так было не всегда. Люди недопонимают, что за этими действиями стоят грозные последствия, три мировая война и многочисленные ядерные катастрофы. В космосе давно известно, в какой день и час начнется война, если люди своими молитвами и добрыми делами не спасут мир. Человечеству уже катится по наклонной постоянное повышение ядерного потенциала и военной, то есть террористической мощи государств Земли уже невозможно остановить. Только Бог по просьбам людей может вмешаться и спасти человечество своей любовью. Вы знаете, что ракеты, бомбы, различные боеприпасы уже негде прятать от людей и негде обезвреживать. Земля давно отравлена. Скоро она не выдержит натиска негативных энергий и просто сбросит их с себя. Для человечества это обернется страшными катастрофами. Люди думали, что Земля большая, что для военных баз, складов и полигонов хватит места. Оказывается, что планета такая маленькая, и ее тоже нужно любить и беречь. Как на сердце матери остаются невидимые шрамы от злобы и грубости детей, так и на Земле есть неизгладимые следы от бестолкности и хищничества людей. Земля живая, как и все сотворенное Богом, она излучает свет, лечит вас своими, любовью и добротой. Вы ходите по Земле, и заряжаетесь ее энергией, купаетесь в ее реках, и получаете здоровье. Каждой своей клеточкой Земля принимает и лечит вас. Так почему же люди не ценят этого, или они уже перестали чувствовать Матушку Землю и навсегда утеряли с ней истинную связь? О Земле и землянах читайте в этой, последней книге, предупреждающей человечество о самых серьезных днях, которые ждут впереди. Александр Георгиевич Бакаев Один раздел, мир или война, жизнь или смерть, эти реальные вопросы придется решать землянам в ближайшие годы. Карма человечества наполнена как сосуд и ждет своего закрытия. Последние грехи, последняя злоба и ненависть падут в нее как капли крови. Чаша горечи наполнит мир, и человечество шагнет в никуда в небытье, если люди сами допустят это. Ложь, жадность, шванство. Все грехи мира будут вскрыты Божьей рукой, и чаша гнева будет опрокинута на многие народы Земли. Это искупление грехов, иначе нельзя, иначе жизнь на Земле станет безрадостной и невозможной, и сюда придут лишь исчадия ада. И люди будут разъединены и уже никогда не встретят своих родных и близких друзей из прошлых жизней, ибо будут под властью темных. И многие сами себе закроют путь вперед, и пойдет разрушение по всей Земле, и многие души будут также разрушены, ибо не осталось в них и капли света, и попали они в служение к темным, и будут они исполнять все, что им прикажут. Человек навсегда потеряет свободу, Бог не допустит этого. Поэтому в назначенное время, день в день, час в час пройдет по Земле великая чистка-чистка грехов человеческих, ибо люди отошли от Бога и чуть не погибли. Очистившаяся душа вдвойне дорога Богу, так как прошла через боль и страдания через все то, что принесла другим своими мыслями, словами и действиями. Эта душа познает цену добра и зла и закроет свой цикл честно. В этом суть бытия. Аминь, Бог, книга движения времени, предупреждение всей Земле. Дорогие земляне, вы напрасно время теряли, выясняя, кто прав, а кто нет. Лишь Господь вас рассудит, только Он знает все обо всех, каждый божьим промыслом послан, каждый трудится, тайну храня в веках. И Творец не осудит, простит и откроет тысячи новых путей для вас. Но поймите, высший суд в космосе есть, Он расставит все по местам. Все готово сейчас измениться, если будут земляне о прощении Богу молиться. Каждая мысль, слово и дело отпечатано в вашей душе. Но, а если простить не сумели, значит выше вы всех. Не судите людей, не судите злодеев в душе, Богу это оставьте, и с вас будет снята тяжесть греха. Ибо вы не знаете, с чем послана Богом эта душа, через нее вам идут уроки. Только каплю добра проявив, вы поймете, как страдает душа осужденного, как и скала полета, прощения всей жизни своей, но наткнулась на холод, на злобу людей, на ад на земле. Этот холод вы создали сами. Зачем, жутким холодом лед не растопишь, лишь любовью своей осветите вы путь. Семь капля добра, начало любви безграничной. В ней растворятся ваши сердца, и любовь один одному даря, станете как цветы, как звезды, как солнце лучистое, и смоются ваши грехи дождем света, добра и чуткости, дождем радости, что из сердца идет. Свет ваш залечит рано, духом воспрянет земля, и сады зацветут повсюду, где коснется ваша рука, и тогда обновится земля сама. Много быт у вас за плечами, чашу горечи пили до дна. А теперь, всем простив все, шагните, но уже вперед навсегда, болью боль не унять, злом на зло, ничего не исправишь. Только капля добра оживит все живое и сокровенное, и предстанет пред Богом душа, чиста, все простила и приняла, и нашла новый выход, созрела и поняла, жизнь и смерть, все рядом с вами. Зло на зло, путь погибели вашей, добро, ключ к здоровью людей и планеты. Каждый сделает выбор сам, и за это он будет в ответе. Мишель Нострадамус. Предсказание Нострадамуса. Мир православный и мир мусульманский объединятся, но после войны. Нет разрушений, нет крови, нет мести, но нет мира в душе. И вновь вы найдете причину, чтоб загорелись два ангела смерти в небе, символ начала войны. Кровавые крылья, число жертв и полный исход укажет знамение перед началом войны. Знамение крови поднимите вы. И брат на брата, сестра на сестру поднимут огненный меч, что оружием зовется. Сразите невинных, а не лишь игрушка в руках темных сил. За Бога пойдете сражаться. А нужны ли ему жертвы, или кому-то другому, Творец дал вам волю и жизнь не для того, чтоб за него вы сражались, споря кто прав, как обращаться к Всевышнему. Мир давал вам Творец и счастье в любви, а вы извратили и смысл, и слова, и деяния ваши на адово племя похожи. Священные войну кое кто назовет. Не верьте. Священное значит святое, что раз в жизни дается. Священной может быть жизнь ваша, но не смерть от руки палача, который вынудил вас защищаться. Вы пришли созидать, но не воевать ради Бога, ради Аллаха. Творец никогда не призовет вас поднять руку против брата за имя свое святое. В этом истина, в этом суть, что веками хранилась землянами, а вы утеряли. Земля, сила Бога, земля, сердце Бога, его любовь и доброта. Когда в любящем сердце зреют вражда и убийства, тот человек далек от Бога. И от себя. Брат на брата, сестра на сестру, погибнете все, кто мечом замахнется. Неужели нет мира без войн? И нужны жертвы, чтоб люди смогли помириться. Неужели согласия вы не добьетесь без бойни и противостояния сердец и умов? Ответ даст действительность. И люди расставят все по местам. Но, увы, будет поздно. Тысячи недосчитаетесь вы. А были б мудрее, Бога просили бы. И Он любовью своей помирил бы народы. Все в ваших руках, и мир, и война. Все зависит от вас, как поступите. Мишель Нострадамус. Второй раздел. Будущее Земли и России зависит от духовности людей. У землян есть два выхода. Первый – уйти в чистку, то есть пройти все катастрофы и несчастья, которые люди сами создали своими действиями, и второй – через повышение духовности отойти от неверного поведения и начать правильно подходить ко многим вопросам, просить Бога и изучать новые науки. Прочитав этот раздел, Вы узнаете, почему в России сложилась серьезная ситуация, каковы причины многих бет, несчастья и как можно выйти из создавшегося положения. Как работает закон чистки, каждому человеку на Земле Богом дана жизнь. Она всеми расценивается по-разному, кто-то радуется и благодарит Создателя за возможность творить и созидать, кто-то грустит и расстраивается, ему всегда чего-то не хватает. Такие люди далеко не уйдут, чтобы вам было понятно, почему людям не везет, я вкратце опишу, как работает закон чистки на Земле. Один человек рождается в бедной семье, его родителям всю жизнь приходится зарабатывать хлеб тяжелым трудом, и он сам с детства приучен трудиться, знает, как непросто построить свое счастье. Он привыкает честно работать, и все, что делает, служит долго и надежно. Со временем этот человек создает самое необходимое для себя, довольствуется малым. Также в труде воспитывает свои детей и с благодарностью принимает все, данное свыше. У таких землян жизнь постепенно налаживается, они учатся ценить людей, их труд, потому что на собственном опыте знают, как нелегко все создается. Испокон веков на Руси народ был тружеником, люди ценили мастерство и стремились в каждой профессии достичь высот. Земля славилась добрыми и умными людьми, народ ко всему честно подходил, и все неплохо складывалось, люди просили создателей и выполняли свои жизненные программы, жили так, как им давал Бог. Но прошло время, и люди почему-то утеряли секреты мастерства, перестали ценить труд других и вообще постепенно стали забывать, как правильно работать. Вот здесь их ждет масса подвохов. Раньше из поколения в поколение люди передавали знания, как обрабатывать землю, как растить хлеб, как воспитывать детей. Теперь дети не ценят знания родителей, думают, что умнее и образование их, а родители в свою очередь отказываются от таких детей. Человечество утеряло единство, многие земляне перестали ценить ту дружность, которая была дана Творцом людям. Когда народ забывает о своих корнях, утрачивает их и начинает идти на поводу у некоторых личностей, которые диктуют свои условия, стараясь подчинить людей своей воле, такой народ постепенно теряет силу, видя, как обманывают людей, и объясняя свои собственные действия, также не прикрытые ложью, большинство согласно существовать в таком обществе, считая его развитым, совершенно не задумываясь над тем, что дальше, полный тупик. Если бы земляне умно просили Бога и шли честно, Создатель не допустил бы тех несчастий, которые сейчас идут на Земле, не позволил бы, чтобы народы Земли оказались в бесправном положении. Парадокс в том, что люди сами создали такую действительность своим нежеланием вникать в процессы, происходящие на планете. Многие не хотят грамотно подходить к жизненным вопросам и не хотят понять, что часто несчастье происходит из-за их собственных неверных действий. Нарушился баланс разрушительных и созидательных энергий, и на Земле началась чистка, какой она будет, зависит от дальнейших действий землян. Но из-за неверного подхода она может усложниться и затянуться, тогда выровнять положение будет труднее. Почему людям не везет, или как они сами усложняют жизнь? Когда человек родился в благополучной семье, он видит достаток и даже роскошь. Как правило, родители ни в чем не отказывают ребенку, он вырастает в хороших условиях, и ему не надо беспокоиться о том, что завтра поесть или во что одеться. Ребенок не приучен к труду и даже домашнюю работу выполняет с неохотой. Проходит время, и этот молодой чоловик начинает замечать, что родители ему мешают, они не так рассуждают, не позволяют многих вещей и вообще, как ему кажется, устарели и ограничивают его свободу. Начинаются осуждения и конфликты. Почему молодежь так отстаивает свои права, из-за недопонимания многих важных вещей? Если бы молодые люди осознавали, как родители хотят их уберечь, как хотят помочь, подсказать, делясь своим жизненным опытом, которого-то как раз и не хватает у юных, то многих конфликтов и разногласий просто не было бы. Не ценя других людей, отрицая то, чему учат родители, отрекаясь от них, молодые люди недопонимают, что они теряют многовековые энергетические связи, которые неусполнимы. Дети выросли и перестали ценить родителей. А ведь когда-то без них не могли и шагу ступить, и первым словом было мама. Когда-то дети нуждались в пище, одежде, крепком спокойном сне и все это им давали папа и мама, они обучили их не только ходить, думать, но и рассуждать. Молодые люди выросли и напрочь забыли об этом. Они предали заблению все то светлое и доброе, что было подарено им безвозмездно. Они даже не поняли, какие горькие уроки дают родителям своим бестактным поведением. Люди перестали ценить то, что делают другие, и круг замкнулся. У этих людей родятся свои дети, и им придется точно так же постигать уроки добра и зла через новое поколение. Чтобы шагнуть на новую ступень эволюции, надо сначала честно отработать свои ошибки, пройти через такие же испытания и несчастья, которые вы создали другим, или отработать их честным трудом. Это закон эволюции. То хорошее и положительное, что есть в жизни людей, многие стали принимать как должное. А ведь хорошее надо еще и заработать, детям оно досталось даром, поэтому они ничего не ценят, думают, что так положено, да еще у них появляется и высокомерие. Да, родители создали для детей безбедную жизнь, порой даже не поясняли, откуда что берется, сколько труда пришлось вложить, чтобы у ребенка все было. А в ответ часто видят и слышат непонимание, грубость, неблагодарность и осуждение. А что сами дети создали в этой жизни? И далеко ли они уйдут без помощи? Как правило, об этом начинают задумываться, когда теряют тех, за счет кого жили. Точно так же люди относятся и к Богу, ведь Он создал жизнь, землю и людей на ней. А земляне решили, что они теперь умнее всех и сами построят свою жизнь. Результаты очевидны. Хорошо, когда люди задумываются над этим и возвращаются к истине. Тогда все встает на свои места. Невозможно, чтобы душа утонула в земном. Свыше ей всегда дают возможность очиститься и исправиться. Пережив ряд справедливых, порой жестких событий, пройдя жизненные уроки, многие земляне начинают осознавать, что когда они стали несправедливо относиться к людям, то и к ним самим стало такое же отношение, когда начали обижать других, и их стали обижать. Так люди учатся. Вы заметили, как быстро деградирует общество, когда земляне перестают ценить друг друга и труд людей. Все обесценивается, и сейчас во многих землянах остается все меньше доброго и светлого. Жестокие убийства и преступления стали нормой для земли. Если раньше у людей сохранялись человеческое достоинство, совесть, общество еще хоть как-то могло влиять на нарушителей, то сейчас останавливают только силовые методы государства, задержание и наказание в судебном порядке. Но скоро государство не сможет проконтролировать ситуацию в стране, поскольку преступления приобретут массовый характер. Это чистка для людей, для тех, кто вел себя неверно или был равнодушен к происходящим событиям. По закону чистки люди, не осознающие своего неверного поведения и продолжающие творить зло, предупреждаются через аналогичные действия других людей, а затем останавливаются Творцом. Бог не допустит, чтобы от зла бесконечно страдали добрые люди. Им тоже данные уроки, чтобы они познали жизнь, становились мудрее и крепче. От того, как люди поймут и как станут дальше поступать, зависит их судьба и дальнейшая эволюция. Как происходят катастрофы и начинаются войны. В 1916 году в Фатиме, в Португалии, трем детям явилась Божья Мать. Она предсказала, что в России начнется война, и поэтому людям надо просить Бога, предупредила, что религии разрознены, и когда люди отходят от Всевышнего, у них начинаются катастрофы и несчастья. Богородица приходила в разное время во многие страны Земли и предупреждала о грядущих событиях, поясняла, от чего они произойдут. Но люди не вняли этим предупреждением и с предвзятостью отнеслись к тем, кто понимал смысл посланий свыше и рассказывал о них другим. В результате человечество проигнорировало информацию из космоса и не захотело изменить течение событий. В итоге все, о чем предупреждала Божья Мать, сбылось. Люди не поняли и до сих пор не понимают, почему на их головы обрушиваются беды и несчастья, а ведь в разные века им пояснялось, как надо себя вести, чтобы сохранить веру в Создателя и творить добро на планете Земля. Когда люди соблюдали правила, данные им свыше, они сохраняли чистые, светлые энергии и были недоступны для темных сил. Когда земляне пошли без Бога и решили строить жизнь по-своему, то есть по-земному, не повышая духовности, а наоборот, снижая ее, они незаметно утеряли божественные энергии, и над цивилизацией стали работать темные силы. Над отдельными людьми, городами, странами, а затем и над всем человечеством темные силы стали ставить свои коды. Земляне начали больше работать по черным магиям, копить негативные энергии, темные сущности нашли ключи управления людьми и стали манипулировать многими землянами. Люди изначально были сотворены Богом добрыми и простыми, они не ругались, не ссорились и не враждовали, были дружелюбны и жили для того, чтобы творить добро. Земля пребывала в чистых энергиях, и люди не болели и жили до тысячи лет. Сейчас земляне ведут себя так, что энергии на планете постепенно снижаются. Любое ругательство или мат дарит человеку мощный отрицательный энергетический заряд, разрушающий стабильную энергетику человека. Чем больше люди злятся, тем больше кодов на них ставят темные силы. Когда у землян ослаблен контакт с Божественным и на них много кодов от темных сил, то на таких людей силами зла ставится специальный код управления или зомбирования. Темным силам легко манипулировать этими землянами, и если люди не просят Бога, то становятся как марионетки, безвольными и неуравновешенными. Вот так стараются подчинить руководителей страны и целые народы. Если народ далек от Бога и сам при этом мстительный, темные силы ставят коды на развязывание войны, и тогда начинаются конфликты, междоусобицы, а затем и войны. Сейчас в России также может начаться гражданская война, спровоцированная заинтересованными лицами. От этой бойни в первую очередь пострадает народ, и Россия потеряет много ценного, последние факторы стабильности будут уничтожены, многие заводы, предприятия встанут. Народ тем самым доведут до крайней степени обнищания. Вот, люди, у вас есть выбор, пожинать плоды своих трудов или задуматься над создавшимся положением и попытаться его исправить, тем самым устранив самые тяжелые последствия. К чему приведет разворовывание России? Веками Россия стремилась укрепить свои достижения, утвердиться в мире, у людей было высокое самосознание, и они понимали, как важна самобытность и уникальность развития страны. Уклад жизни россиян базировался на тысячелетних традициях, люди выработали особый стиль жизни, который передавался из поколения в поколение, и даже дети знали историю своего рода и своих предков. Вы знаете, что на Руси издревле существовали свои народные промыслы, и еще в 20 веке некоторым русским мастерам не было равных в мире. Сейчас многие секреты утрачены, мастеров забыли, и с наступлением постперестроечной эпохи российская жизнь окончательно стала терять свои прежние корни. К чему это привело, вы сами понимаете, Россия хочет утвердиться в мировом сообществе, но люди недопонимают, что в погоне за всем иностранным теряют свой самобытный и бесценный потенциал. Именно в нем сила российского народа. Люди на Руси всегда были большими умельцами, самостоятельными и независимыми. Сейчас многие отучены трудиться и поставлены в зависимость от иностранцев. Это показывает, насколько ценит российский народ. Скоро не останется ни одного предприятия, которое работало бы только на Россию. Чтобы просуществовать, заводы вынуждены продавать свою продукцию за границу, пополняя тем самым иностранный капитал. Что остается родине? Совсем мало. Лес, зерно и многое другое Россия вынуждена покупать у других государств. Собственные поля пустеют, их специально не засевают. Пройдет несколько лет, и сельскохозяйственная техника устареет и выйдет из строя, а новой не будет. Россиян поставили в такое положение, что они не знают, как проживут дальше. Нет возможности покупать все необходимые продукты в магазинах, и у многих людей нет возможности что-то выращивать собственным трудом. Скоро народ будет вручную обрабатывать землю. Россиян долгое время отучали от земли, от того, как на ней работать. Почему сейчас урожая стали намного меньше, и люди вынуждены использовать удобрения. Не хватает той энергии любви, с которой наши предки возделывали землю. С каждым зернышком они дарили земле свою доброту и просили у Бога благословения на себя и на любое дело, молились, чтобы был хороший урожай. Сейчас, к сожалению, немногие это делают, таков и результат. Люди утратили хорошие традиции и не знают, с чего начать, чем закончить, не знают, что у каждой страны своя энергетика и энергия земель тоже разная. Россияне стараются привить все иностранное, а потом удивляются, почему не получается. Русский народ черпает свою силу в высокой духовности и энергетике, и новые методы обработки земель без духовности не дадут нужных результатов. Некоторые россияне уже поняли, что страна начала заходить в глубокий кризис и поэтому решили, пока не поздно, еще успеть обогатиться за счет ухудшения жизни людей и за счет усложнения инфраструктуры. Обратите внимание, большинство бизнесменов сами ничего не производят, а занимаются перепродажей, разницу кладут на свои счеты в зарубежных банках, обходя налоговую систему России, и в нашей стране этот капитал не копится. Многие страны готовы предоставить все условия для того, чтобы в их казне побольше оседало богатство России. Люди не задумываются над этим, переняли с запада слово менеджер, чтобы покрасивее назвать особый род занятий, а в переводе менеджер означает спекулянт, какую пользу могут принести такие люди народу, государству, ведь их задача подороже продать товар или услугу. Вот так и получаются деньги из воздуха. Если разворовывание страны не прекратится, в России начнутся страшные катастрофы, так как увеличивается разрушительный потенциал и начинают работать коды от темных сил на развал и уничтожение страны. В мире сейчас идет тонкая политическая игра. Вы видите, как Россия со всех сторон диктует условия. Более 80% информации народу не договаривают, и он остается в неведении. Людей привязали к зарплатам, пенсиям, пособиям, а сами россияне уже и не мыслят жить по-другому, что-то создавать своими руками, хотя бы прокормить себя и свою семью. В целом народ сейчас занимает потребительскую позицию. Государство обязано обеспечить жизнь своих граждан. С одной стороны, это так, а с другой, вы видите, как правительство уже не справляется со многими ситуациями. В четырех книге я уже предупреждал, что будут катастрофы, и ни правительство, ни Шойгу, то есть МЧС, не справятся с ситуациями. Разве это не так? Посмотрите, какие последствия после наводнения в Ставропольском, Краснодарском краях и Карачаево-Черкесии, пострадало 300 тысяч человек, и все ли они смогут получить помощь государству? А что будет, когда катастрофы пойдут чередой? Об этом пока мало кто задумывается. Люди привыкли требовать, а что они сами сделали для того, чтобы помочь Родине? Многие думают о своих кошельках и счетах в банках, почему сейчас молодежь рвется за границу? Им не нравится жизнь в России, их не устраивают многие вещи, грязь в городах, грубость людей. Золотая молодежь, дети чиновников и богатых людей, у которых есть возможность получать солидное образование, жить в свое удовольствие, разъезжать на эксклюзивных машинах, с презрением относятся к толпе, то есть к народу. А на какие средства их обучали и кормили, кто своим трудом восстанавливал разрушенные в войну предприятия, кто обеспечивал безбедное существование правящим кругам и чиновникам. Медицина и здоровье людей, дорогие люди, вы задумывались над тем, каким образом развивается медицина, вам известно, что существуют традиционные и нетрадиционные методы лечения. Как вы думаете, почему возникло такое разделение? Давайте обратимся к истории. Несколько тысячелетий назад земляне просили Бога, обладали ясновидением, знали, от чего возникают болезни и как правильно лечить и исцелять людей с божественной помощью. Им были не нужны сверхточная аппаратура, дорогостоящие препараты и т.д. Все то, чем пользуется современная медицина. С помощью ясновидения люди просматривали болезни все процессы, протекающие в организме человека. Любые органы, системы видели лучше, чем на рентгеновских снимках. Не брали никаких анализов, а с помощью божественных наук знали состав крови, лимфы, ликвора, знали, чего не хватает для нормальной работы организма. Любые болезни излечивались в считанные дни и часы. Затем, когда люди стали отходить от Бога, ясновидения и науки были утрачены, и лишь немногие сохранили знания, как надо лечить и исцелять людей. Эти драгоценные крупицы знаний передавались из поколения в поколение, единицы людей знали силу трав и рас личных растений, минералов и другие. Земляне исцеляли и хранили секреты тысячелетнего опыта человечества. Вы знаете, что и сейчас есть люди, лечащие вне стандартов тяжелые болезни, они просят Бога и помогают многим, тем, кому уже не может помочь традиционная земная наука. Это неопровержимый и доказанный тысячами примерами факт. Официальная медицина была против старинных методов лечения, и поэтому научная мысль пошла по тупиковому варианту, хотя долгое время считалось, что идет прогрессивное развитие. Земляне искали методы и способы диагностики различных болезней, изучали строение клетки и человека. Каким образом? Утеряв прежнее знание и ясновидение, люди пошли долгим и трудным путем. Стали препарировать лягушек, вскрывать кошек, собак, других животных, а затем и человека. Не секрет, откуда людям известно строение человеческих органов. Так же, как и над животными, над людьми проводили опыты. Вам рассказывали, что вскрывали и изучали только трупы. Это далеко не так. Подобные манипуляции проводились и на живых людях. Чтобы определить функции головного мозга, изучить работу его отделов, проводили операции на живом человеке. Вводили иглы в вещество мозга и наблюдали результат, как отреагирует организм, какие органы откажут. До сих пор методы изучения и лечения людей остаются не только унизительными, но и жестокими, приносящими мучения и даже увечья. Посмотрите, если у человека заболел какой-то орган, его удаляют. А как этот человек будет жить дальше, и долго ли он проживет? Никто не задумывается над тем, что в организме в результате операции нарушено течение жизненно важных и необходимых энергий. Это значит, что со временем нарушатся функции других органов. Без божественной помощи такие люди уже не будут здоровыми. Любой вырезанный орган был дан творцом для нормальной жизнедеятельности человеческого тела. Оперируя пациентов, врачи не задумываются над тем, сколько у человека на самом деле тел энергетических. При оперативном вмешательстве течение энергий в тонких телах также нарушается. Ухудшаются функции тонких тел, что обязательно негативно отразится на здоровье человека. Вот вам и знания, которые дали врачам земные науки анатомия, химия, биохимия, фармакология, терапия, хирургия, генетика и т.д. Операции на сердце, почках, легких, желудке и на других органах приносят людям массу страданий и боли. А аборты, какие страшные последствия бывают после таких операций? Вы не задумывались над тем, почему человечество, считающее себя высокоразвитым, лечит такими жестокими методами? Почему хиллеры исцеляют быстро и безболезненно, а официальная медицина не может объяснить причину исцеления и говорит о чудо? Эти науки медицине неизвестны. Секрет кроется в энергиях, которыми целитель лечит, и хиллер, и больной просят Бога. Чем выше вера в Создателя у пациента, тем быстрее он выздоравливает, как видите, со знаниями, которые открывает Творец, можно творить чудеса. Люди скоро начнут разбираться в таких вопросах. Без духовности невозможно решить проблемы здоровья человечества, какой бы современной ни была земная аппаратура, она не позволяет проникнуть в секреты бытия живого человека, его сути, здоровья и исцеления. Каждый человек индивидуален, и к любому идет особый подход. Так было всегда на Земле и в космосе. Поэтому и хиллеры, и ванга, и другие целители от Бога каждого лечат неповторимо. Их методы уникальны, и никакие академии на Земле не дадут тех знаний, которые люди получают напрямую от Бога. К сожалению, земная медицина не может дать исчерпывающие ответы на многие вопросы, касающиеся здоровья людей. Часто специалисты не могут установить истинную причину заболевания, ставят ошибочные диагнозы. Методы диагностики тоже оставляют желать лучшего даже несмотря на наличие самых современных и дорогостоящих приборов. Из-за ошибок врачей страдают люди. Вы знаете немало вопиющих случаев. Так, в одной из больниц специалисты обследовали девочку-подростка, она не могла ходить. Собрали консилиум, и, по мнению врачей, ноги нужно было ампутировать. Провели операцию. И только потом выяснилось, что проблема в другом, в грыже на копчике. Если бы ее убрали, то у девочки был бы шанс встать на ноги, но ног-то уже нет. Теперь оказалось, что нужно делать другую операцию, убирать грыжу. Когда врачей спросили, какие есть гарантии, что девочка будет лучше себя чувствовать, они ответили, что не дают никаких гарантий. Допустимы ли такие вещи? Этот пример ясно показывает, каким результатом приводят земные знания. Несколько лет назад ко мне привезли парализованного мужчину, его скрутило в клубок, и он ничего не мог сделать. Я пояснил ему и его матери, что нужно просить Бога, и когда мне свыше разрешили лечить его, я поработал одним прибором несколько секунд и открыл всего одну точку. После этого мужчина распрямился и встал. Многие видели, что лечение заняло считанные секунды. В тот же день он пошел на работу. На глазах у всего города этот человек вернулся к нормальной жизни. В том городе, где это произошло, люди поняли, какие знания дает Бог и как он помогает тем, кто верит и молится. Сейчас у этого мужчины все хорошо, та болезнь к нему никогда не вернется, он живет, работает и всегда благодарит Бога за подаренную ему жизнь. Если бы и другие люди также просто подходили, у них было бы гораздо меньше болезней и несчастья. К сожалению, в настоящее время традиционная медицина не может исцелять людей потому, что идет земным путем. Вы знаете, что для лечения тяжелых болезней применяются сильно действующие лекарственные препараты, они зашлаковывают клетку, используются радиоактивные вещества, в результате их применения усиливаются процессы старения, организм получает энергии, разрушающие клетки и молекулы, что приводит к облысению, дисфункции многих органов. Кровь насыщается ненужными элементами, иммунная система ослабевает, жизненные процессы затухают, препараты с таким побочным действием применяются для лечения рака и других тяжелых заболеваний. При этом если люди не просят Бога, то у них нет защиты, и они берут на себя энергию и кодовую информацию, которые разрушают их организм. Кроме того, работают коды временных стяжек, здоровая жизнь человека остается под большим вопросом. Темные силы специально отвели людей от простых методов лечения, навязали неправильное мышление и действия, направили по ложному пути. Если бы люди просили Бога, то лечили бы чистой энергией, с любовью и добротой, безболезненно. А если бы земляне не совершали грубых ошибок и не отравляли окружающую среду, то таких болезней, как сейчас, не было бы. Поскольку люди отошли от Творца, перестали его просить о защите от темных сил, сил и зла воспользовались этим и стали работать над человечеством, открыли секреты, как убивать, как создавать аппаратуру, которая будет разрушать головной мозг, клетку, а также ставить коды. Многие из вас не задумываются над тем, какое сильное облучение получают, проходя обследование на медицинских приборах, работая на компьютерах, особенно на иностранной аппаратуре. И нужна специальная защита, чтобы не было болезней, разрушения биополя и клеточных структур. Такую защиту люди получают, когда об этом просят Бога. В свое время Россия могла развить собственные приборы и компьютеростроение, достигла бы больших результатов, и эта техника с успехом применялась бы в любой отрасли знаний, в том числе и в медицине. Были и возможности, и гении, простые люди и ученые. Но развитие нужных направлений специально тормозилось. При ЭН, Хрущеве в Москве существовал технический центр Светлана. Это предприятие выпускало маленькие приемники, транзисторы, слуховые аппараты и другие. Для тысяч людей такая продукция была спасением. Но предприятие закрыли, не дали ему развиться, кадры не уберегли. И так произошло со многими учреждениями и предприятиями. Российская медицина могла бы и раньше развиться, но не было нужной, необходимой отечественной аппаратуры. Страна была вынуждена закупать ее за границей. А оправдано лето. Российское приборостроение шло бы по другому пути развития. С божественной помощью аппаратура была бы более прогрессивной и безопасной для здоровья людей. Здесь, в России, была возможность развить уникальные научно-технические центры. Но, увы, время было упущено, а человеческая мысль работала на разрушение и уничтожение. Что же мы имеем сейчас? В аппаратуре есть дополнительные звуки, вибрации, которые влияют на весь организм, притупляют зрение, слух, негативно влияют на головной мозг. С одной стороны, наука развивается, приборы становятся сильнее, с другой стороны, излучение идет больше, воздействие на человеческий организм, более жесткое. В результате накопления негативной, разрушающей энергии происходит разбалансировка энергетики человека и возникают то одни, то другие болезни, с которыми врачи не могут справиться. Уважаемые читатели, хочется обратить ваше внимание еще на одну проблему мировой медицины, донорство. Это явление на Земле стало причиной новых спекуляций, чтобы получить для пересадки орган человека, люди ждут годами, платят баснословные суммы, идут даже на убийство. Но они понимают, что и в случае пересадки органа они недолго проживут. С детства на любого человека и на каждый его орган создателем закладывается программа в зависимости от того, сколько человек проживет. При этом, если люди идут к Богу и выполняют данную Творцом программу, то проживут столько, сколько им отведено свыше. Добрые сохраняют энергию и довыполняют миссии. Но если люди идут по земному, то своими неверными действиями усложняют программу, отклоняются от пути развития. Они теряют энергии, их органам не хватает жизненной силы, функции ослабевают, люди начинают болеть, не понимая причин этого, долго не могут вылечиться и погибают. Все энергии в организме человека уникально подобраны Творцом, на каждый орган заложены особые вибрации. Поэтому при пересадке часто идет оторжение, возникают нежелательные последствия, нарушается здоровье и д. Люди, которые перенесли такие операции, постоянно наблюдаются у врачей, если перетрудились, то у них начинаются осложнения. Такого уровня достигла земная медицина. На других планетах, где научились восстанавливать и выращивать любые органы, ко всему подходят более реально и серьезно. Орган выращивается с той энергетикой, которая будет необходима конкретному человеку. Всегда учитываются важные параметры, сколько крови будет проходить через орган, частота его вибраций, усиление, расширение тепловых режимов и т.д. Точно так же могли развиваться и земляне, если бы просили Бога. Существует еще много разных вопросов, к решению которых люди на нашей планете подошли не совсем верно. А из этого в целом складывается серьезная картина. Люди не ведают, что творят, и не подозревают, каковы последствия их действий. Например, давайте посмотрим, как у нас хоронят людей, в гробах или в полиэтиленовых мешках. Но и на этом наживаются, чтобы похоронить человека, требуется немалая сумма денег. Это с одной стороны. С другой, на кладбищах, где люди расстраиваются, плачут, обитают энергетические монстры от темных сил, стоят коды. Ослабленные люди, расстраиваясь, берут эти коды от темных сил на себя и со временем тяжело заболевают. То есть они шли не в свое время и Бога не просили, плакали, переживали. А на кладбище их ждали силы зла и негативная энергия. Там, где хоронят людей часто работают магисты, чернокнижники, стягивают энергию с тех, кто пришел, и поэтому без божественной защиты людям невозможно противостоять злу. Если вы собираетесь на кладбище, то надо просить у Бога защиты от темных сил, не расстраиваться, помнить, что душа жива, а тело, как инструмент предано земле. Скоро обычаи хоронить в гробах изменятся. Причина – вырубка лесов. Подумайте, сколько надо леса, если ежедневно умирают сотни тысяч людей, хоронить будут в полиэтиленовых мешках или без них. Придет время, умерших людей станут только сжигать, потому что под кладбища будут заняты большие территории и хоронить будет негде. Сначала использовали худшие земли, а потом займут и лучшие, другие цивилизации подходят к похоронам по-другому. Люди знают, когда человек отработает и когда умрет, он уходит в отведенное место и в этом теле уже не возвращается. Родственники, друзья и другие люди знают, куда уходит душа, покинувшая тело. Тело дано как инструмент, оно отработало, и душа придет на другую планету или возвратится сюда же, но уже в новом воплощении. Как видите, на других планетах нет таких серьезных проблем, как на Земле. Там люди ко всему подходят более спокойно и разумно. Если земляне захотят отойти от неверного мышления и стереотипов, то ко многому они смогут подойти более грамотно. О рекламе, Бог создал Солнце, Луну, Звезды, Землю, разнообразную растительность, животных и человека. Это знают и люди с духовными знаниями, и дикие племена. Все, сотворенное Бо-Гум, в рекламе не нуждается. Потому что все это создано навека и на все времена с такими любовью и качеством, что человеку остается только это понять и изучить. То, что сотворено, должно работать в радость, просто и навсегда надежно. Умный человек, понявший это чудо сотворенного, радуется всю свою жизнь. Он знает, что созданное Богом подарено всему живому на Земле бесплатно. Люди, которые поняли, что это чудо рядом с ними, начинают глубже вникать в суть жизни на Земле, начинают создавать и творить на своем уровне что-то новое, интересное и полезное для людей. Так изначально и во все времена должен был развиваться мир, как видим, люди пошли по другим направлениям. Посмотрите, земляне стали создавать рекламу для того, чтобы выделить какое-то новшество так, будто оно лучше всего созданного и чуть ли не лучше их самих и решает глобальные направления. Но какие? Как правило, наживы, грубой, лживой, верткой и безответственной. Под прикрытием разных НИИ комиссий, заключения экспертов дают отличную оценку качества товара или услуги. А это далеко не так. Прикрытие нужно для того, чтобы ни за что не отвечать. Далеко ли уйдут такие люди? Вот один пример. Женщина болела раком. Ей сделали операцию, здоровье ухудшалось. Врачи порекомендовали лекарство, которое якобы лечит рак, стимулирует иммунную систему и да, чтобы был хороший результат, ей надо было поставить 7 инъекций, каждая ампула стоила более 1000 рублей. За лекарство эта женщина выплатила исправно, но ее больше нет царствия небесное. Вот вам и хваленое лекарство. Оказывается, что за рекламой скрывается ложь, и часто врачи тоже бывают обманутыми. Не владея ситуацией и не зная истины, они также вводят в заблуждение других людей. А вы задумывались над тем, какова цена наживы? Хорошо, если бы человек, заплативший такие суммы, потом жил долго и счастливо, но, увы, люди сами готовят свое будущее, и это справедливо. Тех, кто просит Бога, лечит бесплатно. А кто не хочет просить, лечится у врачей. Среди них тоже есть много умных и талантливых, таких, кто честно подходит к своей работе. Но, как и в любой профессии, в медицине есть люди, которые даже не задумываются над тем, а правильно ли, корректно ли они подходят к лечению людей. Как часто вы слышите, что врачи дают клятву Гиппократа. А ведь далеко не все из них знают, кто такой Гиппократ и почему люди стали давать такую клятву, некоторые даже не могут рассказать, что полезное сделал этот человек для людей, а вы хотите, чтобы земная медицина далеко шагнула. Да, врачи давали клятву, но те же врачи ставили опыты на людях, исследовали их психику. Посмотрите, что происходит в некоторых психиатрических больницах. Туда могут упрятать любого человека, дадут такие препараты, что он даже не вспомнит, как его зовут. Испокон веков предки землян лечились травами, корнями и не болели такими страшными болезнями, как сейчас. Любое растение обновлялось каждый год и увеличивало силу. И все это Бог дал людям бесплатно. А сколько сейчас стоят лекарства в аптеках? Они стали настолько дорогие, что пенсионерам на лечение не хватает пенсии. И у них остается одна радость, смеяться во сне, а наяву плакать. Я с горечью вспоминаю один российский фильм. У одного из героев спросили, а как врачи? Он ответил, сильны, они могут хорошо поставить клизму и что-нибудь отрезать. Напрашивается справедливый вывод, не случайно медицина так развивается, значит общество настолько созрело. Хорошо, если люди поймут, как можно реально исправить ситуацию к лучшему. Людям не хотели открывать правду. В 50-х годах в городе Куйбышеве произошел необычный случай. Под Новый год собралась компания молодежи, а у одной девушки, Зои, не было пары. Ее жених, Николай, не пришел, и тогда она схватила икону Николая Чудотворца и стала с ней танцевать. Она сказала, если Бог есть, он меня накажет. И тут на глазах у всех Зоя окаменела с иконой в руках, четыре месяца она простояла неподвижно. Только по ночам ее крик приводил людей в ужас. Она кричала о том, что на земле много грешников и людям надо молиться Богу о прощении своих грехов. Милиционеры, охранявшие ее, к утру посидели и были в шоковом состоянии. Врачи, приезжавшие на осмотр Зои, были в крайнем недоумении. У каменной Зои билось сердце. Однако, когда пытались ставить инъекции, иглы просто ломались. Врачи не могли понять, что же происходит. Это явление невозможно было объяснить с помощью земных знаний. К Зое приходили многие люди, ее посетили священнослужители, за нее молились, для жителей города это было показательным примером того, что Бог есть, они своими глазами видели, каким последствиям ведут земные действия человека. Зоя простояла 128 дней, а затем умерла. Позже в печати появилась статья, где говорилось об этом случае. Автор утверждал, что у Зои был столбняк, неизвестный науке. Тогда ни власти, ни медики не решились открыто объявить об истинной сути произошедшего. А ведь это происшествие было серьезным предупреждением для людей. И многие бы уже в то время сделали свои выводы, почему в Англии, Америке, других странах перед тем, как прооперировать пациента, врачи просят Бога и тогда операции проходят более успешно. Там люди давно знают, что с помощью Творца все решается благополучнее, и поэтому проще подходят даже к таким сложным вопросам. Большинство верит в Создатели и просит его о помощи. Думаю, у вас есть немало примеров тому, как складывается жизнь у тех, кто идет без Бога, и как у людей, которые выполняют Божественные заповеди и просят Создателя. Уроки для землян. Отход от земного будет идти годами. Людям всегда непросто отойти от своих земных привычек и негативных черт. Творцом заложено так, что людям дается шанс пожить в свое удовольствие, побывать в разных местах, сделать выводы, как живут другие. Но наступает момент, когда земляне начинают понимать, как быстро проходит жизнь и как мало сделано. Вот тут они и начинают задумываться, в чем их истинное предназначение. Человеку несколько раз в жизни свыше даются подсказки через других людей, через различные ситуации и всегда открываются возможности выйти на свой истинный путь. Но насколько люди созрели, настолько они и понимают это. Раньше земляне успевали быстрее среагировать на предупреждения свыше, исправляли ошибки и не допускали катастроф и больших несчастья. Но в последние века ситуация изменилась в худшую сторону, и люди больше учатся на тяжелых жизненных уроках. Почему так? Спросите вы. Недальновидность в мышлении и действиях. Люди перестали осознавать себя космическими существами и часто мыслят только в земных масштабах. Планируют, мечтают построить жизнь по-своему, но при этом не владеют ситуацией ни в космосе, ни на Земле. Не знают, какие будут изменения климата, как пойдут процессы преобразования Земли. А ведь без таких элементарных знаний невозможно что-нибудь построить. У россиян и всех землян будут сложные испытания. По-видимому, нужны альтернативные, гибкие подходы к жизни, новые знания. Когда происходят катастрофы и люди остаются без крыши над головой и без всего, что у них было раньше, они начинают понимать, что человеку требуется только самое необходимое, становится ясно, насколько люди усложняли себе жизнь, не ценили время, отведенное им создателем для мирной жизни и неправильно его использовали. Все с вами рядом. Если люди грамотно и толково подойдут к решению многих вопросов, то они могут реально изменить свою жизнь. Можно учиться на опыте других и своевременно делать выводы, а можно учиться на собственных ошибках, тогда путь усложнится. Это уже люди выбирают сами. Как видите, наша цивилизация все чаще заходит в тупики, но на Земле и раньше люди оказывались в сложных ситуациях, но находили реальные выходы. Из любых положений есть выход. На Земле было много тяжелых событий. Войн, люди часто гибли из-за собственной недальновидности. Самое ценное у человека, это выполнение миссии, ради которой ему и дана жизнь. Люди на нашей планете не сразу понимают истину, и порой требуются долгие годы, чтобы они созрели до нужного уровня и начали правильно подходить к жизни. Вот один пример, вышестоящие чиновники привыкли приказывать, для них люди всего лишь как исполнители. Во время войны солдатам давали приказ, взять высоту. И вот рота, батальон, полк погибли, а высота не взята. Чего стоит такой приказ? Часто людей не ценили, не всегда продумывали, как уберечь бойцов. И не секрет, что при каждой битве военные заранее рассчитывают, сколько должно погибнуть солдат. Люди стали как пушечное мясо. Такой подход недопустим. Вспомните, какие раньше на Руси были полководцы, они умели малым числом своих войск завоевать победу. И поэтому много русского народа было сохранено даже в тяжелые моменты битв за Родину, Русь. Руководителям, которые целенаправленно толкают людей на гибель, придется отвечать за это, они пожнут результаты своих трудов. Странно, где не ценится народ, обречена на вымирание. В России говорят, что у нас депутаты, избранные от народа. От какого, если депутат избран от народа, то он и должен работать на его благо честно и просто. И чем честнее депутат по отношению к людям, тем ближе он к ним, и у людей больше доверия к нему. Россиянам надо помнить, если руководители от народа, то они будут за него болеть, переживать и работать на благо людей вместе с ними. И если законы будут для процветания государства и россиян, то и страна сможет восстановиться. Давайте возьмем еще один пример, сколько людей в Госдуме и сколько требуется государственных средств на их обеспечение и содержание. На них тратится столько же, сколько на Волгоград. А каковы результаты? Они и так очевидны. С течением времени существования народа усложняется, кто-то купается в роскоши, покупает виллы за границей, а кто-то последние копейки отдает, чтобы заплатить за проживание в квартире. А что дальше? Многие люди честно трудились, работали для Родины. А сейчас некоторые чиновники готовы все продать за бесценок за границу. К чему это приведет? В первую очередь, к обнищанию простого народа, тех, у кого нет счетов в иностранных банках, тех, кто не ворует и не занимается спекуляцией. На других планетах люди разобрались, что к чему, у них также было тяжело в свое время, и народ, и руководители ошибались. Но когда люди поняли, что ложь и клевета имеют предел, а потом все начинает рушиться, идут распри, междоусобицы, перерастающие в серьезные конфликты и войны, народ остановился. Люди захотели разобраться и все решить мирным путем, а ведь это оправдано. Они вместе рассмотрели создавшуюся ситуацию, поняли, в чем были неправы, сделали соответствующие выводы и с того момента стали все решать по-другому, в дружбе и согласии. Народ сам выбрал руководителя, люди стали просить Бога, войны прекратились, оказалось, что можно и не воевать, а все решать мирным путем. Как все просто, если гениально подходить ко всем ситуациям, разумно и гибко поступать, то любые вопросы можно отрегулировать, между народами будут взаимопонимание, взаимовыручка и добрые отношения. Когда люди исправили положение, они решили задачу жизни и сделали шаг по пути прогресса. На планетах Реда и Перона было еще сложнее и тяжелее. Раньше у них шли войны, катастрофы, эпидемия холеры, чумы, был большой неурожай. Все это уносило людей в могилу десятками миллионов в день. Причина простая, начались клевета, недовольство, воровство, разруха. Вы видите, что в России и в других странах происходит аналогичное. Но у нас в стране за правду снимали с работы, преследовали, клеветали, садили в тюрьмы, а те, кто работают на развал государства и обнищание народа, остаются безнаказанными, поэтому трудно восстановить справедливость. В аналогичной ситуации на Реде и Пероне народы предпочли правду. Они созвали умных людей, посовещались и нашли способы, как с помощью Бога выровнять положение, и благодаря этому все исправили. Сейчас они народным собранием ставят и освобождают руководителей от должностей. Там существует закон, если человек не захотел честно трудиться, он пожинает свое, его переводят на другие, более простые виды работ. И как правило, чтобы стать руководителем, человек поднимается с низов, получает разные специальности, на своем опыте знает, как трудятся люди. И когда он становится на руководящую должность, то бережет народ, понимает, как непросто выполнять ту или иную работу, а всех заботится и каждому помогает. Таких руководителей люди уважают, работают с ними с ними с радостью, так как знают, что трудящихся ценят и берегут. Труд дается по уму и талантам человека. На планетах Реде и Перона деньги были отменены, и люди проще подошли ко всему, как человек поработал, так он и живет. Хорошо трудился, и живет хорошо, если ленился, то ничего не создаст и ничего не добьется в жизни. Потом люди развили науки и новые направления и сейчас летают на тарелках, работают, изучают новое, бывают на других планетах. Там народ понял, что ложь, клевета сопутствуют подстрекательству и беспорядкам, поэтому все это остановлено, люди ушли навсегда вперед и сейчас живут по божественным заповедям и наукам. По приборам, которые создали люди на этих планетах, видно, кто есть кто. Если человек задумал кого-то ограбить или убить, это сразу обнаруживается, прибор определяет, где это произойдет и кто именно это будет делать. Спецеорганы сразу реагируют и предупреждают преступления. Служащие также проверяются, там нет измены. Если на Земле настоящие ученые и сильные умы в верхах сделают верные выводы, то многое можно исправить в пользу народа. Если люди изменят свое отношение к миру и станут как раньше, дружелюбными и простыми, они смогут изменить жизнь к лучшему. И если во всем мире руководители и народ начнут понимать друг друга и будут работать сообща, то в таких странах будет мир. Если люди будут работать порозни без согласия, то они очень скоро подойдут к развалу государств. О главном, Богом на Землю посылались люди, которые предсказывали не только о катастрофах, но и о великих открытиях. Правицы также знали и предупреждали, кто будет править государством, какие нарушения и перемены произойдут во время управления теми или иными людьми. Зачастую землянам непонятен смысл предсказаний, приходится их расшифровывать. Когда к власти пробираются лживые и жестокие люди, они очень боятся, что о них раскроется правда и что их в чем-то изобличат. Создают закон, по которому преследуются предсказатели, а пророчества уничтожаются. Это было и есть в ряде государств. И в этом беда тех людей. Если бы они советовались с предсказателями и просили пояснить последствия своих действий, то стали бы меньше совершать ошибок и принесли бы народу больше пользы. И Гитлер, и Сталин в свое время преследовали и казнили ясновидящих, которые предсказывали им будущее событие и предупреждали о том, что они пошли неверным путем. Как видите, что посеяли, то и пожали. В свое время Политбюро ЦК КПСС дало указание ученым в СССР разработать новую, не имеющую аналогов в мире, систему управления народными массами для того, чтобы держать людей в полном подчинении. Было разработано несколько методик повышения энергии земных ясновидящих, подключение их к энергиям других людей, начались эксперименты по управлению народом. Члены ЦК КПСС и ученые, занимающиеся этими вопросами, и не подозревали, что они пошли на поводу у темных сил. Когда ученые начинали развивать знания по управлению энергией особого вида, в бывшем Советском Союзе произошла утечка этих знаний за границу. В итоге россиян стали зомбировать и иностранцы, и свои. Наука по зомбированию развивалась и в других странах, и тоже успешно применялась против россиян. В это время темные силы постарались поработать так, чтобы у людей от их недопонимания и неверных подходов было больше сбоев в работе. Незаметно стали вмешиваться серые инопланетяне, стали зомбировать ЦК КПСС и правительство Советского Союза. Каждый из людей думал, что верно работает. Но, увы, многие решения и пути были далекими от истины. Долг платежом красен. Чиновники стали применять знания от темных сил, и оказалось, что сработали против всей страны и на полный развал государства. Итог вы знаете, Советский Союз перестал существовать. Сейчас некоторые люди стараются идти тем же путем, и будет тот же результат, правда, намного плачевнее, в стране погибнет большая часть людей. После распада СССР серые инопланетяне стали разрушать оставшиеся. Элита думала, что подчинит себе народ и будет жить припеваючи. Изучив науки, ученые поняли, с чем имеют дело. Расстраивая энергию у людей, они приводили к тому, что пси-энергия, жизненная сила и энергия силы у россиян стали снижаться. Люди начали болеть и умирать тысячами по всей России. Ученые проводили много опытов разного характера с людьми и их энергиями по многим направлениям. Но они не учли, что есть общий закон космоса и его нельзя нарушать. За содеянное зло против людей всегда отвечают сполна. Кто-то другой совершит над такими учеными то же самое. В Библии было сказано, что посеявший ветер пожнет бурю, вот и начали пожинать. Но это еще начало. Самое страшное впереди. Серые инопланетяне имеют право таких или подобных им землян уничтожать. Там есть свой предел сделанного против людей. Если чиновники или народ перешли этот предел, то тогда на тех и других встают коды от темных сил. Коды встанут и на те места и города, где находятся эти люди. Тогда начнут происходить самые разные катастрофы. Как видите, земляне сами себя ведут к гибели. Вот так чиновники незаметно неверно использовали науку, а результат плачевный. Против людей работают магисты от темных сил, чернокнижники, жрецы, серые инопланетяне, применяется пси-оружие. И сейчас, сделав вывод, вы поймете, почему на планете так усложнилась жизнь. Там, где народ бунтует, расстраивается, подходят ко многому поземному, встают коды на разрушение, и начинаются разные несчастья и катастрофы. На Земле есть небольшая страна, Швейцария. Там, нет войн. Это результат управления народами. Масонская ложа, тайное правительство, жрецы и серые инопланетяне сохраняют эту страну в своих целях. В Швейцарии спрятан и охраняется капитал представителей многих стран. В случае военных действий, катастроф в своих странах чиновники могут беспрепятственно воспользоваться своими богатствами в Швейцарии и дальше жить безбедно в любой точке земного шара, использовать средства, как им заблагорассудятся, на закупку оружия, на содержание армии и т.д. Началась чистка землян, и три мировая война может вспыхнуть в любой момент. Люди, которые поняли это, еще смогут повлиять на развитие мировых событий. Если они станут просить Бога, чтобы он не допустил ай-яй-яй мировой войны, то Создатель поможет. Атомная война, это еще не страшно. Куда хуже война с применением бинарно-энергетического оружия. Появляется какой-то запах, кажется, ничего страшного. Но человек вдохнул, и его уже нет. У людей происходит разрыв клеток. В зависимости от того, какая примесь была использована, происходит поражение человеческого организма, человек потеряет сознание, или его разорвет, или просто его съедят микробы за несколько часов. Врачи не смогут пояснить вам это явление, так как не изучали его. В 2003-2004 годах произойдет ряд событий, которые потрясут весь мир. Людей ждут заболевания и неожиданные катастрофы, другие неприятности. Ученые будут только говорить, что это аномалии, неизвестные земной науке. Если ученые России, которые болеют за народ, станут просить Бога, чтобы им дали божественные знания для пользы людей, то они смогут реально помочь народу. Россию еще можно уберечь от катастроф, войн, переворотов, народ можно сохранить, но в том случае, если и вышестоящие, и простые люди поймут смысл сказанного и начнут просить Бога, станут сообща, во взаимопонимании создавать новое. Эта книга поможет вам разобраться во многих вопросах и определиться в отношении будущего. Все рядом с вами, вам и выбирать. Коварство людей может обернуться катастрофами. Много сюрпризов таит в себе планета Земля. Ученые разных стран, в том числе и российские, вели эксперименты по созданию разных видов смертоносного оружия, россияне не подозревают, насколько коварны действия многих чиновников и ученых. Они вывозили радиоактивные и ядерные отходы и производили их захоронения в реках, морях, океанах. Часть этих сюрпризов спрятана таким образом, чтобы было легче достать, то есть они находятся на небольшой глубине. Распад радиоактивных веществ может идти десятки и сотни лет, но уже в ближайшие годы может произойти непоправимое, массовое отравление и гибель людей из-за разгерметизации и контейнеров. Это может произойти во время катастроф и по многим другим причинам. Чиновники тщательно поработали над тем, чтобы уничтожить все документы, касающиеся незаконных вывоза и захоронения радиоактивных, ядерных отходов. Эти люди все продумали до мелочей, но ошиблись в главном. Они считают, что никто и никогда не узнает об их темных делах. Это далеко не так, Богу известно все. Землянам придется пройти жесткие уроки, многие несчастья они создали сами. В данной ситуации людей может спасти только Творец. Если люди будут просить Создателя, им удастся избежать самого плохого. Земляне еще не подозревают о том, что их ждет дальше. Люди, которые сбрасывали контейнеры с отходами в воду, не предполагали, что этим могут воспользоваться серые инопланетяне. Они найдут способ, как взорвать эти контейнеры. Как видите, люди уготовили себе хорошую чистку. У серых инопланетян есть карта захоронения ядерных, радиоактивных отходов и другие. По всему миру. Под особым вниманием находятся Америка, Россия, страны Европы, Англия, Франция, Германия и другие. Восток. Людям есть над чем задуматься. Будущее планеты зависит от землян, но если их поступки будут носить такой антинародный характер, то цивилизация может погибнуть в ближайшие годы. Как становятся предателями Родины. Предателями не рождаются, ими становятся люди, которые недооценили, сколько давалось им Богом в жизни. А все начинается с малого. Сначала ребенок не слушает папу и маму, неуважительно относится к бабушкам, дедушкам, грубит старшин, потом плохо учится в школе, хитрит и обманывает учителей. Проходит время. Этот человек взрослеет и начинает думать, что все ему чем-то обязаны родители, накормить и выучить, государство, дать образование и обеспечить работой, все должны его любить и ценить. А что он сделал для общества в свои 16-20 лет? Несмотря на столь юный возраст, этот человек уже с презрением смотрит на других людей и готов обсудить и осудить каждого. Отчего он стоит сам? Или он умен и обладает большими талантами, в совершенстве овладел разными специальностями, помог другим людям? Когда земляне уходят в дебаты, они не задумываются над этими вопросами, и поэтому их мысль идет в минусовом направлении. Часто случается так, что кроме гордыни и себелюбия такие люди ничем и не блещут. Понятно, родители хотят, чтобы их дети получили хорошее образование и профессию, чтобы у них благополучно сложилась личная жизнь, и поэтому делают все, чтобы они поступили учиться. Нанимают репетиторов, отправляют своих детей на подготовительные курсы, пристраивают в ВУЗ, платят за обучение, и получается, что ребенку всю жизнь помогали, его жалели, берегли от больших физических нагрузок, нежели и баловали. И он привык к легкой жизни, проходит 5-6 лет, ВУЗ закончен, и молодой человек начинает искать высокооплачиваемую, выгодную для себя работу, мечтает жениться по расчету. Не все складывается гладко у таких людей, и как только они сталкиваются с трудностями, сразу пасуют перед ними. Многие, если есть возможность, уезжают за границу. Их не интересует, что они родились и выросли в России, что Родина дала им образование, возможность роста, они не задумываются, что в эту страну их привел Бог. Такие люди ищут себе место получше, где могли бы, как им кажется, жить безбедно. Любую информацию, касающуюся России, они готовы продать иностранцам, ради собственной выгоды и благополучия готовы продать и придать не только Родину, но и родную мать. А все потому, что ребенку не поясняли в детстве, как родителям было тяжело его вырастить, выучить, сколько приходилось работать, и как они во многом отказывали себе, чтобы поднять свое чадо на ноги. Не научили, что надо любить, уважать людей, ценить труд и силы, которые папа с мамой вкладывают в ребенка. Не поясняли, что надо любить Родину и помнить добро, отданное детям. Молодежь не знает, что во время Великой Отечественной войны деды и прадеды погибали на фронтах, чтобы отстоять Родину. Люди голодали, трудились в тылу, чтобы внуки и правнуки увидели жизнь и могли сейчас создавать свое счастье в свободной стране, без войн. Детям не пояснили, как народ просил Бога, чтобы захватническая война закончилась. Не рассказали, что между Германией и Советским Союзом был заключен мирный договор. И на всех дипломатических встречах немцы подтверждали, что не собираются развязывать войну с СССР, а сами тем временем подводили войска к нашим границам. И когда укомплектование немецких войск закончилось, Германия напала на Советский Союз. Молодые люди не знают, как бомбили с самолетов тысячи городов и деревень, как расстреливали и заживо сжигали мирных жителей, как издевались над такими же детьми, как нынешние школьники. Фашисты снимали с людей скальпы, срывали щипцами ногти. А сейчас школьники пишут в сочинениях, что в 1941 году Россия напала на Германию и немцы были вынуждены обороняться. «Россияне, подумайте, кого вы воспитали? Ведь эти дети не знают своих корней, предков, свою историю. А ведь прошло не 500 и даже не 300, а всего 60 лет. Некоторые школьники не знают имен героев. Тех, кто ценой своей жизни спасал тысячи людей, а значит и их потомков, современную молодежь». На вопрос, кто руководил Советской Армией в Великую Отечественную войну 1941-1945 год, учащиеся, отвечают Кутузов. Растет необычное поколение, воспитанное на боевиках, лжи и насилии. И этой молодежи неизвестно, как мужественные бойцы и офицеры во время войны не предали свой народ, не раскрыли противнику место дислокации русских. Они защищали свою землю, народ и стояли насмерть. Гибли, но не допустили, чтобы Россия была порабощена и уничтожена. Порой от полков оставались живыми только несколько человек, и они продолжали защищать Родину, чтобы будущее поколение могли жить, радоваться, создавать семьи и развиваться. Прошло время, и сейчас люди не задумываются, какой ценой досталась та жизнь, которой они живут. Прадеды воевали, у бабушек и дедушек было военное детство, они пережили разруху, в самые трудные годы поднимали страну. А вы хотите, чтобы молодежь ценила и понимала вас? Молодые люди не пережили голод, войну, они не видели своими глазами гибель близких людей, расстрелы, казни и т.д. Им все достается легко, гораздо легче, чем их предшественникам. Дети выросли и не знают истории России, истории своей семьи. К чему это привело? Когда люди забывают свое прошлое и то, что была война, значит это поколение ожидают новые войны. Так было и во времена Иисуса. Пока люди помнили его и все, чему он учил, общество жило спокойно, как только стали забывать были и начали сомневаться в существовании Бога и Иисуса Христа, то у человечества начались серьезные уроки. Духовность стала подать, начались страшные болезни, войны, катастрофы. Российские дети сейчас хорошо знают имена героев зарубежных сериалов, а именами соседей не интересуются. Некоторые вообще никого, кроме избранных, выгодных для себя людей не признают. К чему дальше приведут такое воспитание и земное развитие? Таким людям не нужны ни родители в старости, ни друзья, ни Родина. Задумайтесь над этими вопросами, ведь родители ни за какие ценности не смогут купить добро, понимание и уважение, когда станут старенькими и сами будут нуждаться в помощи. Сейчас в России уже не тысячи, а миллионы беспризорных детей. Это следствие того подхода к человеку, который насаждается стране. Даже в послевоенные годы беспризорников было гораздо меньше. Думаю, вы понимаете, череды пополнят эти дети, когда вырастут. Уже в ближайшем будущем действительность заставит нас с вами решать все эти и другие накопившиеся вопросы. Они не простые, сейчас многие люди не готовы к таким испытаниям. Пять книга создана для того, чтобы вас предупредить и подготовить к тем тяжелым временам, которые ждут землян впереди, как работают разведки, или как происходит утечка информации. За высокопоставленными лицами, выдающимися деятелями науки, культуры и другими ведется наблюдение, и порой отслеживается их каждый шаг. Когда российские ученые выехали за границу в ближние зарубежья для проведения научных работ по своей теме, интересующие разведки разных стран, представители светлых сил из космоса наблюдали такую картину. С постов ГИБДД, других служб поступала информация о передвижении группы, ее составе и т.д. Движение ученых проследили до границы, вся информация стекалась в несколько отделов ФСБ, на границе группу уже поджидала служба безопасности, пограничники были предупреждены о том, что должны появиться российские исследователи, для погранслужбы был проведен инструктаж, как себя вести, на что обратить внимание, какие вопросы задать. На территории другого государства к ФСБ России подключились свои спецорганы. Наблюдение велось с разных точек. О группе ученых пытались узнать все, режим, характер работ, с кем поддерживают контакты, какие встречи идут, что обсуждают, каковы планы и т.д. и т.п. Каждый день составлялись отчеты, и по часам было расписано, как развивались события и чем занимались ученые. Информация стекалась не только в отечественные спецслужбы. Помимо Москвы, Управления ФСБ России и той страны, где находились исследователи, информация уходила в Польшу, Западную Германию, Англию, Францию, затем стекалась в Америку. Кроме того, минуя эту цепь, информация из Москвы шла напрямую в США, в ЦРУ, а оттуда в другие засекреченные источники, к серым инопланетянам. Как видим, существующая система подкупа, деятельность агентов контрразведок, когда один и тот же человек работает на разные страны, приводит к интересному результату, какое бы открытие в России не совершилось, оно тут же становится известным не только российской разведке, но и службам и правительственным кругам других стран. Божественные знания не продаются и не покупаются, они даны Творцом для совершения добрых дел. В России, как и в других странах, разовьются новые науки, но они будут под Божьей защитой и принесут людям только помощь, а не разрушение. Создателям людям и раньше давалось многое, но они не поняли и недооценили, продавали секреты за границу. Новые науки будут носить глубинный характер, их смогут постичь только добрые и чистые сердцем люди с высокой духовностью, а утечка будет исключена. Все в руках Творца. Бог дал, Бог и взял. Люди с земным мышлением, работающие на уничтожение и разрушение, не смогут применить эти знания, так как у них не будет необходимого доступа свыше. Действия людей и миссия планеты Земля. Земля не случайно создавалась Богом в окружении планет и Солнца. Солнце дает нашей планете жизненную энергию, без которой на ней ничто не могло бы существовать. Люди изобрели специальные аппараты, дающие ультрафиолетовое облучение, но в них нет тех живительных энергий, которые излучают и преобразуют Солнце. Днем и ночью из космоса на Землю идут различные вибрации. Солнце дает мощный энергетический потенциал планете. Луна и звезды запитывают Землю своими особыми энергиями, которые также важны. Поэтому на нашей планете есть энергозоны, активные точки, дающие в разное время людям особые силы и энергии. Земля запитывает людей и дает жизнь растениям, животным, птицам, рыбам и так далее. Если бы человечество научилось жить в дружбе со всеми мирами, то оно могло бы существовать на Земле как в сказке и с помощью божественных энергий творило бы чудеса. Посмотрите, как все живое тянется к человеку, птицы, зверьки, маленькие детеныши с интересом смотрят на людей. Животные видят и чувствуют энергетику, и поскольку Творцом это заложено в них, они знают, что люди, их защитники и необыкновенные умные существа. Бог создал так, что вся живность должна помогать человеку. Но люди стали истреблять птиц, зверей, уничтожать природу. Не секрет, что нечестные охотники весной поджигают леса, и в результате гибнет не только растительность, но и животные, отрезанные огнем от спасительного леса, погибают неокрепшие детеныши, и так начинается вырождение разных видов. Часто люди не задумываются, что своими действиями начинают нарушать высшие законы. Бездуховный человек решил, что он, царь природы и волен делать все, что ему вздумается. Из-за таких неверных действий землян на планете уже несколько столетий идет скрытая вражда между человеком и животными. Раньше ни один зверь не нападал на людей, это было исключено. Наоборот, животные только защищали людей и помогали им. Но ситуация с течением времени менялась. Если раньше землянам все же удавалось находить компромисс и они берегли природу, то сейчас негибкость людей ведет к трагедиям. Животные стали отвечать такой же злобой, потому что на них тоже стоят коды от темных сил. Неужели люди начинают задумываться над тем, что они творят, только тогда, когда животные начинают мстить? Вспомните, как много случаев, когда люди-браконьеры убивают волчат, а потом волк в отместку начинает уничтожать целые стадо домашних животных и воет по ночам, не давая людям покоя. А все потому, что они первые переступили запретную черту. Вы сами можете вспомнить немало случаев, когда человек опускался на уровень ниже животного. Люди сделали все, чтобы разрушить гармонию, существующую в природе. Но это им не подвластно. Из-за своих неверных действий земляне пройдут через жесткие уроки, видимо только так люди смогут увидеть и понять истину. Наша цивилизация не сумела прожить в мире и единении со всем живым, поэтому она не раскрыла тайны природы, наоборот, отошла еще дальше от естественной простоты жизни. Люди смогли только частично скопировать природу, научились ее рисовать, но не умеют воссоздавать ее в реальности, как это делают на других планетах, там люди творят живые образы. Земляне построили дельтапланы, самолеты, ракеты, создали вертолет, чем-то напоминающий стрекозу, но не научились летать без помощи техники, как это делали предки современных землян. И до сих пор на планете есть люди, которые летают как птицы. Но многим землянам сейчас трудно этому поверить и понять, как это происходит. Миссия Земли связана с миссиями людей. Если они довыполняют свои программы, то открывают предназначение Земли и работают здесь уже в новых воплощениях. Наша планета честно дарила людям любовь, здоровье, была их домом, но человечество не поняло это и использовало Землю в своих узких интересах. Долгое время люди вели себя так, как будто они живут всего одну жизнь, и часто говорили, а после нас хоть потоп, как видите, все предсказанное в Библии, сбывается. Сумеют ли люди хотя бы сейчас дооценить, сколько им давалось Богом в этой жизни? Ведь и небо было чистым, и воздух, свежим, и вода, целебной. А сейчас воду из крана просто так не попьешь, почему не удалось остановить негативные процессы на Земле, зло и хитрость людей, которые отравляют планету. Большинству землян интересовало только личное благополучие, о судьбе человечества они и не задумывались, Бога просить было некогда, да и не хотелось. Из-за неправильных действий людей у Земли изменилась миссия. И вместо планеты расцвета и развития наук, она стала школой глобальной чистки. У многих цивилизаций в космосе тоже бывают сложные и даже критические моменты. Но в это время люди внутренне мобилизуются, просят Бога о всепрощении грехов и направляют свои мысли и энергии на воссоединение, единение народов и стремятся принимать верные решения и меньше ошибаться. А истина заключается в следующем, насколько люди поймут, настолько и изменится ситуация на планете. Гибель цивилизаций, от чего во все времена на Земле погибали цивилизации, раньше на Земле было немало народов, которые развивались настолько высоко, что имели непревзойденную аппаратуру, технику, а также инструменты для лечения, быстро и гениально убиравшие любые болезни. У людей были автомобили, работающие от кислорода и двигающиеся со скоростью до 7000-1000 км в час, при такой скорости машины мгновенно останавливались, тормозной путь был не более двух метров. Секрет прост, люди владели гравитацией и антигравитацией. Они понимали, что без такой науки с земными знаниями далеко не уйдешь. Аварий не бывало, пешеходов не сбивали, дороги были изумительные, интересного много, а главное, что знания применяли не по-земному. Люди шли по божественным наукам и умели правильно использовать все, данное Творцом. При этом строили летательные аппараты, которые назывались тарелки или корабли. Что такое корабль? Это космический аппарат, в который садилось более 50 тарелок. Такие корабли отправлялись в другие вселенные. Тарелки вылетали для обследования и изучения любых планет, получали полную и четкую информацию. Люди, достигшие таких высот, были дружными, между ними были полное взаимопонимание и взаимовыручка. Все происходящее земляне понимали с полувзгляда и полуслова, хорошо владели телепатией, ясновидением, друг к другу относились с добрым. Все, кто работали на космической технике, имели 50 и более специальностей, любые работы выполнялись честно, и получается, трудились не так, как сейчас работают некоторые люди с узкими специальностями и с неограниченной безответственностью. Прежде всего, у тех землян были частота помыслов, высокое качество в работе, стопроцентная выручка и взаимозаменяемость. Зная разные науки земного характера, они понимали, что без Бога и его знаний зайдут в тупик. И поэтому были высокодуховны и просили Бога о том, чтобы на их планете развивались новые науки по самым нужным и неотложным направлениям. Они получали такие знания через ясновидение, через предсказателя и мудрецов. Задачи новых направлений, которые давались свыше, совместно решались людьми путем внедрения божественных знаний, тем, идеи и наук. Примеров множества, летали на Венеру, Юпитер, Марс, Сатурн и на многие другие планеты, познавали, досконально изучали новое и снова уходили дальше, выдумывали уникальные вещи. Это наглядно показывают памятники древних культур на нашей планете. Правителей Земли было мало, повелители и его помощник, такое количество министерств и ведомств, как в наше время, было не нужно, так как люди все делали честно, быстро и просто. Казалось бы, можно развиваться до бесконечности, но древние цивилизации погибли. Почему? Существует божественный закон, перед Богом все равны, это честно и справедливо. А тот, кто возгордился и считает себя в чем-то лучше других, нарушает этот закон, тогда начинаются серьезные уроки. И кто этого не понимает, тот ничего не достигнет, он далек от божественной темы, сути и тонкостей бытия, а до усовершенствования жизни на Земле в общем не созрел. Все люди разные, у одних один, два, пять рождений на Земле, у других больше, они опытнее и мудрее, так как имеют память из прошлых жизней, поэтому у них многое получается лучше. На Земле есть закон, люди, которые идут к Богу и к божественным знаниям, просят Создателя о помощи, проще подходят к любым событиям и все решают быстрее. Но когда земляне отходят от своего истинного пути, они начинают совершать серьезные ошибки. Древние цивилизации нарушили божественные законы и утеряли единство, пошли по неверному пути, ведущему к гибели. Поэтому они и прекратили свое существование. И сейчас есть земляне, которые называют себя глубоко верующими и доказывают, что только их вера справедлива. Это лжецы. Умный никогда не станет что-то доказывать. Он молча идет своим путем, зная, как он непрост, понимает истинную суть жизни, ценит данные ему свыше и при этом всегда благодарит Создателя. Когда люди становятся гордыми и возносятся над другими, думая, что они лучше, это грозный сигнал. Это начало падения цивилизации. В результате неверных мыслей и действий людей вибрации на планете снижаются. Прежних энергий любви и согласия нет, и людям неоткуда черпать свои силы. Развитие замедляется, а затем земляне отходят от истины, совершают много ошибок и начинаются несчастья, катастрофы и катаклизмы, большая часть людей погибает. Сейчас человечество может повторить путь гибели древних цивилизаций, но Бог, как и во все времена, дает вам шанс выжить, надо только это правильно понять. Если смотреть на жизнь с земного уровня, то многое непонятно, если со стороны Божественных знаний, то все ясно, что посеешь, то и пожнешь. К чему ведут неверные действия людей? Причины недопонимания жизни кроются в самом человеке. Примеров не счесть. Я вкратце опишу, с чего начинаются неприятности у людей. Часто предсказатели, провидцы от Бога описывали, предупреждали, какие несчастья и невезения будут у землян. Большинство предсказаний сбывалось. В предыдущих книгах я описывал, что будут падать самолеты, начнутся катастрофы бури, ураганы, торнадо, землетрясения и так далее, пояснялось, от чего это происходит. Были указаны страны, где это случится, как видите, все сбылось и еще будет сбываться. Сейчас можно описать начало три мировой войны и пофамильно назвать тех, кто ее начнет, рассказать, какие будут жертвы и последующие катастрофы. Можно описать, когда в Перми будет разрушен мост и прекратится движение, как и почему в городе останется мало людей. События в Краснодарском, Ставропольском краях, в Чечне, начало предупреждений для людей. Можно раскрыть события по России, как перетрясет людей, и сколько их погибнет. Можно рассказать, в каких городах произойдут несчастья, как в Содоме и Гаморе. В России 10 таких крупных городов. И ученые ничего не смогут сделать, потому что изучали не те науки, чиновники будут только разводить руками. Появятся мародеры, которые будут разворовывать последнее. Такое будущее ждет людей. Многие беды идут от гордыни людей. На Земле считают, что если человек, профессор или доктор наук, то выше по знаниям никого нет. Но ни один мудрец не станет блистать и кичиться своими знаниями, потому что понимает, что его знания не весят, и капли перед Богом. Мудрецу известно, что Творец везде и во всем. Недопонимания и гордыни завели людей в тупик и подтолкнули их к роковым ошибкам. Если я опишу все катастрофы на планете Земля, они сбудутся день в день, час в час. Мир потрясет как людей в спятаке или как в Турции, когда там были землетрясения. Но это уже будут не отдельные страны, а весь земной шар. Те, кто пережил такие несчастья, знают, как это страшно, несколько минут, и полгорода или вообще всего города нет. У людей есть еще немного времени, чтобы миновать страшные катастрофы. Не везде поймут то, о чем я пишу. Но там, где люди вникнут, многие останутся в живых. Для вас будет описана истинная суть хода событий по России и по планете Земля. Теперь сравним Перми с пятак. Все плохое начинается с безобидного. К примеру, чиновник работал депутатом, при этом был директором завода. Значит, у него есть неприкосновенность. Воруй сколько хочешь, и тебе ничего не будет. Возьмем оборонный завод, каких немало в России, большое предприятие, на несколько километров. Этот завод скупил один человек. Рабочие стали бесправными. А сколько людей с этого предприятия во время Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах воевали за Родину, сколько их поубивало, сколько не вернулось на завод. А после войны люди работали, восстанавливали жизнь, налаживали производство. Как видим, два-три поколения людей связано с предприятием. И вдруг в одночасье все рухнуло. Завод продали, затем перепродали. Кому, зачем, кто будет руководить этим предприятием, и куда уйдут военное оборудование и продукция, и что будут получать пенсионеры, если теперь завод, частная собственность. А таких предприятий по России уже достаточно много. Люди когда-то гордились званием рабочий, многие трудящиеся честно работали, но случалось и так, что слово рабочий в переводе означало раб и очень. Поясню, если на заводе работал пьяница, то ему говорили докладывай нам о других, и тебя не уволят. И он делал это, хотя со временем от него все равно избавлялись. А за рабочими пошла тотальная слежка. Таких примеров по стране тысячи. На глазах у российского народа чиновники развалили Советский Союз. Они выкупили лучшие земли, заводы, и получается, что россияне им не нужны. Последствия будут неутешительны. Моя цель не в том, чтобы описать, что происходит в стране. Важно другое, предупредить, что самое страшное впереди, но многое еще можно изменить. Чиновники сдают самое ценное за границу за бесценок, чтобы быстрее продать и обогатиться на этом. Затем начинают искать бандитов с мировым именем, таких, как Бен Ладен, чтобы на них потом все списать. А зачастую причина различных конфликтов и несчастий, споры и раздел сфер влияния между кланами. Рабочие по недопониманию будут искать виноватых, но не найдут. И народ, и многие ученые пострадали от чиновников, которые долго не проявляли себя, а сейчас стали открыто сдавать родину с ее богатствами иностранцам. Такие российские граждане имеют по несколько паспортов, заграничных вилл и так далее. Они заинтересованы предать Россию, разворовать последнее, а затем уехать в другие страны и жить там безбедно. Но все не так просто. Рано или поздно наступает расплата за нечестные действия и за ложь на роду. Когда люди в Перми начнут волноваться, произойдут две самые страшные катастрофы. Еще не поздно все исправить. Жители Перми и области, россияне, помните, что в нашей стране много хороших людей даже среди чиновников, среди больших и малых руководителей. Хорошо, если россияне будут просить за них Бога, молиться о сохранении мира, о том, чтобы Творец не допустил войну и катастрофы. Каждый человек волен просить Создателя своими словами, по-своему, и это хорошо, ибо жестких правил, как молиться Богу, нет, не было и никогда не будет. У нас с вами переходное время, идет переход в Золотой Век через катастрофы и катаклизмы. Это справедливая чистка, если это время будет упущено, другого шанса у людей уже не будет. В России чиновники долгое время пытались уничтожить у народа веру в Создателя и тем самым снизить духовность россиян. За веру в Бога расстреливали, садили в тюрьмы. Если человек был неугоден, его объявляли сектантом и на корне уничтожали все, что было связано с верой в Создателя и с духовностью. Человека видно по его делам. Верующие люди и в тюрьмах вели себя достойно, и от них шло только добро. Тех, кто шел к Богу, объявляли изгоями. А что чиновники достигли сами? Результат налицо. На пороге три мировая война. Пока еще есть время, земляне могут своим правильным поведением и молитвами не допустить страшную бойню. Когда люди будут просить Бога, коды от темных сил не встанут над городами, а значит, несчастья будет меньше. Грамотный народ начнет обращаться к Создателю и молиться о руководителях. О том, чтобы нашлись люди, которые бы поняли, что войны не нужны, а нужен мир и построение нового, и эти люди, руководители, сами будут просить Бога. Тогда есть реальный выход, как избежать многих катастроф и изменить судьбу цивилизации, то есть не допустить ее гибели. Хотелось бы, чтобы люди задумались над этими вопросами, пока не поздно. Точно так же предупреждали и другие цивилизации на пороге их гибели, но они не сумели остановиться. Пройдут ли земляне снова этот урок или смогут измениться сами и изменить мир, покажет будущее, оно уже рядом. Уходя навсегда вперед. Земля не однажды проходила чистку, и каждый раз, когда люди забывали уроки, данные Творцом, вновь наступали серьезные испытания. Какое-то время земляне не вспоминали о том, кто их Отец и благодаря кому они существуют, как и все живое. На всех планетах, где люди развиваются, любят и чтят Бога, идет прогресс. Он, Творец всего живого, Создатель всего космоса. На Земле же люди идут по-своему, очень своеобразно. Когда цивилизация начинает создавать книги, фильмы, где хулят Создателя, когда люди начинают проклинать Бога, весь белый свет, свою жизнь и людей, то это верный признак, что человечество пошло по пути деградации и уже находится в тупике. Люди на Земле и в космосе существуют благодаря энергии любви, Творец, это любовь и чистота, и люди, сотворенные по образу и подобию Бога, также сотканы из любви. Если этой энергии не хватает в самом человеке, он начинает страдать от этого. Когда эта энергия иссякает, цивилизация погибает. Но ситуация на Земле осложнилась тем, что человечество стало забывать уроки, данные свыше через Моисея, Иисуса Христа и Святых. Люди стали копить в себе злобу и ненависть, разучились прощать и очищать своей любовью жизнь, разучились помогать друг другу, умножая свет на Земле. Некоторые превратились в нелюдей, потому что не смогли и не захотели сохранить в себе человечность. Земляне не заметили, как зомбирование приобрело массовый характер, и человечество всколыхнула волна жестоких убийств. Даже криминальные сводки не могут передать всей правды о происходящих событиях в разных странах. Ведется отстрел неугодных кому-то людей, участились убийства на бытовой почве. У людей появилась особая жестокость. Даже дети сейчас бывают настолько озлобленными, что родители в шоке. Вы видите, что существующая система жизнеустройства на Земле все чаще дает печальные результаты. Ни родители, ни школы, ни даже исправительно-трудовые колонии не могут кардинально изменить ситуацию. Если так будет идти и дальше, то через несколько лет люди начнут убивать друг друга у себя дома и на улицах. Коды от темных сил, которые встают на человека во время просмотров триллеров, боевиков работают незаметно. Человек разозлился, и вдруг в нем появляются такие ненависти и агрессии, которые бывают только у злодеев. Все чаще драки заканчиваются серьезными травмами и смертями. Настанет время, когда во многих местах на Земле будут возникать междоусобицы, перерастающие в бойни, с космоса просматривают, что Земля потонет в войнах, и люди сами истребят себя в короткое время. Каким же образом человечество подошло к такому результату? Все происходит на ваших глазах. Те негативные тенденции, которые были заложены людьми в прошлое веко, сейчас получают ускоренное развитие и завершение, потому что идет закрытие кармы человечества. Задумайтесь, неужели зло в человеке может возобладать и люди станут хуже, чем звери? Да, это возможно, и вы видите своими глазами, что происходит сейчас, об этом человечество предупреждали в Библии еще за несколько тысяч лет. В прошлое веко приходили святые, чтобы своими добрыми делами, Божественным Светом уравновесить зло. Они вели людей, поясняли, как надо жить, чтобы остаться теми, кем являются земляне на самом деле, Божьими детьми. Но сейчас время изменилось, вас, дорогие люди, не просто так привели на планету в это время, вам дали шанс исправить ошибки прошлых жизней, отплатить людям добрым, и теперь остается это только правильно понять, закрывается очередной цикл развития человечества, и Бог подводит итог, чему же научились люди, души, смогли ли они преодолеть в себе то негативное, что в них было, смогли ли они стать духовно богаче, научились ли прощать, любить. Это жизнь для землян как своеобразный экзамен. Душам еще раз в заключительном периоде свыше дают возможность пройти и освоить те уроки, которые они не могли пройти раньше, увеличить силу любви и продолжить эволюцию души. На всех достойно пройденных испытаниях люди набирают опыт и очки, вас не случайно свели с теми людьми, которые, сейчас рядом с вами, чтобы произошла эта встреча, нужны были века и тысячи нюансов. Время летит быстро, и жизнь проходит, а люди так и не поняли до конца, почему они встретились, и упускают уникальный шанс отплатить друг другу добрым. А ведь все вместе земляне могут творить чудеса. Сейчас многие души пришли, чтобы спасти планету, если в каждом человеке, ищущем добро, увеличится искра Божьей любви. Он сам себя не узнает. Люди пришли помочь накопить своей добротой и энергию, которая спасет мир. К сожалению, они иногда работают наоборот, разрушают защитный энергетический баланс земли, что влечет бури, ураганы, наводнения, пожары и любые катастрофы. Вы набираетесь опыта, не отчаивайтесь, те, кто поняли, просят у Бога прощения за свои грехи, грехи всех землян и их предков, за все, что натворили неверного, и сами стараются выровняться и не возвращаться к прежнему. В Библии было сказано, что и в последнее время придут люди и начнут просить Бога и делать добрые дела и уйдут дальше тех, кто молился годами. Только искренность и честность в молитвах и в совпадающих с ними делах дадут нужный результат. Часто бывает так, человек просит Бога, а сам кривит душой, думает и поступает по-другому. Сам обсуждает людей, не замечая этого, но всегда обращает внимание, когда кто-то другой это делает, и удивляется, почему о нем самым говорят не всегда лестно. Понявший да да поймет, умный да исправится, впереди у нас с вами самые тяжелые испытания жизни. Такие моменты всегда ответственны для человека. Это серьезный экзамен для людей. Скоро уже не будет возможности пояснять вам ход событий. Многое, созданное нашей цивилизацией, в одночасье уйдет в небытие. Остается только вникнуть в то, что вам открыто в этих книгах, все взвесить и принимать мудрые, разумные решения. В пяти книгах шаг за шагом к божественным знаниям и наукам Бог ведет людей вперед по пути развития. Все, что сказано о преобразовании жизни, можно осуществить, но у людей не хватает для этого знания и энергий. Если они будут просить Бога, то повысит свою духовность и у них будет шанс шагнуть и уйти навсегда вперед, изучить новые науки, построить космические корабли и вновь созидать на самых разных уровнях. Реальные факты Анализируя развитие землян, можно сказать, что наша цивилизация не смогла полностью реализовать потенциал, заложенный в нее Творцом. Если бы у людей на нашей планете была высокая духовность и они шли к Богу, то на Земле могли развиться к 2000 году любые науки и направления на все 100%, и произошел бы плавный переход в Золотой век. Однако этого не произошло. И уровень развития цивилизации на данный момент составляет, по совершенствованию наук в целом на всей планете, не более чем на 50%, по традиционной медицине, на 8%, по автомобилестроению, на 12%, по созданию летотельных аппаратов, на 20%, по ядерной физике, на 10%. На других планетах достижения ядерной физики используются только в мирных направлениях и являются абсолютно безвредными для людей и всего живого. По очистке радиоактивных отходов, на 1%, по очистным сооружениям, на 2%, по загрязнению окружающей среды, на 200%, а должно быть 0,005%, по полярным направлениям полевых структур, на 8%, по развитию телекинеза и сенсорных способностей людей, на 4%, по развитию искусства, на 20%, по приготовлению пищи в некоторых странах, до 70%, по умению шить, до 80%, а по уничтожению людей земляне преуспели более всего, хотя этого вообще не должно быть. Как видим, цивилизация ушла недалеко. Чтобы исправить положение, Творцам даются время и возможности поднять духовность и начать созидать по любым мирным направлениям. Если земляне начнут всерьез просить Бога, то они сумеют выровнять домашние ситуации, будут способствовать улучшению положения в своих странах и на всей планете. Духовная литература, Библия, Закон Божий и другие книги помогут вам многое понять и повысить духовность. Люди, живущие по Божественным законам, копят положительную энергетику, несут людям добро и прощают зло. Через таких землян будет идти развитие наук на нашей планете. Божественное Слово в устах людей, испокон веков на Земле почитали старших, дети уважали родителей. Молодых обучали более опытные, и их Слово было главным и последним. Люди боялись ослушаться родителей и никогда им не дерзили, это было недопустимо. Взрослые вели себя подобающим образом и всегда были примером для детей. На этом базировались воспитание и успех, расцвет цивилизации. Секретом расцвета было то, что старшие прививали любовь к Богу и воспитывали детей в послушании. Семьи создавались разумно, и земляне подходили к этому серьезно. Люди чтили Создателя, и стар, и млад ежедневно молились и всю жизнь проживали с Божьей помощью. Посмотрите, люди к чему пришла наша цивилизация, к чему привели разные системы воспитания, ведь вывод напрашивается сам собой. Многие земляне перестали чтить Бога, стали сквернословить и богохуйствовать, потеряли связь с Творцом и подвергли сомнению сам факт его существования. Более того, некоторые люди отрицали Бога и так обучали детей, религии, опиум для народа, они поселили ложь в умах и сердцах молодого поколения. Многие дети выросли как сорная трава, жили для себя и ни о чем не задумывались. От них родились еще более оторванные от истины люди, к чему пришли. Так же, как когда-то родители отвергли Бога, сейчас их самих отвергли собственные дети. Современная история показывает, что во многих землянах не осталось ничего святого. Они предают других и самих себя, свое предназначение. Так дальше не может продолжаться, ибо люди станут страшнее зверей и начнут истреблять друг друга. Убийства, преступления и войны становятся все более кровожадными. Люди живут ненавистью друг к другу. Когда такое было на Земле, еще ни разу за всю историю Земли зло так не овладевало людьми. Время течет, а ситуация постепенно ухудшается. Настанет момент, когда вы увидите зло в своем обличье. Оно выйдет, открытые люди будут видеть темных сущностей, но ничего не смогут сделать. Многие будут бессильны перед началом экспансии, вторжением. Предсказания Нострадамуса сбылись, три мировая война на пороге. Каких еще предсказаний и предупреждений свыше ждет человечество? Злоба превысила барьер баланса добра и зла на планете. Самое время молиться о спасении Земли и мира на ней, о спасении ваших душ. Придут мгновения раскаяния и вы пожалеете о многом. Кому тогда будут нужны молитвы? Еще есть время, последние мгновения для того, чтобы все изменить, как вы будете жить дальше. К сожалению, людям до сих пор непонятно, что все созданное им в одночасье разрушится. Это время перемирия не может длиться долго и вечно, скоро наступит развязка, конец земному мироустройству. Человек пришел на планету голый, голым и останется. И люди будут проверяться по тому, чего они стоят. Многих поставят в равные условия, и не удивляйтесь, что сильный окажется слабым, а слабый – сильным. Свыше все расставится по своим местам. Как люди со злом относились к животным, так и животные в последние дни на Земле озвереют и отплатят тем же. Как земляне не ценили даров и богатств природы, как уничтожали леса, травы и загрязняли планету, так и природа ответит тем же. Несколько лет подряд земля не даст урожая, деревья, фруктов, поля, всходов. Суровый климат придет на планету, и все встанет на свои места. Люди не понимали, что каждая травинка, живая и тянется к ним с любовью, что каждый росточек отдает тепло людскому сердцу, чтобы запитать его энергией. А земляне не задумывая сломали и вырывали с корнем растения, лишая их жизни. Каждый зверек был другом человеку, но люди начали уничтожать и истреблять все вокруг. И поэтому царь природы останется один и будет вынужден обороняться так же, как и когда-то защищались от него животные. Когда дети разоряли гнезда, когда взрослые отстреливали животных в азарте, они не думали о последствиях и бога не просили. А ведь долг платежом красен, так было во все времена в космосе, и люди знали об этом. Вы проходили эту школу не раз каждый в своей жизни. В этой жизни человечеству была дана Библия. Люди призрели Слово Божье и извратили его в угоду своим интересам. Чего они стоят? Развитие цивилизации уже показало. Вам остался один шаг, чтобы упасть. В этой жизни вы уже не поднимитесь. Подумайте, люди, ради чего вы живете? Или вы родились для того, чтобы совершать неблагие поступки? Строить дальше на Земле вам нечего. Цивилизация исчерпала запас жизненных сил и не смогла достичь хотя бы среднего духовного уровня. Даже дикари поступают гумания, нежели современные земляне. Все сменится очень быстро и неожиданно для вас. Вы не узнаете Землю, не узнаете людей, многих просто не досчитаетесь. Земля пожнет плоды трудов всех, кто на ней жил. Это время уже близко. Третий раздел, мировая опасность. Зомбирование землян, жесткое управление ими и уничтожение людей. Несколько веков над Землей работают серые инопланетяне, они сумели подчинить своей воле некоторых людей и через них начали навязывать нашей цивилизации тупиковый путь развития. Ими было многое сделано для того, чтобы как можно дальше отвести землян от Бога и его законов. В ближайшее время, с 2003 года, усилится зомбирование землян с серыми инопланетянами. Каковы последствия этого, вы узнаете, когда прочтете этот раздел. Если земляне будут всерьез просить Бога о снятии зомбирования и о сохранении человечества на Земле, то зло будет остановлено Творцом. На будущее веко, дорогие люди, вам дается шанс исправить ситуации навека вперед. Не во всех тонкостях вы еще разобрались, не все до конца да понимаете. Энергии мудрости копятся веками, должны сформироваться целые поколения людей, прежде чем земляне начнут владеть различными секретами планеты. Посмотрите, как время изменилось в одночасье, и люди не готовы ко многим событиям. Большинство привыкло, что всем управляет государство. Но что будут делать люди, когда силы государств исчезнет, когда правительство не справится с ситуациями, а будут находиться в растерянности и не смогут пояснить истину народу. Вот тогда люди останутся один на один со своими бедами. И от того, как они подойдут к решению многих вопросов, зависит их будущее. Ответственность будет у каждого. Сильный человек сможет справиться с ситуацией, слабый – нет. Подумайте о том, как человечество будет дальше существовать. Люди – божественные создания и могут творить чудеса. Из этой книги вы поймете, что такое сила любви и какие вещи могут происходить, если люди идут с Богом и живут в простоте, без божественной помощи людям просто не выжить. Сейчас над планетой нависла серьезная угроза. Серые инопланетяне вынашивают грандиозные планы. Они задумали уничтожить большую часть землян и захватить планету. Но сознание людей растет, они понимают, что могли бы жить по-другому более проще. Многие начинают задумываться вникать и просить Бога, поэтому Создатель, отвечая на молитвы людей, помогает им лучше понять реальную действительность и защищает. Поясню вам некоторые немаловажные моменты. Акценты серых инопланетян сделаны на особых энергетических местах и точках Земли. Они знают, что если их перекрыть, то можно лишить землян той особой силы, которая дает им планета. На этом факторе, как одном из основных, базируется программа порабощения нашей цивилизации. На Земле существует несколько мощных энергетических центров, есть средние и малые зоны энергетической активности. Этими знаниями владели представители древних цивилизаций, Майя, Атлантиды и другие. Поэтому на протяжении столетий и особенно в 20-21 веках от простых людей утаивались и продолжают утаиваться древние источники знаний, а также манускрипты, на которых зашифрована информация о ключах планеты. Над этими материалами работают специалисты высокого класса, среди них есть люди, которым частично открыта память и знания прошлых жизней, и они успешно расшифровывают некоторые фрагменты посланий. Эти послания зашифровали ученые древних цивилизаций с тем, чтобы наши современники сумели раскрыть некоторые секреты планеты Земля и начали работать на усиление ее энергетики. Если открыть энергетический центр без знания его назначения и способа работы с ним, внеся туда запрещенный ключ, центр можно заблокировать. Энергетика обновления пойдет по другим энергетическим каналам, что вызовет бури, ураганы, землетрясения, наводнения и другие катастрофы. Простые люди об этом не догадываются. В начале 2003 года произойдет частичное смещение фазы Земли. Причина – в накопленных и сконцентрированных негативных энергиях людей. Неуравновешенная, неуправляемая психическая энергия землян даст толчок многим крайне разрушительным процессам. Серые инопланетяне знают, как управлять этими энергиями, и люди без Бога не смогут им противостоять. Простое сравнение, когда в одно из мест постоянно вывозят мусор, он начинает гнить, привлекать мух и других насекомых. Люди стараются обходить это место и делают вид, что не замечают, ничего не предпринимают для его ликвидации. А там поселяются темные сущности и начинают свою работу. Точно так же происходит и с энергетической грязью. Она копится, потом приходят представители темных сил, которые питаются ею, они размножаются, а затем начинают использовать эту энергию для управления людьми. Думаю, вы не раз сталкивались в своей жизни с неприятными явлениями, когда видели человека в крайней степени гнева. Ему самому потом неприятно вспоминать об этом. Но тем не менее такой пример ясно показывает, что происходит, когда на человека начинает действовать негативная, разрушительная энергия. А если ее направят на целую группу людей? Это уже не раз происходило. Революции, митинги, войны, результаты энергетического управления людьми. Человечеством уже накоплен негативно-разрушительный потенциал, достаточный для управления целыми народами и странами. Три мировую войну могут спровоцировать в любой момент. Хватит ли мудрости у правительств разных стран, чтобы не начинать военный конфликт или не вязываться в него? Ведь все начнется с пустяка, результат же будет губительным для миллиардов людей. Если земляне хотят сохранить мир, то необходимо просить Бога о прощении за свое земное поведение. Молиться, чтобы Творец и высшие силы космоса убрали грязную энергию с людей, планеты и не допустили три мировой войны. Тогда еще можно будет исправить положение. Если люди не сделают вовремя выводы, несчастье будут их настигать неожиданно, и земляне ничего не успеют сделать. Работа серых инопланетян на планете Земля. 1. Ошибки людей. Серые инопланетяне давно создали свои базы на Земле. Несколько веков подряд человечество обрабатывается с помощью ложной информации, хотя землянам было пояснено, как сохранить мир и добро на планете. Людям была дана Библия. В ней говорится, каким образом надо себя вести, как сохранить свои души в чистоте и как накопить энергию добра, позволяющую продлить жизнь. Многие столетия люди недопонимали смысла и значения Библии, пренебрегали законами и предупреждениями, которые содержатся в книге жизни. Темные силы постарались сделать так, чтобы людям был непонятен смысл изложенного в Библии. И сейчас вы слышите, как часто дают неправильное толкование книги жизни. Некоторые люди научились вертко использовать в своих целях цитаты из нее, вырывая их из контекста, дают свои толкования Библии и тем самым усложняют понятные вещи. Самый чуткий индикатор правды и лжи – человеческое сердце. Оно всегда подскажет людям, как надо поступать. К сожалению, сейчас земляне не доверяют своим интуицией и глубоким, чистым чувствам. Включается земной закон самозащиты. Если человека кто-то обидел, обошелся с ним несправедливо, он уже никому не доверяет и, видя, как поступают другие, также начинает мстить, что-то доказывать, многое делает в угоду себе. Вновь получается замкнутый круг, и таким людям трудно вырваться из порочного круга и понять истину. Люди и не заметили, что стали поступать как злодеи и уподобились им, хотя раньше были обычными, добрыми и спокойными. Почему-то сейчас многие земляне думают о себе лучше, чем они есть на самом деле, находят себе оправдание, и если не повезло в жизни, то считают виноватыми других людей, но не себя. Вот тут-то начинается самое неожиданное и коварное. Темные силы подключаются и внушают, молодец, ты хороший человек и так далее, а ведь это уже сигнал, что надо остановиться и задуматься. А все ли вы правильно делаете, не закралось ли вновь в разум и сердце гордыня? Когда это происходит, доброе сердце остывает и становится жестким, невосприимчивым к добру, и человек перестает ценить поддержку окружающих. Обратите внимание, как папы, мамы, братья, сестры, бабушки, дедушки рады вам, готовы помочь и порой отдают вам самое ценное, любовь и доброту, и как часто люди, занятые своими проблемами, не замечают или не хотят замечать этого. Души ближних раскрывались перед вами, принимая вас такими, какие вы есть, но вы почему-то не ценили этого, в те моменты вам это было не нужно. И такая картина складывается у всего человечества. Если люди не обращают внимания на добро, ласку и заботу, значит они им не нужны, отвечают холодом и часто недовольством. Так чего же хотят такие люди, неужели, ответные агрессии на свои мысли, эмоции и действия? А ведь так оно и получается. Как видите, действия ведут к определенному результату. Казалось бы, все просто, и можно исправиться, стоит только захотеть, но, увы, человек не просит Бога, и дело у него не клеится, а люди высказывают ему претензии, и ни с кем не удается наладить контакт. Темные силы, зная слабость человека, помогают ему тонуть в земном еще глубже, негативная энергия всегда рядом. И только труд, работа над собой и, главное, просьбы к Богу помогут людям стать такими, какими они должны быть умными и добрыми. Во всех этих нюансах земляне не разбирались, многие не понимали, насколько быстро их действия влекут за собой справедливые последствия. И поэтому серым инопланетянам осталось только усилить разрушительные энергии на нашей планете и воспользоваться незнанием землян. В настоящий момент цивилизация Париса работает по усилению зомбирования людей на нашей планете. Земляне считают, что сумели создать уникальную аппаратуру. С одной стороны, это так, с другой, нет, потому что у серых инопланетян аппаратура гораздо современнее и мощнее. Руководящему звену тайного правительства цивилизации Париса передана специальная аппаратура, которая позволяет управлять сознанием людей на расстоянии. Земляне стали заложниками этого сговора с серыми инопланетянами. Вам будет раскрыто действие такой аппаратуры. Вот всего лишь несколько функций одного из широко применяемых против землян приборов серых инопланетян. 2. Возможности аппаратуры с серых инопланетян прибор автоматической настройки для управления и перераспределения мыслительной энергии землян Зелтаха. Функции. 1. Управление мыслительной энергией людей на расстоянии. Прибор настраивается на биополе конкретного человека или на общую энергетику массы людей и начинает управлять этими землянами. Особое облучение вызывает агрессию, головную боль, тошноту, рвоту, слабость. У многих людей возникают навязчивые идеи. Массовое воздействие, на головной мозг нескольких человек с ослабленной энергетикой, подверженных внушению, апатии или панике, направлено лучи с одной или с разных точек, идут разрушающие психику вибрации. В результате такого воздействия у человека появляются навязчивые идеи и мысли кого-то обидеть, ударить, разорвать, уничтожить. Такая аппаратура может вызвать у людей крайнюю степень гнева и ярости. При этом земляне, как правило, не отдают себе отчета в своих действиях, они являются возмутителями толпы и возбуждают своей негативной энергией других, заражая своим настроением окружающих, они провоцируют массовые беспорядки и часто являются зачинщиками драк. Но не все из них на виду. Некоторые успевают исчезнуть из толпы, ускользнув от глаз окружающих. Они выполнили свою задачу, сработали на возникновение агрессии у окружающих и по команде серых удалились. В этот момент над разъяренной толпой встают корабли темных сил и ведут отсос энергии людей, используя их для увеличения своего потенциала. Эта работа всегда ведется незаметно. Кроме того, у цивилизации Париса есть специальные приборы, которые магнитируют и преобразуют эту энергию, нагнетают ее в особо слабых, незащищенных энергетических местах для того, чтобы спровоцировать войну, катастроф и так далее. Если вы проанализируете недавние события, то вам будет понятно, как развивались эти ситуации и почему у людей возникает неоправданная агрессия. Вспомните, какие беспорядки были в Москве во время чемпионата мира по футболу. Это только начало. А люди даже не знают, что происходит на самом деле. 2. Вызов негативных эмоций и комплекса страха у людей. Большинство людей в своей жизни испытывали страх. Это эмоция, вызванная работой темных сил. Страх. Особая сгущенная энергия, воздействующая на головной мозг и другие органы человека. Испытания на преодоление страха проходили все божественные посланники, и с помощью Творца они оказывались на высоте. Земляне знают, как страх холодит кровь и сердце человека. Не случайно люди делятся на смелых и трусливых. Тот, кто всего боится, не готов к более сложным испытаниям в будущем. Темные силы начали специально работать, чтобы у человека вызвать страх, беспокойство, негативные эмоции, чтобы вывести его из энергетического равновесия. С помощью приборов серые инопланетяне начинают трансляцию негативных энергий, специально подбирается такая частота вибраций, которая вводит людей в нужное сером состояние. Это может быть любая негативная эмоция. Люди не знают, как справляться с такими ситуациями, не догадываются, что как раз в такие моменты и нужно молиться Богу о защите от темных сил и просить у Создателя помощи успокоиться. Все чаще серые инопланетяне воздействуют на большие массы людей, на несколько городов, регионов, стран. Большинство землян не готово противостоять такому воздействию. Без новых знаний людям будет трудно выжить. 3. Разрушение экологически опасных объектов, АЭС, химпредприятий, атомной промышленности. Темные силы ставят специальные коды на разрушение особоопасных объектов, вызывая тем самым катастрофы, они стремятся уничтожить людей. Пока земляне просят Бога, Он защищает их, но количество озлобленных людей возрастает, и негативная энергетика продолжает накапливаться. Часто земляне сами съедают свою защиту дебатами, злобой, расстройствами и так далее. Цивилизация Париса уже не раз готовила нападения и диверсии с целью взрывов на атомных станциях, на Пермнефтерксинезе и на других объектах. Для этих темных дел используются сами земляне, им внушается, что именно надо сделать, в какое время, какую группу подобрать и теракт готов. На земном шаре все больше появляется людей, готовых мстить всему человечеству из-за своих неудач. Вы представляете, что будет, когда они объединятся? Творец продолжает защищать землян от подобных диверсий. Но люди даже не подозревают, что их жизнь порой висит на волоске. И только с помощью Бога и космических братьев добру удается перевесить зло. Земляне настолько увлечены решением текущих проблем, что часто забывают о главном, переживают о разном, то повысились мировые цены на нефть, то бушуют народ, так как недоволен решением вышестоящих органов и так далее. И в результате негативные энергетические поля незаметно концентрируются, встают коды разрушения и гибели цивилизации. А чтобы эту беду убрать, надо просить Бога намного больше, чем земляне просят сейчас. 4. Создание различных катастроф. С помощью только одного прибора серые инопланетяне могут устроить в любой точке земного шара землетрясения, наводнения, ураган и так далее. В Библии предсказывалось, будут такие сильные наводнения, что люди даже не поймут, откуда может взяться так много воды. Планета Земля тоже энергетический объект, а энергию можно преобразовать, изменить, да так, что люди не узнают свою планету. Сейчас во многих точках на Земле, где скопилась негативная энергия, встали коды на разрушение системы. Это значит, что в этих местах, чтобы люди не задумали, у них ничего не будет получаться, работать ничего не будет. В космосе уже известно, где и когда произойдут разные катастрофы с большим числом жертв, погибнут сотни тысяч человек. Но люди еще могут избежать такой участи и остаться спасенными, если будут просить Создателя. Так Бог уже отвел много катастроф. И помощь Земле идет постоянно. Но далеко не все несчастья будут устранены по уже описанным причинам. С 2002 года усилилась волна зомбирования, и вы уже видите результаты. Людям, далеким от Бога, невозможно противостоять этому воздействию. Поэтому они подвержены агрессии, психозам и другие. Космосом вам будет раскрыто всего 2% информации о серых инопланетянах, но и по ней можно сделать серьезные выводы. Часть человечества оказалась абсолютно беззащитной перед серыми инопланетянами, перед их уничтожающим и порабощающим воздействием. Для сравнения, оружие и аппаратура, созданные цивилизацией Париса в десятки раз превосходят самую современную, засекреченную аппаратуру землян. Военные думают, что если они создали подземные, подводные бункера и базы, секретные лаборатории в закрытых зонах или под прикрытием несуществующих организаций и различных центров, то их эксперименты и новинки никому неизвестны. Это далеко не так. На самом деле Париса не только знает о всех открытиях военных, но и об их замыслах. У серых есть совершенно иные, недоступные и непонятные землянам способы добычи информации, разведанные в руках серых инопланетян. Несколько тысячелетий земляне работают на создание и развитие секретных информационных баз, лаборатории и т.д. Каждое государство ведет разведывательную работу по всем направлениям развития интересующих их стран. Внутренняя и внешняя жизнь, секретные технологии, научно-исследовательские изыскания, работы в открытом космосе и другое представляют большой интерес для разведок и контрразведок. Спекулятивный характер этой информации вызывает повышенное внимание и у конкурентов, которые готовы покупать, продавать секретные данные за крупные суммы. Это ведет к усилению секретности источников информации, неразглашению многих научных работ и их результатов. Народ не знает, чем занимается государство, какие научно-технические новинки сделаны и прочее. Информацией об открытиях владеют всего несколько человек в правительственных кругах, они же выстраивают политику страны. Учитывая, что информация о новинках попадает в разведки разных стран и становится доступной только для больших чинов, разгорается тонкая межгосударственная политическая игра, в которой используется подкуп, шантаж, убийство и т.д. Затем происходит международный межправительственный заговор. Никто не хочет, чтобы о новейших запрещенных разработках кто-то узнал, тем более народ. Сейчас на Земле определенные политические круги разных государств объединились, чтобы вести совместные работы по разным закрытым темам, народ вообще не посвящают в эти вопросы. Землянам свыше даются знания для того, чтобы они сумели их правильно применить на благо людей. Ученые делают открытия, и общество движется дальше, но куда? Направление пути зависит от уровня духовности людей и от того, насколько гениально они используют новинки. Зная секреты разных наук, правящая верхушка решает, как и каким образом их применить для управления народом, как установить монополии на технологии и ресурсы, а людей поставить в зависимое положение от своей воли. Так произошло в странах бывшего СССР и в других государствах. Правящие круги уничтожают неугодных им людей. Мир давно поделен на сферы влияния, только не все земляне об этом знают. В настоящий период во всем мире идет борьба за ресурсы планеты, новые технологии и монополии на газ, нефть, руды и т.д. Если люди не сумеют исправить ситуацию, многое обернется для них в худшую сторону. Разведки ведут постоянную работу по выслеживанию людей и их уничтожению. На интересующие их лица составляется досье или компромат. В нужный момент это досье будет пущено в ход, поднимется общественная шумиха, и люди ничего не смогут сделать. Часто факты подтасованы, человека подставляют по заранее спланированной схеме, шантажируют и втягивают в сомнительные сделки. Затем, когда необходимо убрать такого конкурента, его начинают преследовать, вызывают в милицию, прокуратуру, заводят уголовное дело и т.д. Таким образом не раз расправлялись с бизнесменами, политиками, руководителями разного ранга не только в России, но и по всему миру. Люди еще не понимают, что капитал стекается в одни руки, над правительственную структуру, которая руководит мировыми денежными потоками и формирует мировую политику, при помощи особых знаний управляет правительствами разных стран, диктует свои условия. В мире специально устроены неразбериха для того, чтобы людьми было легче управлять. Но вернемся к разведкам и их работе. По всему миру разведками разных государств собрана информация о секретных военных объектах, базах и т.д. Известны места захоронения ядерных отходов и их количество, изучено, какие новинки используются закрытыми институтами и другими учреждениями, какие секретные работы ведутся с геномом человека и т.д. Да, подобная информация хранится в особых режимах в специальной компьютерной сети, в подземных бункерах, сейфах, особых зонах под пристальным вниманием охраны. Но земляне недопонимают, как легко и просто пользуются этой информацией серые инопланетяне. На таких закрытых объектах только замечают, например, что взломан код в компьютерной сети. Это делается для того, чтобы внести переполох, но чаще представители Парисы просто считывают информацию. Как видите, инопланетянам даже не надо прилагать особого труда, чтобы узнать секреты разных государств. Сами земляне все сделали для того, чтобы поставить под угрозу свое мирное существование. Париса может в любой момент воспользоваться незнанием людей и изменить их историю в худшую сторону. Какими бы совершенными ни были системы защиты информации на Земле, для серых инопланетян не составляет труда считать информацию с любого источника, даже с головного мозга человека. Все планы, намерения, желания людей становятся открытыми для представителей Париса. И они достаточно хорошо осведомлены о планах военных, об организации заговоров и другие. Человеческое мышление перед воздействием серых инопланетян беззащитно. Но когда люди просят Бога и работают на благо людей, Творец оберегает их и дает особую защиту. Чем выше вера в Создателя, тем больше положительной энергии накоплено в людях, тем сильнее они защищены. Как видите, землянам не достает нужной информации, многого они еще не знают. Самонадеянность и самоуверенность часто приводят к нежелательным результатам. Мир находится на грани ядерной катастрофы, серые инопланетяне еще не реализовали свой потенциал и не вступили в завершающую стадию работ по захвату землян. Это время люди нашей планеты еще могут использовать для повышения духовности и изменения всей ситуации на Земле. Как серые инопланетяне уничтожают детей. Вы слышали, как часто пропадают дети. Вышел ребенок из дома и больше не вернулся. У каждого своя история. Но люди должны знать, что часть таких детей попадают на военные базы и корабли из серых инопланетян. Цивилизация Париса уже давно использует землян в своих целях. Изучены кровь, головной мозг, строение и функции многих органов. Инопланетяне знают, как стянуть энергию с человека или с его органов. Дети представляют для серых инопланетян особый интерес. Детей вскрывают, вырезают у них внутренние органы, а потом выращивают их в специальных аппаратах под воздействием особых энергий. Когда орган полностью сформирован, его используют при создании биороботов. Так, в головной мозг, в один из блоков, вживляется микрокомпьютер, который будет осуществлять контроли, через который будут даваться команды биороботу. Сердце выращивается в специальном кивозе, для увеличения силы и мощи сердца в него вводятся специальные вещества, которых нет на земле. Кровь детей используется для приготовления различных сывороток с добавлением специальных компонентов. Эти препараты затем используются представителями Париса для продолжения их рода и продления жизни. На базах в специальных камерах живут похищенные с земли женщины. Их берут для того, чтобы они вынашивали детей, потомков серых. Особые условия, климат и энергии способствуют формированию эмбриона таким образом, как это необходимо инопланетянам. Для представителей Земли это крайне тяжелые условия, так как частота вибраций в камерах значительно ниже, чем на нашей планете. Головная боль, слабость, тошнота, апатия, постоянное состояние этих женщин, отсутствие света и живых энергий Солнца не дают им возможности долго жить. Их постоянно зомбируют приборами, они уже не помнят, как они оказались в этих камерах, не понимают, что с ними происходит, в таких условиях у них быстро развивается слабоумие. Почти все они умирают через год-два из-за отсутствия свежего воздуха, энергии и солнечного света. Детей, которые рождаются от таких женщин, серые забирают на другую планету. Сейчас Парисой ведутся серьезные работы по созданию био- и механических роботов, которые готовятся к внедрению на планету Земля. Они появятся не только среди военных чинов, они будут в правительственных и околоправительственных кругах, во многих сферах жизни. Внешне от людей они ничем не отличаются, но наделены большей, чем земляне, силой и вертким коварным мышлением. Выглядят как земляне, но ауры у них нет. Роботы могут долгое время находиться без пищи и воды. У них сильная энергетическая связь с кораблями темных сил, и при необходимости в любой момент их могут забрать на тарелки. Такие роботы уводят с собой ни о чем не подозревающих детей. Отключают головной мозг, и ребенок засыпает. А когда оказывается на базе серых, то ничего не может вспомнить. Если описать все, что творится в лабораториях Парисы, у вас просто будет шок. Важно другое. Если ребенок не обучен, что надо просить Бога, и если родители не молятся за него, то дитя ни от чего не застраховано. Когда папы, мамы, бабушки, дедушки молятся о детях или внуках и поясняют им, как устроен мир, рассказывают, что есть Бог светлая сила и объясняют, как надо себя вести, как просить Бога, то он уберегает их. А если дети сами молятся Создателю, то Творец их вдвойне защищает. Другого спасения у людей не будет. У вас теперь есть выбор, идти дальше по земному, тогда времени на жизнь осталось очень мало, или еще попытаться изменить свою судьбу, судьбу своих детей и всей цивилизации. Тем, у кого пропали дети, надо просить Бога о прощении их грехов и спасении душ, о том, чтобы Бог сохранил и уберег детей. Когда люди молятся о них, с ними ничего из вышеописанного не может произойти. Творец их защищает, а темные силы боятся высокой энергии и божественной защиты. Как темные силы готовятся в будущем уничтожать землян. Серые инопланетяне в своих лабораториях ведут эксперименты по созданию различных микроорганизмов, разрушающих внутренние органы, кости, головной мозг, заражающих кровь землян. Попадая в организм человека с водой, пищей, воздухом, они могут месяцами не проявлять себя, а затем активизироваться и начать разрушать человека. Некоторые виды микробов, выведенные серыми, будут тут же поражать органы и ткани человека. Такие работы находятся сейчас в стадии эксперимента, но на Земле уже было испробовано действие этих микробов на локальных территориях. Последовала незамедлительная реакция, отравление людей с молниеносным летальным исходом. Вы можете себе представить, что произойдет, если такие микроорганизмы запустить в крупные реки. Ученым Земли неизвестны эти микробы, как и заболевания, которые они вызывают. Наука нашей планеты не знает, как остановить поражение и гибель людей. Можно подробно описать, что будет происходить на нашей планете, если серые применят С-417. Это порошок без запаха, светло-серого цвета, вызывающий поражение слизистой кожи, а также верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы и другие. Поражение пойдет в виде множественных язв, глубоких нарывов с быстрым нагноением. При соприкосновении с жидкостью, например, при промывании, процесс усиливается. Эти заболевания будут страшнее чумы и проказы. Люди будут умирать тысячами за короткое время. Как видите, существует немало способов, чтобы уничтожить людей на Земле и захватить планету. Пока Творец не допускает самого страшного, так как людям еще дано время на созревание. Но земляне не видят и не понимают сути ближайших надвигающихся событий, остаются в плену земного и многие ни о чем, кроме насущных вопросов, не задумываются, продолжают увеличивать и копить отрицательные, разрушительные энергии. Если бы земляне просили Бога, таких чудес от серых инопланетян никогда не получили бы, и доступ по рисе на Землю был бы вообще закрыт, инопланетяне от темных сил не смогли бы находиться в высоких божественных вибрациях. Люди недопонимают, что туда, где хулят Бога, призывают темные силы, чертыхаются, ругаются, матерятся и так далее, действительно приходят темные сущности и начинают вести свою работу. А ведь все справедливо. Какую энергию люди накопили, те силы с ними рядом, светлые или темные. Эта книга свыше дана землянам, чтобы они, зная правду, могли включиться в процесс защиты человечества и планеты от темных сил, начали бы просить Бога о недопущении порабощения и уничтожения темными силами землян и их детей, будущих поколений, и постарались бы меньше совершать ошибок. В этом случае из-за верных действий людей Бог может вмешаться и сохранить жизнь цивилизации. Коды от темных сил Дорогие люди, вам сейчас открываются знания, которых не было на Земле несколько тысячелетий. Космические братья из высших цивилизаций давно помогают землянам, и на пороге глобальных изменений на нашей планете, видя как люди недопонимают многих вещей, из космоса вам раскрывают правду о том, что происходит на Земле, кто есть кто, и как поступать людям, если они хотят уберечь мир на своей планете. У представителей цивилизации от светлых сил есть специальная аппаратура, которая считывает кодовую и другую информацию с людей человечества, со всей цивилизации, с городов, стран, планеты, вселенных. Вы ознакомитесь с некоторыми данными, касающимися планеты Земля и живущих на ней людей, вашему вниманию предоставляются коды от темных сил и пояснения к ним. Пояснения к кодам от темных сил 1. Обида дает человеку сильную негативную энергию, которая, накапливаясь, вызывает разрушение биополя человека, негативно влияет на его энергетические тела. Обидчивые люди живут недолго, часто болеют. Такой код встает на человека, который сильно расстроился, обиделся и не просит Бога. Код выставляется аппаратурой инопланетян от темных сил и начинает работать, разрушать нервную систему. У таких людей сильно развита мнительность, зацикленность. Они воспринимают мир сквозь призму своих неадекватных ощущений из-за того, что встали коды от темных сил. Этим людям трудно долго находиться в уравновешенном состоянии, любая мелочь может вывести их из равновесия. Обидчивым людям трудно дальше развиваться, они не выносят критики в свой адрес и часто все понимают по-своему, далеко не так, как это есть на самом деле. Отсюда возникает предвзятость к другим, даже к близким, и это отдаляет их от многих людей. 2. Злоба порождает у большинства землян ответную агрессию, поэтому те, кто злятся, не понимают, почему у них возникают проблемы и почему их не любят. 3. Энергии, которые накоплены в злом человеке, отталкивают от него многих людей и притягивают тех, кто также зол. 4. Злоба и ненависть ведут к уничтожению любви в людях, нарушается их вековая связь с Творцом, и на время они отрекаются от Бога и его чистых энергий добра. 5. Такие земляне остаются в одиночестве, один на один с темными сущностями, подпитывающимися их психической и другими энергиями, особенно это происходит тогда, когда люди злятся, ругаются, бушуют. Такое поведение постепенно ведет к потере жизненной силы и жизненных энергий. Люди, которые злятся, становятся некрасивыми и быстрее стареют. 3. Ненависть порождает насилие. Ненависть, очень сильная отрицательная эмоция, которая может убить человека. Люди в ненависти уничтожали народы, превращали в развалины города, находясь в таких разрушительных энергиях, земляне сотворили много негативного. Сейчас человечество пожинает плоды этого, люди недопонимают, что ненависть, обыуда острый меч, она ранит и тех людей, на которых направлено, и тех, кто ее послал другим. Если земляне просят Бога и несут добро, то находятся под божественной защитой, они не подвластны разрушительной энергии, посылаемой им другими людьми в виде злобы, обиды, ненависти и так далее. Энергия ненависти копится в человеке, в его внутренних органах, вызывая хронические неизлечимые заболевания. Эта энергия накапливается на земле, вызывая все уничтожающие катастрофы. Подумайте, сколько на земле людей, сколько раз в жизни многие из них испытывали чувство ненависти и сколько этой энергии уже накоплено за многие тысячелетия существования цивилизации. Вот вам и пример, чего достигают люди, когда отходят от Бога и божественных заповедей. А ведь Творец, давая людям законы, как раз и уберегал их от таких катастроф и несчастьй, которые сейчас идут и еще будут идти на земле. Люди не поняли это, хотя им было все пояснено, их не раз предупреждали о последствиях неверного поведения. Когда земляне просили Бога, были духовными, добрыми людьми, планета цвела, и все было первозданным, так как на земле накапливались чистые энергии, на людях тогда не стояли такие страшные коды от темных сил, как сейчас. 4. Зависть не дает землянам адекватно воспринимать людей и окружающий мир, она отравляет счастье человека. На земле принято говорить хорошо там, где нас нет. Иными словами, люди не привыкли ценить данное им создателям, им всегда хочется чего-то большего, а если у других что-то лучше, то это вызывает зависть. На земле завидуют кому угодно и чему угодно. При этом люди не подозревают, что зависть – это тоже энергия, и, позавидовав чему-то, вы сами входите в негативные энергии и оставляете их на тех вещах. Когда человек смотрит с любовью и радуется за других людей, что они что-то имеют или чего-то сами достигли, он посылает хорошую, чистую энергию, которая благотворно влияет и на него, и на этих людей. Когда же земляне испытывают зависть, они лишают себя возможности приобщиться к общей радости, а главное, они работают на снижение собственных вибраций, завистливых людей сразу видно по глазам. Такие земляне мстительны, и чтобы они не строили, это будет недолговечным, потому что их зависть к другим людям разрушает то, что они сами создают. Когда на человека встает такой код, ему надо просить Бога, чтобы он снял негативные энергии, коды от темных сил и дал ему любовь к людям. Тогда этот человек будет более спокойно подходить к любым темам. 5. Жадность у людей идет от гордыни. Простому, доброму человеку в жизни надо не так уж и много, самое необходимое. Жадный же в погоне за богатством и всем лучшим для себя не знает покоя, всегда недоволен, ему всего мало. Он не дает спокойно жить и другим людям, никакие пояснения и разговоры на него не действуют, он одержим жаждой накопления. Самое опасное, что когда на землянах стоят такие коды, они перестают ценить других людей, ничего не видят кроме своей цели и не могут остановиться. Жадный человек сам себе роет яму, сначала он создает свой бесценный капитал, не хочет делиться с кем-то, потом начинает переживать, что может лишиться всего этого, что его могут обокрасть и тому подобное он теряет спокойствие, становится нервным, подозрительным, замкнутым, и в итоге остается в одиночестве со своим мнимым богатством. Жадность, это начало духовного падения людей. Энергии жадного человека, это энергии зацикленности, отсутствие развития и жизни, они ведут к остановке мышления, потому что дальше желаемого человек не мыслит. Не все люди поняли, почему в Библии было сказано, не копите богатств на земле, а копите на небесах. Это две совершенно разные вещи, все равно, что рай и ад. 6. Спешка заводит людей в тупик. Она губит даже самые лучшие начинания. Там, где спешка, там и невнимательность, и неаккуратность, и недоработки, и неверное мышление. Люди, которые торопятся, всегда опаздывают. Не доделав, одно, другое, третье, они будут вынуждены вновь и вновь возвращаться к тем же вопросам и проблемам, чтобы их решить. Возникает наслоение проблем, а затем и остановка в работе, развитии и жизни, как людям все правильно поставить на свои места. Надо просить бога, чтобы он снял все негативные программы и коды с человека и помог урегулировать все дела, самим остановиться, успокоиться, и начав сначала, дальше жить и решать все вопросы спокойно и верно. Люди, на которых стоят коды спешки или невнимательности и тому подобное, сами не понимают, почему они суетятся и почему многое у них получается не так, как им хотелось бы. Когда земляне просят бога и не расстраиваются, таких проблем у них гораздо меньше. А если люди расстраиваются, переживают, то как раз в это время темные силы и ставят на них коды с помощью своей аппаратуры. Даже если человек расстроился, не беда, надо только успокоиться и попросить у бога прощения за свое неверное поведение, помолиться, чтобы создатель очистил вашу энергетику, помог жить дальше и меньше ошибаться. 7. Злодей. Человек, на котором стоит такой код, зазомбирован. Что это такое? В головной мозг вкладывается определенная программа поведения, мыслей, реакций и так далее. Человек лишается собственного свободного мышления, теперь он мыслит только в заданном ему направлении, обидеть, унизить, разрушить, уничтожить, причинить людям неприятности и так далее. Он действует как робот, самооценка полностью отсутствует или изменена. Этому человеку не важно, что о нем подумают или скажут другие люди, он просто будет умышленно мстить и разрушать. Существует тысячи подобных кодов, вам даются некоторые из них с пояснениями, чтобы вы глубже понимали суть происходящих на Земле событий. 8. Зомбированные люди будут действовать по той программе, которую им задали темные силы с помощью приборов на Земле или с кораблей. Как бы вы ни пытались по земному помочь таким людям, в этом случае вы бессильны. Только помощь Бога может изменить ситуацию. Часто такие земляне не могут даже просить Создателя, темные силы все время отводят их мысли в другую сторону. Настраивают этих землян против других людей, поэтому зазомбированные люди так агрессивны и могут даже убить. 8. Магист от темных сил, это человек, который находится и работает под кодом сил зла. Он применяет один или несколько видов магии для жесткого управления людьми. Магисты от темных сил могут вызывать бури, ураганы, другие природные явления, болезни у людей и животных. Они могут стягивать энергию с людей, которые не просят Бога, используют человеческую энергию для магических действий, управляют пси-энергией. Но эти люди-магисты также зазомбированы темными силами. И когда такой человек выполнит свою функцию, его потом просто уничтожают, а темные силы ищут других людей с более сильной энергетикой. 9. Член тайного правительства. По этому коду представители светлых сил видят, кем зазомбирован или завербован этот человек, какова его функция, возложенная на него серыми инопланетянами, что и когда он должен совершить. 10. Известно, сколько он проживет, когда его уберет чистильщик от темных сил. Человек с таким кодом, исполнитель, он как биоробот, вдобавок серые инопланетяне ведут у него отсос энергии, а жизненной силы уже нет, то есть он недолгожитель. 10. Код от темных сил на смерть человека. 10. Такие коды ставятся на людей, которые заработали это своим поведением. 11. Это бандиты, пьяницы, наркоманы, а также люди, которые злятся и не просят Бога. 11. Темные силы высасывают с них энергию, а после этого такие люди силам зла уже не нужны. 12. Их еще используют какое-то время для злых дел, но уже недолго. 12. Эти люди не просят Бога, поэтому жизненной силы и энергии нет. 13. Представители других цивилизаций от светлых сил на аппаратуре видят, какова была миссия человека, почему он не справился с ней и как отошел от своего пути. 14. Такой человек погибнет, так как его настигнет код гибели. 15. Во многих местах на Земле, в частности, на дорогах стоят коды гибели. 15. Попадая под такой код, расстроенный и ослабленный человек, если он не просил Бога, попадает в аварию, или на него совершается наезд и тому подобное. 15. На любого землянина, который заругался, могут встать такие коды, поэтому если люди хотят сохранить свою жизнь, перед тем как выйти из дома, они могут попросить у Бога защиты и помощи, уберечь их, и самим надо стараться быть спокойными. 15. Такие коды можно снять с человека и тем самым миновать несчастье. 16. Об этом тоже надо просить Создателя. 11. 12. Коды, которые сейчас стоят на нашей цивилизации, коды гибели цивилизации. Эти коды говорят о том, что у землян осталось совсем немного времени до наступления развязки истории Земли и человечества. Можно полностью расписать, где, когда и какие катастрофы произойдут, сколько погибнет людей и за какое время. 17. Но главное не то. Эти реальности и действительность можно изменить. 18. Если земляне начнут ответственно подходить к этой теме и станут всерьез просить Бога простить грехи всем людям и уберечь человечество, снять коды гибели и уничтожения с цивилизации, то ситуация изменится. 18. Творец снимет эти коды и на людях встанет Божественная защита, которая даст им возможность развиваться дальше в любых направлениях и по самым важным и серьезным темам. Это будет особенное развитие, еще более уникальное, чем расцвет Атлантиды. 13. Код чистки планеты Земля показывает, сколько будет катастроф и несчастье у людей. Такие коды не раз вставали перед гибелью прежних цивилизаций на Земле. Но этот, самый тяжелый и завершающий, он будет работать в режимах сжатого времени. Это значит, что чистка пойдет в ускоренном, сжатом варианте, но в полном объеме, то есть любые процессы, катастрофы, катаклизмы будут проходить форсированно. В предельно короткие сроки погибнет очень большое количество людей. Как неожиданно, сметая все на своем пути и ничего после себя не оставляя, налетают буря, ураган или смерч, так пройдет и чистка на Земле неожиданно и дерзко, несколько этапов. Пока Богом убираются многие катастрофы, людям еще дается время досозреть. После выхода пять книги это время истекает, чистка а этапа начнет набирать силу. Настанет время, когда Бог не разрешит останавливать с космоса катастрофы, это будет момент, когда Творец подведет итог развития цивилизации и созревания. Тогда насколько земляне просили Создателя, насколько сумели накопить положительные энергии, настолько и будет им прощено. А остальное, то что заработали, они сами честно пожнут. Замыслы серых инопланетян раскрыты. Серые инопланетяне долгое время готовили уничтожение землян и думали, что это навсегда останется в тайне и люди будут беспомощны. Их надежды и планы несбыточны. В космосе давно знают, что задумала цивилизация Париса и куда она ведет землян. Бог справедлив ко всем, и поэтому он не допустит, чтобы народы нашей планеты были в неведении. Люди должны знать правду и исходя из нее делать выводы и принимать честные решения. От вас, дорогие люди, долгое время утаивалась истина, любую информацию давали дозированной и в искаженном виде только для того, чтобы вы не могли разобраться в существующей обстановке и шли по неверному пути. Особенно таили знания о разных цивилизациях, в том числе и о цивилизациях от темных сил, которые давно посещают нашу планету. Военные и правительства разных стран намеренно скрывали правду, так как хотели завладеть секретами инопланетян, а народ держать в страхе и подчинении. Если бы люди знали это, то поняли бы, что надо просить Бога и что тогда создателям не будет допущено порабощение и зомбирование землян. Правда о работе серых инопланетян на нашей планете. Серые инопланетяне готовят нападения на бывший Советский Союз. Уже развернута широкомасштабная работа по повышению заболеваемости и смертности россиян. Будут использованы различные порошки, микроорганизмы, аппаратура, вызывающие различные заболевания. Цивилизация Париса будет использовать весь арсенал средств, чтобы в короткое время ослабить возможности нации и подвести ее к вымиранию или к самоуничтожению. Серые инопланетяне работают по созданию новых религий скрытого характера, а также различных сект, объединений сатанистов и другие. Будет создана религия, которая отвергнет, как будет объявлено, все догмы прежних древних религий на Земле и даст толчок новым гонениям на христиан, мусульман и представителей других верований. Новое учение будет от темных сил. Они поведут к вседозволенности, поклонению сатане, что приведет к дальнейшей деградации общества. Найдутся люди, которые доверятся этой новой религии, потому что она позрешит многое из того, что запрещали традиционные учения. Так незаметно темные силы подведут людей к гибели. Земляне будут искренне уверены, что обращаются к высшим силам, хотя это будет далеко не так. В учении от темных сил будут использованы магические способы управления массами людей, черная магия одного из кланов темных сил. Развернется борьба за каждого человека, какие будут последствия. Это идет новая волна зомбирования человечества, оно будет тотальным. Люди не подготовлены к грамотной оценке ситуации и не знают, как правильно себя повести. Каждый из вас будет самостоятельно принимать решения и продвигаться дальше по своему жизненному пути. Но, зная правду, вы уже будете по-другому смотреть на многие вещи и начнете глубже понимать суть происходящих событий. Да, можно отравить реки, водоемы, колодца, можно разрушить города, но если люди с высокой верой просят создателя о помощи, то этими землянами не удастся завладеть, и Творец их убережет, поэтому люди выживут. Но если взять власть над человеческим мышлением и направить людей по неверному пути, еще дальше отдалив их от Бога, то землянами можно управлять достаточно долго. Чем больше людей будет вовлечено в новое учение от темных сил, тем больше негативного будет копиться на планете, и люди станут как марионетки. Темные силы начнут выкачивать с них энергию, и такие земляне превратятся в биороботов. Аналогично, с помощью магий управлял своими армиями Гитлер. Поэтому немцам удалось занять большие территории. Сейчас же напрямую начнет работать черная магия темных сил. Она впервые будет применена на Земле, впервые большая часть человечества может оказаться под властью сил зла. Далеко не всем людям удастся освободиться от них в этой жизни. Не случайно уже врачи, научные сотрудники замечают, как на многих рентгеновских снимках и фотографиях проявляются черти и другие сущности от темных сил. Сначала это были единичные случаи, теперь эти явления приобретают массовый характер. Вот так незаметно человечеством будут овладевать силы зла. Когда земляне увлекутся новой религией от темных сил, они не заметят, как попадут в кабалу. От Бога отводят постепенно, сначала говорят о вашей исключительности, подпитывая тем самым гордыню, затем призывают объединиться, чтобы укрепить свои позиции, провозгласить себя избранными и начать гонения на инакомыслящих. А это уже преступления, казни, убийства. Помните, что Бог уважает свободную волю каждого человека и ничего не навязывает, не осуждает и не клевещет. Вы увидите поступки тех людей и поймете, к чему приведет учение от темных сил. Все будет перевернуто с ног на голову, белое назовут черным, а черное белым, и люди будут невластно что-либо изменить. Об этих временах предупреждалось в Библии, землянам придется пережить ряд жестких испытаний. Когда новая религия от темных сил получит развитие по всему миру, серые инопланетяне вступят в следующую фазу работы, цель которой – уничтожение всех неугодных людей. Этот период может затянуться из-за неправильного подхода землян из-за их страха, негодования, агрессивного настроя. Если люди в такой период будут просить Создателя, то в зависимости от их просьб негативное будет предотвращено свыше. Предсказание Нострадамуса. Все силы тьмы сгустятся на планете, они вам бросят вызов, но были бы вы умны, ответили бы любовью, светом. Тогда бы они покинули планету, с божественными знаниями были бы недоступны вы, но станете сражаться с ними, вести дебаты, осуждать всех темных, это путь гибели для человечества. Чему учили Библия, Коран, другие книги света. Все к миру призывали, учили вас любить, беречь подаренное Богом и принимать все так, как Бог дает, не осуждать, не клеветать, и не злорадствовать. Вот три ипостаси Бога, что попытаются вам навязать, куда уйдет все человечество, коль люди отреклись от Бога и поклонялись не Всевышнему, а Сатане, погибнут в том огне неопытные, молодые души. Но среди вас есть те, кто опытен, кто знает цену людям и любви в них. Как допустили вы, что в сестрах, братьях усыпили все святые чувства, не вы ли могли бы разбудить в них свет, свою любовь им беззаветно отдавая. Все рядом здесь, сестра и брат, и каждый здесь о помощи взывает, и только умные жалости не просят, а тем, кто более слабее, помогает. И это все окупится сполна, но кто как понимает. Мгновение света увидите вы сами, дальше тьма, и выбор ваш идет веками, и не заканчиваете вы в этом мире свой урок, и годы вечности продлятся, и годы разума придут. Но вновь закон от Бога люди не спровергнут, предпочтя ему разврат, насилие, ложь и клевету. Каким рассвет ваш будет, каким урок от Бога, все от землян зависит, их воли, света и мудрости в душе. Хотел бы Бог помочь вам, но далеки вы от него и от его пророка. Как человеку все понять, когда он одержим, и силой тьмы уводят от Творца, святое чувство сохраня в душе, и в разуме, и в сердце, люди сумеют время темных пережить и вновь восстать для счастья, для расцвета людей всей планеты. Ведь так устроен мир, мгновения святые Творец давал, и тот, кто их ценил, Богу остался верен до конца, кто нет, навеки потерял и разум, и доверие Творца. Поэтому такую чистку люди получают и требуют, чтобы быстрее настал ее конец. Увы, сейчас лишь самое начало, все испытание впереди, и друг за другом по всей земле пройдут три очищающие волны. Треть человечества погибнет в первой, увидят люди боль и страх, не все переживут мгновенный крах всего, что на земле имелось. Код серых на уничтожение всего живого поставлен на земле, и им пред Богом отвечать за превышение власти. Но те, кто Бога не просили больше виноваты, они творили зло и темных призывали именем своим, делами, мыслью, словом. И темные пришли, чтобы установить диктат тем людям, кто далек от Бога. Не видно темных сущностей, но слышны их голоса, и человечеству внушают, что на краю оно, быстрее надо спрыгнуть. И так людей вперед толкают, в пропасть. А надо-то всего лишь, остановиться и Богу помолиться о самом главном, о сохранении человечества и жизни на земле. Все коды тьмы Творец снять может, но хочет ли того народ земли? И как ему себя вести, чтоб совершилось это, ответьте честно для себя, весь мир у вас в руках, но как распорядитесь вы, таким и будет результат, нашествие второй волны. Она покруче, сущности ада незримо будут править балом на земле, и все соединив усилия, объединятся против человечества, разрушат то, что создавалось многими веками, и обнищает человечество. И люди превратятся в тех, кем есть они на самом деле, вся ложь проявится, иль честность, доброта, корысть и жадность, наглость и зазнайство. Плоды гордыни в людях станут явны. Погибнут миллионы из-за мелочей, но истина есть в том, что путь не тот они избрали. И как воронка многовековая засасывает все в себя, так будут люди уходить с планеты безвозвратно для жизни этой. Вмиг очищение пройдет, но на земле годами будут вспоминать его. Так Богом шанс был дан, но поняли ли его? Ответ действительность дает и третья, школы мудрости, волна. Она же пожина не результатов. Здесь силы тьмы уже не властны. Земля войдет в свою стихию преобразования. И обновление пойдет всех направлений жизни. Как люди будут поступать, такой волна стихий прибудет. Земные сменятся ландшафты, все будет бушевать. Но мир и свет заменят катастрофы, и не узнают люди Землю, и выйдя из пещер, молитвы счастья Богу вознесут, и восстановится Земля сполна. Но долг путь до этого момента. Немногие увидят смену времени, эпох. Преобразования на планете и очищение пройдут как сон, как явь во сне. Великим будет преображение Земли. Эпоха Света наступит здесь, но как все очищение пойдет, зависит полностью от воли Бога. Пока вы здесь, с Землей соединившись, успеть еще вы многое сумеете предотвратить, остановить, спасти и сохранить молитвой Богу о спасении Земли. Людская память сохранит все деяния былые, поставит все на место. Но смогут ли хотя бы потомки оценить, какую помощь Бог оказывал Земле во времена эпохи этой, м, Нострадамус, о чем земляне не знают? С 2003 года начнется тотальное зомбирование России и других стран. Первыми, на кого оно будет направлено, президент и правительство, люди не знают, что воздействие будет усиленным. Начнут работать разные генераторы со многих точек, с военных баз на Земле из кораблей, тарелок темных сил. Народам также постараются манипулировать, как и каким образом уже было описано. Думаю, что земляне серьезно подойдут ко многим темам и начнут правильно реагировать на любые события. Чтобы государства развивались свободно, без диктата серых инопланетян, людям надо просить Бога, чтобы он уберег народы с Земли и тех людей, кто руководит страной, президента, правительства от зомбирования и от темных сил, чтобы эти люди могли спокойно работать на благо всей страны. Тогда, если люди начнут прощать и беречь один одного, можно вместе выстоять в любых сложных ситуациях, за правительствами разных государств и за людьми ведется наблюдение с баз серых инопланетян. Они работают на уничтожение и разрушение различных систем на Земле. А люди с кораблей светлых сил знают, что планирует цивилизация Париса, каковы ее цели и работа. Вы узнаете о работе серых инопланетян, о том, что так тщательно скрывалось от землян долгие годы. Передвижной корабль база серых инопланетян. Над землей работают несколько кораблей баз цивилизации Париса. Что происходит там? Попадая на корабль базу, тарелка серых инопланетян проходит регистрацию, обследование, получает новую программу работы. Летательному аппарату и всему экипажу меняют энергию. Такая база служит для укрытия, подпитки техники, это ее защита. Когда тарелка попадает на корабль, с нее с помощью специальной аппаратуры считывают всю информацию, с каждого члена экипажа считывают мысли, программы, намерения. Если на технике оказался предатель, то его просто уничтожают. На корабле базе есть специальные секретные отсеки, куда отправляют тарелку, если экипаж оказался неблагонадежным. Там с ним ведут работы особого рода, и экипаж расформировывается или уничтожается. Есть отсеки для отстоя тарелок или для дежурных лет и тельных аппаратов. На корабли и тарелки подсаживают тайных агентов или роботов. Они осуществляют наблюдение за командиром и всем экипажем. В цивилизации серых инопланетян очень развита система контроля и выслеживания неугодных людей. Предателей вычисляют и тут же аннулируют. Система разведок работает на высоком уровне, развита система наблюдения за многими представителями их цивилизации, которых также подвергают воздействию рас личной аппаратуры. С кем сотрудничают серые инопланетяне? Проект захвата Земли осуществляет не только цивилизация Париса. Здесь заняты три подкласса представителей темных сил, работающих по планете Земля. Первый подкласс – серые инопланетяне. Коварны, хитры, обладают отлично развитым интеллектом, развернули серьезную работу по контролю ситуации на Земле и ведут землян к самоуничтожению. Обладают техникой, опережающей земную на сотни лет, хорошо развитой аппаратурой по зомбированию и другие. Второй подкласс – зеленые люди-хамелеоны. Биоработы, которые четко реагируют на изменения тепловых режимов, меняют энергетику в зависимости от условий среды. Работают как помощники серых инопланетян. Третий подкласс – ящеры-мутанты. Отличаются высоким развитием интеллекта, большой силой, как у животного, и верткостью. Живут в пещерах и закрытых лабораториях серых инопланетян. Для Париса одна такая особь на вес золота, так как ящеры-мутанты умны, хитры и коварны. Они выполняют особые функции и являются мозговым центром некоторых проектов серых. Ящеры-мутанты – представители древней развитой цивилизации на Земле. Они жили в горах, сейчас вымирают. В свое время попали в услужение темным силам. В настоящее время осуществляют контроль компьютерной сети. Ведут эксперименты, испытания, техники, выполняют функции секретарей. Питаются энергетически, энергией страха, раньше были добрыми, находились в энергиях добра. Каждый из этих подклассов темных сил строго выполняет свои функции, все они работают сообща, и в этом их сила. Как только земляне стали отходить от Бога, этим представителям темных сил удалось разъединить многие народы на Земле. Люди будут встречаться с представителями зла, землянам необходимо знать, что все это есть и надо быть готовыми ко всему. Агрессия не поможет, людям нужно реально подходить к этим вопросам. Если земляне задумают захватить и уничтожить базу, корабли или технику серых инопланетян, то просто сами будут уничтожены в долю секунды. Техника и возможности представителей темных сил во много раз превосходят земные достижения. Только обращаясь к Богу можно остановить деятельность серых инопланетян и всех темных сил, работающих на планете Земля. Работа цивилизации от темных сил над землянами. Серые инопланетяне – перехватчики. До них на Земле работала цивилизация Апигус, это древняя, вымирающая система. Именно они заставили землян ввести деньги, разбить человечество на государство, провести границы и усложнить взаимоотношения между странами. Они же стали провоцировать землян ввести войны. Конец добра. Любви и единства начинаются с разделения людей, организаций разных кланов. Идет тотальная слежка за людьми. Народ держит в страхе для того, чтобы им управлять и властвовать над ними. Серые инопланетяне работают над Землей несколько столетий. Именно они ввели код в энергетическую ДНК человечества на моральное уродство, духовную деградацию. Особые серьезные последствия начались, когда на Земле стали вести эксперименты с клеткой, эмбрионом и начали проводить искусственное зачатие. Поэтому сейчас, если люди не просят Бога, каждое новое поколение будет деградировать. С такой реальностью люди уже столкнулись и еще столкнутся в ближайшее время. Вам дан шанс отойти от всего негативного и начать восстанавливать духовность на нашей планете, тогда все, что задумали серые инопланетяне, можно будет остановить, люди смогут избежать самого плохого. Серые инопланетяне осуществляют управление многими землянами и ведут их контроль напрямую и через жрецов. О том, как на Земле появилось жречество и каким образом жрецы сейчас управляют народами нашей планеты, читайте далее. О жрецах. Миллионы лет люди приходили на Землю, чтобы выполнить миссии, данные Творцом. Бог всем давал равные шансы и возможности развития, помогал реализовать программу роста и оберегал. И вот некоторые ученики, прошедшие обучение, стали просить Бога о том, чтобы Он разрешил им продвинуть цивилизацию вперед. Творец дал этим людям такую возможность, послал им в помощь мудрых людей, дал учеников. В это время на планете были и опытные души, и молодые, которым предстояло пройти много уроков. Однажды собрались все высокообразованные мужи, они стали обсуждать, как помочь миру, чтобы он быстрее развился. Сначала выступил один человек и сказал, надо научить людей всему, что мы знаем, и все ответили правильно. Тогда поднялся другой и произнес, надо самим обучаться дальше и вести за собой людей, мы будем для них как старшие братья. И его поддержали, этот человек прав, пусть будет так. Тогда поднялся третий и сказал, но должна же быть какая-то разница между нами и этими людьми. Надо сделать так, чтобы мы друг другу не мешали, мы можем жить на горе, а они у подножия гор, и мы будем приходить, чтобы обучать их. И с этим оратором тоже все согласились. Они попросили благословения у Бога и начали так жить. Поначалу все шло хорошо, ученики радовались, что их обучают разным наукам, изучали всевозможные направления, как совместно жить, как управлять энергиями, как передвигать горы Д. Но прошло время, и высокообразованная элита заметила, что некоторые ученики более способны, чем они сами, и возникло недопонимание, ревностное отношение к наукам. Другие же люди показались слишком слабыми, и в них что-то стало не нравиться. Народ еще ничего не подозревал, а элита общества уже стала всерьез задумываться над вопросами, что будет, если кто-то обгонит их по знаниям, и сколько они еще будут всех тянуть, ведь самим некогда обучаться. И тогда эти люди решили подразделить учеников, отобрали сильных и стали с ними реже заниматься, установили им потолок в обучении, а некоторые темы сделали для них секретными и не захотели делиться знаниями с людьми. Другим же ученикам сказали, что их будут обучать в обычных школах и что, помимо всего, они должны обрабатывать других людей, кормить и поить элиту, которая будет спускаться к ним раз в год и устраивать экзамен. Другим, способных учеников будут забирать для особого обучения, всем пояснили, что так решил совет старейшим и мудрых мужей, так элита отделила себя от общества и изменила время и судьбу цивилизации, что же произошло. Талантливым от Бога людям они не дали дорогу вперед, но не отказались от их использования в своих целях, научив способных учеников владеть энергиями и накапливать их, элитная верхушка стала использовать энергии людей для управления народом. Потом провозгласила себя правящим органом и назначила верховного правителя, жреца. Были продуманы различные магические ритуалы, жертвоприношения и так далее. Когда жрецы захотели обманом управлять людьми, они совершили серьезную ошибку и поэтому не сразу заметили, как вокруг них появились темные личности, которые стали диктовать им свои условия. Поначалу темные силы только помогали им, обучая разным хитростям, как обмануть людей, как сделать так, чтобы они добровольно и безропотно делали то, что нужно жрецам. А потом жрецы сами стали игрушкой в руках темных сил. И для Земли началась эпоха тайного управления народами. В настоящее время жрецы работают под руководством серых инопланетян и манипулируют людьми с помощью особых знаний. О том, как это происходит, вы узнаете из следующего рассказа. Тайное управление землянами. Жрецы, тайные правители на Земле, осуществляющие свои замыслы с помощью различных магий и энергетических школ управления энергиями Земли и людей. В своих действиях они используют не только невидимые рычаги управления, но и открыто влияют на политику различных государств, так как участвуют в управлении мировыми финансовыми потоками, ресурсами, а также занимаются распределением зон влияния на Земле между разными кланами. Они же определяют, чему и как обучать народы планеты, полностью контролируют образовательные программы на Земле и другие. Жречество существует на Земле несколько тысячелетий. И все это время жрецы повышали свои знания, черпая их из разных источников знаний. Поскольку эти люди не захотели выполнять божественную программу усовершенствования знаний на всей Земле, не захотели открывать народу многие науки, которые сами изучили, развитие жрецов замедлилось, Бог не стал им открывать новейшие космические знания. И сейчас жрецы работают с темными силами. Основное управление народами Земли осуществляют шесть жрецов. Это люди, достигшие знаний в управлении энергиями. Они строго следят за тем, чтобы земляне не вышли из-под их управления. Бог знает все хитросплетения и замыслы этих людей и разрешает открыть землянам правду. У космических братьев, помощников Бога, есть специальная аппаратура, которая регистрирует все процессы, протекавшие раньше и протекающие сейчас на Земле, а также фиксирует замыслы людей и будущее событие. В космосе известно, как и с кем работают жрецы, чего они хотят, куда ведут народы Земли. Жрецами управляют темные силы, применяющие для этого более изощренные, неизвестные жрецам, методы. Все шесть жрецов работают так, как их запрограммировали темные силы. Эти шесть человек получили власть, но она мнима так, как на них стоят коды от темных сил и сами жрецы, жертвы ими также манипулируют силы зла. Коды от темных сил, которые стоят на жрецах, управляющих миром. Здесь землянам открыта небольшая часть информации об управлении человечеством. Думаю, вы сделаете свои выводы и поймете, к чему ведет такая система. Первый жрец, осуществляет управление над всеми жрецами, напрямую от темных сил, духов, сущностей, а также от серых инопланетян получают программы и помощь в осуществлении замыслов. Темные силы подсказывают, как надо себя вести с народом и как людей держать в подчинении. Один из способов, усложнение жизни землян, отрыв их от естественных, природных источников энергии и от тех людей, которые несут добро. Поэтому в результате управления жрецов жизнь во многих государствах построена на законах обособления и разделения людей. Это привело к снижению или отсутствию взаимопонимания между народами, к недружности и недружелюбию землян. На нашей планете специально создан некий хауэс для того, чтобы простому народу были непонятны пути движения цивилизации и тонкая надгосударственная политика. Первый жрец осуществляет управление энергетическим путем с помощью специальной аппаратуры от серых инопланетян и лично дает команды другим жрецам, каждый из которых строго выполняет свои функции. Первый жрец осуществляет наблюдение и контроль над тайным правительством и масонской ложей, наблюдает за руководителями разных государств и корректирует их намерения. Другие жрецы осуществляют контроль за средним звеном госаппарата. Первый жрец работает на ментальном, астральном и других уровнях, управляет пси-энергиями, принимает участие в совещаниях закрытого характера с серых инопланетян. Там получает задания и все необходимое для внедрения программ Париса на Земле. Отвечает за секретность информации и несет полную ответственность за ее утечку вплоть до своего уничтожения. Курирует на Земле следующие вопросы, создание биомеханических роботов для военных целей, создание оружия массового поражения и уничтожения людей, клонирование, планирование и организация войн, создание почвы для их возникновения и многое другое. Особенность работы жрецов заключается в том, что она невидима и непонятна для землян. Когда на нашей планете что-то происходит, людям кажется, что все случилось само собой или по вине конкретных землян. Часто люди просто оказываются марионетками. Если бы народы Земли просили Бога и правильно поступали, такого бы никогда не произошло. Второй жрец, является помощником первого жреца, руководит оборонными вопросами стран, осуществляет тонкую энергетическую корректировку от темных сил конкретных людей на Земле, отвечающих за оборону государств, а также ученых, изобретателей, специалистов разного рода, так или иначе связанных с оборонной промышленностью, занимается развязыванием различных конфликтов и междоусобиц в разных странах, работает по созданию различных группировок военного характера, а также сатанистов, неофашистов и тому подобное. Второй жрец работает на распространение магических знаний от темных сил среди народов Земли. Применяется специальная аппаратура по управлению сознанием землян для того, чтобы вызвать в них интерес к магии управления людьми. Как только земляне начинают использовать магию от темных сил в своей жизни, с ними начинают работать духи от темных, и люди попадают под управление силами зла. Второй жрец следит за тем, чтобы как можно больше землян связывалось и работало с темными силами. Третий жрец, работает на возникновение и распространение различных болезней у людей, знает, как вести людей в низкие энергетические вибрации, чтобы активизировались микробы, вызывающие разные тяжелые заболевания. Специально продумана и внедрена сложная система обследования пациентов, якобы для более точной установки диагноза и отслеживания процесса протекания болезни. На самом деле все это создано для того, чтобы была только видимость развития медицины, наличие дорогостоящих аппаратов еще не говорит о высоком развитии науки. Бог лечит менее одной секунды без каких-либо приборов, и человек полностью выздоравливает, так происходит на других планетах, где у людей высокая вера в Бога и они искренне молятся Создателю. Во время облучения земными приборами на человека, если он не просит Бога, встают коды от темных сил, и впоследствии он заболевает, больными и энергетически ослабленными людьми гораздо легче управлять. Третий жрец работает над управлением детьми, с 5-7 лет, подростками, молодежью, им курируются вопросы распространения наркотиков, спиртного, сигарет и всего, что ведет к снижению духовности. Четвертый жрец работает по созданию катастроф. Там, где люди недовольны постоянно ухудшающейся жизнью и выходят на митинги, начинает работать аппаратура серых инопланетян. Четвертый жрец следит за тем, чтобы люди не выходили из подчинения, если недовольство не утихло, жрец ведет управление энергиями, негативные поля срабатывают на возникновение катастроф, землетрясений, бурь, проливных дождей и так далее. В итоге человечеству не дают выходить за рамки дозволенного, все идет по программе, полученной от серых инопланетян, облегчающей работу париса на Земле. Четвертый жрец контролирует программы развития науки и техники на Земле и четко следит за тем, чтобы вовремя останавливались проекты и работы по созданию изобретений, позволяющих людям выйти из-под власти жрецов. Жрецы контролируют все энергоресурсы на Земле, цены стимулируют развитие нужных им производств, они нужны и закрывают. Пятый жрец, отвечает за духовную деградацию землян, поэтому в современную жизнь привнесено многое из цивилизации от темных сил. Главное, уровень и стиль мышления людей, основанное на злобе, зависти, злорадстве, мстительности, предательстве, ведущие к регрессу общества и закрытию для человечества новых прогрессивных направлений развития. Если убрать такое влияние на народы Земли, то жрецы останутся не у дел, не выполнят программу порабощения людей, полученной жрецами от темных сил. И тогда темные силы уничтожат жрецов. Работа по изменению мыслительного уровня землян ведется давно, в 2004-2005 годах она, по замыслу серых инопланетян, должна перейти в завершающую стадию, то есть подавляющее большинство землян должно быть зазомбировано и отведено от Бога. Вскоре после того, как это должно произойти, серые инопланетяне планируют начать гонение на верующих в Бога землян. Это может реально осуществиться на ваших глазах в ближайшее время. Только помощь создателей светлых сил космоса остановит осуществление этих планов. Шестой жрец, ведет преследование всех людей, которые могут помешать реализации программы от серых инопланетян. Шестой жрец осуществляет контроль над работой внутренних и внешних служб различных государств, разведок и контрразведок, разжигает борьбу между разными службами, ведет к закулисной игре, интригам и так далее. Организовывает травлю во всем мире неугодных жрецам людей, подводит так, чтобы этими людьми все время интересовались разные спецорганы и лишали их нормальной, спокойной жизни, вели за ними тотальные наблюдения и контроль. Шестой жрец контролирует земных ясновидящих, работающих на спецслужбы. Жрецы работают и поодиночке, и вместе, осуществляют управление мировыми процессами и занятыми в них людьми, отдельными территориями и гражданами. Но их знания и действия ведут к развалу государств и разрушению того, что людьми создавалось столетиями. Итак, на Земле работает целая система тайного управления народами. Отработаны механизмы и пути внедрения различных новшеств, разрушающих целостность человечества и мир на планете Земля. Посмотрите, какова схема управления человечеством. Схема управления народами Земли и контроль людей в настоящее время. Как видите, на Земле идет широкомасштабное управление людьми. Законы зачастую принимаются не в пользу народа, а наоборот. Могут ли простые люди процветать и развиваться свободно, когда на Земле работает такая система? Люди, которые не просят Бога, находятся под влиянием зомбирующей аппаратуры и под давлением темных сил. Какое будущее ждет землян, думаю, вам уже понятно. Надеяться на лучшее для народа в данной ситуации нецелесообразно. Какой выход, кто сможет реально и качественно изменить течение событий? Только Бог, что произойдет, если Творец поможет по молитвам людей. Если люди начнут просить Бога о прощении грехов всех землян, о снятии с человечества зомбирования, кодов темных сил и будут просить божественной защиты на все человечество, то зомбирование на любых уровнях будет снято. Все будет зависеть от вашей веры в Создателя и от ваших просьб. Народ, президент и правительство начнут решать любые вопросы с помощью Бога. Заключение к разделу. Дорогие люди. Вы прочли о том, как на нашей планете работают темные силы. Эту чистку люди готовили себе долгое время. Своими действиями земляне нарушали божественные законы и пришли к печальным результатам. Но все справедливо. Темные силы приходят туда, где накоплены негативные энергии, и люди по своему незнанию допустили, чтобы силы зла завладели их умами. Если бы у землян была высокая духовность, этого бы никогда не произошло. Темные силы выполняют свою работу, она у них тоже сложная, и только Бог решает судьбу цивилизации. Он останавливает работу сил зла, если люди просят об этом. Если земляне начнут гневаться на темные силы, осуждать их и тех, кто сотрудничает с ними, то тогда потенциал негативных энергий еще более повысится, а вы знаете, к чему это приведет. Вот здесь мы напрямую подходим к духовности. Духовный человек, верующий в Бога, живущий по божественным законам, знает, как уберечь свою душу и все человечество от зла. Он просит у Бога прощения своих грехов и грехов других людей, молится Создателю о спасении человечества, сам всех прощает и старается не копить негативных энергий, ко всему подходит с любовью, добротой и всепрощением. Тогда на земле повышаются положительные энергии, а негативные, снижаются. Вот так, начиная с себя, люди станут выходить из самых сложных ситуаций. Творец всегда убережет тех, от кого идет доброе и кто не работает на месте разрушения. Давайте обратимся к природе, когда растение сильное, и в нем много жизненных энергий, оно растет и крепнет, дает молодые жизнеспособные побеги. Когда растение слабое, энергии мало, и оно не борется за жизнь, на нем заводятся тля, начинаются болезни, и оно гибнет. Точно так же идет чистка и у людей, земляне с энергиями добра, люди, которые идут к Богу и сохраняют положительный потенциал, могут противостоять любым неприятностям и неподвластны темным силам. А те, кто расстраиваются, злятся, ругаются, не просят Бога, снижают свои энергии. И над такими землянами начинают работать темные силы со всеми вытекающими отсюда последствиями, это чистка. Причина несчастья человека, в нем самом. Но из любых ситуаций есть выход, он рядом. Четыре раздел. В помощь людям. Бог любит всех людей, всех землян. Миллиарды лет он своими силой и любовью помогает людям жить, спасает, прощает и вновь принимает своих детей такими, какие они есть. Многие земляне не видят и не понимают этого, поэтому и оказались в серьезном положении. Как и чем помочь людям. Чтобы выйти из этой ситуации на высоте, землянам надо самим в себе разобраться, все поставить на свои места и знать, с чего надо начинать, чем заканчивать, как любить людей и родину, как любить и беречь землю. Эта книга поможет вам разобраться во многих вещах. Начиная с себя, вы сможете изменить действительность. Не все смогут дойти до желанной цели, но внутренний духовный рост даст вам новые силы, и вы яснее поймете свое предназначение. Духовный рост, это всегда большой труд. Но любовь и радость сделают его светлым и полным глубочайшего смысла во все времена. В этом разделе вы узнаете реальные пути и способы, как исправить сложившуюся ситуацию на планете и как улучшить жизнь людей. Почему земляне зашли в тупик, и как исправить положение. История земли знала немало войн и разногласий между народами. Были и светлые моменты, когда человечество мирно развивалось. Это счастливое время для земли было недолговечным. Люди сами строили и творили свою жизнь. Мысль, рожденная человеком, начинает работать еще до своего осуществления. Чем больше люди думают о чем-либо, тем быстрее воплощается задуманное. Так планировались междоусобицы и распри, как по цепной реакции распространялись мысли раздела и хищнического захвата. Зависть, ложь, жадность руководили людьми, развязывавшими войны. На планете Земля столкнулись две силы, добра и зла. Творец постоянно поддерживает равновесие, посылает сюда добрых, как ни от мира сего, людей. Но вы видите, что человеческая мысль продолжает ожесточаться. Год от года земляне все больше теряют добрососедские отношения, ссорятся и враждуют. Даже между близкими людьми часто возникают грубость и несдержанность. Так работают коды от темных сил и отрицательная энергетика. На всем человечестве уже стоят коды чистки. Создателям отведено только небольшое время для того, чтобы люди успели созреть, успели остановиться сами, прежде чем их остановит Бог. Тогда с землян будет уже совершенно другой спрос. Может ли человечество изменить ситуацию и не допустить страшных катастроф в ближайшие годы? Да может, если начнет принимать верные решения. Мысы, творящие начало жизни. Раздумья о том, что все плохо, жалобы, расстройства приводят к остановке многих хороших начинаний, низкая энергия таких мыслей разрушает, рассеивает и без того малый потенциал силы, который земляне купят своими любовью и добротой. Выход один, чем сильнее зло, тем больше добра должно исходить от людей, человеку необходимо не поддаваться провокациям и своим негативным эмоциям. Тогда люди еще смогут сбалансировать свое положение. Духовность и любовь, это стержень человека, стержень всей цивилизации. Кто не сумеет их сохранить, сломается, потому что зло имеет тысячи направлений, и земляне не готовы принять весь удар и узнать всю правду. У многих еще будет шок от прочитанного. Вы узнали, что задумали серые инопланетяне, как тайные правители хотят обмануть народы Земли. Столетия люди не знали истины и правды о секретах управления всем человечеством, миллионы землян были игрушкой в руках избранных. Сознание людей еще не может вместить все истины, многому вы еще не верите. Но последние предупреждения уже звучат по всей планете. И неужели сейчас, когда еще многое можно изменить, человечество не сумеет вырваться из-под иго-зомбирования, лжи и унижения? Неужели народы Земли так и будут дальше уничтожать друг друга? Тогда им суждено только доживать свои последние дни в бездуховной грязи и внутренней нищете. Значит, того они и стоят. Но найдутся те, кто поразмыслит и поймут, чем может закончить вся цивилизация и они сами, смертью от вредных газов, веществ, всевозможных аварий, взрывов, ядерных катастроф. И начнут эти люди просить Бога, просить о спасении планеты Земля и человечества, о продолжении жизни на Земле. И этими молитвами они действительно спасут человечество. Тысячи людей в космосе готовы вам помочь, но не хватает вашей энергетики добрых дел, ваших просьб к Богу, вашего искреннего участия в деле спасения жизни на Земле. Отсчет времени уже идет. Миллионам людей захочется в последний миг изменить ситуацию и будущее, но время будет упущено. Слишком поздно многие поймут, как надо было им жить. Среди вас есть умнички, те, кто уже сейчас понимают, как важен вклад каждого человека в дело спасения землян, и они просят Бога. Да умножатся их силы и любовь, и вознесутся их молитвы к Создателю, и обретут они силу необычайную. Все в ваших руках, дорогие люди. Сила людей, макрокатастрофы происходят на Земле редко, раз в несколько миллионов миллиардов лет в земном время исчисления. Но каждый раз, когда настает момент разрыва судьбоносных человеческих природных стихий и систем, позволяющих миру сосуществовать в единстве со всем космосом, наступает созданный людьми хаос, и гармония мира теряется. Это та космическая гармония, которую привносит Бог-Отец на каждую из планет. Благодаря этой особой энергии, гармонии, мир продолжает развиваться во всем своем многообразии, и ничто не мешает этому процессу. Наоборот, любые явления, события дополняют общую, единую систему мира и вечно обновляющейся жизни. Сами того не понимая, люди своими негативными действиями планируют и создают многие катастрофы. Счастье и несчастье они творят своей мыслью. Мыслеформа имеет свою энергию, силу, программу, мысль обладает удивительными свойствами. Она, эфир, который наполняет Вселенную. Планета Земля, ядро, которое постоянно находится в энергиях Земли и космоса, в эфирах мыслительного творчества всех, кто живет на этой планете. Это чудо из чудес. Но в том случае, если люди творят добро своей мыслью, если человек пожелал кому-то зла или проклял, и т.д., его мысль обретает жизнь и отделяясь от человека, продолжает существовать самостоятельно, оказывая влияние на того, кто сотворил ее и на энергетику всего остального. Мысли, схожие по энергетическим параметрам и тональностям, объединяются, и создаются мощные энергетические поля. Светлое и доброе притягивается к светлому, темное и злое – к темному. Энергетическое информационное поле живет по особым законам. Оно в тысячи раз сильнее, чем энергетика каждой входящей в него мысли программы. В итоге поле наполняется особым содержанием. Чем больше земляне производят темных мыслей, обид, злорадств и т.д., тем больше негативный потенциал, который аккумулирует в себе силу разрушительных энергий. Такие поле начинают действовать на умы разных людей независимо от их желаний и прежде всего на авторов негативных мыслей. Если человек не просит Бога и не купит в себе положительные энергии своими чистыми, добрыми мыслями, делами, а главное – любовью, то ему практически невозможно противостоять объединенной разрушительной энергии, созданной им же самим и другими людьми. Незнание этих элементарных вещей, нежелание жить в добрососедстве, доброжелательности с другими людьми привело нашу цивилизацию к предкатастрофической ситуации. Человечество – это большая семья, в которой Творец дал людям полную свободу творчества и созидания, открыл таланты. Но земляне отошли от главного, от любви и терпимости, духовного такта. Стали видеть в других соперников и конкурентов, а прекрасные положительные стороны людей начали вызывать зависть, злобу и т.д. В результате с течением тысячелетий земляне отошли от объединяющей силы любви и вместо нее накопили энергию разрушающей силы, которая продолжает действовать на людей сейчас. Входя в низкие энергетические вибрации, расстраиваясь, злясь и т.д., люди подключаются к энергоинформационным полям с подобными низкими вибрациями, устанавливается невидимая простым глазом связь, подключаются темные силы, и в голове человека возникают мысли, программы, накопленные в поле, обидеть, отомстить, наказать, убить и т.д. Чем сильнее негативная эмоция у человека, тем он больше попадает под действие отрицательных энергий и программ, с трудом контролирует себя. Люди должны знать об этом, тогда они будут понимать, как выйти из-под такого воздействия. А выход рядом, это обращение к Богу с просьбой о помощи установить ваш контакт с Божественной чистой энергией, и постепенно успокаиваясь и прося Создателей светлые силы. Вы войдете в более высокие вибрации и подключитесь к энергетическому полю, в котором накоплена положительная энергия мыслей, слов и действий людей, их мечтания и обращений к Творцу. Любая ваша светлая мысль, добрые и искренние слова, пожелания дают мощный положительный заряд энергий прежде всего вам и остаются в полях Земли и Вселенной. Человек соткан из тех энергий, которыми он живет. Люди создают себя сами, наполняют тем или иным содержанием. Мало кто знает, что за один день можно накопить в себе чудодейственную энергию здоровья, ключ к ней, радость жить, любовь к людям, ко всему окружающему и искренняя молитва Богу. Мысль творящая начало. Прохождение земных уроков дает Душе, то есть человеку, неоценимый опыт. Это новые встречи и подвохи, современная жизнь зеркала, в котором отражаются все пороки современных людей. Внутри у каждого есть рациональное, позитивное зерно, которое при развитии делает людей добрыми, и интересными, и красивыми. Это зерно, или семя, божественная искра доброты и любви. Она, истинная основа любого человека, центр его внутреннего мира. Но, к сожалению, очень часто люди, не понимая своего истинного предназначения, забывают о том, кто они и ради чего пришли на Землю. Они расходуют данный Творцом запас жизненных сил и энергий на дело, усложняющее их жизнь наземное. Доказывают себе и окружающим, что в чем-то лучше других, что могут быть жесткими и грубыми, показывая свою силу. А сила человека в любви, доброте и в простом подходе ко всему. Ведь как просто. Беда людей в том, что они неоправданно направили любовь только в одну сторону, на достижение желаемого, стали жить стереотипами, забыли о том, что человек, творящий начало, он пришел, чтобы приумножать добро на планете. Сузив круг своих интересов до достижения земных благ и удовольствий для себя, люди и не заметили, как попали в плен земного, ничто их не радует, ничто по-настоящему не приносит удовлетворения. Причина в том, что человек сам отказался по-настоящему творить, отказался от своего предназначения как землянина и как космического существа. Во многих людях не стало энергии творения, они не просят Бога о том, чтобы Создатель помог им творить добрые дела и дал для этого силы, энергии и знания. К сожалению, земляне перестали осознанно пользоваться мыслью для создания хороших действительностей будущего. Люди стали меньше мечтать о хорошем, думать о мире, меньше говорить простых добрых слов. Чаще предвзятость, недоверие, раздражение и как следствие, недовольство всем. Если такие энергии начнут превалировать, это обернется для человечества катастрофами в ближайшее время. Земляне неосознанно усугубляют положение своими страхами, сетываниями, разногласиями и так далее. Мысль рано или поздно материализуется. Если она подпитана энергиями многих людей, то имеет большую силу и в информационном пространстве начинает влиять на другие мыслеформы и на людей, воздействуя на весь их информационный комплекс, то есть на весь спектр их мыслей, идей, направлений развития и другие. Зная этот энергетический закон, человечество может полностью изменить свою жизнь к лучшему, но при этом нужно просить Бога, изменив свое мышление с негативной тональности на положительную, люди заметят, как начнет меняться их окружение. Кроме того, исчезнет негативная энергия из биополя, мыслительная и пси-энергия также очистятся, общение с другими людьми станет интересным и более легким. Земляне долго не догадывались о том, что если человек просит и благодарит Бога, то каждая добрая мысль, эмоция усиливается Творцом, и вокруг человека сохраняется чудесная энергия, а она творит в веках. О белой и черной магии на Земле. Вы знаете, что на Земле есть белые и черные магисты. По черной магии работают магисты, колдуны, чернокнижники и ряд субстанций от темных сил, черти, монстры и другие. Они делают так, чтобы людям не везло, чтобы у них возникали болезни и так далее или делают из землян зомбированных людей, которыми легко управлять, выражи и привораживают или разъединяют людей. Любой человек, применяющий магические знания от темных сил прояв людей, нанося им вред, кармически связывается с этими людьми, но главное, что он впоследствии попадает в кабалу к темным силам. Часто в магических приемах напрямую используется помощь сущностей, духов от темных сил, и земляне недопонимают, с чем они сталкиваются. На тех, кто вредит людям с помощью различных магий от темных сил, стоят коды на уничтожение людей. Воздействуя на человека, магист разрушает его энергетику, поле и биополе, за что ему придется впоследствии отвечать. Если пострадавший человек далек от Бога, то восстановить его здоровье и энергетику крайне трудно, а иногда и невозможно. Всем людям творцом был дан шанс идти ровно, не вредя один одному. Но земляне своим неверным подходом к людям и ко всему, сотворенному Богом, усложнили ситуацию, и поэтому сейчас им трудно разобраться и понять, что же происходит с ними и с планетой. Белые магисты-знахари, веды работают с духами от светлых сил, обращаются к Богу, Божьей Матери, Иисусу Христу, многим святым, лечат разные болезни, убирают коды от темных сил, но не все помогают людям встать на правильный путь. Люди, работающие по белой магии, просят Бога, чтобы Он помог землянам и тем, кто к ним обращается. Почему люди болеют? Зачастую бывает так, что человек не просил Бога, поступал по земному, злился, ругался, был обидчив и долго находился в расстройствах из-за того, что ему в чем-либо не везло, клеветал на людей, обсуждал и осуждал их. Сам того не понимая, создавал для себя тяжелое будущее. Чтобы исправить положение, всегда надо начинать с себя и контролировать слова, помыслы, действия. В людях, которые не просят Бога, копится негативное, а если они еще и расстроились по какому-либо поводу, то коды от темных сил могут сами встать на таких людей. Если человек сам по себе добрый, веселый, простой, необидчивый, и если ему в чем-то не повезло и он просит у Бога помощи разобраться во всем, то тогда Творец дает ему такую ситуацию, при которой все встает на свои места, и положение выравнивается в лучшую сторону. И человек, поняв суть всего произошедшего, поблагодарит Всевышнего за данный урок и дальше будет спокойно, просто жить и обо всем просить Бога. У таких людей все будет идти намного лучше. На них ни один магист или колдун не смогут поставить коды на болезнь, смерть или навести порчу, которая портит какой-либо орган или жизнь человека. Это не случится потому, что у этих людей копится положительная энергия, энергия добра. На нашей планете люди еще только начали развиваться, и большинство еще не понимает суть обытия на Земле, не вникает, что нужно делать, а что нет. А все так просто. Насколько люди поймут, настолько они и уйдут вперед по развитию. Эволюция людей. У каждого человека в жизни есть несколько эволюционных направлений, которые он призван развить в данном Богом воплощении. Это те аспекты программы, с которой вы пришли на Землю. Сколько людей, столько эмиссий, и все они неповторимы. Только Бог открывает человеку путь вперед и выводит его на главное жизненное направление, где он может принести максимальную пользу в своем воплощении, чистка, через которую проходят люди на Земле. Это только часть программы. Проходя эти уроки мудрости, человек познает жизнь в ее полноте, уникальности. Он ощущает на себе добро и зло, видит различия между умным и глупым, между настоящим и фальшивым, глубже познает себя и других людей, знает силу любви и дружбы, горечь предательства. Жизнь на Земле – это серьезная, сложная школа закалки. Душа, приходящая на планету, берет на себя определенные задачи. Богом заложено так, что в процессе жизни на Земле складываются все необходимые условия для реализации миссии. Но случается и так, что люди по своей недальновидности или неопытности не замечают данных свыше сигналов, проходят мимо главных направлений и строят свое земное счастье, не понимая, что оно недолговечно. Тогда их жизнь усложняется, время упущено и порой догнать его невозможно. Так люди сами себя тормозят. Думаю, вы найдете примеры этому и в своих жизнях. Встречи людей, изучение наук, неординарные обстоятельства жизни, даже случайности помогают человеку понять, ради чего он пришел на Землю и что должен сделать. Одни пришли для того, чтобы стать хорошими специалистами в разных отраслях науки, другие, чтобы воспитать и обучить детей, третьи, внести вклад в развитие культуры и искусства и так далее. У каждого в жизни есть свои таланты, свое призвание. Если человек идет в позитивном направлении, с добрым и любовью, то он совершенствуется дальше. Обучаясь, люди развивают память и мышление, в жизненных ситуациях учатся трудиться, любить и прощать, ждать и быть терпеливыми. Это тоже школа жизни. Без нее нет закалки человека, нет его внутреннего духовного роста. Постепенно созревая, люди начинают понимать, как можно жить, в чем сила человека, какая помощь оказывается людям свыше, если они просят Бога и честно подходят ко всему. Творец каждому дает возможность пожить в свое удовольствие, строить жизнь так, как желает человек. Но наступает момент, когда люди начинают осознавать свое высшее предназначение, видят, как правильно надо поступать. Душа знает, ради чего пришла на Землю, и если человек просит Бога, то он открывает истину. Некоторые люди пришли для того, чтобы выполнить сложные, серьезные миссии. Они включают в себя выполнение не только земных обязанностей. Когда такой человек созревает, Богом ему открывается суть и план миссии, и выполнение главной задачи становится первостепенным. Это не личное счастье и благополучие, не достижение земных благ и славы. Это, прежде всего, работа для людей, для народа. В сегодняшних условиях ее непросто выполнять. Таких людей редко понимают и поддерживают. Но, несмотря ни на что, многие из них достойно выполняют задачи, поставленные перед ними Творцом. Без этого развитие на Земле было бы просто невозможно. Каждый человек волен выбирать, чем ему заниматься в этой жизни. И только свободный выбор является истинным. Дальше все в мире будет усложняться. Такие условия послужат еще и для дальнейшего роста людей. Это большой и важный шанс стать сильными в преодолении всех препятствий на пути. Существуют вневременные ценности, которые во все века остаются для людей самыми важными. Это духовность и труд души. Когда люди теряют главное, они отходят от своего истинного пути, и когда понимают это, испытывают муки совести, а ведь земляне могли бы избежать многих ошибок. Для того, чтобы уберечь людей от плохого, создавались Библии и другие священные книги, приходили на Землю учители и святые. Но из поколения в поколение люди повторяют ошибки. Земляне могли бы исправить положение и вспомнить законы Бога, тогда их жизни сложились бы более удачно. История о блудном сыне. В разные времена люди изучали Библию и знали наперед, что должно произойти. В одном селении жил маленький мальчик, Захар, и мама читала ему священную книгу, рассказывала о том, как сын недооценил добра отца и был всем недоволен, но когда жизнь преподнесла ему горькие уроки, он понял, как любил и берег его отец, и нашел в себе силы вернуться в отчий дом, и просил прощения за свои грехи и неправильные действия. Вот так люди порой натворят чудес, и им самим больно от сказанного и сделанного. И не понимают, каково отцам и матерям выслушивать их горькие слова. Лишь когда эти дети вырастут, сами станут родителями и получат уроки от своих детей, тогда начинают понимать, что такое жизнь. Маленький мальчик слушал библейскую историю и думал, я никогда не принесу огорчений своим родителям и всегда буду помогать им. Прошло несколько лет, Захар вырос и стал красивым юношей. Вскоре его отец умер, и мама очень переживала. Перед смертью сын получил наказ от отца беречь и защищать мать, мудро вести хозяйство и жить в добро соседству с другими людьми. Прошло еще несколько лет, и боль в душе сына поутихла. Поначалу он очень переживал о потере отца, потом взялся за работу и все наладил по уму, освободил маму от лишних работ. А потом все пошло своим чередом, люди жили дружно, помогали друг другу, поддерживали эту семью, и все было хорошо. Только глаза мамы к вечеру становились грустными. Она вспоминала, как по вечерам они вдвоем с отцом пели, как он шутил и всегда был приветлив с ней. Не хватало этого тепла, и она становилась печальной. Вокруг было много хороших людей, и не раз ей предлагали снова выйти замуж, но она по-прежнему любила отца и оставалась ему верна. Прошло время. Сын был в расцвете сил и однажды подошел к матери и сказал, что собирается идти на золотые прииски, хочет заработать денег, жениться и завести детей. И услышал от матери, сынок, разве мало тебе тут места, чтобы жить, разве нет красивых девушек в нашем селении, скажи, чего не хватает, и у тебя все будет. Сын ответил, что хочет увидеть другие края, узнать людей, обрести новых друзей. Девушки в его селении, конечно, красивые, и даже есть одна, которая ему очень нравится в Зое, и она его любит, но тяга к приключениям сильнее, а сюда он может вернуться в любой момент. Если бы это было так, задумчиво ответила мама, и Захар ушел, попрощался с матерью, сказал, что люди будут ей помогать, что дом крепкий, простоит долго, а он скоро вернется, и мама его не узнает, каким умным и опытным он станет. И вот, обнялся с друзьями, поцеловал Зою и исчез. Его не было 30 лет, он скитался в разных странах, работал на приисках, заводах, фабриках, но счастья так и не нашел, повидал немало, но все, что заработал у него украли, искал настоящую любовь, но, оказывается, никто его так не любил, как дома, и никому он так не был нужен, как маме и Зое. И вот, когда его в очередной раз предали и уволили с работы, он понял, что все в этой жизни потерял. Сам уже был седой, считал, что мудрый, а оказывается, что ума за всю жизнь и не накопил. За годы, что он провел на чужбине, о родном доме редко вспоминал, казалось, что у него еще все впереди, что встретит свою судьбу, заработает денег и заживет как король. А все никак не получалось, так и провел он всю свою жизнь в скитаниях, женщина, с которой сошелся, ушла к другому, более везучему. А на днях он, в довершении ко всему, остался без средств к существованию. И понял Захар, что здесь он никому не нужен, никто его не ждет, и стало ему мучительно больно. Пришло осознание, что зря прожил жизнь, нет у него родного дома, куда хочется с радостью возвращаться, нет рядом человека, который бы его ждал и встречал с любовью. Стал он вспоминать, с чего же все началось, и как живой встал перед ним отец, услышал сын слова отцовского наказа, береги мать, береги землю и родину, это твой дом и дом твоих детей, живите в дружбе и радости, мир вам, и словно что-то оборвалось у него внутри, и слезы полились градом. Вспомнилось простое лицо и добрая улыбка матушке, сколько же ей сейчас должно быть лет, вспомнил ласковые глаза Зои и застонал от душевной боли. Он наконец-то понял, какую грубую ошибку совершил в своей жизни, погнался за жар птицы и остался ни с чем. Всю жизнь искал тепла и родственную душу, а ведь они были рядом, мама и Зоя, зачем он бежал от них, кого еще искал. И как в детстве ему захотелось прижаться к маме, поговорить о чем-нибудь светлом и с улыбкой заглянуть в ее добрые бездонные глаза. Он бросил все и помчался, чтобы вернуться. Был уже вечер, когда он добрался до родных мест. Селение опустело. Многие дома были брошены и разрушены. И мамин домик тоже давно покосился. Чувствовалось, не хватает мужской руки. Оживали? Подумал Захар. Надо у кого-нибудь спросить. Здравствуй, сынок. Позвучало едва слышно, и мама сидела на стареньком крылечке. Я тебя с утра поджидаю. Вот, думаю, прилетит мой сокол ясный. А коли к вечеру не будет, так я опять к утру ждать буду. Собралась я помирать, сынок, да все откладываю, Богу молюсь, чтобы сыночка своего родимого повидать, хоть одним глазком на тебя взглянуть. Встал сын на колени, не сдержался и зарыдал. Прости меня, мама, что ты, сынок, за что тебя прощать, ты хороший человек. Вот только соскучилась я, давно тебя не было, а больше у меня никого нет. Но сегодня у меня радость большая, сын вернулся. Пойдем в дом, сыночек, и повела она его в хату. Там чисто все, прибрано, его фотографии кругом висят. И стопка писем. Его-то писем ни одного нет, не писал он матери, а она думала о сыне, частенько вспоминала, и о своей любви и верности писала ему и свято хранила эти письма, чтоб когда-нибудь ему подарить. Всю ночь они проговорили вдвоем, сын рассказывал, как сложилась его судьба, как его побросала жизнь, какие уроки пришлось пройти. Потом вместе вспоминали отца, какой дружной и веселой была семья. Мама была счастлива, что сын приехал, и оба мечтали, как будут жить дальше, а на рассвете мама умерла. Неожиданно попросила воды, а когда сын вернулся, неся в руках воду для мамы, как самое драгоценное в жизни, ее уже не было. Он чувствовал, что она болеет слишком ослабла, но никак не ожидал, что их встреча так оборвется. Вся его жизнь пролетела перед ним, вспомнил он молодых отца и маму, как она пела колыбельную, и как они всей семьей гуляли по саду, вспомнил, как ходил с отцом на рыбалку. Время как будто остановилось, и вокруг этого человека образовалась пустота. Впервые жизнь потеряла цель и смысл. Мужчина чувствовал, что не выполнил главного, не уберег самое святое в своей душе, доброту и благодарность Богу за то, что он дал жизнь, дал таких чудных родителей. А человек забыл о своих корнях. После похорон Захар остался наедине с письмами. Мама писала, Захарушка, милый, как сердце рвется повидаться с тобой, или услышать хотя бы голосок твой ласковый, или хотя бы весточку от тебя какую получить, но нет ответа, не слышишь ты зов мой, буду любить тебя до конца дней своих, буду звать тебя и ждать без конца. Вчера ты приходил ко мне во сне, ласковый такой, улыбающийся, здравствуй мама, я скоро к тебе приеду, очень скоро. К сожалению, люди гораздо позже понимают, как родители берегли их, сколько давалось Богом жить счастливо и как много они недооценивали. И сейчас немало заблудших душ с аналогичными судьбами. Может быть, они поймут и раньше вернутся туда, где их будут ждать отец или мама, брат или сестра, дедушка или бабушка. Да еще если хватит силы и мудрости, как они заживут, как в сказке, понимая один-одного. На первый взгляд непросто, а когда приходят разумные решения, как, оказывается, интересно и чудно жить. И люди начинают понимать, что им дана жизнь в радости и любви. 5 раздел. Жизнь, подаренная Богом. Каждый человек живет на Земле так, как позволяет его развитие и обстоятельства жизни. В современном мире, когда люди отделены от природы и отошли от элементарных, естественных законов жизни, трудно найти гармонию, спокойствие, единение со всем живым. Люди – это частицы Бога, и они могут стать как Творец, добрыми и простыми, изменив при этом и окружающий мир. Стоит только посмотреть на жизнь с разных сторон, и она вновь обретет неисчерпаемый смысл, новизну и необычайную привлекательность. Бог неповторимо творит каждую секунду, и вместе с Ним развивается весь мир. Многообразие бытия широко проявляется и на нашей планете, надо только внимательно всмотреться в красоту неба, леса, реки. Каждый новый день и каждое новое знание дают неисчерпаемый запас сил и возможностей, углубляют взгляд человека на мир, сотворенный Богом. У людей есть тысячи возможностей, чтобы творить и созидать, строить свою жизнь так, как желает этого душа. Когда люди это поймут, они освободятся от всего, что сковывает их свободное, чистое мышление, и начнут творить чудеса. Что такое жизнь? Жизнь на планете Земля, очень сложный процесс движения и действий людей во времени. Бог дал каждому человеку волю во всех направлениях и делах, почему Творцом так было изначально заложено для землян. Жизнь людей была создана гениально и просто. Вы найдете множество примеров этому. Человек мог с самого начала изучать разные науки, которым нет счета. Постоянно развиваясь, божественные знания и науки давали людям уникальные возможности усовершенствовать жизнь. Так, на одной из планет средних цивилизаций люди сначала вырастили высокоэнергетические, высокоактивные растения и использовали их в пищу, готовили из них лекарства и другие. Затем перешли на чистоэнергетическое питание, повысив при этом продолжительность жизни, силу и выносливость. И так шло развитие во всем, в технике, искусстве и так далее. Точно так же развивалась и земля. Раньше люди пользовались своей свободой выбора пути и профессий без ущерба для себя и других, ибо знали будущее и прошлое. Они изучали окружающий мир и познавали его тонкости. Посмотрите на мир природы, там тоже все уникально и гениально устроено. Каждая частичка этого Божьего творения обогащает мир своей любовью, наполняет светом и выполняет свою функцию. Каждое растение, деревце, капелька росы отдает миру любви свою гармонию, усиливает единство с Создателем. В природе действуют высшие законы мудрости и чистоты. Никто никуда не спешит, все размеренно и просто до гениальности. Любой плод созреет в свое время, наполнится необходимыми энергиями и только тогда упадет на землю. Но Божественная воля, чистая высокая энергия могут творить чудеса и помогают людям реализовывать их планы. Так, на многих планетах люди от светлых сил научились выращивать по несколько урожаев в год на небольших участках, что экономит силы и время. Землянам тоже придется в скором времени заинтересоваться такими проблемами. Природа будет открывать свои силы и людям, тем, кто бережлив и от кого идут добро и простота. Понимающий человек, увидев что-то необычное, заинтересуется этим. Если растет что-то удивительное, деревце, растение или цветы, то он может выкопать и посадить у себя на участке или дома. И это растение будет радовать его, согревать душу и лечить, давая нужную энергетику. А кто-то, более разбирающийся, соберет набор трав для лечения людей, кто-то набьет подушечку из разных растений для хорошего, крепкого сна. Все неповторимо и для людей природа, это раскрытая книга знаний, которую можно читать, изучать, нежно беречь. Может быть, кто-то соберет гербарий и будет годами любоваться такому чуду и покажет своим детям, приобщит их к гармонии мира. Как видим, из ничего можно создать многое, влиться в единство жизни и подарить природе луч своего света и благодарной любви, усилив этим энергию добра Земли, Вселенной и Галактики. Из ниточек гармонии складывается грандиозное полотно космоса и жизни. Кто-то из вас просто отдохнет на природе, очистится, полюбит ароматы трав и дыхания Земли, вдоволь наслушается пение птиц, и душа запоет, мысль заработает в нужном направлении, и человек изобретет или усовершенствует что-то. Богом изначально все было обдумано и гениально сложено на тысячелетия, миллионы лет жизни людей. Некоторые земляне многое понимают, видят разные варианты преобразования жизни. Ее можно улучшить, если люди будут правильно и рачительно подходить ко всему. Тогда творению в любом направлении не будет конца. Большая беда в том, что земляне мало задумываются о важных вещах, чаще не ценят созданное Богом, а к природе относятся потребительски. Конечно, многое зависит от внутренней культуры человека, в какой семье вырос, как жил и живет. Посмотрите на стаи диких птиц, они очень старательно строят свои гнезда, обучают птенцов, а те, в свою очередь, передадут эту науку жизни своим детям. И так развивается их мир, в любых условиях они стремятся выжить. У птиц нет ничего лишнего, и они вольные, независимые от каких-то правил и законов, но живут семьями или стаями. Почему у них так устроено? Потому что вместе легче выжить в случае какой-либо беды. У стаи есть свои стражи или дежурные. То кот, то лиса, то какое-нибудь животное готово напасть на птиц. Но охрана работает надежно и вовремя всех предупреждает. Куда бы они ни прилетели, у них нет войн, нет жестких конфликтов, как у людей, но у каждой птицы есть свое место. Если бы люди были вольные, как птицы, то и жили бы по-другому, чужое им было бы не нужно, хорошо бы со своим направлением разобраться, а направлений по разным наукам, не счесть. Если земляне здравы и разумно подойдут к жизни, не нарушая того, что уже создано в природе, станут вместе с другими с любовью созидать на благо людей, то можно так развиться, что человечество будет радоваться, создавать уникальные вещи и улучшать жизнь на всей земле. Парадокс в том, что у людей все лучшее рядом. А они за три девять земель ищут что-то, чего и сами не знают, поэтому и не могут найти и понять истины. Большая беда в самих людях. Произошла недооценка того, что Бог дал землянам намного больше, чем они сами стоят. Как во всем этом разобраться и с чего теперь начать? Все очень просто, можно начать с себя. Давайте вникнем в истинную суть бытия жизни. Вспомните Библию «Быль» было, Бог создал людей по своему образу и подобию. И люди были бы святы, как на некоторых планетах, если бы не изменили своей высшей сути. Мысли и творения Бога чисты, Он всеобъемлющ, то есть все любит и принимает, вмещает в себя своей любовью все свои создания. Также и люди могли бы быть чисты в помыслах, желаниях и действиях, могли бы любить мир, принимать его таким, какой он есть и усовершенствовать его, но не по-земному, отравляя все вокруг, а как это делают в космосе, бережно и с уважением относясь ко всему, созданному Творцом, и с радостью работать, облегчая жизнь других. Бог постоянно все усовершенствует, развивается вместе с мирами, и люди могли бы также беспрерывно развиваться в самых интересных направлениях. Создатель очень любознателен. Оказывается, и мы с вами такие же любознательные, если что-то необычно устроено, нам интересно, как, или из чего сделано, и что там внутри. Эта любознательность ведет людей вперед по пути развития. Вот только отличие, добрый будет искать, как применить это для пользы людей, а не добрый будет искать выгоду. Бог так не рассуждает, он всегда заботится о том, чтобы принести людям больше добра, ничего не беря взамен. Бог, Создатель, Творец и Великий Даритель. Даритель от всего сердца, от всей души. Если бы люди стремились хоть чуть-чуть быть похожими на своего отца, как было бы здорово, как жили бы сейчас земляне. Да они и забыли бы, что надо воевать и враждовать, ведь когда собирается хорошая, дружная компания, как весело и интересно летит время, и не хочется ссориться, наоборот, люди не хотят расставаться. Думаю, у вас есть над чем поразмыслить, подумать о том, какими должны быть люди, сотворенные по образу и подобию Бога, самого доброго, самого простого и щедрого на истинную любовь к людям. Проходя свои уроки жизни, земляне уже сейчас, если захотят, могут стать теми, кто они есть на самом деле, могут стать самими собой. Уроки жизни. Вы не раз задумывались над тем, почему так все устроено, кому-то везет, а кому-то нет, кто-то все имеет, а другие всегда в нужде. За всем этим стоит высшая справедливость. Бог всем дал равные условия жизни, но далеко не все это понимают. Человека, его судьбу свыше рассматривают в рамках не только одного воплощения, а всей эволюции души. Каждому человеку чередой даются и счастье, и испытания. Но правильно ли люди понимают это? Творец смотрит на людей с любовью, как на детей. Кто-то расстроился, заплакал, кто-то задрал нос кверху и не хочет замечать других, кто-то как ясное солнышко ходит и улыбается, даря всем свою доброту. И за каждым Бог проследит, поможет. А если дитя старается, прилагает усилия, чтобы сотворить что-нибудь полезное для других, Создатель пошлет ему такие любовь и силу, что человек даже сам удивится, как у него все так хорошо получилось. Обладая свободной волей, люди неповторимо развиваются, каждый идет в своем направлении. История о двух братьях. Жили два брата, родители вырастили обоих сыновей, и когда старшему исполнилось 21 год, а младшему 20, отец сказал им, сыны мои, мы с матерью вас честно воспитали, поставили на ноги, учили вас только хорошему. Мне больше нечего вам преподать. Вы изучили ремесла, которыми я владею, знаете, как вести хозяйство, а ума разума вы будете набираться всю свою жизнь. Когда птенцы вырастают, они всегда покидают родительские гнезда и создают свои собственные семьи. Я долго ждал момента, когда вы возмужаете, и сейчас я вижу, что передо мной стоят два сокола, у которых крепкие крылья и острый глаз. Вы просили меня, чтобы я предоставил вам волю решать вашу судьбу так, как вы этого сами пожелаете. Вы готовы к самостоятельной жизни, и мы с матерью отпускаем вас, чтобы вы познали мир и сами построили то, что пожелаете. Благословляю вас, дети мои, и надеюсь, что вы не забудете все, чему я вас учил. Сыновья с радостью выслушали слова отца и были очень благодарны родителям за такую возможность испытать свой разум, знание и волю в большой, сложной, но такой интересной жизни. Они обещали помнить и никогда не забывать мать, отца и все, чему их обучали. На следующее утро они покинули родительский дом. Каждый из них искал свое призвание в этом мире. Старшему, Андрею, захотелось найти свое счастье и создать такую жизнь, как в раю, и он пошел в дальние края искать счастье. А младший, Егор, рассудил так, я еще молод и неопытен, пойду-ка поучусь у людей, посмотрю, кто как живет, может быть, моя помощь кому-нибудь пригодится, может быть, хоть кому-то я доставлю радость своей работой. Так учил отец, чтобы все созданное нами приносило людям радость. И он пошел в небольшой городок узнать, не нужен ли какому-нибудь мастеру ученик. Вскоре он стал помощником кузнеца и начал раскрывать секреты мастерства. Полюбился и гору городок, в который он попал, там было чисто и уютно, кругом сады. Он часто любил гулять по молодому вишневому саду, рассматривал замысловатые узоры трав и перистая облака в небе, и повстречал он в том саду молодую красавицу, она тоже любила гулять среди чудесных вишен и любоваться красотой природы. Они полюбили друг друга, и вскоре Егор женился на этой девушке, он честно трудился, был хорошим помощником старого кузнеца и выковывал из металла такие чудесные вещи, что все только ахали, как Егорке так удавалось. Ведь ни один кузнец в городе не мог сотворить такие чудеса, которые как бы шутя создавал молодой талант. А он просил Бога, чтобы та вещь долго прослужила людям, чтобы радовала их, и работал с Божьим благословением. Даже его учитель, старый мастер, частенько удивлялся, как тебе так удается, ни один образец не испортил. Порадовал ты меня, Егорушка, не зря я жизнь прожил, такого мастера выучил. А Егор не продавал свои изделия, а дарил их людям на счастье, на удачу. И все очень любили молодого кузнеца, все он успевал, и по хозяйству, и в огороде потрудиться, и деток своих обучал, и красавицу жену оберегал, и заботился о семье. Трудились и родители, и дети, жили скромно, но в радости. Егор частенько вспоминал про своих отца и мать, передавал детям все, чему научили его родители, делился и своим опытом. Детки росли умные, приветливые, трудолюбивые, и вот собрались они однажды всей семьей навестить бабушку и деда. У внучат радости было. Долгая была дорога до родного села, но добрались туда с сияющими лицами, потому что встреча была долгожданной. Отец и мать ждали сыновей и знали, что они выйдут в люди, и родителям не будет стыдно за них. А когда увидели молодое семейство, то очень обрадовались. Вечером отец сказал Егору, спасибо тебе, сын, что оправдал мои надежды и стал хорошим, уважаемым человеком, и дети у тебя славные, как на подбор крепкие и добрые, ласковые такие. Порадовал ты меня, сынок. Вот только душа моя болит за Андрея, ведь столько лет прошло, а нет ни одной весточки. Чует сердце, что что-то неладное у него. Егор успокоил отца, сказал, что брат всегда был самостоятельным и сейчас справится с любыми сложностями. А через несколько дней вернулся к родителям и Андрей. Особенной была эта встреча. Все было бы хорошо, но Егор заметил, что большая печаль легла на лицо брата, когда он увидел жену Егора и их детишек. Повезло тебе, брат, тихо сказал Андрей, когда они остались вдвоем. А тебе? спросил Егор, хотя уже понял, что жизнь у брата не сложилась. Да как тебе сказать, ответил Андрей. Все у меня есть, и дом, и богатство, и жена. Только доброты в ней нет, сварливая и жадная. А мне уже тошно от всей жизни моей, все копил, копил счастье, а для кого? Детей у нас нет, бог не дал, значит не достоин я быть отцом. А у тебя вон какие славные ребятишки растут. Любят тебя? Любят, ответил Егор и опустил голову, как будто в чем-то был виноват перед братом. Как одно мгновение промелькнули детство, юность, работа и рождение детей. Егор подумал, как счастливы он и его семья, и как не повезло Андрею. Ничего, брат, сказал Егор, бог даст, и у тебя все наладится. Да нет, брат, не наладится, не так я жил, не о том мечтал, все думал, что заживу, как король. А ведь это неисполнимо, надо и самому потрудиться, чтобы жизнь сложилась. Вон, отец наш, всю жизнь скромно прожил в труде, не гнался за длинным рублем и богатством. И есть у него теперь радость, ты и твоя семья. Вон, детки, какие славные, никак налюбоваться не могу. Спасибо тебе за урок, брат. Всю жизнь буду его помнить, ответил Андрей. Отец все понял по лицу старшего сына и не стал его ни о чем расспрашивать, только через несколько дней, когда все уже собирались разъезжаться, отец дал Андрею слова на путствие, гляжу я, сын, что ищешь ты свой путь и никак не можешь его найти, а ведь все рядом с тобой. Руки у тебя умелые, разум чистый, голова светлая. Вот только сердце у тебя опечалилось. Не тоскуй, сынок, всегда все можно начать сначала, а хочешь, переезжай к нам с матерью, дом тебе поставим, и заживете вы с женой в любви до согласия. Андрей не ожидал таких слов от отца, улыбнулся и ответил, а что, или я без рук, что не смогу себе хату поставить, и через полгода он уже переехал со своей женой Татьяной к отцу по соседству, обзавелись своим хозяйством, простыми, улыбчивыми стали, трое деток у них родилось, и живут они теперь просто и счастливо. Вот так часто бывает у людей, сначала недопонимают, совершают ошибки и сами усложняют свою жизнь. А стоит только все расставить на свои места, найти причины неудач, как все в жизни меняется к лучшему. Так неповторима судьба каждого человека, и в жизни вообще все идет вне всякого стандарта. Невозможно создать свое счастье, не помогая другим, не даря ближним своей любви и не делясь с ними добротой. Счастье, когда любовь, подаренная другим людям, сотворила чудо и вновь вернулась к вам и Создателю. Судьбоносные энергии, новая эра открылась в жизни людей. Они стояли перед выбором, жизнь или смерть, жить или умереть, каждый решал вопрос перед Богом. Страх заполнил их умы и сердца, но душа к Богу рвалась. И с небом она говорила, я пришла, чтоб творить, но жизнь пролетела как мгновение одно и вновь я одна, что делать, не знаю. И перед ней промелькнула вся жизнь, и прошлое, и будущее, и судьбы детей и правнуков, и век золотой, и прощение Бога Творца всех душ и всего будущего. В чем моя вина? Взмолилась душа, Господь, открой мне истину всю. И настал высший суд, и увидела душа деяния тех, кто слабее, кто меньше зла сотворил, и ужаснулась душа, о Боже, а я? Взмолилась она, все силы Творцу отдавая, прости, помоги, возврати. Дай горе, что я на земле сотворила, исправить. И дали ей шанс, дали силу энергии, и дали всю правду увидеть, чтоб не было лжи у нее на устах и в глазах. И душа, светом омытая Богу поклон святой отдала и пошла по пути исправления ошибок. И каждый цветок от нее слово услышал, и Мать-Земля, и все, кто рядом и далеко, простите меня, о родные, я горе и беды не слава вам. Не знала, что больно, не знала, что ад на земле творю я деянием своим. Простите меня, прошу, помогите судьбу, измените любовью Отца одарить вас и всех, кто меня слышит и видит. И пусть моя жизнь проходила, пустое была, но теперь вместе с вами я возродилась для добра, любви и радости в сердцах. Дарите друг другу любовь, счастье дарите земле, и чистые росы омоют грехи ваши, и сердце раскроет поток первозданной Божественной силы. И ею всю землю объяв, вновь откроете мир вы и закрепите в ваших сердцах, ведь в сердце огонь небывалый, космический, он может сына спасти, и дочь, и все человечество. Сумейте силы свои применить и спасти человечество. Взывала душа ко всем, кто был рядом и далеко, ехом откликнулись горы, мы силы даем человеку, кто сумел отвернуться от зла, мы силу даем человечеству, что сделало шаг свой в веках, мы силу даем тем, кто рядом и кто далеко, и вторили горам моря, озера и реки, мы силу даем вам и с вами навеки, очистим от грязи и нищеты человеческой, и станете полны вы силой небесной, вторили им небеса, и все замыкалось на человечестве, оно гибло и поднималось не раз, а на этот раз, сейчас сила небесная открывается людям и ведет их в назначенный час, чтобы спасти человечество, готовы ли вы смену времен пережить и отойти от земного, время покажет и сила людского слова, любовью можно мир оживить, а ненавистью, разрушить, не стоит с ответом спешить, ведь черные и белые разъединятся и уйдут в своих направлениях, с кем вы, ваши дела о том говорят, и многое можно исправить, но захочет ли это душа, 6 раздел, ключи к божественным знаниям и наукам, Творец открывает вам пути познания действительности и будущего, все в ваших руках, дорогие люди, вы можете преобразовывать жизнь, внедрять новое творить чудеса, такими были раньше люди, жившие на нашей планете, древние цивилизации, майя Атлантида, Ацтики и другие созидали на земле с помощью божественных знаний, и сейчас у землян вновь появляется возможность творить на более высоких, чем земной уровнях, божественные знания и науки открываются людям с высокой духовностью, тем, кто просит создателей и несет добро землянам, в этом разделе вы прочтете, какие возможности дают божественные науки и что необходимо знать людям, чтобы приблизиться к их изучению, мгновенный отрыв, послание землянам силой небесной вас возвестят, что грядущее рядом, Богом откроется путь миллионам вперед, ваша судьба снова в ваших руках, и вновь говорит метроном времен, все на ваших глазах случится сейчас, все, что в Библии мудрецы предсказали, обретет плоти кровь, и с ужасом люди поймут, все, что предсказано, правда. И нет ни конца и ни края той истине, что Богом давалось землянам, подходит к концу очередной цикл времен, и карма человечества закрывается, что это такое, это значит, что чаша справедливости наполнилась, и люди на земле будут пожинать плоды своих трудов, на земном языке это называется расплата, чистка уже идет по планете, но большинство землян недопонимают справедливости происходящих событий, поэтому многие гневаются и ищут виноватых всех кроме себя, и тем самым усугубляют положение. Если бы они просили у Бога прощения за свое неверное поведение, то разрядили бы обстановку, негативных энергий было бы меньше. Сейчас наступает время, когда в отрыв от земного уйдут единицы, они изучат новые науки и будут готовить переход в Золотой век. Время сейчас настолько быстротечно, что люди не успевают вписываться в него, чтобы цивилизация не погибла, нужно новое развитие, новые науки и техника. Тогда возможен качественный рывок вперед, те, кто шагнут навека вперед, уйдут в работу для будущего человечества, освободят место для других, и так пойдет развитие новых знаний на Земле. Если земляне сумеют понять свои ошибки и исправить положение, они смогут создать на нашей планете очень интересную, насыщенную новинками жизнь. Все в руках человечества. Такая помощь, которую сейчас оказывают землянам Бог и космические братья, редко кому выпадает. Людям дали реальный шанс выжить, хорошо, если они поймут и смогут правильно использовать эту возможность, данную свыше. Работа навека. Не секрет, что ресурсы Земли иссякают, нефти не будет, и скоро люди не смогут добывать руды, цветные металлы и другие. Многие производства встанут или будут разрушены. Человечество сейчас не может решить многие серьезные проблемы. Тысячи и миллионы людей останутся без средств к существованию. Вы видите, как загрязнены реки и море, люди уже не могут употреблять неочищенную воду, а пользуются искусственной мертвой водой. Дальнейший прогноз неутешителен. Как можно изменить ситуацию на планете? С помощью божественных знаний люди начнут восстанавливать энергетику Земли. Потенциал, заложенный в нее творцом, был рассчитан еще на многие миллионы лет. Но люди, неверно подходя к ресурсам планеты, сумели его свести до минимума. Счастье, что Бог не позволяет довести до предела и разрушить энергетическую систему Земли. В ближайшее время уже должны произойти крупные катастрофы по вине людей, предсказанные Нострадамусом. Их можно не допустить, но пока этот вопрос остается открытым, его решение будет зависеть от поведения людей. Божественные знания и науки позволяют решить многие проблемы. Можно повысить энергетику Земли, выровнять энергетические поля, но нужно время, чтобы планета вновь восстановилась. Земля – очень сложный организм. Воздействие отрицательных энергий негативно сказалось на жизни всех миров планеты. Божественные создания, такие как светлые духи, эльфы, хранители гор, рек, ангелы и другие также работали в сложных условиях. Они начнут повышать свои энергии, развиваться дальше и вместе с людьми будет подниматься и развиваться планета. Когда энергетика и недра Земли будут восстановлены, у людей начнется настоящая работа. Существуют тысячи возможностей и проектов, как построить жизнь на Земле навека. Людям дадут полную свободу воли в выборе их пути развития. Каждый будет заниматься тем, чем пожелает. У землян будут другие энергии и, соответственно, другие возможности, миссии и работы. Если люди правильно подойдут, то будут владеть трансформацией. А это новые подходы к развитию человечества и возможности изучения новых беспредельных наук от Бога. Земляне выстроят свою модель развития общества и выработают механизмы построения нового. Когда у людей будет развито ясновидение, они будут по-другому жить и работать. Им не надо будет тратить время на догадки и домыслы, они будут знать, как им надо поступать и что делать, каким открытием идти и как их внедрять в жизнь. Тем, кто созреет, посчастливится увидеть зарождение и начало Золотого века. Все будет начинаться с малого правильного подхода людей к жизненным темам. Космическое пространство, в котором существует Земля, безгранична как и безграничны пути и науки от Бога. Люди, которые станут изучать их, откроют тысячи новых направлений и будут преобразовывать жизнь вне всяких стандартов. Эти земляне пройдут испытания свыше и смогут восстановить мир навека. Предсказание Нострадамуса. Гонение века пройдете все, кто с Богом в этот мир идет. Остервенение, злоба, алчность, начнут людей терзать. Но пробил час, и все слова. Пророка силу обретут, не здесь и не сейчас. А в вечностях предстанете пред Богом, и будете держать ответ. Отец вас спросит, как жили и чего достигли, что накопили в этой жизни, далеко уйдя от Бога. И неужели душа не знает и не помнит, как с Богом в единении. Из жизни в жизнь шла, соединяясь с Творцом, душа творила чудеса. Но пробил час, и нить оборвалась. По воле и желанию человека. И век от века искал он путь свой, в заблуждениях теряясь. И даст ответ тот человек душой и разумом своим. И все как на духу изложит. И вот открылась истина. Открылся высший путь для человечества, его спасения. Готова ли душа ту истину приняв, испить до дна всю чашу горечи и счастья, добра и зла, все пропустив через себя. И вновь, любовью, возродиться. Человечество мечтало о лучших временах, о счастье, о свободе. Всегда свобода рядом, но не во внешнем, а внутри она. Душа поймет и догадается сама. Быть посему, науки тонкие откроются земле от Бога. И человечество шагнет через предел земного понимания. Свобода восторжествует здесь, и ныне, все от Бога. Мишель Нострадамус. Для чего рождается человек? Человек рождается для добрых дел, для того, чтобы увеличить вокруг себя и во всем мире любовь, пропустив ее через свое чистое сердце. Энергия любви дает ключ к творению. Посмотрите на создания древних. Они пережили века и тысячелетия и продолжают существовать потому, что были сотворены с любовью. Сила человека зависит от его устремления и направленности мысли. Если люди правильно подходят к жизни и разгадали секреты творения, их труды остаются в веках. В нашей галактике существует много цивилизаций, которые смогли воплотить замысел Творца в реальность. Это произошло потому, что люди раскрыли секреты бытия. Так, на одной из планет мечты людей осуществились. Восемь тысяч лет у них нет войн, и они живут, как подсказывают им их чистый разум и сердце. Разные народы, пришедшие с различных планет, живут в мире, развивают науки и совершенствуются. Особым центром является храм наук. Он благословлен Богом и открыт для всех, кто стремится обучаться. Люди, бывающие там, видят мудрость в глазах преподавателей и спокойствие у учеников. Множество энергий, которые заполняют планету, дает возможность познавать мир во всех его ипостасях. Энергии Бога идут на каждого ученика, чтобы люди не делали, то ли выращивали прекрасные цветы в саду, то ли готовили целебное блюдо, то ли обучали маленьких детей летать, всегда рядом с ними помощь Творца и Учителей. Мир многообразен на каждой из планет, и побывав на них, многие начинают понимать, как бесконечен космос и бесконечны пути развития, предоставленные всем людям свыше. На этой планете, которая в переводе означает планета цветов, целые ковры благоухающих растений неземной красоты украшают жизнь людей. Воздух меняется трижды за день. Дневной аромат самый сильный, он насыщен особыми запахами, которые имеют чудо-действенную силу. Вечерний аромат расслабляет и располагает к отдыху. И люди не чувствуют усталости, так как в их жизни все предусмотрено и все устроено так, чтобы жители этой планеты не болели, а расцветали, радовались и трудились с удовольствием. Особый интерес для гостей планеты цветов представляют их море, лучезарное, розовое, изумрудное и другие. У каждого моря особый цвет и запах, это зависит от того, какие в нем есть растения, водоросли и какие живые существа обитают в нем. Люди видят энергии всего, сотворенного Богом, и усиливают их своей любовью. Загадкой для землян является, как творят эти люди. Вы привыкли к тому, что для создания картины художнику требуется холст, кисти и краски. А здесь люди творят живые картины своей мыслью. В храме наук есть галерея истории. Там созданы картины из истории планеты, рассказывающие о разных народах, об их предках, а также о гостях, прилетавших на их планету. Много картин посвящено Богу. Люди, пришедшие сюда, увидят, как здесь начиналась жизнь, как создатель уберегал народ во все времена. Каждая из картин как будто витает в воздухе, в ней все движется во времени. Это целая энциклопедия наук. Людям не надо гадать, как создавалась и росла их цивилизация, они могут просто прийти и посмотреть на это. Много чудес существует на планете цветов. Всего этого люди добились с помощью божественных наук. Любовь, которую они вкладывали в творение на своей планете, навсегда осталась с ними. Они строят неразрушаемые шедевры, творят добрые дела, помогают другим, так как владеют вневременными знаниями. Их дети как цветы жизни, которая дана, чтобы человек полностью раскрыл и реализовал свой потенциал, и чтобы его истинная суть засияла добрым и божественным светом. В людях накоплена особая энергия любви, спасающая от всего, от болезней, расстройств и т.д., она помогает пройти жизненную школу с успехом. У каждого здесь свои направления развития, и людям приятно встречаться и работать сообща. И так идет развитие во всем космосе. Народы с радостью помогают друг другу, познают новое и обучаются, учатся, как сохранить планету, как уберечь людей, как всем вместе шагнуть дальше. Ведь настоящее познание – увлекательнейший процесс, и он бесконечен. Хорошо, когда земляне поймут это. Невозможно достичь пика знаний как вершины горы, за каждым пиком идет следующий, потому что и Бог не стоит на месте, а все время развивается. У людей на других планетах нет гордости из-за знайства, они идут ровно и всегда просят Творца, с радостью обучаются новому и решают с каждым разом все более сложные, но интересные задачи. Бог управляет всем во всех мирах, и людей Он ведет так, чтобы они могли всесторонне изучить жизнь и познали бытие во всей его полноте. Земная жизнь дана человеку для закалки и воспитания в себе сильных качеств. Вы видите, как слабые люди ломаются. Это уроки для вас, это значит, что человек не смог преодолеть в себе слабые стороны и избрал неверные решения и пути. Ошибившись раз, другой умный найдет причину и в следующий раз поступит мудро. Вспомните, как дети учатся кататься на велосипеде, сначала не получается, падают, им страшно, но потом пересиливают страх и начинают ехать, сначала неуверенно, затем понимают тонкости, пробуют свои силы, тренируются и, в итоге, некоторые становятся асами. Так идет и развитие. Сначала человек получает легкие уроки и задания, затем сложнее. Так он растет и совершенствуется. Во всем, оказывается, нужны время и опыт. Мне интересно жить тем людям, которые не развиваются, не тренируются в преодолении препятствий на пути, боятся испытаний и сложностей в жизни. Такие люди далеко не уйдут. И могут даже не понять, ради чего вообще живут, так как и не задумывались над этим. Поиск пути – это неизменное звено в жизни развивающегося человека. Какие цели он ставит перед собой, чего хотел бы, от решения этих вопросов зависит дальнейшая судьба и эволюция человека. Живя для себя и для удовлетворения своих потребностей и желаний, люди ограничивают себя самонасыщением. В конечном итоге никто, кроме самого себя та, кому человеку не нужен и не важен. И когда он получает очередную порцию желаемого, ему становится скучно жить потому, что он избрал неверное направление жизни, увлекся ложной целью. Собственное счастье всегда кратковременно. Не отдавая любви людям, вы не получите ее от других. Не строя, не созидая ничего, невозможно что-то создать, значит человек не выполнит своего предназначения. Научитесь творить, а не разрушать, было записано в древних Библиях. Это урок всему человечеству, который еще придется пройти. Возрождение Земли. Земля, школа жизни, здесь идет работа на самых высоких уровнях. Сюда приходят учители из космоса и ведут учеников по самым серьезным направлениям. Испокон веков здесь идет работа параллельных миров, взаимодействуют разные цивилизации, и жизнь все время усовершенствуется. Вы знаете, что на Земле есть несколько центров возрождения духовной культуры землян. Там копится положительная энергетика, которая важна для всей планеты. Люди обладают особой силой. Они могут нейтрализовать мгновенный энергетический сброс землян, когда идут массовые волнения на планете. Важна объединенная сила энергий. Бог приводит на Землю людей с различным уровнем знаний для того, чтобы они по-своему смогли направить свои силы на возрождение Земли. Смена вибраций, которая набирает обороты, будет усиливаться, и важно, чтобы люди знали это и сумели воспользоваться подаренным Богом шансом. Возрождение Земли начнется с людей. На них лежит полная ответственность за переход в новую эпоху. Их знания, мудрость и опыт помогут осуществить замысел Творца. Великое Возрождение начнется с очищения. Очистится планета, очистится сознание людей, обновятся их тела, расширятся возможности человека. Не все люди поймут смысл преобразования и весь ход событий. Не всем сейчас захочется вернуться к честной и простой жизни. Ведь многие считают себя безгрешными. На планете будут мир и радость, когда люди поймут, какое счастье, жить в новой эпохе, им дает Бог. Не каждой душе суждено увидеть, как меняются время и эпохи. С одной стороны, это влечет серьезные изменения, и люди проходят сложные уроки, с другой, этот интереснейший период дает людям небывалые возможности роста и усовершенствования. Временные процессы будут ускоряться, и люди проживут как будто несколько жизней. Это уникальный шанс, который предоставляется Богом-землянам раз в несколько миллионов лет. Если они правильно поймут, то могут уйти по развитию на несколько тысяч лет вперед и опередить свою эпоху. Если не смогут правильно понять в этой жизни, то созреют в следующих. Так Творцом устроен мир, кто шагает вперед, уходит без остановки, кто медлит и сомневается, надолго остается на прежней ступени знаний. Не думайте, дорогие люди, что вас все поймут, это невозможно. Кто-то пришел на планету, чтобы выучиться и уйти навсегда вперед. Кто-то для того, чтобы лишь прикоснуться к этим знаниям. А кому-то жизнь дана для того, чтобы понять и поверить, что Бог есть и увидеть, какие чудеса Он творит. У всех людей разные миссии и работы, но все пришли для того, чтобы познать величие истины. Это знание навека вперед. Каждый раз перед человечеством стоит выбор, куда и как идти, каким образом развиваться, это решают сами люди. Так идет развитие во всем космосе. И человек всегда будет выбирать, как ему поступить в том или ином случае. Но если этот выбор осуществлен в пользу добра, он принесет человеку хорошие плоды, пусть не сразу, но помните, что не люди, а Творец знает истинную суть вашей души. Те, кто желают славы людей, далеко не уходят, потому что эта цель недостижима. Можно быть на пике успеха, но потом все потерять в одночасье. Как люди возведут вас на пьедестал славы, так они и опрокинут с него. Это уроки, а причина кроется в вашей гордыне. Богу не нужна слава, Он молча творит добро и спасает людей, творит вселенная и усовершенствует миры. И когда бы вы его не увидели, Он всегда улыбается, потому что Он любит. Любит вас и все сотворенное. Создатель вложил в человека частичку своей любви и видит, как это дитя умножает добро вокруг себя, как искра любви разгорается в его маленьком, но таком большом сердце, способном объять весь мир, всю вселенную. Это сердце, соединившись с энергией разума, может спасти и человека, и человечество, и мир на планете Земля, и саму Землю. Это очень важно. Люди недооценивают своих возможностей, если бы они знали, какая сила заключена в их добром сердце и чистом разуме, если бы они знали, что могут творить чудеса, они перестали бы злиться, ненавидеть и мстить, а просто всех любили бы, прощали и тем самым сохранили бы мир в своих душах и на планете. Мгновенный набор энергии происходит, когда в человеке сохранена сила любви. Без нее люди слабы и не смогут противостоять тому злу, которое накопилось сейчас на планете. У вас, дорогие люди, еще есть время все взвесить, перечитать и понять то главное, что необходимо вам в этот момент вашей жизни. Сила любви. Сила любви в сердце человека, направленного к Богу. Творец вам дает все, жизнь, знания, возможность не погибнуть в катастрофах, жить и уходить еще дальше, не останавливаясь на достигнутом. Вас обижали и, как может показаться, подходили к вам несправедливо. Это далеко не так. Все, что Творец дает вам пережить справедливо. Только люди не всегда понимают, почему им дали такие уроки. Подумайте сами, вспомните, всегда ли вы справедливо обходитесь с людьми, не превышаете ли вы власти, данной вам Богом. Поэтому у вас и идут испытания, вам дают их для того, чтобы вы поняли, какие неприятности вы порой доставляете другим людям. Только так, на собственном опыте человек понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Впереди людей ждут серьезные уроки и испытания. Земляне увидят много тяжелого и плохого, и постепенно вас готовят к тому, чтобы вы смогли пережить эти события. Но часто бывает так, если человеку сделали замечание или он услышал что-то неприятное в свой адрес, то сразу в крайность, то расстраивается, то начинает злиться. А как он дальше собирается жить? Посмотрите, что сегодня происходит в мире жили люди, занимались своими делами, и вдруг происходит катастрофа. Нет дома, нет родных. Умный человек будет просить у Бога прощения своих грехов и грехов других людей, постарается выжить, потому что свыше ему для чего-то оставили жизнь. Значит, он недовыполнил свою программу, миссию, еще может принести пользу землянам. Сила любви спасает людей в самых критических ситуациях. У него были множественные ранения. Профессор осмотрел раненого и спросил, кто он. Ему ответили, что только что поступил с поля боя, и имя его пока неизвестно. У парня были бездонные, синие глаза и красивый, высокий лоб. Когда перевязка закончилась, он был уже без сознания и почему-то улыбался. Что он сейчас видел? Врачи не знали, но могли только догадываться, что его душа где-то в другом мире. Может не выжить, подумал профессор, а вслух произнес, будем оперировать. Каждого боится он пытался вытянуть с того света. Это была его ежедневная работа. Вереницей тянулись люди, мелькали лица. И никому было неинтересно, устал ли человек, проводящий уже седьмую операцию за день. Он уже давно не был дома, не видел жену и детей, все время проводил в военной палатке и думал только о раненых. Они не знали, кто их оперировал, их отправляли дальше по этапу, старались уберечь от возможных налетов. Ранения были самыми тяжелыми. Люди достигли совершенства в военном искусстве. От пули снарядов оставались сложные раны. По сути, человек уже навсегда становился инвалидом. Операция была назначена на 2,45, но что-то подтолкнуло полковника медицинской службы зайти к раненому раньше. Синеглазый парень умирал. Полковник это понял, когда ощутил одиночество, находясь рядом с ним. Душа не рвалась обратно к телу, не рвалась к жизни. Что я могу сделать? Подумал профессор. Ведь он такой молодой и такой тяжелый. Попробую его спасти, промелькнуло в его голове. И он скомандовал срочно готовить к операции. Пока извлекали пули, все, кажется, было нормально, но когда убрали осколок из-под сердца и самое сложное было уже позади, боец вдруг перестал дышать, и сердце остановилось. Остановилось тогда, когда практически все закончили. Два часа врачи боролись за его жизнь, штопали его, и он помогал им, организм был молодой, но не выдержал, слишком тяжелыми были ранения. Профессор видел, как дети уходят из жизни. Этот паренек мог бы быть его сыном, на вид ему не более 20 лет, что-то жалось в груди у доктора, и он взмолился, Господи, сохрани ему жизнь, ведь мы сделали все, что могли, он держался, но совсем чуть-чуть не хватило сил, Господи, помоги мне. И он наложил обе руки на грудь раненому и мысленно стал заводить сердце. Прошло пять минут, врачи и медсестры были в шоке. Раненый умер, а профессор стоял и держал его сердце, ничего не видя и не слыша вокруг. Он иступленно молился, и казалось, что его сердце сейчас тоже остановится, так побледнело его лицо и почти полностью остановилось дыхание. Он мысленно читал Отче наш. Все замерли в ожидании, и вдруг сердце раненого заработало, и он глубоко вздохнул. Через несколько минут дыхание стало ровным, и ритм сердца полностью восстановился. Профессор прошептал «Благодарю тебя, Господи!» и, обессиленный, опустился на стул. Двое суток он был в бреду. После многих бессонных ночей, когда он проводил операции, его тело исхудало, а на лице заострились морщины. Профессор помнил, что за время своей болезни он побывал в разных местах, видел войны и гибель сотен тысяч человек, видел другие миры, где люди не враждуют, и услышал, как ему сказали «спасай людей». Видел рай и узнал, какие мучения в аду испытывают те, кто развязывают войны и по чьей вине гибнут тысячи и миллионы землян. А перед тем, как очнуться, он увидел необычный сон, будто бы он шел со своим маленьким сыном по мостику через быструю речку, и вдруг большая темная змея обвела его сына за горло и опрокинула в реку. Мальчик даже не мог кричать, а только тянул свою маленькую ручку навстречу отцу, а течение его уносило. И тут он, отец, перегнулся через поручень и хотел поймать руку сына, но никак не мог дотянуться до нее, и ребенок быстро отдалялся. И тогда отец стал просить Бога «Господи, помоги мне!» И, а чудо, его рука вдруг стала удлиняться. Сына унесло уже далеко, но отец вытянул руку и достал ребенка, он притягивал его ближе и ближе к себе, пока не поставил на ноги рядом с собой. Сын улыбался, когда профессор проснулся, перед его взором все еще стоял маленький улыбающийся мальчик с необыкновенно красивыми синими глазами. Энергии радости. Творец очень любит землю и людей, живущих на ней, разум и любовь, данные свыше помогут землянам пройти путь с наименьшими потерями, а новые знания дадут возможность развиваться дальше. Люди не знают, что каждая энергия имеет назначение и цель. Есть жизненные энергии, есть энергии силы, любви, всепрощения и так далее. Их тысячи, и каждая играет огромную роль в жизни человека. Если людям недостает каких-либо энергий, это может привести к возникновению болезней, к снижению жизненной активности, апатии, старению и другие. Раньше люди знали, что необходимо для долголетия. Они не встречали случаев, когда жизнь была неинтересна человеку, или когда ему в общем не хотелось жить. Люди радовались каждому мгновению, подаренному Богом и стремились его использовать наиболее полно, ценили время, дарованное им свыше. Они всегда обращались к Создателю с просьбами о помощи в решении разных вопросов и всегда благодарили его. Главное было то, что они с радостью молились и никогда не сетовали на жизнь. В этом был секрет их успеха. Они, получая от Бога энергии жизненной силы, отдавали ему энергии радости, любви и благодарности. Друг другу также стремились отдавать только чистые потоки. Каждая встреча, совместная работа приносили удовлетворение и хорошее настроение, так как люди умели правильно и корректно себя вести, не доставляя неприятностей друг другу. Каждый дарил встречному частицу своей любви и радости. Грусти и апатии просто не было места, людям некогда было скучать, потому что все были заняты важными делами. Кто-то создавал двигатель для космического корабля, кто-то выдумывал новый прибор для помощи людям, кто-то открывал новые лекарства для омоложения и так далее. Были тысячи направлений, где человек мог выразить свою любовь к миру и человечеству. Все создавалось на благо людей, и новинки тут же внедрялись, усовершенствовались прежние механизмы, подходы, изобретения и другие. Каждый человек являлся мастером своего дела, потому что стремился принести максимальную пользу для людей, он знал, что все так же честно трудятся на своих местах, и результаты их работы принесут большую радость другим людям. Когда человек честный и с хорошими энергиями выполняет свою работу, она принесет ему большое удовлетворение, и он сам получит чудесные энергии. Вот так просто устроено Творцом. Каждый человек привносит в мир свое звучание, люди излучают энергии своих мыслей, чувств и действий. Чем больше человек старается радоваться жизни, другим людям, солнечному свету, всему хорошему, что его окружает, тем проще и легче ему живется. Он меньше обращает внимание на неприятные моменты и просто решает любые вопросы, не зацикливаясь ни на чем. Общение с такими людьми доставляет радость и удовольствие. Энергии, которые копят человек, когда стараются поддерживать хорошее настроение, дают ему мощный заряд жизненной, жизнеутверждающей силы, и он таким образом продляет себе здоровую жизнь, помогая друг другу, поддерживая один одного в разных ситуациях, делясь хорошим настроением, улыбкой и радостью, люди могут навсегда изменить свою жизнь к лучшему. Время дня и ночи, не случайно Богом так создано, что днем идет активизация энергетических процессов в физическом теле, а ночью больше идет работа в энергетических телах человека. Это связано с тем, на каком уровне идут люди, какова их деятельность. В древности земляне знали ценность дня и ночи, это была особая наука. Люди изучали, какие энергии из космоса поступают на планету днем и какие ночью. Оказывается, они различны, что немаловажно, чтобы циклы развития на Земле не нарушались, важна смена энергии у людей и на всей планете. Дневные энергии дают людям силу, бодрость, активизируют весь организм человека. Ночные же энергии не менее ценны, так как они продляют жизнь, приводят в равновесие все тела и дают душе возможность посещать другие миры. Сновидения, это не что иное, как работа души, подсознания и сверхсознания на более высоких, тонких уровнях. Часто во снах люди путешествуют в другие миры, порой проживают там целую жизнь, выполняют какие-то работы, продолжают решать свои проблемы. Во сне человек живет полноценной жизнью, только не все об этом знают. Это особая наука. Давайте обратимся к действительности и посмотрим, как происходит, что за день человек накапливает много отрицательных энергий. Я уже рассказывал о том, какова разница между теми, кто просит Бога и кто нет. Так вот, как бы вы не старались решить различные вопросы в своей жизни, вы не сможете осуществить все желаемое без помощи Создателя. Так как то, что вы задумали, часто не согласуется с намерениями и действиями других людей, которые будут прямо или косвенно участвовать в ваших проектах, у каждого человека свои намерения, и люди будут действовать согласно своим планам, а не вашим. Вот тут-то и начинается самое интересное. Человек замечает, что что-то у него не клеится, то одно не идет, то другое. Он недопонимает, что это не его время и чтобы он не предпринял, у него ничего не выйдет, и начинает расстраиваться, злиться из-за того, что потратил много времени и сил безрезультатно. Обидно, и люди порой не замечают, как начинают гневаться и проклинать все и все. Это земной образ мыслей и действий. Он ведет к ухудшению ситуации. Так люди сами усложняют себе жизнь. Та разрушительная энергия, которую человек выплеснул из себя, вернется к нему в виде испытаний, кто-то также будет гневаться на него. Получается замкнутый круг. Люди не ведают, что творят, совершают много ошибок, а потом думают, почему им не везет. А ведь все так просто. Чтобы развязать кармический узел, надо попросить у Бога прощения за свое неправильное мышление и за неверные действия других людей, отпустить ситуацию, но молиться Создателю о помощи, отрегулировать все вопросы и самим стараться жить в мире с людьми. Находясь в хорошем настроении, выполняя любую работу с радостью, люди повышают положительный потенциал и заряжают этой энергией пространство. За день у человека накапливаются различные негативные энергии. Часто нервная система бывает перегружена. Почему происходят срывы? Потому что люди не умеют сбрасывать с себя негативные энергии и продолжают их умножать. Наступает момент, когда они переполняют человека, и он взрывается. Этих ситуаций можно избежать. Когда люди просят Создателя днем, молятся на ночь и обращаются к Богу с просьбой снять с них во время сна отрицательную энергетику, просят об очищении тел и лечении, о защите от темных сил, то Творец снимает с таких людей негативные программы, организм лечится, нервная система восстанавливается и так далее. Негативная энергия уходит в специальный космический банк, а к человеку больше не возвращается. У таких людей меньше срывов, они меньше накапливают в себе негативных энергий. Любовь – ключ к здоровью, к разумному построению жизни. Любовь смывает в человеке все негативное, растворяет зло, и люди становятся добрыми, становятся самими собой. Для чего Богом послана на Землю космическая семья? Тысячелетия назад люди имели тесный контакт с Богом, знали, как устроен космос и все, что существует в Божественном мироздании. Поэтому им не составляло труда изучать новое, созидать и бывать на других планетах. Но люди утеряли прежние знания и вынуждены сейчас начинать с ноля. С одной стороны, трудно поднимать духовность, а с другой, стоит только все правильно понять, и любые проблемы будут решаться в сотни раз проще. Космическая семья создана для помощи людям. Ясновидящие лечат, обучены, как помочь человеку сохранить жизнь и здоровье. Богом всем людям все дается даром, поэтому и космическая семья бесплатно помогает людям. Раньше земляне все создавали собственным трудом, вели честный обмен и поэтому деньги им были не нужны. Деньги и все связанные с ними проблемы появились позже, когда произошло разделение людей, и некоторым людям захотелось поставить народ в подчинение себе и своим интересам. Земляне не сразу это поняли, а когда разобрались, было уже поздно. Из зависимости было не так-то просто вырваться. Бог любит и бережет людей, поэтому дает им возможность вернуться к прежней простоте жизни и духовного бытия. Храм человека в его душе, это знали предки современных людей, и поэтому они могли решить любые вопросы в любое время, мысленно обратившись к Создателю, как видите все просто, но людей сознательно отвели от этой простоты жизни. Какие результаты, вы сами видите. Но не все потеряно. Чтобы сбившимся с пути людям помочь найти свою дорогу к Богу, Создатель послал на Землю космическую семью, она помогает людям увидеть доброе и светлое в жизни. Порой земляне не знают даже элементарных вещей, стесняются обратиться к Творцу со своими просьбами, боятся его побеспокоить или считают постыдным просить у Создателя помощи в решении своих бытовых проблем и так далее. Но ведь Творец слышит вас каждую секунду, его душа и сознание развиты более, чем у людей на Земле. Неужели вы думаете, что Бог, сотворивший множество миров, не сумеет их проконтролировать и помочь всем своим детям. Создатель универсален во всех отношениях. И многие люди замечали, что чем больше они просят Бога, тем быстрее и легче решаются их проблемы, хотя порой для этого требуется чудо. И оно происходит, тогда остается только радоваться и благодарить Создателя, удивляться, как он все предусмотрел и как любит своих детей и помогает им, космическая семья также просит Бога, купит положительные энергии и изучает, как помогать людям и как лечить их. Но земляне еще не готовы к новым энергиям, и их тела не смогут принять эти энергии в полном объеме. Поэтому когда люди будут больше просить Творца, то и лечение у них пойдет более быстро. Космическая семья призвана подготовить землян к переходу в новую эпоху, в новые знания. Но часто у людей не хватает дружелюбия, дружности, взаимопонимания, и это становится серьезным препятствием на их пути. Во многих цивилизациях люди сообща решают любые проблемы и вопросы, быстрее приходят к нужным результатам. В этом секрет их успеха, и каждый год они развиваются без остановки и уходят навсегда вперед. Если на нашей планете люди научатся работать сообща, не критикуя один одного, а помогая друг другу, то все вместе они найдут нестандартные решения и достигнут желаемого результата. После катастроф людям придется жить в землянках, пещерах, палатках, что сможет сделать городской человек, если он даже не умеет развести костер с одной спички и привык покупать продукты в магазине, не знает, как приготовить чай, если нет заварки. Желудки у многих людей больные, отвыкли от нормальной природной пищи. Если земляне научатся в дружбе и во взаимопомощи жить в суровых условиях, без удобств, то они смогут выжить, если начнут жаловаться и гневаться, то шансов будет немного. По всему земному шару творец ведет людей к развитию, у многих землян уже открыто ясновидение. И будет еще открываться у тех, кто честно идет к Богу и готов разумно помогать людям. У них появится работа, будут интересные обучения. Но все это будет так не похоже на жизнь земных людей. Здесь нет места ссорам, ругательствам, мщению. Бог дал людям возможность создать иную, гибкую и разумную жизнь в единении с природой, но как они поймут это? Если правильно, то еще смогут внести свою лепту в созидание жизни в Золотом веке, еще сумеют правильно и мудро воспитать детей и повести их к Богу. А ведь это, новое поколение, способное спасти цивилизацию от разрушения и гибели. Когда-нибудь люди это поймут, пришел человек на планету Земля, с виду простой, неказистый, но в душе у него была неземная любовь, и мысли его были чисты. Он был очень, очень добрый, и люди всегда радовались ему. Но были и такие, в ком накопилось много зла, и они дрожали при виде этого человека от злобы и хотели уничтожить его. И вот однажды Бог позвал этого человека и сказал, «Здравствуй, добрый человек. Я вижу, сколько зла вокруг тебя, но ты молишься о прощении людей и по молитве твоей прощены их грехи. Скажи, чего ты хочешь, и у тебя все это будет. Ты пережил много зла, но остался добрым, и мне хочется, чтобы твоя жизнь текла спокойно и чтобы ты был счастлив». Добрый человек улыбнулся Богу в ответ радостной, счастливой улыбкой и сказал, «Дорогой отец, вы настолько добры, что подарили мне жизнь, я вижу, как цветет и благоухает планета, как радуются люди, и я могу чем-то помочь им. Да, есть люди, которые иногда злятся на меня, хотя я ничего плохого им не делаю. Но это из-за недопонимания. Господь, пожалуйста, простите нам все грехи и помогите быть добрее и любить друг друга, очистите сердце людей от ненависти и злобы, тогда они поймут, что есть настоящее счастье на земле. А большего для меня и не может быть, благодарю вас, Отец. Бог сделал так, как просил этот человек, и зло на земле начало останавливаться. Предсказание Нострадамуса, благословен тот час, что двое повстречались, но для любви, для света, слава Бога. Премудрый здесь уж обретет не сам пророка, а волхва. Тогда молва не сможет упрекнуть пророка, я предсказал, но все предскажет он. Когда они в последний бой пойдут с ним, победы не видать. Тогда небесный глаз Отца услышат сердцем люди, он был вам дан от Бога, дети, кто смог переступить порог земного бытия, уходит навсегда, и с ним блаженство. Пророчество сбылось, но почему в груди у вас оборвалось святое чувство? Вы поняли хотя бы полмеры того, что он давал? Воистину, кто Бога потерял, потерян будет в суе, вас ожидает много перемен, огонь, вода и жажда мести, остановили б все тогда, когда вы были б вместе. Но врозь вы все. И он один, как прежде в мире сует и сует. А помнитесь, ведь ныне вам новый Богом был дан завет, так почему понять его вы не смогли и на пути любви, что Бог открыл? Его понять вы не сумели, то дети, где же были вы, когда он погибал в огне от мщения темных сил, кто в колыбели, кто детей носил. Но все прошел он, вновь один, и вновь молва людская терпит крах, а он восстанет. Тленен прах, но не судьба пророка, я много предсказал и предскажу еще. Но помните, покуда горячо посланцы сердца, увидите рассветы и закаты до восхождения его, что будет после, как уйдет он, больше, ничего. Беречь божественное вам наказ был, его не сберегли, кому он нужен здесь, тот вечно с ним и с нами, не берегли и не жалели. И потому вы рано посидели, что видели не то, что Бог давал, а что хотели, быть посему, последний вам удел. И возрождение мое в сердцах, умах людей, но не далеких, а родных от Бога. Так дерзновенный, мир, ведь он от Бога. Нет и не будет равных тем, кто божеской рукой крещен и святостью не обделен, что мир весь стоит против трех сердец. Идите, дети, с вами Бог-Отец, Мишель Нострадамус. Многоликая вселенная. На одной из планет случилась страшная катастрофа. Взорвался резервуар с огненной жидкостью. В результате аварии погибло много людей, и все вокруг было отравлено. У людей начались эпидемии, и народ стал погибать. Ежедневно умирали сотни и тысячи людей. Чтобы не делали ученые, они не могли найти лекарства для остановки болезни и развития эпидемий. У людей появлялись язвы на теле, они начинали кровоточить, под кожей лопались сосуды, и заболевшие испытывали страшные боли. Когда за короткое время погибла половина человечества той планеты, люди забили настоящую тревогу. Был собран Всемирный совет, на котором люди приняли решение молиться Богу о прощении своих грехов и о сохранении этой цивилизации, если Богу будет это угодно. Прошло три месяца, и ситуация стабилизировалась. Людей стало умирать в два раза меньше, врачи научились обезболивать пациентов и замедлять развитие болезней, но не смогли их остановить. На этой планете жил мудрец, которого люди изгнали в свое время, так как не понимали его знаний. Он мог творить чудеса, но люди решили, что он работает от темных сил, так как многие вещи он объяснял не так, как это было принято на их планете. Его поведение и речи некоторым казались очень вольными. Мудрец говорил, что человек может жить до тысячи лет и может видеть Бога, хотя люди думали, что Бог недосягаем и творит все так, как ему заблагорассудится, он может послать дождь и буря на их планету, а может сделать так, чтобы были солнце и хорошая погода, может дать человеку жизнь, но может и послать смерть. Поэтому люди боялись Бога, он представлялся им очень строгим и наказывающим их по своему усмотрению. Мудрец же учил, что отец очень добр и люди не верили ему, как же он может быть добрым, если послал нам такие страдания, болезни и катастрофы. Отвечали люди и не слушали то, что мудрец пояснял дальше, он ушел в горы и вел уединенный образ жизни. И вот когда у людей случилось несчастье, о котором он предупреждал их раньше, и когда они уже не могли справиться с ситуацией, у них не было другого выхода, и они пошли к мудрецу. Люди стали просить его помочь погибающему народу, говорить, что он обязан это сделать, раз у него есть такие знания, и что это его священный долг. Мудрец спокойно выслушал их и ответил, хорошо, я помогу вам. Но в последний раз, когда было время и я мог вас обучить разным премудростям, вы не захотели. Сейчас у меня другая миссия. Я помогу вам, но больше вы меня не увидите, потому что время моего пребывания на вашей планете истекло. Он с Божьей помощью остановил катастрофы и болезни, люди выжили, и больше уже никто не видел мудреца, он покинул их планету, и когда они поняли это, было уже поздно. Многие города были разрушены, люди погибли, а те, кто выжили, не знали с чего начать. У них не было необходимых знаний. Вот такие уроки Бог иногда дает людям. Божественное откровение. Все люди мира встанут на борьбу с силами зла, они принесли много горя человечеству, но темные силы выполняют свою работу, ибо каждый человек сам выбирает, с кем ему идти, со светлыми или темными сущностями. Третьей силы на земле нет и не будет. Те, кто просят Бога, проходят испытания, данные свыше каждому человеку, и остаются на высоте, как только в человеке закрался порог или грех, будь то гордость или жадность и другие. Если сам человек не борется с ним, а идет на поводу у своих эмоций и сильных желаний, то тут подключаются силы зла. Таков закон космоса. Темные силы даны для чистки, они испытывают людей, и их не нужно бояться, они ничего не смогут сделать тем, кто с верой просит Создателя. Бог закаляет человека в разных ситуациях и никогда не оставляет его без помощи. Давая человеку урок, Творец бдительно следит за равновесием сил. И помните, что добро всегда побеждает зло. Поступая по земному, злясь и ругаясь, люди теряют большое количество энергии любви и становятся ослабленными. Чем они больше злятся, тем больше темных сущностей вокруг них, и землянам бывает трудно им противостоять. Темные силы отступают перед большой верой в Создателя, перед высокой энергетикой, Божественным Светом и перед Крестом. Энергия добра останавливает зло. Бывает, что темные силы испытывают и добрых людей. Тогда проверяется их вера в Бога, любовь, доброта, и Творец смотрит, будет ли человек мстить, обижаться или пройдет эти испытания и окажется на высоте. Каждую душу Творец ведет неповторимо. Каждому в жизни уготовлены и приятные сюрпризы и серьезные уроки. В этом совершенствование души, если люди разумно подходят к жизни, то у них нет проблем, если по земному, то сами усложняют свой путь. Главное, насколько честно вы подходите к разным вопросам и какие цели ставите перед собой. У всех людей в жизни бывают сложности испытания, так дано Богом. Проходя уроки, человек набирается опыта. Есть такие испытания, которые вам придется пройти независимо от вашего желания. Это уроки, данные свыше, часто от того, как люди проходят их, складывается и вся их дальнейшая судьба. Творец бережет землян, дарит им прекрасные моменты, это могут быть рождение детей, интересная работа, встреча надежных друзей и так далее. А секрет состоит в том, что когда люди просят Бога, то сложные испытания они проходят проще и легче, так как Творец помогает, а приятные сюрпризы становятся все более неожиданными и интересными. Щедрость Создателя не знает границ, и он всегда найдет способ, как поддержать человека. Вы знаете, что Земля, планета чистки, на которую люди попадают не случайно, отличились в прошлых жизнях и сейчас отрабатывают. Но на Земле воплощаются и такие души, которые посланы Творцом для помощи людям. И среди вас есть те, кто долго готовились к работе в этих интересных условиях. Душа всегда тянется к тому, что ей ближе и понятней, а когда она находит свой путь, свою стезю, на которой сможет реализовать данную свыше программу, она начинает развиваться еще дальше. Если такая душа выполнит свою миссию, то ее эволюция продолжается, и человек уходит дальше, если нет, то ее дальнейшую судьбу будет решать космический совет, возможно, душа уйдет в чистку. И как маленький ребенок эта душа будет учиться выходить из разных ситуаций, падая будет вставать и снова падать, пока не научится ходить прямо и уверенно. Как только освоят этот этап, развитие пойдет дальше и программа расширится. Невозможно овладеть новым знанием, пока не усвоен прежний урок. Невозможно научиться бегать, пока не научился твердо стоять на ногах. Чтобы рост не останавливался и люди получали развитие, даны божественные помощники. Как Бог бережет ребеночка, как ангел-хранитель защищает и уберегает дитя от всего плохого, так точно берегут и взрослых детей, всех землян, даже если они пошли по ошибочному пути. Космос всегда дает человеку шанс вернуться на свой истинный путь и слить свои энергии любви и добра с энергиями Бога. Тогда жизнь человека на Земле становится песней любви и радости. До последнего момента жизни Бог прощает человека, ждет его раскаяния и покаяния в грехах. И даже в последние мгновения жизни Творец отпускает, прощает грехи. Тяжело тем, кто жил без Бога и умирает в темноте. Душа человека понимает все происходящее, а разум – нет. И только освобождаясь от тела, человек-субстанция начинает осознавать свое несовершенство и неразумность. Пока живы люди, они еще многое могут изменить, могут молить Бога и быть прощенными. После смерти человек уже не может просить о прощении грехов, только другие люди своими искренними молитвами могут помочь той душе скорее отработать и вновь начать свой путь восхождения. Часто земляне не знают, о чем просить Бога. А вы вспомните, где вели себя не так, кого обидели, помолитесь о прощении и старайтесь не повторять этих ошибок. Тогда Творец прощает грехи. Он своей любовью омоет вас и простит, снимет груз, который вы несете. Где бы вы ни молились, Создатель всегда услышит вас и протянет руку помощи. Надо только суметь понять и принять эту помощь. Вот так коротко можно сказать о самом главном. Но чтобы это понять, у многих людей порой уходит целая жизнь. Божественные знания и науки безграничны, Творец ведет людей по пути развития, дарит им жизненные энергии. Посмотрите, пожалуйста, какая Божественная защита встает на людей и цивилизацию, когда земляне просят Бога. Божественная защита, один, гармония, это особая энергия, которую получает человек, когда приближается к единству с Творцом. Люди ощущают эту энергию, когда они сами наполнены любовью. Такая защита стоит на людях, которые идут к Богу и несут добро другим. Гармония, это их внутреннее состояние. Эта энергия может передаваться и другим людям, благотворно влияя на них. Два, доброта, это качество связано с триединством Бога. Люди, которые сохранили доброту и не злятся, будут творить чудеса. Именно с энергии любви и доброты начнется возрождение Земли. Люди, которые будут пребывать в таких энергиях и копить их, смогут открыть много чудесного в жизни и своими любовью и добротой могут спасти мир. 3. Любовь сохраняет в людях истинное человеческое достоинство и приближает их к Богу. Люди, которые живут любовью, исполняют Божественные законы. Это не плотская любовь, а вселенская, объединяющая все миры и прощающая все всем. Это кроткие, незлобливые люди, понимающие без слов, с полувзгляда. Это высшая тактичность, доброта и простота чувств, мыслей и дел. Человек может стать любовью, слившись с Создателем. К этому стремились все цивилизации на Земле, и это осуществится в грядущем золотом веке. 4. Частота мыслей, внутренняя частота определяют самую суть человека, ибо все поступки и деяния идут из глубины души и сердца. Люди, сумевшие это понять и изменить себя, приблизившись к истине, уйдут навека вперед. Да благословлен путь ваш, дорогие дети. 5. Радость. Энергии радости, животворящие энергии, ибо Создатель творил в любви и радости для детей своих. Это энергии триединства и единения всего на Земле и в космосе. Навсегда вперед ушли те цивилизации, которые сумели приумножить эти энергии силы и единения. 6. Разумный подход ко всему. Люди, которые поступают разумно и на благо людей, не по земному, а просят Бога и совершают умные поступки, доводят все начатое до конца. С космоса им помогают в любых добрых и честных делах. У таких землян все налаживается в свое время, и они идут ровно по жизни, шаг за шагом выполняя свои миссии, сохраняя любовь, доброту, гармонию, простоту и мудрость. 7. Добрый человек. Такая защита стоит на добрых людях, у них нет искажений в развитии, и Творец их незаметно ведет вперед. Доброта, это качество Бога, и порой ее так не хватает людям, что мешает им стать проще, мудрее и добрее. Думаю, вы разберетесь с этим и все поставите на свои места. 8. Божественная защита на детях. Дети, это будущее человечества, и Творец всегда дает им возможность сформироваться в чистых энергиях, идущих от него и защищающих от всего негативного. Если ребенок идет к Богу, эта защита усиливается, и он выходит на свой путь развития. Если дети начинают идти по земному, Бога не просят, злятся, ругаются, не слушают и не уважают родителей, то темные силы ставят коды на таких детей и отводят их дальше от Бога и от эволюционного развития. Дальше идут неверное поведение, ошибки, жизненные уроки и чистка. Только пройдя это, люди начинают понимать, где они ошиблись и как надо было поступать. Хорошо, что у землян теперь есть возможность самим разобраться во многих вопросах и понять, почему им не везет. 9. 10. Люди, идущие к Богу. У таких землян идет постепенное гармоничное развитие, они начинают по-другому смотреть на мир, на людей, понимают, как интересно устроена жизнь. У таких людей со временем будут накапливаться чистые энергии, улучшится здоровье. Богом им будет открыто много нового и уникального. Этим землянам можно пожелать удачи и мудрых решений. 11. Божественная защита на продление жизни человека. Если темные силы ставят коды на смерть человека, то светлые, наоборот, дают защиту на продление жизни. Она ставится Богом на добрых людей, которые просят его о помощи, молятся за сохранение человечества и земли, приносят пользу другим людям. Эта защита действует, пока человек идет ровно и не работает на месте разрушения. 12. Такая божественная защита встанет на нашу цивилизацию, если люди будут просить Бога. Она даст человечеству возможность развития вне всяких стандартов, и у цивилизации будет реальный шанс достичь больших высот, выйти на необходимый космический уровень развития. 13. Золотой век Земли. Это бесконечное развитие любых направлений по самым современным наукам, новое глубокое мышление землян и уход навсегда от земного и негативного. Это совершенно другая цивилизация и измененная планета. Чтобы золотой век наступил в свое время, людям надо об этом просить Бога, самим мужать и поступать более мудро. 14. Заключение. Как видите, на Земле идет процесс жизненных преобразований. Будущее всецело зависит от действий людей. Какие энергии перевесят, светлые или темные, таким и станет будущее человечества. 15. Мир развивается по своим законам, люди начинают знакомиться с ними и глубже вникать в происходящие процессы. Думаю, что у вас сформируется правильный подход ко многим жизненным ситуациям. 15. Землянам открыт путь вперед. 1. Как спасти Землю. Люди на нашей планете стремятся постоянно повышать знания, но без поднятия духовности на Земле будет невозможно сохранить мир. Войны и катастрофы приведут к гибели цивилизации. Если люди просят Бога, Он всегда помогает им, Его помощь во много раз больше, чем думают земляне. Если человек подходит честно, и от него идет добро, то Бог помогает ему в десятки, сотни раз больше, чем молит человек. Когда земляне станут искренне и честно просить Бога о сохранении цивилизации и их просьбы будут на сто процентов, то Создатель аннулирует катастрофы. 2. Эволюция души. Душа создается Богом, она вечна. Проходя из жизни в жизнь различные уроки, испытания, душа совершенствуется во многих направлениях, изучает жизнь, познает науки. Творец посылает душу в разные вселенные на планеты, она изучает Божественное мироустройство и эволюционирует. Если человек в одном из воплощений совершил ряд серьезных ошибок, его могут послать на планету чистки, такую, как Земля. Проходя здесь нелегкий путь, человек закаляется, ему свыше даются уроки, чтобы он стал мудрее и понял свои ошибки. Каждый человек пришел на Землю с какой-то миссией. Если он отклонился от своего пути и пошел по-другому, таких путей тысячи, то он недовыполнит миссию и, возможно, уйдет с планеты, умрет, даже раньше того времени, что было заложено свыше. Дальнейшую его судьбу будет решать Бог. Если человек справился со своей программой, нес людям добро, повысил свою духовность в этой жизни, приобрел необходимые знания и его душа созрела, чтобы работать на более высоких уровнях, то в следующей жизни она может воплотиться по воле Бога уже не на Земле, а на другой планете. 3. Эволюционная программа. Душ люди работают во всем космосе. И у многих из них есть серьезная работа, которая длится ни одну тысячу лет, ни одно воплощение. Такая работа называется эволюционная программа. Начинается она с того, что Бог приводит души людей, занятых в этой программе на одну планету. Здесь они знакомятся, начинают работать, выполняют свои миссии, каждый из них развивается в своем направлении. В следующем воплощении условия меняются, например, люди оказываются на разных планетах, но продолжают сотрудничать друг с другом, выполняя Божественную программу. Через какое-то время в одном из воплощений они вновь встречаются, чтобы завершить работу, обучение, начатое несколько воплощений назад. Кто-то из этих людей помогает остальным с другой планеты, куда его послал Творец. Когда совместная программа выполнена до конца, миссия и работа у этих людей меняются. 4. Путь человека на Земле. Если человек не просит Бога, его жизнь часто складывается неудачно. Происходит много неприятных моментов, из-за которых он переживает или страдает, болезни, невезения в семье, на работе и т.д. Многие из этих испытаний человек проходят тяжело. Но как и у всех в жизни, у него есть и радостное событие, окончание вуза, хорошая работа, помощь друзей и т.д. Но вот случается неожиданное, умирает близкий. И человек очень тяжело переживает эту утрату, расстраивается, происходит мощный сброс энергии, и начинаются болезни. Переживания и негативные эмоции свели здоровье этого землянина на нет. Теперь возьмем путь этого же человека, но тогда, когда ему подсказали, что надо обо всем просить и за все благодарить Бога. Этот землянин проходит те же испытания, но поскольку он правильно подходит к жизненным ситуациям, то есть не циклится на неприятностях, просит Бога и быстро выравнивается. Реже болеет, меньше ссор в семье. После окончания вуза Бог дал ему возможность закончить аспирантуру или академию. Невезение на работе и другие неприятные события этот человек переживает легче, так как ко всему подходит проще. У него копится больше положительной энергии. Но вот умирает близкий. Первое, что начинает делать мудрый землянин, начинает просить Бога за умершего, молиться за всепрощение разных грехов, старается не расстраиваться и не убиваться, тем самым он посылает той душе положительные энергии, а молитвами о всепрощении очень помогает ей. И на этом энергетика человека повышается, болезней нет, и он продолжает свой жизненный путь дальше без негативных последствий. 5. Обучение человека в разных воплощениях на Земле Сила и Мощь Божественных Знаний. При обычных условиях развития на планете душа в каждом воплощении получает определенный багаж знаний, их уровень постоянно растет от воплощения к воплощению. Чтобы душа человека воплотилась на другой планете, необходимо, чтобы уровень знаний человека, души, был достаточно высок. Как правило, на обучение и повышение знаний до нужного уровня у человека, души, уходит несколько жизней, когда на Земле наступает переломный момент, как сейчас, чтобы люди не погибли, Бог открывает им новые знания по усовершенствованию всех направлений жизни. И тогда происходят уникальные вещи. Во-первых, за одну жизнь человек может изучить науки, до которых он шел бы еще не одну жизнь. Во-вторых, Бог открывает допуски к знаниям, которых не было на Земле тысячелетия. Но случается, что из-за недостаточно высокой духовности люди не могут перенять, принять новые знания, нет тех положительных энергий, которые позволили бы изучить новые науки, ведь ключ к ним добро. Людям, которые это поймут и сумеют выровняться, открыть путь навсегда вперед. 6. Знания землян. 1. Уровень знаний землян недостаточно высок, чтобы отрегулировать все процессы, происходящие на Земле. Земные знания не позволяют исцелять людей, убирать страшные болезни, такие как рак, спид и другие. Люди не могут остановить катастрофы и предупредить их возникновение. Необходимы новые знания и науки, которые позволили бы цивилизации шагнуть на более высокий уровень развития. 2. Допуск к обучению и работе. Всем людям дается поровну, всем объясняется, как надо идти, чтобы сохранить мир на планете Земля и изучить новые науки. Чем больше человек переживает, расстраивается и т.д., тем меньше у него уровень положительной энергетики, тем меньше он может усвоить. А допуска к наукам свыше вообще может и не быть. Люди, которые расстраиваются, не смогут удержать положительный потенциал, у них произойдет остановка. Сомнения, колебания тоже большой тормоз на пути вперед, такие люди далеко не уходят, они также на этом теряют много положительной энергии, вспомните Фому неверующего. Те, кто стараются идти и идут ровно, уходят дальше, каждый человек ошибается, это не беда, умные выравниваются и без остановок развиваются дальше, за ними поспевают другие. А незаменимых людей в космосе нет. Бог будет открывать знания только добрым и честным, если человек возгордился, у него пойдет полная остановка, и где он зазнался, на том уровне он и останется пока не исправит положение. 7. Миссии людей. Миссии людей даются Богом по их знаниям, чем выше знания, тем серьезнее и ответственнее миссия, поэтому на планетах светлых сил нет зависти, там люди знают, что сложную работу смогут выполнить только те, кто созрели и имеют достаточный уровень знаний по нужным направлениям. А другие люди там просто не справятся. Чем сложнее работа, тем выше ответственность перед Богом, тем интереснее и сложнее испытания, поэтому тех, у кого серьезная, сложная работа, в космосе всегда поддерживают, желают им успехов и просят за них Бога. Так люди помогают друг другу. А первые, в свою очередь, выполняя свои миссии, работают на благо всех народов, облегчая многим людям жизнь и работу. Наша цивилизация нуждается в помощи, самостоятельно ей уже не решить тех проблем и вопросов, которые накопились. Впереди, мировой кризис, он коснется многих сфер жизни. Настоящий момент, 2002 год, переломный. Все будет зависеть от действий людей, цивилизация либо погибнет, либо пойдет по пути настоящего развития с новыми божественными знаниями и науками. Предсказания Нострадамуса. Энергии света придут на планету. И люди поймут, где бы я ни был. Мы рядом, мы вместе идем сквозь чистилища света. Земля станет умиротворенной планетой, где будет море любви и света. И тьма исчезнет здесь на земле, облаготворенной создателем. И новые ироганцы возвестят вас об этом. Примите, люди, глаз мой, он от Бога, серость и пустота. Невезение во всем очистится светом, любовью наполнится дом, что землею зовется. Потоки любви очищающей, дадут вашей жизни рассвет небывалый, он в вас, не затухающий. Пройдут века и время кончится. И вновь пойдет отсчет, любимое и нелюбимое исчезнет, возникнет пустота на время. И вновь Творец вдохнет в любую душу, просветление, озарение придет, и дом, земля преобразится. И волны жалости уйдут с планеты, и волны счастья заиграют здесь. О, человек, веление света восстанет от грехов. И будет вновь качать ту колыбель, которая землей зовется. М. Нострадамус. Необычный мир земной природы. Каждое утро на нашей планете просыпаются все растения, каждый цветок источает аромат и прелесть. Некоторые люди говорят на языке цветов, и любое растение может поведать свою интересную историю. Корбидус был очень мощным и сильным цветком, его бутон был большим и красивым. Сердцевина была белой, а лепестки алыми, на концах искрилась солнечная энергия, и поэтому казалось, что по цветку пробегает золотистый огонь. Огоньки Корбидуса мигали то там, то тут, и его корни сплетались с корнями других растений. Рядом росла красивая ромашка с разноцветными лепестками. Первый ряд был белоснежный, второй, чуть побольше, был розовым, а третий, искристо-красным. Цветок был настолько гармонично развит, что от него невозможно оторвать глаз. Цветы живые, они слышат музыку, и каждый из них исполняет свою неповторимую мелодию, сплетенную с мелодией солнца, леса, ветра и разных трав. Множество событий хранит в своей памяти цветок. Вот рядом прошел человек, наклонился к бутону и залюбовался им, вдохнул всей грудью, вобрал в себя аромат цветов и ахнул от удивления. Особая живительная энергия есть в этих чудных растениях, сотворенных Богом. И как оказывается, мало надо человеку, когда он слит с природой. Природа, его мать, она дала жизнь ему и его предкам. Человечество развивалось благодаря тому, что не утеряло связи с матерью природы и жило в согласии с ней, уважало ее законы, каждый цветок дополняет другие растения и усиливает их энергию. Посмотрите на лук, это живописный ковер, с любовью сотворенный Богом и духами природы. Они за всем следят, берегут растения и помогают дальше существовать лугам, лесам, садам. Вот так и земляне могут дополнять друг друга, могут быть такими же чудными, как цветы. Люди отдалились от природы и простоты жизни. Но любое возрождение начинается с воссоединения с миром, созданным Богом, и скоро люди вернутся к природе и начнут с нуля восстанавливать жизнь. Земляне вновь обретут силу, будут вольными, как птицы, и поймут, как прекрасный мир, природа и все, сотворенное Богом. С этого все начнется заново на Земле. Посмотрите, какие науки будут развиваться на нашей планете в ближайшее время. Элементарные частицы космоса. Космическое пространство многолика, нет миров, похожих друг на друга. Как неповторимо каждое творение Бога, так и неповторимы все миры и Вселенная. Их составляющие разные, но все они объединены единой божественной разумной энергией. Каждая частица света имеет свою структуру и программу. Это сгусток энергии, который развивается вне времени и пространства. Энергия настолько тонкая, что свободно перемещается в любые миры и абсолютно невидимо. Она создает энергетический фон преобразования бытия. Ален, энергетическая частица, образует своеобразную матрицу многоликого космического вещества. Именно из него образуются впоследствии молекулы, атомы и т.д. Вся Вселенная состоит из множества многомерных аленовых нитей. Когда идет взаимодействие молекул различных веществ, алены обеспечивают их постоянный контакт и служат их потенциалом. Как в ДНК заложена наследственная информация, так и в аленах заключена энергетическая формула любого вещества, попадая в разные миры, аленовые нити мгновенно меняют свои функции и становятся вновь преобразованной энергией. Так же как и все в космосе, алены развиваются, становятся более усовершенствованными, их энергетические возможности расширяются. Даже на Земле алены продолжают изменяться и преобразовываться. Если на них не поступают энергии развития, то они гибнут, и матричные структуры любого направления разрушаются, что влечет серьезные изменения на разных энергетических уровнях, в том числе и на материальном. Нормальное развитие на Земле возможно только в том случае, если на планету будут поступать новые, чистые энергии. Поступление энергии обеспечит полное обновление энергетической картины жизни на Земле. Это значит, что и алены будут повышать свой потенциал, и обновление энергии будет происходить на всех уровнях. Энергии человеческого тела также, как и все остальное, тоже поменяются. Лишь закостенелое земное мышление людей может помешать постепенному повышению вибраций. Головной мозг за всю жизнь человека накапливает те энергии, которыми люди живут и мыслят. Это достаточно устойчивая энергетическая структура. Поэтому людям так трудно меняться, даже если они этого хотят. В головном мозге есть определенное энергообразование, проявляющееся стереотипами в мышлении человека. Это страхи, навязчивые идеи, циклы и т.д. Чтобы человеку освободиться от них, надо прежде всего очистить энергетику мозга и снять коды циклы. Для этого надо просить Бога о снятии негативных программ с головного мозга и мышления человека, просить Творца, чтобы он дал чистые энергии для дальнейшего развития. Только тогда люди смогут полностью измениться, обновиться и жить дальше освобожденными от всех негативных мыслительных программ. Если земляне станут правильно ко всему подходить, они смогут развиться и обучиться новым наукам. Благодаря изменению и росту оленов сменится и потенциал молекулярного тела человека, то есть его физические и духовные способности расширятся, мышление станет более глубоким и постепенно всеобъемлющим. Тогда можно лечить людей еще на более тонком уровне, оленовом, появится возможность, не прибегая ни к каким хирургическим операциям, частично или полностью обновлять организм в зависимости от веры пациента и его просьб к Богу. Эволюция мышления на Земле произойдет в кратчайшие сроки. Те, кто через любовь к Создателю и к людям повысят свою духовность, смогут помогать Земле на более высоком уровне. Знамение и предупреждение из космоса. Вы знаете, что всегда перед гибелью цивилизации Творец предупреждает людей о том, что может произойти из-за их неправильных действий. В одном, четырех книгах шаг за шагом к Божественным знаниям и наукам уже было описано, что ждет землян в ближайшем будущем и как надо себя вести. 21 век начался большими событиями, терактами в Америке, России и в других странах, природными и техногенными катастрофами. Падают самолеты, происходит крушение поездов. Все страны мира лихорадят. Люди не могут справиться с наступающими проблемами, не могут остановить войны. На пороге три мировая война. Люди еще не подозревают, что мир висит на волоске. И книга выходит перед самыми тяжелыми временами в истории человечества. Если земляне успеют правильно среагировать и начнут просить Бога о прощении своих грехов и о спасении мира на Земле, то Создатель вмешается, и война не будет допущена. Если же общий уровень агрессии у людей не упадет, а наоборот, повысится, то землянам не удастся избежать три мировой войны. Накопленная негативная энергетика людей ускорит ее начало. Впереди ждут разные катастрофы, наводнения, пожары, землетрясения. Извержение вулканов послужит для людей сигналом, что планета окончательно теряет энергетическую стабильность. Погибнут миллионы людей, земляне, и то не все, перед смертью успеют только помолиться, потому что бежать будет некуда. А спасаться негде. Спасатели и службы эвакуации почти всегда будут опаздывать. Самые тяжелые испытания выпадут на долю военных и тех, кто будет участвовать в спасении людей. Очень часто они просто не смогут ничем помочь. Люди будут гибнуть от ран, недоедания, от отсутствия воды и тепла, лекарств, одежды, продуктов питания будет катастрофически не хватать. Людям придется узнать, что такое голод, и переживут его немногие. Земля перестанет плодоносить. Наводнение в Краснодарском, Ставропольском краях и Карачаево-Черкесии стало для России показательным примером. А ведь в четырех книге я предупреждал, что там, где накоплена отрицательная энергия, где люди пустились в дебаты и не ценят, сколько им дано Творцом, и Бога не просят, будут происходить катастрофы. Как видите, все предсказанное сбывается на глазах. Это идет чистка, и это только начало. В ближайшие годы участятся войны и межнациональные конфликты. Болезни перестанут поддаваться лечению. Причина – в нехватке энергии у людей. Люди будут просто умирать на улицах шел человек, и упал. Это значит, что умерший человек был земной и решал свои проблемы, мыслил в негативном порядке. Медики перестанут определять причины смерти, просто не смогут. Можно еще продолжать перечень событий, с которыми столкнутся земляне. Но скажу одно, ни один город, ни одно селение не минуют уроки и испытания. Только там, где больше положительной энергетики и где люди просят Бога, несчастье будет меньше и больше людей окажутся живыми. Чистка на земле пройдет в любом случае, но в каком варианте, это уже зависит от действий людей. Изменение климата. Климат на земле очень изменился за последние несколько десятилетий. Люди заметили, что стали возникать большие перепады температур, резкая смена засухи и обильных осадков. В дальнейшем климат также будет меняться, неожиданная смена погоды и даже времен года – одна из черт наступающего периода. Летом может выпасть снег, а зимой – начаться дождь. Люди будут тяжело переносить резкие перепады атмосферного давления и неожиданные изменения температуры. Возрастет риск сердечно-сосудистых, легочных и других заболеваний. Далеко не все люди готовы к таким изменениям. Сейчас у многих землян слабые сосуды из-за нехватки нужных человеческому организму энергий. Поэтому при малейшем изменении энергетики окружающей среды, например, при смене погоды, люди испытывают недомогание. Игнорирование закаливания, занятия физкультурой и спортом привело к ослаблению не только мышечной системы, но и многих органов, к снижению общего потенциала жизненной силы. Поэтому в условиях меняющегося климата люди стали чаще болеть различными заболеваниями. Земляне недополучают многих энергий, потому что редко бывают на природе, не получают полноценного, естественного питания, живут в тяжелых экологических условиях. В результате этих и других причин земляне очень тяжело переносят резкую смену энергий. Когда люди строили города, они не знали, что произойдет в будущем. Многие реки по всей земле будут внезапно и неожиданно выходить из берегов. Большие территории окажутся под водой. Еще одним из бедствий станет град, от него в одночасье будет погибать весь урожай. По земле пройдут бураны, смерчи и многое другое. Заметьте, что больше всего несчастья будет в тех странах, где люди настроены враждебно по отношению к другим. Те сорта овощей и фруктов, которые люди вывели для своих регионов с учетом климата, будут погибать, так как секрет заключается не столько в сорте и его особенностях, сколько в энергиях. Некоторые культуры будут вымерзать, некоторые – гибнуть от засухи. Изменения климата будут носить непредсказуемый для земных людей характер. Холод, жара, затем снова холод приведут к гибели урожая, наводнения, затем засуха в тех же районах не дадут людям вырастить сельскохозяйственные культуры. Та естественная природная растительная среда, что есть в лесах, выживет. Но люди не знают, как употреблять в пищу травы, корни и другие. Вот вам и прогресс цивилизации, научились клонировать животных, создавать искусственную пищу. Оказавшись в лесах после катастроф, неприспособленные люди будут погибать от голода. Как видите, недальновидность и земной подход ученых привел к плачевным результатам. Вы знаете, что сейчас ведутся испытания различной аппаратуры, которая привела к резким изменениям климата и ухудшению общей энергетики Земли. Ученые вели свои эксперименты втайне от народа и не отвечают за свои действия. Землянам придется пожинать результаты своих трудов. Ни одну катастрофу ни правительство, ни ученые не смогут остановить. Они даже не смогут их точно предсказать и вовремя предупредить людей. Люди должны знать правду, так как они останутся один на один с этими несчастьями. Смена времен и эпох, энергии новой эпохи начали поступать на Землю с начала нового тысячелетия. Они символизируют изменение мышления, жизни на разных уровнях клеточном, астральном, прелобулярном, даматричном уровне. То есть человек подготавливается к переходам в параллельные миры, расширяется спектр его функциональных энергий. Если люди просят Бога, они запитываются этими энергиями во сне, в состоянии покоя, на природе, во время каких-либо работ, когда спокойны и другие. Наряду с постоянным ухудшением экологической обстановки на Земле, ухудшением здоровья, снижением продолжительности жизни людей будут происходить благоприятные энергетические процессы, так как энергетика Земли будет меняться. Те люди, которые просят Бога и сохраняют положительный потенциал, начнут накапливать в себе новые поступающие на Землю энергии. Они позволят выжить даже в самых трудных условиях, во время природных и техногенных катастроф, социальных катаклизмов и т.д. Единственное, что необходимо землянам, это выдержка и самообладание, в любых ситуациях не нужно впадать в панику. Тогда еще все можно будет изменить в лучшую сторону своими просьбами к Создателю и правильным поведениям. Энергетическое равновесие на планете нарушено уже давно, в последние десятилетия ситуация все время ухудшалась из-за непонимания и неправильных действий землян. Сейчас, когда люди стали анализировать свои поступки и их следствия, они приходят к выводу, что отсутствие спокойствия положительных энергий ведет к негативным результатам. Многие всерьез задумались и начали менять свои мысли, слова и действия. Люди стали просить Бога, копить положительный потенциал. Это начало. Если земляне сумеют с любовью и добротой подойти к решению вопросов, то Земля плавно впишется в процесс перехода к новым энергиям, знаниям и наукам. Если нет, то чистка планеты быстро наберет темпы и пойдет полным ходом в ближайшее время. Люди, растения, животные, птицы, рыбы уже не могут нормально жить в существующих условиях на Земле. Все обречено на вымирание. Вы видите, как болеют деревья и растения, какие генетические изменения происходят в организме человека и животных. Поскольку наряду с этими процессами идет увеличение вредных выбросов в атмосферу, продолжают загрязняться реки, озера, море и т.д., то в скором времени многие виды просто прекратят свое существование. Человечество начало вырождаться, так как у больных родителей рождаются дети с неизлечимыми патологиями. Эти дети будут недолгожителями. Так уже было с одной из цивилизаций, где народы грубо нарушали законы Бога, то есть законы развития, и пренебрегли предупреждениями свыше. За 30 лет людей просто не стало, произошла крупномасштабная экологическая катастрофа вследствие неверных действий человечества. После аварии на их планете все было отравлено. Люди этой цивилизации развивали опасные технологии и накопили мощный ядерный потенциал, не сумели правильно им управлять. Хотя их заблаговременно предупреждали о возможной катастрофе и о том, что необходимо остановиться, пока не поздно, они проигнорировали эту информацию, и катастрофа произошла. Уцелели немногие, но после отравления окружающей среды у этих людей стали рождаться уроды, дети были неполноценными, многие даже не могли дышать и тут же умирали. Остальные, все, кто оставались жить, заболевали страшными болезнями, так как вода, воздух, пища, все было отравленным, несовместимым с жизнью человека. Нашу цивилизацию ожидает аналогичный конец, если люди не остановятся и не сумеют существовать в новых, высоких энергиях, которые сейчас Бог дает для продолжения жизни. Находясь в этих энергиях, люди смогут дальше жить и работать, человечество не погибнет. Несмотря на сложные условия, будут рождаться жизнеспособные дети. Вы знаете, что есть энергии, находясь в которых можно долгое время находиться без пищи и воды, существуют разные способы, чтобы выжить и дальше трудиться, но для этого надо просить Бога, самим стараться не расстраиваться и совершать меньше ошибок. Смена эпох и энергий будет идти постепенно, людям дается еще небольшое время, чтобы сделать выводы и вписаться в измененные энергетические режимы. Миссии детей. Вы знаете, дорогие люди, что сейчас на Землю Бог приводит непростые души. Рождаются талантливые не от мира сего дети. И на родителях лежит большая ответственность в их воспитании. Если люди правильно поведут детей, то молодое поколение будет творить чудеса, у многих откроются необычные способности. В Америке была группа таких детей. Подобрали ребят в возрасте от 7 до 16 лет, у них было открыто ясновидение. Взрослые стали вести над детьми эксперимента, хотели узнать, что они могут и каков их потенциал. И когда секретные службы поняли, что эти дети умнее генералов и могут предвидеть события, то решили их уничтожить. Дети разгадали эти планы и просмотрели будущее, они знали, когда их задумали расстрелять, и в одночасье исчезли. Где эти вундеркинды до сих пор не знают ни разведки, ни правительства. А эти дети могли бы помочь в построении будущего, с их знаниями и потенциалом можно было бы уберечь людей от многих катастроф. Но к ним подошли по земному, стали искать, как можно использовать их способности в разрушительных целях. Эти дети не стали убивать людей, не стали уничтожать заводы, технику и секретные производства, как того требовали от них взрослые. Они просто отвечали, мы на разрушение не работаем, их духовность оказалась намного выше, чем у большинства землян. Поэтому им Богом были открыты такие способности. Творец дает уникальные знания для добрых дел. И дальше на землю будут приходить гении. Они появятся в тех странах, где их смогут оценить и правильно понять. Они золотой запас земли. Если и снова к этим талантам, посланным свыше, будет такое хищническое отношение, то та страна потеряет их навсегда. Они исчезнут в небытье. И Богом будет отведено время землянам на самостоятельный выход из разных ситуаций. А результат будет зависеть, насколько гениально подойдут люди к решению этих вопросов. Если в какой-либо стране появляется гений, то там развиваются науки, опережающие знания землян на несколько порядков. Если руководители и простые люди правильно подходят к новому, то они работают на созидание, если нет, то развитие наук замедляется и останавливается. Многомерный мир. В Божественном Мироздании существует множество миров, все они неповторимы. Человек мог бы побывать в них, но и жизни не хватит, чтобы хотя бы познакомиться со всеми ними. Творец открывает возможность людям бывать на разных планетах, в разных жизнях путешествовать во Вселенных. Но сколько бы люди не воплощались в различных точках космоса, всегда остается что-то непознанное, и чем опытнее душа, тем более она понимает, как многомерен мир, созданный Богом, и человек может увидеть, понять и изучить только его небольшую часть. Энергии Творца объединяют все миры, и будущее становится реальностью, когда человечество начинает понимать временные процессы, протекающие на планете. На одной из планет жила красавица, которую звали Джоанна. Ее родители работали в другой галактике и редко прилетали домой. Джоанна общались с ними телепатической связью, а ее воспитанием занимался старший брат Джо. Когда Джоанне исполнилось 12 лет, а этот возраст считался совершеннолетием на их планете, брат сказал, что ученый совет посылает экспедицию на Землю, и командиром экипажа назначили Джоанну. Она очень обрадовалась и удивилась, как скоро ее назначили. Ничего удивительного, сказал Джо, ты успешно прошла экзамены и сдала тренировочный тест на отлично. Кроме того, у тебя на Земле есть брат, думаю, тебе было бы интересно его увидеть. Конечно, обрадовалась Джоанна и стала готовиться к командировке. Вечером ее поздравили родители и пожелали успешно выполнить программу и посетить Землю. Сборы Джоанны заняли всего несколько минут, она сменила тренировочный костюм и взяла аппаратуру, прибор мгновенной связи с учебным центром и с домом. Из любой точки Вселенной она могла телепатически передать информацию и приборам зарегистрировать себя в информационной базе. По прибору она могла считывать, что происходит на ее планете, каково состояние здоровья ее близких и ее самой могла автоматически регулировать давление, температуру функции мозга, энергетическое равновесие тела. Также этот прибор мгновенно давал любую информацию о Земле, сколько околоземных спутников, военных баз и так далее, какие события происходят на планете и какие произойдут в будущем. Джоанна уже получила информацию из центра о времени прибытия и программе работы и сейчас уже закладывала ее в свой компьютер, который был размером со спичечной коробок. На решение спорных и сложных вопросов Джоанне дали учителя. Он мгновенно связывался с ней с планеты и корректировал ее работу. Каждый член ее группы выполнял свои функции и обязанности. Это была научно-исследовательская работа в космосе по пути следования к Земле. Бригада выполняла работы с живой клеткой планеты, изучала возможность развития клеточных структур в режимах разных времен и энергетик. Это даст важные результаты, на базе которых можно создать энергетические и экологически чистые технологии переработки вредных выбросов в атмосферу, в поле планет и контрольных пространств. Джоанна была знакома со всеми членами команда. Стив и Бубер помогали ей в управлении кораблем и следили за всеми экспериментами, проходящими на корабле, вели сеансы связи с планетой. С другими помощниками она занималась в одной группе весь последний год. В общем команда была дружная, и все были рады вновь встретиться и вместе работать. Корабль шел на средних режимах и через несколько минут после старта был уже на орбите Земли. Он вошел в режим дежурства и стал невидимым для землян. Энергетическое поле Земли было сильно деформировано, и энергии Солнца не могли полностью усваиваться планетой и людьми, стала возможной разбалансировка планеты. Земляне не знали, что это такое, потому что на их планете не было таких божественных наук. Люди только замечали, что меняется климат, идут непредсказуемые процессы и начались катастрофы. Корабль Z установил связь с Землей и получил разрешение Духа Земли работать по заданному направлению. Команда Джоанны включилась в общую схему спасения Земли и начала выравнивать биополе планеты. Через сутки ситуация стабилизировалась и во многих местах на Земле утихли ураганы и бури, прекратились наводнения. Над этими районами теперь была тихая солнечная погода. Только шторм на Средиземном море доставлял беспокойство землянам. Но и здесь шел строго скорректированный процесс, корабль производил отсос и рассеивание, а затем консервацию негативной энергии, и шторм спадал. У людей на Земле уже не хватало жизненной энергии, целые поколения землян болели и умирали. Продолжительность жизни сократилась в два раза. Эти процессы беспокоили людей, но мало кто понимал истинные причины. Космос помогал, но мышление землян не позволяло дооценить то, что было дано свыше, и люди продолжали загрязнять планету, разрушать ее энергетику. Так не могло бесконечно продолжаться. Начались страшные катастрофы и катаклизмы. Бог мог увезти все дежурившие корабли светлых сил, тем более, что у каждой цивилизации хватало своих серьезных задач. Но тогда Земля погибла бы. А люди на ней никак не хотели понять элементарных вещей и помочь хотя бы уменьшить зло, негативные энергии. Так продолжалось из года в год, пока человечество не зашло в тупик. Но и тут люди в последний момент стремились урвать лучшие для себя и поступали хуже хищников. Шли по головам других и даже не задумывались, что будет с этими людьми. Начинались страшные дни на Земле. Люди начали мстить друг другу за нанесенные обиды, не понимая, что это может привести к гибели всего человечества. Так погибала ни одна цивилизация с низким уровнем духовности и развития. Но пока еще оставалось время до истечения срока, отведенного Богом землянам на раздумья, и дежурившие корабли делали все, чтобы спасти Землю и уберечь людей. Джоанна нашла своего брата. Он жил в одной из стран в крупном городе и занимался бизнесом. Все его время уходило на работу, на то, чтобы регулировать ежедневно возникающие вопросы. Он был далек от Бога и не задумывался над тем, к какому концу подходит развитие человечества. Он знал цены на бирже, знал спрос и сколько у него конкурентов, думал о том, в какой банк перевести деньги, а о том, что планета на грани глобального катаклизма, его не интересовала. Бары, казино, любовные романы привлекали его больше, чем чтение серьезной литературы и размышления о смысле своего бытия. Он не понимал, что в один прекрасный день он все потеряет и останется ни с чем. А рядом нет настоящих друзей, по сути, он вообще никому не нужен. Строил свое, хотел подразнить конкурентов и нажил только злобу и зависть со стороны других людей. Каждый старался его надуть. Так он жил годами, хитрил, искал славы, научился гениально обманывать людей и не заметил, как прошла жизнь. Неожиданно он заболел, и никакие деньги не могли ему помочь вернуть здоровье, чтобы он не делал, на какие операции и дорогостоящее лечение не шел, все было бесполезно, здоровье ухудшалось. Врачи определили, что проживет он не более года, болезнь была неизлечимой. В одну из ночей ему приснился странный сон, он увидел летающую тарелку, а на ней красивую девушку, она чем-то напоминала его молодую маму. Девушка улыбалась, протянула к нему руку и сказала, «Здравствуй, братик». У него было такое чувство, что он ее очень давно знает, но кто она и откуда, он никак не мог вспомнить. «Твоя память закрыта», сказала Джоанна, «и я не могу опережать события и время. Мы знаем, что ты болен, но ты не просишь Создателя о помощи и мы ничем не можем тебе помочь. В таком случае ты умрешь через два месяца». «Как?» – воскликнул землянин. «Я не хочу умирать. Я не знаю, кто вы, но я так хочу жить. Так хочу жить, если бы вы знали, что надо делать. Просить Бога о прощении своих грехов и о помощи вылечить тебя. Бог тебе поможет, а он есть», – спросил мужчина. «Я его никогда не видел и считал все это выдумкой, и даже ругал его и злился на него, когда не везло и проклинал все и вся. Вот потому ты и болеешь, дорогой мой. Ты отрекся от самого светлого и доброго, от того, кто ежедневно дает тебе жизнь», – грустно ответила Джоанна. «Чем мы можем тебе помочь? Простите меня, я так хочу жить, я очень хочу жить», – плакал бизнесмен. Он проснулся в слезах на рассвете и впервые в жизни задумался, «А для чего я жил? Почему я не думал обо всем этом раньше?» Он встал и пошел встречать восход солнца. Это было удивительное зрелище. Впервые в жизни он молился, «Господи, прости меня грешного». И когда он умолял Создателя оставить ему жизнь, он ясно услышал голос внутри себя, «Сын мой, не возвращайся к своим грехам, ибо все они прощены тебе сегодня, иди и занимайся добрыми делами и всегда помни о том, ради чего ты пришел на землю». Этот голос до сих пор стоит в ушах мужчины и каждый раз, когда он обращается к Богу, благодарит Создателя за то, что он подарил ему жизнь. Той болезни уже нет, человек стал жизнерадостным, а жизнь его полностью изменилась. До сих пор для него остается загадкой, что за красавица приходила к нему во сне. Он всегда благодарит ее за помощь и за то, что она подсказала, в чем его спасение. Развитие людей на планете Земля. Как и во всем космосе, на Земле существует особая система развития планеты, заложенная Творцом. Для ее реализации людям давалась возможность развития интеллекта, способности, знаний, возможность продления жизни и изменения миссий людей и Земли. Обучаясь новым наукам, земляне могли решать любые проблемы и уходить навсегда вперед, строить новое и выполнять любые задачи вне времени и пространства. На Земле несколько раз менялась программа развития в зависимости от духовного уровня людей. Духовность включает в себя жизнеустремленность, то есть жизнелюбие, правильный и честный подход к жизни, нацеленность на добро, взаимопонимание. Но прежде всего духовность, это высокая вера в Создателя, в Бога, который все сотворил, Творец руководит развитием всех миров и дает людям возможность проявить свои способности, ум, таланты и творчество в творении мира, в котором они живут. Высокая духовность включает в себя культуру жизни, речи и мышления, доброго отношения к природе и миру людей, все прощения и все охват, то есть всепонимание, события и вещей. Духовный человек нацелен на добро и никогда не применит свои знания во вред людям. Именно таким землянам Творец открывает новые науки, он помогает решить сложные и серьезные задачи, которые во все времена встают перед цивилизацией. Потенциал человечества большой, но люди не могут, не умеют правильно использовать свои способности и все, данные им свыше. Изначально многие цивилизации уходили вперед, быстро развивались и работали слаженно. Но всегда какая-то часть человечества недопонимала до конца, куда и как ей надо идти, и у этих людей начинались жесткие уроки. И сейчас. Вы знаете, некоторые земляне заинтересованы провоцировать раздоры между людьми и вести войны. Это предупреждение касается в первую очередь их. Если противоправные, противонародные действия не прекратятся, погибнет большая часть человечества, и на тех, кто развязывал войны, будет лежать особая ответственность перед Богом. Люди, которые делают добро, еще могут спасти мир своими любовью и добротой, искренними душевными просьбами к Создателю. Сейчас человечество развивается гораздо медленнее, чем это было заложено Творцом. Низкий духовный уровень землян не позволяет овладеть новыми божественными науками, и это значительно замедляет развитие всей цивилизации, ее мысли, науки, техники и культуры. Посмотрите, как раньше развивались люди на Земле, как сейчас развиваются, и разница вам станет понятной. А как раньше развивались люди? Существование Атлантиды, Ди, развитие нашей цивилизации, и развитие таких талантов, как Тесла, Эйнштейн, Ньютон. Уровень знаний современных землян значительно ниже, развитие идет медленнее, чем у предыдущих цивилизаций. По графикам видно, насколько современное человечество отстало от жизненно необходимого уровня развития, и насколько гении опережают людей по знаниям. Кто из современников может понять талантливых людей? Только единицы. И труд гениев смогут оценить только потомки, когда уровень знаний землян значительно повысится. Вспомните, как много было уникальных ученых, которые совершали открытия и опережали свое время. Люди не верили новому и говорили, что так не бывает. А через 300-400 лет оказывалось, что гении были правы. Или такой пример, раньше ученые считали, что тяжелее воздуха летать не может, хотя в наше время даже ребенок скажет, что самолет летает. Как видите, эти люди были далеки от темы, но думали, что много знают. И сейчас ученые не пропускают новые знания, околпачивают людей, чтобы новинки появились не в России, а в других странах. Далеко ли так уйдут россияне? Дорогие люди! Теперь вы видите всю разницу между тем, как сейчас развиваются земляне и как они могли бы развиваться. В момент катастроф, катаклизмов и других испытаний земные знания не могут значительно повлиять на изменение ситуации в лучшую сторону. Если бы у нашей цивилизации были необходимые божественные науки, человечество могло бы справиться со многими несчастьями. Но, увы, беда в том, что люди не осознают, насколько опасно положение на планете. Оно нестабильно, катастрофы случаются то в Уданом, то в другом регионе Земли, и люди ничего не могут сделать. Игнорируя прямые предупреждения из космоса, земляне тем самым ставят себя под удар. Эта книга, последние предупреждения всем людям планеты Земля. Если они не сумеют изменить течение событий в лучшую сторону и не будут просить об этом Бога, то на Земле пройдут тысячи катаклизмов и катастроф, а выживут немногие люди. Вам решать эти непростые вопросы? О судьбе Атлантиды. Народы Атлантиды пришли на Землю, чтобы произвести качественный скачок в развитии цивилизации. Богом им были даны науки, на базе которых они развили свою технику и в короткий срок сумели достичь больших высот. До сих пор земляне не могут превзойти достижения Атлантов. Как и у каждого народа, у этой цивилизации был пик развития, они летали на другие планеты и готовили новые проекты межпланетного сотрудничества. Если бы Атлантида не остановилась в своем развитии, то достигла бы Золотого века и вошла в новую эпоху сотворения, что помешало этому народу достичь своих высот. Цивилизация Атлантов допустила ряд серьезных ошибок и, что немаловажно, проигнорировала предупреждения свыше. Среди народа появились разногласия, споры по поводу, как дальше развиваться и чем заниматься. Зависть, зазнайство и претензии не дали Атлантам шагнуть на нужный уровень. Как и во все времена, тогда были люди, понимающие последствия действий тех, кто пошел неверным путем. Атланты были одной из самых сильных систем, существовавших когда-либо на Земле. И даже они, увлекшись своими интересами, не заметили, как упустили время и шансы выровнять положение. Бог предупреждал, что если люди не остановятся в своих дебатах и разногласиях, случится беда, и их цивилизация погибнет. Так и произошло. Причина в том, что люди недооценили данного им свыше, не смогли правильно и во благо народов использовать знания, пошли по неверному пути, начали диктовать свои условия враждовать, после чего и произошла крупная катастрофа. Не все Атланты погибли. Выжили те, кто понимал суть происходящих событий и видел, куда движется цивилизация. Они просили Бога о прощении своих грехов и всепрощения людей. Этим Атлантам свыше было открыто будущее человечества, и они были спасены. Многим из них пришлось возрождать жизнь на планете Земля после произошедших катастроф. Развитие и гибель Атлантиды. А как раньше развивались люди? Существование Атлантиды. Ф. Как развивалось бы человечество, если бы Атлантида не погибла? Атланты отошли от божественных законов, допустили ряд серьезных ошибок, и Атлантида погибла. Города, техника, научные центры, все было разрушено. После гибели этой цивилизации развитие человечества замедлилось, и люди не смогли достичь прежнего высокого уровня. Если бы Атлантида не прекратила своего существования, она открыла бы эпоху новых знаний на Земле, и человечество достигло бы небывалого расцвета. 13 пороков, за которые людям придется отвечать на том свете. 1. Убийство, 2. Ложь, 3. Клевета, 4. Жадность, 5. Наркомания, токсикомания, пьянство, курение, 6. Пренебрежение добрым, 7. Богохульство, 8. Развращение молодежи, 9. Забвение всего, что дал Бог, 10. Запрет на любовь к Богу и ко всему божественному, 11. Умышленный отвод от Бога, 12. Злодейство, 13. Клонирование, эксперименты по изменению энергетических и физических основ человека, Земли и веществ. 1. Убийство, если человек совершил умышленное убийство, он будет держать перед Богом особый ответ. Этот землянин нарушил волю, свободу другого, кому также была дарована жизнь свыше. Убитый уже не сможет завершить программу, данную Творцом, пострадают другие люди. Если убийство было непреднамеренным, с виновного тоже будет спрос свыше. Обстоятельства просто так не складываются, действия людей ведут к определенным результатам и последствиям. Тем, кто совершил убийство, нужно просить Бога о прощении своих грехов, земное наказание в виде лишения свободы не дает искупления убийства. Люди, лишившие других жизни, данные им свыше укорачивают собственную жизнь. А в будущем, возможно в других воплощениях, они пройдут то же самое, но в качестве потерпевшей стороны. 2. Ложь. Ложь ведет к снижению духовности. Люди, которые обманывают со злым умыслом, также ответственны за свои действия по всей строгости закона. Обманывая других, люди не подозревают, что они отходят от Бога, ведь Бог все видит. Обманув однажды, человек вынужден изворачиваться, хитрить, это толкает его на новую ложь. Он часто подставляет людей и вынуждает лгать других, вовлекая их в сговоры и сомнительные сделки. Хитрость, изворотливость приводит к тому, что люди рано или поздно запутываются, и жизнь в сетях обмана становится невыносимой. Часто такие люди становятся жертвами еще более изощренной лжи. Творец прощает все грехи, но только в том случае, если люди не просто молятся о прощении, но и не повторяют вновь прежние неверные действия. Ложь во спасение, ложь без злого умысла тоже рассматриваются Творцом, как и каждый шаг человека. 3. Клевета. Клевета идет от темных сил. Человек, который клевещет на других, презрел законы Бога. Этот человек не умеет прощать, он мстительный и завистливый. Клевета потом возвращается к этим людям в более усиленном варианте, и направлена она уже против них самих. Клевета – это ложь, умноженная на злобу и ненависть. Людей видно по их делам и словам. Умный человек никогда не будет клеветать, он попросит у Бога прощения своих грехов и грехов других людей и никогда не будет мстить, поскольку знает, что как он поступит с другими людьми, точно так же в будущем поступит и с ним. 4. Жадность. Жадность – земной грех. На многих планетах в космосе, если кто-то в чем-то нуждается, люди отдают им последнее, потому что знают, что снова смогут это честно заработать. На земле все по-другому. Жадность ведет к разделению людей ко лжи, злодеяниям, убийствам. Жадность – порог, через который темным силам открывается путь к человеку. Чем более жадными становятся люди, тем они менее свободны. Такие земляне попадают в зависимость от того, что имеют и копят. Прежде чем помочь умирающему, они подумают, а выгодно ли это им. Не случайно в Библии сказано, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие Небесное. 5. Наркомания, токсикомания, пьянство, курение. Люди, которые увлекаются этим, постоянно снижают свои жизненные энергии, что ведет к преждевременному старению и смерти. Они сами выбрали свое будущее, но они также в ответе и за то, что от их действий страдают другие люди. Преступления, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического и другого опьянения отличаются жестокостью. Человек в таком состоянии невменяем, часто не контролирует свои действия, но тем не менее он будет отвечать за все совершенное, а также за то, что он так опустился и дискредитировал звание человека. Люди сотворены по образу и подобию Бога, но порой они опускаются ниже животных, значит, они не ценят дарованного свыше и недостойны быть людьми. Деградируя на земном плане, человек не понимает, что эволюция его души останавливается, и в следующей жизни он может стать животным, к примеру, обезьяной или козлом и так далее. А может быть, этой душе свыше еще долго не дадут никакого воплощения, и ей придется отрабатывать длительное время за все, содеянное в этой жизни. Курение отравляет не только курящего, но и окружающих, поэтому многим людям придется отвечать за то, что они не ценили других. Особенное предупреждение к курящим и употребляющим алкоголь матерям, часто дети болеют, и как правило не без вашей поддержки. Ребенок вдыхает отравленный воздух, видит, каково поведение взрослых после принятия спиртных напитков, и сам страдает от этого, дым от сигарет разъедает его легкие, попадает в кровь, идет отравление головного мозга и других органов. Поведение пьяных взрослых развращает детей, они с раннего детства учатся премудростям застолья со всеми вытекающими отсюда последствиями и все это воспринимают как норму жизни. Дети повторяют тот же горький опыт родителей. Не пора ли уже всерьез задуматься над всем происходящим? В течение такого время препровождения на людей, на детей встают коды от темных сил, появляется привязанность к курению, спиртному, зависимость от наркотиков и так далее, затем возникают неизлечимые болезни. Причина – низкая духовность людей. Человек, который любит жизнь, знает, для чего он родился на земле, никогда не будет сам себя отравлять и уничтожать свое здоровье, вести себя к гибели. Он найдет тысячи способов, как сделать жизнь интересной и разнообразной. Есть интереснейшие люди, с которыми можно побеседовать, существуют книги, масса новых знаний, неосвоенные профессии, спорт, красивая музыка, изобразительное искусство и многое другое, на что можно обратить свое внимание. И никогда не поздно отойти от негативного и с помощью создателя найти свое истинное призвание в жизни. Тогда и сама жизнь обретет смысл, цель и ценность для людей. 6. Пренебрежение добром. Это недооценка всего того, что дано людям свыше, недооценка и пренебрежение заботой о них, добротой, идущими от Бога и других людей. Земляне часто воспринимают заботу и любовь со стороны близких как должное. А ведь это далеко от истины. Добро тоже надо уметь ценить. Тогда оно будет вновь к вам возвращаться. А если вы все время отталкиваете от себя других другом словом, интонацией, неласковым взглядом, пренебрежением в манерах, то добро перестанет к вам идти. Наоборот, вы привлечете к себе негативные энергии. Подобное притягивает подобное. Нерочительность, небережливость людей, когда они выбрасывали с любовью выращенный хлеб, другую пищу, испортившуюся по недосмотру и халатности людей, ведет к печальным результатам. Когда все лилось рекой, не ценили, когда все прекратится, тогда люди начнут понимать и ценить. Из-за неверного отношения людей и из-за собственной халатности многим придется пройти испытания, люди на собственном опыте узнают, что такое голод. Начав с исправления себя из просьб к Создателю о прощении грехов, люди могут исправить положение, пересмотреть ряд своих решений, стать более мудрыми и поступать грамотно и толково. 7. Богохульство. Об этом грехе человечество предупреждали с древнейших времен, но чем дальше, тем изощрение идет хула на Бога. Ругательство, мат, грубые слова в сторону Творца дают очень мощный поток негативных энергий на людей, которые так говорят, и на все человечество. Если земляне не чтут Создателя, они не смогут создать что-то серьезное и весомое для людей. Отрицая Бога, они отрицают самих себя и все человечество, потому что люди сотворены по образу и подобию Бога. Входя в заблуждение, люди забывают о главном, для чего они живут, и много времени проводят впустую, а ведь каждый человек по окончании этой жизни будет держать ответ перед Богом, что сделал в этом воплощении, чего достиг, кому помог. Творец милостив, но есть предел людском узлу. Планета Земля была одной из красивейших планет, а во что ее превратили? Все эти действия землян идут из-за низкой духовности, из-за отсутствия настоящих знаний о жизни. Ложью о происхождении человека от обезьяны завели людей в тупик. И посмотрите, какой результат. Человечество само рубит сук, на котором сидит. 8. Развращение молодежи Молодежь, это будущее поколение, это будущее всей цивилизации. А бездуховная цивилизация ничего не может создать, кроме отравляющих производств, оружия, новых технологий убийств и уничтожения людей и тому подобное. Если бы молодые люди обучились новому, то они могли бы превратить мир в сказку, создать уникальные производства на базе новых, альтернативных применяемым сейчас технологий. Но, увы, в разных странах, в том числе и в России, целыми днями по телевидению демонстрируют секс, боевики, триллеры и так далее. Часть современной российской литературы как взрывчаткой начинена матом, с театральных сцен, телевизионных экранов порой тоже слышно нецензурное выражение. К чему это приведет? К дальнейшей деградации народа, какое слово чаще всего употребляли раньше в детстве, мама, а сейчас? С каждым произнесением неприличной брони на человека встает негативная энергия, ходы от темных сил, на болезни, пьянство, на совершение преступлений и так далее и тому подобное. А Бога такие люди не просят. Вот и получается, что им не везет не везет потому, что сами поступают неверно. Несформировавшееся мировоззрение ребенка испытывает мощное давление всего негативного, что есть в окружающем мире. Детское сознание все впитывает как губка, а ведь ребенку никто не пояснял, что такое истина. И он начинает приспосабливаться к существующим в этом мире условиям и редко выбирает правильный путь. Кто-то сознательно навязывает людям те мышления и образ жизни, что потоками льются на телезрителей с экрана. За этим тоже стоят конкретные люди. Кто-то сознательно вовлекает молодежь в пьянство, раз врат. И часто свои же друзья, знакомые, старшие товарищи обучают молодых разным жизненным премудростям. Они пока не задумываются, что за это им придется нести ответственность перед Богом. 9. Забление всего, что дал Бог. Люди утратили память о том, что им даровано Творцом, и стараются даже не задумываться об этом. А ведь землянам свыше были даны знания, как преобразовывать мир, как сохранить добро и жизнь на планете. Людям была дана Библия, но многие ее отвергли. Если отвергается закон от Бога, приходит закон от противоположной стороны. Люди сами выбирают свое будущее. Современная жизнь, это уже начавшаяся расплата за многие действия людей. 10. Запрет на любовь к Богу и ко всему Божественному. Бог дал каждому человеку полную свободу и волю. Каждый человек волен выбирать, как ему жить, с кем ему идти, со светлыми или темными силами. Это право свободной воли дано Создателям, выше его власти ничего нет. Люди, запретившие веру в Бога, религии, церкви и другие, отводят народ от истины и ведут в кабалу к темным силам. Такие земляне сами заходят в тупик и туда же ведут остальных, за что им и придется отвечать свыше. 11. Умышленный отвод от Бога, это действия магистов и людей, работающих от темных сил. Человек, толкающий на явный путь погибели других, сам готовит себе тяжелое будущее. Люди еще не опытны во многих вопросах, им надо помочь разобраться в главном и в нюансах, и тогда они сами выберут для себя путь. Но толкать утопающего дальше от берега могут только те, в ком еще не проснулось добро. Таких людей можно только прощать и не помнить им зла, так как они уже сами себя наказали. А тем, кто хочет честно найти свой путь добра, надо просить об этом Бога. Творец всегда поможет и не даст утонуть. 12. Злодейство, действия, совершенные с применением энергии зла. Как правило, это высокая степень злобы, агрессии, ненависти, мести и т.д. Это энергии, разрушающие жизни, уничтожающие все вокруг. На земле люди поступают таким образом, что зло порождает еще большее зло. Если так будет продолжаться и дальше, то мирное равновесие исчезнет в короткие сроки. Если земляне хотят жить в мире, то необходимо менять ситуацию. В данном случае только добро людей может снизить и остановить зло. Все в ваших руках. Люди часто ошибаются в жизни, но ни одному человеку не закрыты покаяния и путь вперед. Люди могут измениться и стать добрыми, стоит только этого захотеть и начать просить об этом Бога. 13. Клонирование, эксперименты по изменению энергетических и физических основ человека, Земли и веществ. В Библии человечество предупреждали о том, что люди не смогут заменить Бога и создать что-то или кого-то лучше, чем создано Творцом. Причина в том, что у людей нет тех высоких энергий и знаний, которыми обладает Бог. Только Он может творить совершенные миры, людей, планеты и другое. Земляне, начав эксперименты с клеткой, ведя работы по клонированию, нарушили закон, данный свыше. Они применили знания от темных сил, в энергетические основы создаваемых объектов, клонированных особей и другое, заложены коды от темных сил. Поэтому эти создания людей не принесут пользы, одни будут недолгожителями, другие начнут работать на уничтожение. Занявшись клонированием, человечество вступило на опасный путь, люди тем самым открыли дорогу новым болезням, эпидемиям, мутационным процессам в природе. Все это грозит человечеству новыми трагедиями. Нарушая законы Творца, люди обрекают себя на различные неприятности, на серьезные, страшные испытания. Бог, это защита людей от темных сил. Пренебрегая Богом и всем, чему Он учил и учит, земляне делают себя беззащитными. Значит, таков их выбор. Думаю, что найдутся люди, которые поймут, как можно помочь человечеству избежать самого страшного и как уберечь цивилизацию. По просьбам землян Творец может спасти людей. Многое будет зависеть от того, как они поймут это и как начнут подходить к решению жизненно важных вопросов. На других планетах люди развелись намного больше потому, что выполняли Божественные законы. О них вы можете узнать в следующем рассказе. Божественные законы, по которым развиваются цивилизации от светлых сил. 1. Любовь к Богу. 2. Любовь ко всему, сотворенному Богом. 3. Доброта. 4. Простота. 5. Всепрощение. 6. Кротость, скромность. 7. Миролюбие. 8. Изучение Божественных наук. 9. Развитие знаний на планете, преемственность. 10. Дарение добра людям, помощи им во всем. 11. Правильное воспитание детей. 12. Уважение к старшим. 1. Любовь к Богу. Люди на других планетах знают, что они сотворены Богом, что их планету и все, что на ней есть, также создал Творец. И поэтому они почитают и любят его. Обладая ясновидением, космические братья решают многие вопросы с помощью Создателя, советуются с ним по любым важным направлениям. Так же, как и любящие дети на Земле берегут и уважают своих родителей, так и люди с других планет любят Бога и очень дорожат им. У них есть свои правила, как общаться с Творцом, как обращаться к нему за помощью. Они просят Бога и глубоко веруют в его помощь, у них нет сомнений, и поэтому они строят мир навека и уходят навсегда вперед. На Земле в Божественных заповедях отражено, как людям надо относиться к Создателю. Как видите, Бог один во всем космосе, и люди на многих планетах это знают. У них нет сквернословия, богохульства и всего негативного, они выполняют Божественные законы, которые действуют на их планете и несут добро. Творец для них – первый друг, помощник и любящий отец, поэтому эти люди стремятся быть добрыми, простыми и щедрыми на любовь, как сам Создатель. 2. Любовь ко всему, сотворенному Богом. На Земле людям даны заповеди, как поступать с другими людьми, почитай отца своего и мать свою, чтобы тебе хорошо было и чтобы ты долго жил на Земле, не убей, не прелюбодействуй, не укради, не произноси на другого ложного свидетельства, не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не всего того, что принадлежит ближнему твоему. Этими заповедями, данными свыше, землянам открывали, как сохранить мир в их душах и на планете, поясняли, на каких основах строить взаимоотношения с людьми, если они хотят, чтобы человечество развивалось дальше. Объединив эти заповеди, можно сделать вывод, люди истинно возлюбившие Бога, возлюбят и людей, сотворенных по его образу и подобию. А когда вы действительно любите кого-то, вам не захочется что-то красть у этих людей, обманывать их и клеветать на них, завидовать им и тем более убивать, вы будете их ценить, уважать и беречь. Если вы истинно любите своих родителей, то будете чтить и уважать их. Точно так же космические братья любят и ценят всех людей, у них нет осуждений и предвзятости, зависти и гнева, всего того, что встречается на нашей планете. Они любят не только людей, в том числе и нас с вами, но и все сотворенное Богом, планету, и жизнь во всех ее проявлениях, и весь космос. У каждой цивилизации есть еще и свои правила, законы жизни, принятые людьми. Но ни одно правило, или закон, не нарушает Божественное. 3. Доброта. В цивилизациях от светлых сил все люди добрые. Доброта дает особые энергии, без которых невозможно истинное развитие. Цивилизации, развивающиеся по законам доброты и любви, могут существовать бесконечно долго, так как это постоянно обновляющиеся энергии, которые, накапливаясь, дают людям и планете мощный положительный потенциал. Каждый человек может делиться своей добротой, тем, что у него есть. Тогда у людей ничего не убудет, наоборот, все будет только пребывать. Земляне привыкли, что все лишнее надо выбрасывать. А если бы они отдавали это нуждающимся, то и бедных людей не было бы. Доброта не знает границ. Бог бесконечно добр, и те цивилизации, которые строят свою жизнь на законах доброты, простоты, уходят навсегда вперед. Чем добрее люди, тем выше их духовность, тем дальше по развитию они уходят. 4. Простота. Простой человек чистосердечен, он не хитрит, не обманывает, у него нет корысти и так далее, Творец сам по себе тоже очень простой, в нем нет ничего надуманного и искусственного, он никогда не стремится приукрасить себя, он всегда такой, какой он есть простой. Поэтому и высшие цивилизации развиваются по законам простоты, так они быстрее доходят до истины, а она в Боге. 5. Всепрощение. Бог милостив, и поэтому он всех прощает. Если люди научились прощать, это значит, что в их сердцах раскрылись любовь, доброта и другие добродетели Бога, это все самое чистое и светлое, что есть в человеке, любовь, внутренний такт, чуткости другие. Это значит, что человек принял в свое сердце ошибшегося таким, какой он есть, и возлюбил его. Если люди смогут возлюбить своих врагов, принять и простить им все, что они сделали, то тогда эти люди поднимутся на более высокую ступень эволюции. Всепрощение, это прощение всего зла, что сотворили против вас, всей цивилизации, это прощение всего, что будет сотворено в будущем против вас, цивилизации против Бога. Всепрощение дает особые энергии, но копить их очень сложно. Высшие цивилизации смогли выйти на уровень всепрощения, поэтому они творят любовью. Эти люди не знают, что такое обиды, расстройства, месть. Они всем все прощают, ровно работают в своих направлениях и уходят навсегда вперед. У землян будут серьезные испытания в жизни, многим придется столкнуться со злом. От того, как люди будут реагировать и поступать, будет зависеть вся ситуация на планете. 6. Кротость, скромность. Кроткий человек, не обидчивый, не злой, не гордый. Он всегда спокойно принимает все, данное свыше. Кроткий человек никогда не выпячивается, он молча, без хвастаства помогает другим людям, видя в этом свое высшее предназначение. Кроткие люди никогда не жалуются и не сетуют на судьбу или на жизненные трудности, никогда не повысят голос на другого человека, не станут вступать в дебаты, ссоры, а просто отойдут от этого и пойдут дальше своим путем. Простота, доброта, любовь, кротость, гармония, все это явление высшего порядка, все это от Бога. 7. Миролюбие. Миролюбие, это качество Творца, Бог ведет народы к миру, к единению. Если они сумеют это понять, то как гениально можно им развиться. Человечество и не подозревает, какой секрет таится в миролюбии, то есть в правильном подходе ко всему. Когда люди с любовью относятся друг к другу и строят мир навека, сохраняя взаимопонимание, дружность, и поддерживают один одного, то они сохраняют целостность человечества и уходят навсегда вперед по любым жизненным направлениям. Миролюбивые люди, идущие к Богу и выполняющие законы Творца, изучают новейшие направления божественных знаний и строят жизнь вне всяких стандартов. 8. Изучение божественных наук. В цивилизациях от светлых сил люди знают, что там, где нет изучения нового, развитие останавливается. Если люди идут ровно, просто, то Творец дает им возможность изучать божественные науки и уводит их дальше по пути истинного прогресса. Тогда народы могут работать с представителями разных цивилизаций, решать более серьезные вопросы и участвовать в построении нового на самых разных уровнях. Насколько люди созрели, настолько они и смогут обучиться. Божественные знания и науки раскрываются тем, кто живет по божественным законам, хитрость, гордыня, себелюбие, неуважение людей и так далее являются большим препятствием на пути к постижению этих знаний и наук. Представители других цивилизаций понимают это и ко всему подходят с любовью, их духовность высока, и поэтому у них нет негативного или неверного отношения к другим. Правильный подход к людям, ключ к вашему духовному росту. 9. Развитие знаний на планете, преемственность. На других планетах народы знают, что если люди правильно подходят ко всем вопросам, обучаются, создают новые и ведут своих детей к Богу, помогают им правильно понять суть бытия, то развитие на их планете не остановится. О дальнейшем пути прогресса человечества высших цивилизаций советуются с Творцом, и люди грамотно подходят к обучению. Соблюдая все допуски свыше, человечество развивает новые науки и совершенствуется. На других планетах нет блата, люди ко всему подходят справедливо, если человек честный, идет к Богу, несет добро другим, то он попадает на обучение, изучая разные науки, совершенствуется. Представители других цивилизаций помнят тех, кто помогал развивать науки на их планете, тех, кто внедрял новое. Если человек талантлив и трудится для блага общества, то ему всегда помогают реализовать потенциал, и внедрить новое в жизнь. На других планетах существует преемственность знаний. Люди всегда помнят, как проходил путь цивилизации, как шло ее развитие, как из поколения в поколение передавались и усовершенствовались знания. Молодежь учится на опыте предшественников, создает свои новинки. Во всем этом и заключаются секреты успеха многих цивилизаций. 10. Дарение добра людям, помощь им во всем. На многих планетах существует негласный закон, если кто-то в чем-то остро нуждается, в первую очередь надо помочь этим людям. А уже потом представители тех цивилизаций думают, как решить свои вопросы. Поэтому люди при встречах всегда интересуются чем вам помочь. И если они видят, что человек трудится, то всегда готовы оказать помощь. Как видите, высокая духовность складывается из многих составляющих, когда добро идет от чистого сердца человека, то имеет совершенно другой результат. 11. Правильное воспитание детей. Воспитание детей один из важных вопросов во всем космосе, ведь от того, как люди поведут молодое поколение, зависит будущее цивилизация. На других планетах люди понимают, что важно не только пояснять детям воспитывать их, но и собственным примером вести их к Богу, быть добрыми, простыми, делать добрые дела и помогать другим. Родители понимают, какая ответственность лежит на них свыше за воспитание детей и поэтому воспитывают и обучают их с помощью Создателя. 12. Уважение к старшим. На этом законе базируется не только система воспитания, но и вся жизнь и развитие цивилизации от светлых сил. На других планетах есть мудрецы, святые и много уважаемых людей. И даже дети обучены, как нужно разговаривать с ними. На других планетах с большим уважением относятся ко всем людям. Там нет унижений, оскорблений, зависти, мести и т.д. Всего, что ведет к снижению энергии на планете. Общество живет в любви и по законам Творца. Законы и правила развития жизни, действующие на разных планетах, базируются на божественных законах. Те цивилизации, которые сумели воплотить их в реальность, ушли навсегда вперед и обогнали людей с других планет по уму, гибкости, талантам и по всем направлениям науки и техники. 7. Раздел. Переход к золотому веку, реальность и будущее. Если люди сумеют все правильно понять и поставить на свои места, они смогут исправить положение на земле, изучив божественные науки, они создадут совершенно иную жизнь. Переход к золотому веку будет идти в сложных условиях, через труд и мужание людей. Реальность и будущее зависят от самих землян, от того, как они подойдут к решению насущных вопросов. Человечество может шагнуть в новую эпоху свободным, люди могут творить добро на земле и создать здесь удивительную жизнь, полную высшего смысла. На пути к золотому веку. Энергетическое ядро планеты полностью обновится, и в результате этого изменятся вибрации всей земли. Вы замечали, что в экологически чистых местах, там, где сохранились жизненные энергии, растения и деревья растут здоровыми, сильными и красивыми. А в загрязненных районах растительность скудная и больная, так природа реагирует на отсутствие жизненных энергий. Поэтому, когда вибрации земли сменятся на более высокие, планета преобразится. Каждое растение будет уникальным по чистоте и силе. Энергия обновленной природы даст людям особые заряды и здоровье. Земляне, которые будут жить в золотом веке, научатся управлять энергиями и временными процессами. Они смогут слиться с природой и сумеют разгадать ее секреты. Через определенное время вокруг Земли сформируется мощная защитная оболочка, она даст людям возможность накапливать высокую энергетику и преобразовывать действительность. Земляне научатся управлять своими энергетическими телами. Сейчас астральное, ментальное и другие тела большинства людей ослаблены. Но когда человечество научится очищать и выравнивать энергетику, оно найдет новые способы жизни на Земле, люди станут здоровыми и сильными. Жителям многих планет не нуждаются в строительстве домов, как это существует на Земле. Они могут все трансформировать своей мыслью, у них есть знания, как воссоздать и дома, и целые города. Эти народы также трудились, также развивались и начинали свое восхождение с нуля. Творить чудеса могут те, кто накопил в себе высокие, божественные энергии, эти люди могут реально и мудро созидать и совершенствовать жизнь. Представители других цивилизаций не нарушали божественных законов, сохранили положительный энергетический потенциал и сумели правильно использовать знания, открытые им Творцом. Сравните, когда человек переживает, он плохо себя чувствует, настроение неважное, то есть уровень энергетики упал, и силы покидают такого человека. А когда люди активны, жизнерадостны, просят Бога, то и уровень энергии у них высокий, поэтому и самочувствие хорошее, и сил много. Так будет и с энергетикой планеты. Если земляне сумеют накопить положительный потенциал, то и планета будет здоровой и сильной. Жизнь в скором времени значительно изменится. Сначала все старые системы отойдут в небытие, и людям придется начинать почти с ноля. Прежде, чем земляне закалятся и станут сильными, готовыми к работе в Золотом веке, они пройдут через серьезные испытания. Но уже сейчас каждый из вас может внести свой вклад в развитие планеты и будущих цивилизаций Земли. В старину мудрые люди молились за себя, за предков и за своих потомков, желали им успехов и счастья, и всем этим уже создавали для них ту реальность, в которую они должны были попасть, ваше будущее в ваших руках. Как и в других цивилизациях, на Земле начнется отрыв от всего негативного и уход навсегда вперед с единиц, и только потом другие люди поймут, как им надо было бы подходить к решению разных вопросов. Особая миссия. На Земле развивались новые временные технологии, чтобы выполнить задачу, оставалось не так много времени, а люди не были готовы к процессу. Отсутствие истинных знаний на Земле стало причиной недальновидности и даже близорукости людей во многих жизненно важных вопросах. Энергии мыслей, направленных на разрушение, переходили от одного человека к другому, и люди, казалось, теряли разум. На Земле разыгрался большой спектакль, в котором темные силы манипулировали землянами. Им внушали, что они достойны большего, и каждому хотелось жить лучше, чем другому, иметь все, что было у богатых, и еще больше. В этом мышление и пути, навязанному людям, и скрывалась причина возможной гибели человечества Земли. Именно поэтому еще раньше здесь начались войны, стремление владеть и управлять руководили полководцами, жизнь человека потеряла смысл и стала цениться меньше золота. Детей начали продавать. Хаос пребывал в умах людей, и они не могли понять, кто же они на самом деле. Энергии недовольства завели землян в тупик, и все стало видеться в ином свете. Большинству людей уже было неинтересно жить, как помочь человечеству. Этот вопрос волновал многие умы. Все делалось для того, чтобы земляне вышли из тупиков неверия и сомнений, обратились к богу со всей чистотой души. Люди приходят в этот мир очищенными богом, но от того, как они строят свою жизнь в дальнейшем, зависит их судьба. Если набирают грехов, то у них идут испытания и чистка, если ведут правильный образ жизни, то растут духовно и проходят уроки мудрости, учатся жить среди людей. А это так важно. Прошло несколько сот лет, земля цвела, ее сады и луга источали свет и любовь. Бог любил бывать на этой планете, здесь его всегда любили и ждали, готовили к его приходу разные сюрпризы. Хотя создатель заранее все это знал, ему было приятно принимать хорошее от своих детей. Они радовались ему. Когда Творец приходил на планету, у землян был праздник, весь народ Земли радовался. Здесь не было приближенных и нелюбимых, все были равны, и каждому Творец дарил любовь и знания, случалось, что земляне улетали в командировки на другие планеты, но всегда с радостью возвращались домой. Порой они отсутствовали по нескольку сот лет, но их не забывали здесь. Люди знали, как продлевать жизнь и омолаживаться, как обновлять энергии планеты. Всего этого они достигли благодаря божественным знаниям и наукам. Когда люди на Земле начали правильно поступать, Творец пересмотрел все ситуации на планете и помог землянам шагнуть в новую эпоху развития техники. Люди стали изучать науки, которых никогда не было на Земле. Развивались разные направления, земляне познавали, как работают другие цивилизации. Люди, изучившие новое, стали тактичны, мудры, начали рационально использовать все, что им было дано свыше. Земляне научились распознавать добро и зло и четко следили за тем, чтобы чистые энергии сохраняли мир в гармонии, люди познали, как очищать планету и регулировать любые процессы, протекающие на Земле. Так у человечества начался новый период жизни. Творец дал землянам ряд испытаний, и люди успешно прошли их, показав, что вместе они могут творить чудеса. Тогда ученых Земли включили в несколько интереснейших проектов, и они стали обучаться у представителей высших цивилизаций и развивали науку на нашей планете. Вся жизнь на Земле была полностью преобразована. Люди знали разные варианты будущего и просили Бога, чтобы Он помог им выполнить их миссии. У Земли на этот раз тоже была особая миссия. Планета стала одним из центров развития нашей Вселенной. Познав новые науки, люди построили заводы нового типа, стали создавать новейшие космические корабли, особые компьютерные системы. Теперь земляне могли мгновенно связываться с людьми в разных Вселенных и свободно решать любые вопросы. Земля – особая энергетическая зона нашей Вселенной, поэтому она стала играть особую роль в галактике и начала выполнять сложные функции. Какие, это узнают люди, когда научатся беречь и любить планету и начнут изучать божественные науки. Каким будет рассвет Земли? После ядерной катастрофы, унесшей жизни миллионов людей, у оставшихся в живых было над чем поразмыслить. Они вернулись к тому, с чего когда-то начинали свои жизни на Земле. Они вернулись к Богу и поняли, для чего им свыше давалась земная жизнь. Люди многое имели, но не ценили. Когда все потеряли, начали понимать, сколько возможностей для счастья давал им Творец, теперь стояла одна задача – выжить. Создавая грязь вокруг себя, люди не заметили, как она начала поглощать их. И лишь теперь, когда они остались один на один со своим будущим, им стало ясно, как они были далеки от истины. В этом состояла их трагедия, это были их горькие уроки, можно ли избежать такого будущего, да, но это будет зависеть от устремлений каждого, люди привыкли, так их научили, что надо работать на себя и думать большей частью о себе, о своей семье и так далее. Каждый хочет больше, чем имеет, все хотят жить лучше, чем живут сейчас. Но подобное мышление заводит землян в тупик, многие начинают обособляться, отделяются от других, во всем ищут только личную выгоду. Как раковая клетка в организме, такие люди начинают жить за счет других, все отравляя вокруг. Вы знаете, что произойдет в результате этого погибнет весь организм, то есть человечество. Если большая часть землян будет мыслить и жить подобным образом, паразитируя на честных людях, то общество придет к отрицательным результатам в очень короткие сроки. А ведь этот процесс уже идет с ускоренной силой. Задумайтесь, люди изобретают свои проекты, строят, разрушая созданное другими. Не успев создать свою действующую законченную систему, сами терпят крах, кто-то приходит и рушит то, что ими было задумано. Вот здесь и кроется секрет, когда люди созидаются обща, помогая друг другу, и просят Бога, их проекты долговечны. Вспомните древние храмы, церкви, которые строили земляне в разных странах. До сих пор многие из этих сооружений не могут даже сломать. Такова сила, заложенная Творцом в труд людей. Если человек не ценит других и признает только себя, то у него всегда будут идти уроки. И чтобы такие люди не задумали, они потерпят фиаско, лекарство от большой гордыни, то есть, что посеяли, то и пожнут. На других планетах это давно поняли, и там люди строят свою жизнь на разумных началах. В этой книге для вас пояснены многие важные вещи, без знания которых землянам просто не шагнуть дальше. Если вы будете внимательны, то почерпните много полезного для себя. Ведь книга дается человечеству для того, чтобы люди могли правильно использовать шанс, подаренный Творцом, знали как это можно сделать. Вам дана реальная возможность изменить свою судьбу в лучшую сторону. Все будет зависеть от того, насколько правильно вы поймете и как станете поступать в дальнейшем. В людях заложена большая сила, о которой они даже не подозревают, не знают, как ее можно использовать. Земляне сознательно, а порой даже и неосознанно, влияют на весь ход событий. Не раз говорилось, что мысли, желания, намерения, слова и действия формируют будущее. Если бы мыслительная энергия стала светлее, мысли, чище и легче, то будущее уже было бы изменено. Сейчас формируется программа развития будущего Земли, и каждая светлая энергия важна для будущих поколений всей планеты. Хорошо, если люди станут просить об очищении своих мыслей и действий, об очищении эфирного и информационно-энергетического пространства Земли. Тогда самим землянам станет легче жить, Богом будут сняты негативная энергия, коды от темных сил, энергетика Земли очистится. Как видите, все зависит от ваших устремлений и от того, как вы хотите жить. Вам известно, что на каждого человека выпадут свои испытания. Они у всех разные. Главное даже не то, через что вам придется пройти, а как вы поведете себя. Многие уже понимают, что не всегда верно поступали и поэтому сами себе усложнили жизнь, набрали кармических долгов. Значит, самим и надо исправлять ситуацию, делать выводы, и, проходя уроки, набираться опыта и мудреть. Бог очень добр, и как бы человек не ошибся, Творец дарит ему моменты счастья, любви, предоставляет очередной шанс исправиться, выбрать свое направление в жизни и следовать ему до конца. Ваш жизненный опыт дал хорошие уроки и помог увидеть разные стороны жизни. Многие из вас созревают для принятия жизненно важных, правильных решений. Люди, прочитавшие эту книгу, еще могут многое изменить и тем самым определять свою будущность. Каким будет рассвет Земли, зависит только от вас. Начало возрождения Земли, энергии любви наполняли Землю. Она поменяла свой вид и предназначение. Появились новые материки, реки, моря, горы и леса. С других планет сюда были привнесены новые виды растений и деревьев, привезены новые животные и рыбы. Люди помогали Земле зацвести и вновь обрести первозданную красоту. Они все творили с любовью, каждое утро встречали с молитвой Богу, благодарили Создателя, что Он сохранил планету, жизнь на ней и людей, за то, что дал им шанс развиваться и строить новую жизнь, созидая на благо всей Вселенной. Здесь закладывалась школа мудрости. Земля имела необыкновенный опыт, и каждая ее клеточка, энергия хранила память о трудных временах и взлетах, о войнах и прекрасном мире. Начиналась новая эпоха гармонии. Земля входила в Содружество планет в своем новом качестве, как одна из множества цивилизаций, которые могли принимать участие во всех космических проектах с полной силой. Это было незабываемо. Здесь работали немногие люди, которые сумели пройти великую чистку вместе с Землей. Они приходили сюда не однажды и помнили Землю цветущей и развивающейся, знали ее по временам цивилизации Майи, Ацтеков и Атлантиды, помнили приход Иисуса Христа и многих святых. Земля развивалась своеобразно, она была их колыбелью и матерью, домом и укрытием. Она была живой творящей песней их души. Эти люди любили и всегда берегли планету, держали до конца данные Творцу обещания. Они видели тяжелые времена Земли и нашли мужество в божественном познании, не покинули планету раньше указанного времени, довели до конца дела, за которое взялись. В этом были их ценности сила. И теперь они вместе со своей красавицей Землей встречали ее весну, ее рассвет, ее начало начал. В этой эпохе все было предусмотрено. Цикл времен завершился и совпал с началом Золотого века, и те, кто стали свидетелями нового рождения Земли, были счастливы. Слезы радости были в их глазах, когда они видели ее просторы и красоты, когда вдыхали ароматы цветов и трав, когда наслаждались пением райских птиц. Это был долгожданный момент. Люди возвратились на Землю для того, чтобы продолжить начатые Богом и его космическими помощниками процессы усовершенствования жизни, чтобы подготовить планету к переходу в новые эпохи. В самые трудные моменты сюда приходили истинные помощники и защитники Земли. Они несли на себе груз, который был не подвластен другим, творили чудеса, спасали людей, помогали ошибившимся, всех прощали и принимали в свои любящие сердца. Не пройдя таких же испытаний, людям трудно понять, через что прошли избранные, все эти уроки Земля хранит в своей памяти. Она очистилась любовью добрых людей, и все зло, которое когда-либо совершили люди, жившие на этой планете, было прощено Творцом. Поэтому Земля засияла в Божественном свете, и все ликовало на планете. В эти моменты закладывались энергии радости и расцвета на все последующее существование Земли. Народы стали с любовью творить действительность, и каждый новый день был неповторим. Земляне нашли в себе силы, чтобы, начав с ноля, строить новое и созидать на благо всех людей. Сила творящих энергий. Прошло тысячи сто лет с тех пор, как Земля вошла в новую эру развития. Энергетика планеты претерпевала значительные изменения. Фонтаны, флюиды чистых потоков приводили Землю и все ее миры к расцвету. Это была эра воды, воздуха и счастья. Земное сотворение началось с огня. Его сила преобладала во всем, были созданы новые материки и шельфы, проходы над и подземными пространствами. Море, реки, горы, леса, буквально все дышало свежестью и новизной. Тысячи неизвестных ранее видов растений и животных, необычайной чистоты горный воздух и запахи цветов порождали ощущение рая на Земле. Утро начиналось с рассвета. Всходило солнце, силой энергии которого творило чудеса. Под его лучами все оживало, ничего безжизненного уже просто существовало. Ни люди, ни птицы, ни растения не болели, все стало излучать добро и здоровье. Земля преобразилась. Здесь были гигантские деревья с огромными целебными плодами. В их соке, состоящем из чистых энергий и сил матери Земли, находился эликсир молодости. По мере созревания плоды сами падали к подножию деревьев-гигантов, и любой, будь то человек или животное, могли воспользоваться силой, заключенной в нектаре. Были и оазисы, которые выращивали для землян люди с других планет. Каждый оазис имел свою особую энергетику, воздух. Пение птиц и вдыхаемые ароматы растений, лучезарных лиан и чудных цветочных ковров, расположенных под кронами раскидистых деревьев, делали пребывание в этих чудо-садах исцеляющим. Все растения были подобраны так, что усиливали энергии друг друга. Цветение разных видов продолжалось круглый год, и все благоухало. В каждом оазисе находился особый целебный источник или озерко. Одни из них омолаживали и продляли жизнь, другие залечивали раны и любые болезни, третьи, давали необычную энергию, после этой воды человек становился сильным и выносливым. Люди не строили большие города, а жили в передвижных домиках, которые могли все время обновлять. Еды и питья было достаточно для всех. Круглый год было лето, и всегда человек мог полакомиться тем, что захотел. Земляне создавали сады, в которых деревья и растения гармонировали друг с другом. Заложив при этом любовь, они просили Бога, чтобы выращенное пошло на пользу людям и принесло им радость. В таких садах было приятно отдохнуть, помечтать, поговорить с духами, которые здесь жили и заботились о растениях. Покидая эти места, люди их с радостью оставляли для других. Они знали, что сюда придут их братья, сестры-земляне. Им тоже будет хорошо здесь. Они с благодарностью вспомнят создателей этого маленького рая, внеся свою энергию любви. Эти люди обогатят Землю еще больше, и она зацветет, заблагоухает с новой силой, потому что истинная эволюция, это умножение и накопление любви. И волна энергии радости и благодарности Богу-Создателю, подарившему людям счастье жить и творить, снова и снова пойдет по всей планете. Земля наполнится новыми потоками света и всетворящей любви, с благодарностью отдавая свое тепло и доброту всем живущим и процветающим на ней. О мировом сообществе людей в Золотом веке. В Золотом веке люди будут жить по особым законам, у них будет самобытное развитие. Первая эпоха станет периодом повышения мастерства, люди будут изучать новые науки и учиться у природы. В природе действуют все законы космоса. Заметьте, никто из животных не нарушает право других, ни один вид не мешает другому. Все распределено разумно и просто. У разных животных свои зоны обитания, обычаи и правила, и вся организация жизни позволяет сохранить гармонию. А ведь это очень важно. Только в такой умиротворенной обстановке ВОЗ можно слияние всех энергий. Только тогда на планете возникнет живое слияние добра и любви, гармонии природы Земли со всем космосом. Человек, это тоже гармоничная часть всего живого. Он призван жить в согласии со всем, что создано Богом. И если внутри у человека нет гармонии с самим собой, со всем миром, то ему будет сложно услышать и понять звучание природы и космоса. Только чистые сердцем и разумом земляне шагнут в новую эпоху миросотворения или возрождения Земли. На разных планетах люди научились жить без ссор и разногласий, если возникают какие-либо вопросы, споров не бывает. Люди научились все разумно решать с помощью Бога, в любых сложных случаях творец помогает. Из-за чего возникает недопонимание между людьми. Из-за того, что они не владеют всей истинной информацией по какой-либо проблеме. В таких ситуациях люди на других планетах просят создателей с помощью ясновидения получают всю интересующую информацию. Они знают начало, средину и конец. Недопонимание исчезает, и проблем становится меньше. Точно так же земляне начнут решать любые вопросы в золотом веке. Цивилизованное государство, это не то объединение людей, где высокий жизненный уровень и большая материальная обеспеченность, а где любят, ценят и берегут народ, где людям помогают выйти из сложных жизненных ситуаций. А народ, в свою очередь, помнит это добро и ко всему подходит честно. Почему сейчас на нашей планете многие воруют, грабят, убивают? Потому что духовный уровень землян низкий. Они живут только сегодняшним днем, их интересует сиюминутная выгода. А о том, что, поступая нечестно по отношению к другим, они сами навлекают на себя неприятности, люди не задумываются. И когда приходит расплата за содеянное зло, они не понимают, почему на их головы сыплются несчастья. Вот так люди не могут вырваться из замкнутого круга неудач, не понимая, что причина в их мышлении и поведении. У землян есть над чем задуматься. Если люди правильно среагируют, они могут приблизить наступление Золотого века. Он будет знаменателен тем, что Землю станут посещать представители других, более развитых цивилизаций. На нашей планете начнется технический расцвет, будут созданы уникальные приборы, передвижные автоматические мини-лаборатории, земляне станут собирать урожай по пяти, шести раз в год. И это не предел, ведь энергетика людей и Земли повысится. Мировое сообщество людей в Золотом веке будет жить по законам космоса. Это мир, простота, доброта, гармония в отношениях между людьми, разумный подход ко всему и постоянное повышение знаний. На Земле не будет тех преступлений, что идут сейчас во всем мире, исчезнут страшные болезни, не будет оружия, войн, катаклизмов. Человечество начнет изучать науки Божественного мироустройства и станет совершенствоваться во всех отношениях. Каждый раз, когда человечеству Богом дается новый рывок и возможность обновления всего существующего, в цивилизацию вкладывается все лучшее. Так помогают тем, кто отстал, чтобы люди могли повысить свой уровень и вновь вписаться в процесс космического развития. Многие души уже готовы воплотиться здесь, они ждут своего часа. У народов нашей планеты есть чудесная возможность увидеть, как будут работать эти люди, пришедшие из других цивилизаций, их судьбы неповторимы. Вы знаете, что на Землю и раньше приходили уникальные личности, которых помнят тысячелетия. Они продвигали цивилизацию вперед. И нам с вами предстоит увидеть интереснейшую смену эпох и встретиться с теми, кто придет трудиться для будущего землян и для всей планеты. Восемь раздел. Наука и техника, от разрушения к созиданию. Творец постоянно дает знания землянам и приводит на нашу планету неординарных, талантливых людей. Каждый из них был готов передать данные свыше знания и науки людям. Но непонимание, зависть, мнимое соперничество со стороны других людей все останавливали на корню. Благо, что земляне еще не уничтожили друг друга в распрях и в погоне за первенством. Еще остались люди, которые смогут понять, где истина и как можно позитивно развиться дальше. Им дается возможность с помощью Творца строить на Земле новую технику, обновлять и усовершенствовать жизнь, созидать на благо народа. Все рядом с вами, а начнем мы с простого, с ответа на вопрос, почему земляне до сих пор не смогли построить космическую технику, позволяющую посещать разные Вселенные и Галактионы. Как земляне подходят к космической инопланетной технике? Каждая цивилизация старается как можно больше развиться, чтобы у нее были более совершенные науки и техника. Большинство людей в космосе идет честно, представители разных планет просят Бога, изучают новые науки, открытые Творцом, и своим трудом создают уникальную технику. Но есть и такие цивилизации от темных сил, которые хотят обманом завладеть разными секретами и использовать достижения других людей в своих целях. Так, например, работает цивилизация Париса. Но на всех божественных созданиях и технике, построенной с помощью наук от Бога, стоит особая защита. На космических кораблях светлых сил люди тоже просят Создателя, и Он бережет их. От таких людей идут доброта, любовь и чистые энергии. Творцом было создано так, что каждая цивилизация развивается в своем направлении, и когда представители других планет светлых сил прилетают на Землю, они, каждый по-своему, оказывают помощь землянам. Одни корабли убирают негативную энергетику и радиацию с городов и других населенных пунктов, снимают коды, порчи с людей, если те в свою очередь просят об этом Бога. И если Творец разрешает помочь таким землянам, то у них выравнивается здоровье. Другие корабли чистят и обновляют энергетику морей и рек, лесов и гор, и т.д. С космоса строго следят за тем, чтобы флора и фауна Земли продолжали существовать. Это очень важно. Если нарушится баланс энергии в растительном и животном мирах, на Земле произойдет страшная катастрофа. Люди не готовы к жестким мутационным процессам, которые могут произойти на планете в результате накопления негативных энергий, загрязнения окружающей среды и повышения радиации. Земляне начнут уничтожать все, что покажется им неестественным и опасным, мутированных животных и измененные растения. Болезни коснутся не только человечества, но и всего живого на нашей планете, и у животных, и у растений будет прогрессировать рак различных видов и степеней, употребляя в пищу зараженные мясо, рыбу, овощи, фрукты и другие. Люди будут болеть. Когда ученые обнародуют результаты своих исследований, у людей будет шок, а затем возникнет паника. Чтобы не допустить этого в ближайшее время, работают корабли светлых сил, и поскольку часть землян молит Бога о помощи, многие несчастья и катастрофы аннулируются. Человечество не знает правды и даже не догадывается о том, как Бог спасает людей и помогает им во все моменты жизни на Земле. Когда на нашей планете происходят такие ЧП, как аварии на АЭС, взрывы в шахтах, землетрясения и другие. Из космоса всегда идет большая помощь, и часто люди бывают спасены только потому, что их уберет Бог. Творец посылает космические корабли светлых сил, которые снижают или вообще убирают страшные последствия для людей. Я уже описывал, как во время аварии на Чернобыльской АЭС работали корабли светлых сил и снизили радиацию более, чем на 300%. Благодаря этому люди остались живы, так почему земляне враждебно и агрессивно относятся к представителям других цивилизаций и их техники, ведь это несправедливо. Люди не владеют знаниями и правдивой информацией о том, какова помощь космических братьев, работающих над Землей по заданию Творца. Чиновники и ученые скрывали правду от народа. Когда сотни людей видели в небе летающие тарелки, ученые говорили, что это галлюцинация или массовый психоз, и всеми способами скрывали истину. Для чего? Они хотели захватить, изучить и использовать эту технику в тайне от других для управления народом. Беда землян в том, что, наблюдая космические корабли других цивилизаций, многие преследуют свои цели, завладеть или уничтожить. Если бы у людей нашей цивилизации была своя космическая техника, то они стремились бы попасть на другие планеты, чтобы присвоить то, что честно создано другими, и не задумываясь о последствиях, начали бы разрушать их жизнь. Бог никогда не допустит этого. Земляне на данный момент еще не созрели, чтобы иметь настоящую космическую технику, их духовность и, соответственно, знания, не позволяют этого. Но как и во все времена, Творец дает людям возможность развиться по-настоящему, поэтому в России и появились новые науки, которые открываются честным, добрым людям, сумеющим их применить не во зло, а на благо землянам. Когда люди агрессивно настроены к представителям других цивилизаций, они не думают о том, что у космических кораблей светлых сил свои сложные и важные задачи, данные свыше, что люди там трудятся и думают о том, как и чем помочь землянам. Поэтому тарелки от светлых сил не садятся на Земле там, где есть люди с негативным мышлением. Часто в иностранных фильмах показывают, как на большой инопланетный космический корабль длиной несколько десятков километров проникают люди-шпионы, остающиеся долгое время незамеченными. Это сильное преувеличение. На любом корабле есть специальная защита, и без особых знаний человеку, кто бы он ни был, невозможно попасть на корабль, тем более остаться там незамеченным. На такой космической технике работает много людей, каждый строго выполняет свои функции, всегда ведется внутреннее и наружное наблюдение, и есть своя, хорошо обученная охрана. Неужели вы думаете, что люди не увидят, как кто-то решил проникнуть на корабль? Человек еще не подумал, а они уже знают, каковы его цели и как он будет поступать. А Творец вообще все знает и уследит за каждым движением человека и не допустит, чтобы захватнические цели были осуществлены, тем более, если люди на космическом корабле оказывали помощь землянам. Вы знаете, что есть тарелки и от темных сил. Земля представляет особый интерес для сил зла. В результате договора с тайным правительством темные силы получили свободный доступ на нашу планету, сейчас используют ее в своих целях и осуществляют управление людьми. На Земле ведется эксперимент, кто победит, добро или зло. Беда в том, что люди, не понимая законов борьбы и истинные последствия своих действий, по своему незнанию, а иногда и специально делают все для того, чтобы увеличить зло на нашей планете. Причина в том, что людей долго не обучали, и они не знакомы с элементарными вещами. Знания древних цивилизаций утрачены, а ведь в те времена люди понимали, как надо поступать и как уберечь народы Земли от зла. Заключив договор с цивилизацией от темных сил Париса, Америка совершила ошибку, и это отразилось на всем человечестве. Некоторые люди из-за собственной выгоды дали возможность серым инопланетянам управлять народами Земли. Поэтому на нашей планете появились зомбирующая аппаратура, приборы и техника для массового уничтожения людей. Ни власти, ни народ без помощи Бога уже не справятся с ситуацией. Когда начнется тотальное зомбирование землян с серыми инопланетянами, то есть будут включены генераторы на все страны и народы, люди уже ничего не успеют сделать. Сейчас многие недооценивают той опасности, которая нависла над землей. Пока не поздно, люди еще могут не допустить самого негативного и страшного, что делать и как себя вести, подробно пояснено в пяти книгах шаг за шагом в божественном знании и наукам. Некоторые земляне думают, что они захватят тарелки Париса и сами будут управлять народами Земли. Это невозможно, уровень техники серых гораздо выше, чем земной. Люди нашей планеты, ни разведки, ни военные, ни ученые не будут владеть знаниями и секретами управления техникой серых инопланетян. То, что земляне сейчас знают об их аппаратуре, не более 2%. Просто так невозможно попасть на корабль от темных сил, а тем более захватить его. У инопланетян есть свои способы охраны техники. На человека или людей, приближающихся к кораблю, наводится специальное поле, вызывающее самые разнообразные реакции у землян, тошнота, рвота, слабость, потери жизненных сил, шок, потери сознания. А тех землян, которые задумали захватить тарелку, сколько бы их ни было, и каким бы оружием они не владели, просто уничтожат. Часто вокруг тарелки устанавливается специальная энергетика, низкие разрушительные для головного мозга человека, вибрации. И земляне не могут существовать в такой энергетике. Такими полями будут уничтожать человечество, включили генератор, навели соответствующее поле, и люди начнут гибнуть. Можно отключить сознание, сердце, можно вызвать спазмы сосудов и многое другое. Где бы люди не прятались, бесполезно. Энергетическая волна, усиленная различными способами, достанет в любых укрытиях. Причина, тайное правительство подписало договор о сотрудничестве с серыми инопланетянами. И сейчас идет обмен земных людей, ресурсов планеты и другие. На знания от серых инопланетян, зомбирующие технологии и так далее. Согласно договору представители Париса получили возможность самого широкого применения и испытания своей аппаратуры. Давая определенным политическим кругам на Земле возможность создания с помощью инопланетян засекреченной аппаратуры. А также применение приборов серых, не имеющих аналогов на нашей планете, представители Париса не раскрыли всех секретов режимов излучения и теперь негласно используют эти же аппараты для зомбирования землян независимо от их чинов и должностей, и в первую очередь, представителей тайного правительства и масонской ложи. Идет управление энергетикой большинства землян, и к мышлениям и действиям. С помощью подобной аппаратуры можно вызвать различные заболевания как у отдельных людей, так и у массы народа. Поскольку управление людьми идет на тонких, энергетических уровнях, а у землян неразвитые ясновидения, они не могут увидеть и понять, что же происходит на самом деле, какое сильное разрушающее воздействие идет от той аппаратуры. Вам раскрыли только небольшую часть картины, которую наблюдают братья из космоса. Думаю, люди сделают свои выводы. Когда все из описанного в этих пяти книгах начнет сбываться, только тогда земляне поймут, насколько серьезно положение. Космические корабли светлых и темных сил Корабли светлых сил предназначены для изучения, обучения и работы на благо людей и других цивилизаций. Техника помогает людям во владении новыми знаниями. Все, что сотворено Богом, призвано приносить добро, поэтому все работает надежно, аппаратура постоянно совершенствуется. Космическая техника служит столетиями. Корабли не ломаются, так как люди постоянно следят за техническим оснащением и всегда корректируют любые процессы. Космические корабли светлых сил бывают разной формы. В зависимости от цели и назначения корабля или тарелки на них находится специальное оснащение и оборудование. К примеру, чтобы заменить земной спутник, который дает информацию по всей планете, для этого ему надо постоянно перемещаться вокруг Земли. На кораблях есть прибор размером всего несколько миллиметров. Уже из этого ясно, какого развития достигли другие цивилизации. Уровень их техники настолько высок, что они могут легко решать многие проблемы, существующие на Земле, с помощью божественных знаний не только снижать радиацию, убирать озоновые дыры, но и запитывать энергией Землю, лечить людей, очищать океаны, море и реки от отравляющих веществ, обезвреживать ядерные отходы. Даже если какая-либо планета будет взорвана, космические братья могут убрать выбросы в пространство и аннулировать все негативные последствия для других планет. В космосе нет ничего незаменимого. Потенциал космической техники светлых сил высок, корабли расходуют мало топлива, работают в разных режимах гравитации и антигравитации, в измененных пространстве и времени. Таких наук на Земле нет. Те, кто будут изучать божественные науки, научатся управлять многими процессами и будут знать их начало, средину и конец. Управлять кораблем или тарелкой могут люди, у которых есть к этому специальный допуск. Земная хитрость не проходит, земляне не знакомы со многими системами, и у них нет той энергии, с которой можно было бы управлять космическим кораблем или тарелкой светлых сил. В определенных случаях тарелка может перейти на другой режим работы, она автоматически пилотируется, может сама подняться и встать на необходимой высоте или перейти в режим невидимости. Люди, которые в будущем станут изучать такие науки от Бога, ознакомятся с этими и другими вопросами более подробно. На тарелках и кораблях светлых сил работают добрые и умные люди из других цивилизаций. Ни один из них не причинит вреда землянам, они прилетают только для оказания помощи, работают спокойно и просто. От них всегда идет высокая энергетика, они доброжелательны и всегда улыбаются. Эти люди, защитники землян, и у представителей нашей планеты нет поводов их бояться. Они также просят и благодарят Бога, только их уровень духовности и мышления гораздо выше, поэтому они очень тактичны, скромны, никогда не кичатся своими знаниями, с пониманием и любовью относятся к землянам и помогают им, корабли темных сил ведут на нашей планете разведывательную работу. Представители этих сил хорошо осведомлены не только о том, что сейчас происходит на Земле, но и ознакомлены с планами правительств разных государств. Особое наблюдение идет за учеными, видными политическими фигурами и другие. Серые инопланетяне незаметно ведут работу по обработке землян, с нескольких кораблей включаются генераторы, каждый на своей частоте и со своей программой, и начинается зомбирование людей. С кораблей и тарелок темных сил работают по разрушению биополя Земли, озонового слоя, вызывают болезни у людей, животных и растений, ведут отсос энергию землян и так далее. С космоса видят, что корабли темных сил ведут работы в океанах. Скоро там, на дне, будут высвобождаться энергии, способствующие быстрому развитию бактерий, вызывающих новые страшные болезни, земляне не знают, как их лечить. Это грозное предупреждение людям. Многие моря, реки и пресные водоемы будут отравлены, почти всюду в воде, в том числе и в водопроводе, ученые будут находить новые, неизвестные или измененные болезнетворные бактерии. Ученые побоятся опубликовать и обнародовать данные исследований. Только безудержные эпидемии и высокая смертность людей будут ясно показывать, что человечество на краю гибели. Чтобы эти процессы не начались в самое ближайшее время, людям надо просить Бога об остановке работ серых инопланетян и темных сил по уничтожению Земли и людей на ней. Началась первая волна чистки, скоро она будет в разгаре. События станут говорить сами за себя. Сейчас время, когда нельзя в своих бедах винить других, кого бы то ни было. Настоящее событие, результат разумных действий человечества. Думаю, что найдутся люди, которые правильно поймут и примут чистку. Именно они смогут реально повлиять на изменение ситуации к лучшему своими молитвами и правильным поведением. Корабли темных сил специально работают, чтобы у людей вызвать панику. В такой ситуации земляне не справятся с несчастьями, а наоборот, своим поведением спровоцируют новые. Выделенная психическая энергия будет неуправляема для землян. Серые инопланетяне воспользуются этим и начнут вести отсос энергии и манипулировать людьми. На кораблях темных сил стоит мощная аппаратура по управлению землянами, и скоро ее будут применять более широко. Люди без специальной защиты ничего не стоят перед воздействием серых. Те, кто просят Бога, не злятся и не расстраиваются, сохранят положительный потенциал энергии и будут находиться под защитой Творца. Ни один корабль, робот или темные силы не смогут навредить таким людям. Серые инопланетяне недружелюбны. Если их тарелка приземлилась и они посчитали, что кто-то из землян им помешает, то тех людей просто уничтожают. Когда люди будут знать о таких вещах, они начнут более реально и грамотно подходить к жизни. Землянам придется столкнуться и с хорошим, и с плохим. В таких случаях надо просить Бога о защите от темных сил. Как видите, все рядом. Ваш разумный подход поможет выйти из разных ситуаций на высоте своего положения. Космические корабли на Земле, реальность и будущее. Любой человек послан на нашу планету Богом, и у каждого есть свои способности, кто-то хорошо мастерит, разбирается в технике, кто-то изумительно шьет, кто-то красиво поет, рисует и так далее. Часто случается так, что способности и таланты у человека открываются неожиданно, возраст не играет никакой роли. Это чуть-чуть приоткрылись знания прошлых жизни. Когда люди идут с Богом по жизни, возможны любые неожиданности и чудеса. Если бы земляне вовремя созревали, понимали суть происходящих событий, то смогли бы понять, осознать и постичь главное, куда их ведет Творец. Почему в космосе, глядя на людей нашей планеты, не обижаются и не сетуют, все принимают спокойно и только говорят, не созрели. Создатель готов дать новые знания, открыть, как строить технику, как выйти из сложных ситуаций, но люди не готовы правильно понять такую информацию. Земляне смотрят на все по-своему и понимают тоже по-своему, по-земному, многого недопонимая до конца. У большинства людей возникнет удивление, если им сказать, что на Земле в разные века, как и в 20-м столетии, через разных талантливых людей человечеству давалась возможность строить настоящие летающие тарелки. Давайте обратимся к истории и вспомним такие имена, как Циолковский, Королев, Туполев и другие. Через них России давались необходимые науки, которых еще не было на Земле. Но каждый из этих людей встретил бурю непонимания. Парадокс в том, что свышеземлянам, россиянам давалась возможность развиться и уйти дальше по науке и технике. Знания открывались даже в самые тяжелые для страны времена, но люди не смогли развить нужные идеи и проекты. Какова причина? Недальновидность руководителей страны, невнимательность и недооценка научных кругов. Если бы ученым дали возможность развить их идеи и провести эксперименты, создать новые виды техники, двигатели, то они смогли бы открыть новую эру в науке Земли, на нашей планете могли развиться новые научные направления. Если бы гениям, строителям космических кораблей дали возможность создать летающие тарелки, то начались бы грандиозные эксперименты. Развивались бы учения о клетке, об энергиях. Развитие генетики пошло бы в совершенно ином направлении, полезным для людей, а если бы россияне просили Бога, науки познавались бы глубже. Но, увы, руководство страны недооценило развитие техники для научно-исследовательских целей. Все внимание было сосредоточено на создании оборонной промышленности, ракет, а также самолетов-истребителей и самолетов-разведчиков. На создание летающих тарелок ушли бы время и средства, а это было невыгодно. И как бы ученые не стремились внедрить новые идеи, технологии и изменить развитие научной мысли, им этого не удавалось. Почему на других планетах люди развиваются быстрее? Потому что они ценят время, данное им создателем, и понимают, что свыше через гениев и талантливых людей им даются новые знания. Поэтому там поддерживают одаренных и дают им все возможности для развития и роста. А таланты, развивая и углубляя свое направление, развивают науку всей планеты. Вот так с малого начинаются великие открытия цивилизации. У нас же талантливые люди находятся в унизительном положении, они вынуждены бороться, чтобы об их открытиях узнали люди. А чтобы что-то внедрить, им приходится доказывать, что новинка нужна обществу. Парадокс, и тем не менее, новое игнорируют. А секрет прост. Оказывается, что многим монополистам невыгодно, если новшество будет внедрено и его начнут широко использовать простые люди. Монополисты останутся неудел с навсегда устаревшими догмами и подходами. Поэтому они всеми способами тормозят развитие наук и техники, стремятся выиграть время и как можно больше заработать. Они недопонимают, что своими действиями они в целом задерживают развитие всей цивилизации. Это значит, что в нужное время люди не будут готовы перенять другие новые знания свыше. В результате этого истинное развитие замедляется или останавливается. А человечество уже идет по ошибочному, тупиковому пути, который диктуют некоторые люди. Выгодно развивать военную промышленность, значит она будет развиваться, выгодно враждовать и развязывать войны, значит это будет происходить. Но истинное развитие науки и техники для процветания простого народа, качественное повышение знаний большинства людей невыгодно, потому что умным народам сложнее управлять. Так строится политика определенных кругов. Но это не может долго продолжаться. Бог дает знания простым людям, и они будут обучаться и развиваться дальше. И это справедливо. Из-за неграмотных действий чиновников погублено немало талантливых людей, и человечество оказалось на краю гибели. Время и действия людей приведут к определенному результату. Было бы неплохо, если бы земляне подходили более серьезно к решению всех вопросов, определяющих их будущее. Мгновенный отрыв и уход навсегда вперед по новым наукам и технике. Если люди сумеют правильно понять, куда их ведет Творец, то для землян будут открыты новые науки от Бога. Они позволят в кратчайшие сроки убрать или аннулировать любые проблемы. Это возможно в том случае, если люди будут просить Создателя, что могут дать землянам божественные науки. Во-первых, это новая техника, позволяющая решить все существующие проблемы ремонта, топлива, дорог и так далее. Во-вторых, это новая аппаратура, приборы, заменяющие ТЭС, ГЭС, ГРЭС и тому подобное. Можно сделать генератор небольших размеров, как на других планетах, который будет давать свет и тепло на весь город. Не надо строить крупные научно-исследовательские центры с большим штатом работников, чтобы создавать уникальные вещи, будет достаточно небольших лабораторий. С помощью божественных наук можно создавать любые сверхточные аппараты, машины, которые дадут возможность быстрого развития общества. Существуют тысячи направлений, по которым можно развиваться. На одной из планет, Пурлея, где людям так же, как на Земле, давались знания через талантливых людей, цивилизация развилась гораздо больше. Сейчас там налажено производство высококлассной аппаратуры, которая с успехом применяется на этой планете для ведения научных работ в обсерваториях, научных центрах, а также находятся на тарелках и космических кораблях. Люди изучают строение Вселенных, работу и преобразование энергий, совершенствуют жизнь во всех направлениях. У них нет загрязнений окружающей среды, нет отходов. Все отходы они качественно перерабатывают, а переработанные продукты используют как энергетическое топливо. Берегут природу и все, что дано им Творцом. Их планета сейчас благоухает, хотя тоже было время, когда работали заводы и шли вредные для всего живого химические выбросы. Как видите, люди решили эти и другие проблемы с помощью развития новых наук и направлений. Точно так же могла развиваться и планета Земля, если бы люди не отталкивали гениев, а стремились бы их понять, помогали бы им создавать и внедрять новое. На развитие новых наук на Земле Творцом будет отведено время, космос готов передать знания землянам. Но пока духовность людей низка, этого не может произойти, потому что люди с низкой духовностью не смогут правильно и с добрым применять технику и все науки от Бога. Эти люди начнут мстить, разрушать, враждовать. А Творец не этому учит, он ведет человечество Земли к мирной жизни, расцветуя золотому веку. Если земляне сумеют все правильно понять и поставить на свои места, будет мгновенный отрыв по знаниям и наукам, разовьются новые направления, которых еще никогда не было на Земле. Какие это науки и как они станут развиваться, узнают те, кто будут обучаться, честно вникать и трудиться для народа. Пока люди враждебно настроены друг к другу, у них нет нужных энергий добра и любви, и обучения не будет, так как многие вещи с таким земным мышлением будут просто непонятны, люди не смогут достичь желаемого, и космос не пропустят дальше. Бог видит любую мысль, намерение, желание человека, знает и понимает вас больше, чем вы сами себя знаете и понимаете. Недружелюбие, дебаты, осуждение людей, большие препятствия на пути развития. Поэтому всегда надо начинать с себя, готов человек, будут готовые знания для него. Надо только созреть до них и суметь впоследствии их правильно принять и применить. Как перейти к новым наукам? Людям, которые живут по божественным заповедям и поняли назначение наук от Бога, будут открываться новые знания внеземных стандартов. Земляне изучат, как лечить и мгновенно исцелять людей, откроют новую медицину. У тех людей, кто идет к Богу и ценит данные создателям, будет возможность изучать и строить новую технику. Земляне изучат науку об энергоносителях, будут знать, как строить тарелки, узнают принцип работы двигателей, изучат гравитацию, антигравитацию, строение вселенных, жизнь на других планетах и многое другое. Будет идти отбор людей. Рекомендации чиновников здесь не нужны. На обучение попадут те, кто честно просит Бога, живут по божественным законам и несут добро. Те, кто поняли, что, живя по земному, часто ошибались, увидели свои ошибки и убирают их. Такие люди начнут изучать литературу космического характера и будут прощены Богом. Они навсегда уйдут от земного мышления, тем и дел. В любой науке есть свои правила. Существуют и божественные законы, правила. Если вы идете к Богу, то у вас сохраняется полная свобода. Приказов здесь нет, потому что это неверно. Люди, развиваясь свободно, достигнут большего и на собственном опыте будут знать цену всему в жизни, поднимут уровень знаний, будут творить и созидать. Многие еще недопонимают, что все, созданное людьми на земле, постепенно отойдет на последний план, а затем в небытье. Сейчас люди передвигаются на самолетах, автомобилях, мопедах, мотоциклах и так далее. Горючее, дорогое, и чиновники заинтересованы в том, чтобы поднимать цены на топливо. Но есть и другие, экологически чистые и более дешевые виды топлива, которые будут применяться на тарелках. Если у землян появится новая космическая техника, на которой они смогут свободно передвигаться в любом направлении по всему земному шару, то что будет тогда, не будет налогов, заправок, аварий и автокатастроф. Ремнями пристегиваться не надо, не нужны такие дороги, которые в России надо ремонтировать каждый год. Никто и нигде вас не будет останавливать и требовать, чтобы вы заплатили штраф. Чтобы перейти на новую технику и энергоносители, людям надо учиться и знать законы развития, они просты. Те, кто будут обучаться, узнают о них, постигнут новые и начнут применять знания на благо народа. Главное в человеке, честность, и это оправдано. Честные люди будут всего добиваться своими стараниям и трудом. Вы независимы от плохих идей людей. Земляне, те, кто поймут, начнут строить свое будущее своими силами с помощью божественных знаний, будут созидать, изобретать новую технику, не имеющую аналогов на земле. Знания от Бога даются в космической семье бесплатно, но тем людям, которые не предадут родину и будут трудиться для людей, для народа. Люди, которые поймут суть и вникнут в разные направления новых наук, уйдут навсегда вперед к новым знаниям, опередив все земное. У них появится самая разная любимая на всю жизнь работа, там не будет мата брони, лжи и мести, там не будут преследовать, унижать и садить тюрьмы, не будет клеветы, как на А, Д, Сахарова и многих сотен тысяч других, как он, у Бога нет лучших и худших. А есть те, кто чтут, ждут и любят людей. И они будут знать, что у них есть Родина, Россия, и как за нее постоять. Законов станет мало, но все они будут действенны, честны и пойдут в согласованности с божественными законами и правилами, которые поняты всем, часть их есть в Библии. Землянам с разрешения Бога дадут пояснение по высшему закону космоса. Он един для всех миров, как сам Бог, существующий везде и во всем. В космосе люди поступают честно и умеют правильно применить знания, поэтому Творец им всегда открывает новые науки. Многие несчастья в России идут потому, что в бывшем Советском Союзе поступали так, если человек был неугоден чиновнику, на него заводили дело, полное клеветой. Потом просто считали изменником Родины или относили к какой-нибудь секте, судили или казнили. История знает немало таких случаев. Портократия не любила и не ценила народ. Хотя сами чиновники жили за счет других людей, которых было принято унижать и использовать себя в угоду. Как видите, зло дало свои результаты. В Библии об этом было сказано, посеявший ветер пожнет бурю. Она впереди. Если народ найдет в себе силы, он возродится к честной, простой жизни и возродит Родину, Россию, тогда можно будет, начиная с малого, строить жизнь на божественных началах. Заключение к разделу. Земля находится на пороге глобальных событий. У нее остается два варианта. Первый, предсказанный Нострадамусом, это страшные катастрофы и гибель миллиардов людей в короткие сроки, страшные эпидемии, катаклизмы, Содом и Гамора. Второй вариант, использовать предложенный Богом шанс выровнять с помощью Творца и космических братьев положение на Земле и не погибнуть самим, развить новые науки и технику и шагнуть в космическую эру развития. Чистку по законам космоса все равно придется пройти, так как надо отрабатывать за свои неверные действия и исправляться, чтобы больше не отягощать карму человечеству. Но параллельно с чисткой людям, которые поймут, в сложных условиях придется строить новое. На их долю выпадут самые тяжелые испытания, гонения, ложь, клевета со стороны многих людей, тяжелые физические нагрузки и другие. На этих землянах будет лежать большая ответственность за работу, данную им свыше. Это ответственность напрямую перед Богом и перед людьми. Я думаю, что эти люди все окончательно взвесят, и если начнут уходить вперед по новым знаниям и наукам, то уйдут уже навсегда вперед. Тогда им, успехов и новых открытий. 9. Раздел. Когда люди созреют, каждому человеку в жизни свыше дается возможность понять смысл бытия, отойти от земного и уйти в своем эволюционном направлении навсегда вперед. Не все люди да понимают, сколько им дано Богом, не все созревают в нужное время. Творец дает землянам все самое ценное. Если они сумеют это правильно понять и принять, то уйдут навека вперед, если будут далеки от темы, их развитие замедлится. Богом и раньше открывались людям тысячи мирных путей развития, но земляне не поняли это, выбрали для себя не лучшее будущее и отказались от тех вариантов, которые Создатель давал им напрямую. Предсказание Нострадамуса. Мгновенно время истечет, и станете молить в веках, чтобы исправить все, что натворили, чтобы Бог дал возможность искупить деяния былые. Мгновенным будет переход, из небытия в расцвет, для тех, кто душу уберег, от зла и мести, вы, каждый человек, Творцом на землю были посланы, ударом будет многое для тех, кто Бога в суе утерял. И отдалились вы от Бога неспроста, через грехи, и гнев, и жажду мести, не вы наказывать пришли, а Бог всех справедливо будет принимать, и все деяния пред вами и людьми он будет обнажать. Когда вы станете мудрее, чтоб мир в душе раскрылся, тогда все краски мира заиграют, душа очистится и, всем простив все, за сия от Светом Бога, Мишель Нострадамус, заключение. Дорогие люди, вы познакомились с божественными знаниями и науками, подходит к концу Викнига, и вместе с ней заканчивается цикл книг шаг за шагом к божественным знаниям и наукам. Хочу надеяться, что время, проведенное вами за чтением этих книг, не прошло для вас впустую. На земле начались катастрофы, гибнут люди, многие недопонимают, от чего начались разные несчастья по всей планете. Об этом времени было предсказано в Библии, Уэм, Нострадамуса и других пророков от Бога. Это не значит, что все несчастья на земле давно предопределены и они должны обязательно произойти. Да, люди их честно заработали своими действиями, но Бог очень добр и справедлив, и если Он увидит, как земляне искренне раскаиваются в своих деяниях, молят Его о прощении, просят помощи жить дальше и останавливают свое зло, Бог пересматривает многие решения и идет навстречу людям. Пока еще есть небольшое время, чтобы кое-где подправить ситуацию, сложившуюся на планете Земля, скоро этого времени уже не будет, и тогда, если люди не сумеют или не захотят воспользоваться шансом, данным Творцом, катастрофы понесутся чередой. Дорогие люди, вас еще можно уберечь, остановитесь, уберите дебаты и задумайтесь о самом главном, для чего вы живете, и поступайте так, как подскажет вам сердце. С первого взгляда может показаться, что людям, идущим по Божественному пути, легко в жизни. Это далеко не так, у них идут такие же уроки, порой даже еще более сложные, но с помощью Бога они все проходят. Хочу вкратце рассказать о себе. Испытаний было немало, в детстве немцы хотели расстрелять, видел много смертей, во время и после войны довелось пережить голод, ели траву, заваривали и пили кору с деревьев. Такие испытания пришлось пройти наравне с другими людьми, когда нас вели на расстрел, мы просили Бога и поэтому остались живы. Мимо колонны пролетел снаряд и снес пополам фашистов, конвоировавших нас, так что от гитлеровцев остались только шагающие ноги. Создатель всегда уберегал, даже в самые тяжелые моменты не давал погибнуть людям, которые молили его о помощи. После войны советских людей в деревнях обложили налогами, требовали сдавать молоко, мясо, яйца, шерсть и так далее, заставляли покупать облигации. У кого не было хозяйства и животных, все равно требовали уплатить налог. Тогда люди покупали молоко, мясо и так далее и сдавали государству. Когда и денег не было, у людей отбирали имущество, к нам домой пришли уполномоченные и конфисковали швейную машину, а больше нечего было взять, стояла железная кровать, на которой не было сетки, вместо нее мы клали сверху камыш, так и спали. Мама, бабушка шили на семью одежду, обувь, когда швейную машину изъяли, то и обуться, одеться стало ни во что. Таких семей по Союзу были миллионы, люди жили в крайней нужде, но честно поднимали страну, подходили с юмором, а иначе было не выжить. Вы помните фильм про Чапаева? Он спросил у одного деда в деревне, как живешь, отец, тот ответил, чудно, белые придут, грабят, красные придут, тоже грабят. И тогда Чапаев сказал, всех, кто ворует, будем расстреливать, а если увидите, что я ворую, и меня расстреливайте. Вот так он подошел прямо и справедливо. Немало было людей, болеющих за Россию, за народ. Но часто случалось так, что они всегда мешали тем, кому было невыгодно, чтобы эти люди оставались защищать родину и народ. Так произошло и с Чапаевым. Когда он вел заседание, некто от его имени из штаба дал приказ, чтобы красные отступали, Чапаев не знал об этом. Когда армия отошла, белые напали, разгромили штаб, уничтожили умнейших командиров, Чапаев тоже погиб. Так работают предатели и масонская ложа. Такие таланты, как Чапаев, другие русские полководцы, а также ученые, гений мог ли бы сохранить Россию целой и невредимой, создать здесь новейшую науку и технику. Но, увы, этим людям просто не дали развиться. В России есть такая закономерность, как только человек честно работает для народа, его считают чудаком, а если захотел внедрить что-то новое для усовершенствования или облегчения жизни людей, его начинают преследовать. В свое время мне довелось семь лет подряд отработать на целине, подходил честно, работать приходилось много, спал порой по одной целой, пятидесятым, два часа. Любил и сейчас люблю Родину, но часто встречал в своей жизни недоброжелательство и зависть людей. В то время ценили только партийных, а если работают простые люди, то их редко замечали, относились к ним как к людям второго сорта. С детства родители меня учили честно трудиться, и это осталось на всю жизнь. Три созыва был народным депутатом, видел, как обманывают народ, как поступают чиновники. Всем, чем мог, помогал людям. Увлекался разными науками, получил несколько специальностей, не пил, не курил, и сейчас не увлекаюсь этим. Изучал и изучаю науки небесного свода космического направления, еще в 1947 году занимался изучением движения молекул в плазме газа. Это особая наука, на Земле она неизвестна. Если людям сказать, что на Тибете есть посвященные, изучающие науки, которых нет на Земле, то далеко не все поймут, что это такое, так как далеки от темы. Жизнь можно преобразовывать в разных ракурсах, каждый это будет делать по-своему. Бог вел меня с детства, открыл науки, как усовершенствовать жизнь, как создать новую технику. Я познакомлю вас с некоторыми новинками, созданными примерно лет 40 назад. Они для меня уже устарели, как трактор Фордзон прошлого века или самолет братьев Райт, сделанный из полотна. Итак, рассматривая созданная учеными Земли, я видел, что они идут в никуда, как в ядерной физике с атомными станциями, так и в автомобиле, самолетостроении и так далее. Чтобы помочь людям, с помощью божественных наук мною была создана приставка к автомобилю, позволяющая экономить традиционное горючее и ездить даже на воде. Успешно провел ее испытания и начал совершенствовать дальше, а потом стал просить Бога, чтобы он разрешил внедрить эту новинку для людей, для их пользы, для того, чтобы страна повысила свой уровень и стала лучше развиваться. Но оказалось, что не так-то просто внедрить новое, а внедрение ТБП, топливного преобразователя Бакаева, для улучшения жизни россиян, или как ученые крепко поддержали, изобретателя. Проведя ряд испытаний и подготовив разные модели приставки, я решил представить на суд ученых одну их них, это была приставка среднего уровня, чтобы добиться проведения ее натурных испытаний, пришлось потратить много сил и времени, на это ушло несколько лет, лет. Испытания проводились в 1988, 1989, 1990-х годах. Вы познакомитесь с несколькими обычными, не самыми значительными актами, позволяющими понять возможности приставки. Итак, прежде, чем ее поставить на автомобиль, от него необходимо отсоединить систему подачи топлива, карбюратор, реле-регулятор и трансформатор, бабину. После подсоединения приставки заливается бензин, или дистопливо, или водно-бензиновая эмульсия. Вода, бензин равно 10 разделить на 1, в количестве 100 500 мл, заводится двигатель, и автомобиль срывается с места. Это может быть машина любой марки. С приставкой она пойдет на любом топливе, хоть на дизельном, хоть на бензине, хоть на воде. Экономия топлива в 10, 20 и более раз, в зависимости от вида топлива и марки приставки. На испытаниях в РИЦ ПМГ, Перми был представлен только один образец приставки. Вы можете лично ознакомиться с заключениями комиссий. Выводы комиссии ясны, теперь, пожалуйста, познакомьтесь с расчетом мощности приставки. Расчет мощности приставки. Как видите, приставка к автомобилю позволяет уменьшить в 10, 20 и более раз расход горючего, пригодна для установки на существующие стандартные автомобили без их переделки, дает возможность использовать разные виды топлива, в частности дизельное вместо АИ-93, обеспечивает переход на принципиально новые виды дешевых, экологически чистых топлив. При проверке токсичность выхлопа газов составляет 0,0-0,5 за счет полного сгорания горючей смеси. Все комиссии подтвердили уникальную работоспособность и высокую экономичность приставки. Абсолютная сна выгодность ее внедрения и применения для народов России. А что было дальше? Дальше мне предложили выпускать эту приставку на местных предприятиях большими партиями. Все шло неплохо, и казалось бы, россияне в скором времени могли бы ездить на автомобилях с приставками. Но в один прекрасный день, когда уже готовились документы на подпись, мне сказали так, здесь, в России, мы будем выпускать детали для приставки, она у вас неэстетичная. А сборка будет идти в других странах, в Германии, Чехословакии, Болгарии, и называют всего семь стран. Но как? Это значит, что россиянам, простым людям эту приставку не видать. Весь мир будет на ней ездить, а Россия, нет, цену за красивую упаковку сделают такую, что народу останется только мечтать о дешевой и безопасной для окружающей среды езде на автомобиле. Как бы сейчас, когда города перегружены транспортными средствами, пригодилась эта приставка, на что сделаешь? Люди не поняли, что можно было бы точно так же усовершенствовать автобусы, самолеты. Вы представляете, как выиграла бы страна? За два часа полета самолет Ту-154 тратит 7,5 тонн горючего, во сколько это обходится государству? А ведь могли бы уже давно летать на воде. Видимо, это было не нужно людям. Когда я приносил ученым свои изобретения с полными расчетами и обоснованиями, как можно внедрить новинку, часто слышал от них, а кому это нужно? В то время было невозможно пробиться и внедрить новое на пользу российскому народу. Сейчас для меня приставка как позавчерашний день, она была создана 40 лет назад, а за это время появилось много нового. А тогда, в 90-х годах, я отказался ее внедрять и не раскрыл ученым секреты ее работы, и сразу начались преследования, стали вызывать в разные органы. Их интересовало, где взял приставку, что собрался с ней делать. У разведки был шок, откуда такие знания. А я шутил, на вопрос о появлении приставки, отвечал, что украл в Америке. Мы проверяли, у них такого нет, был ответ. Одни хотели запугать, чтобы я им отдал приставку с подробными чертежами и описанием работы. Тогда они применили бы ее на военной технике для уничтожения людей, а народ вообще не узнал бы о ее существовании. Другие хотели казаться добрыми, войти в доверие и вызвать на откровенность, чтобы я рассказал, как создавал эту новинку. Так продолжалось несколько лет, но они не добились своего. Долгое время я был без работы, преследовали чиновники, но я просил Бога, и все постепенно наладилось в жизни. И вот подумайте, люди, каково тем, кто не бежит за границу продавать российское данное народу Богом, тем, кто любит свой народ, Родину и хочет, чтобы россияне жили лучше, как эти люди могли бы помочь обществу, но чиновники подходили по-земному. И в результате истинных наук на нашей планете нет, посмотрите, какие двигатели выпускаются на Земле, в частности в России и какие создаются на других планетах в цивилизациях от светлых сил. Мы эту приставку ставили в сопровождении военных, академиков, показывали людям, но фильм не полностью был показан народу. Мы решили сейчас полностью переснять фильм и показать, для чего все это создано. Наша приставка работает на воде, бензине, на разных подходах, десктоплива, любые жидкости. Даже если мы будем сейчас брать, вот вчера здесь как раз 15 сентября 1992 года прорвало канализацию, здесь один товарищ качал из полотка, мы на ней поедем, потому что бензин дорогой, все дорогое, по себе. Мы занимаемся этим более 40 лет. Значит, у нас много новинок всяких, а внедряло это тяжеловато. Хотели сделать, чтобы завод какой-то взялся. Ну вы знаете, в наше время всегда трудно, и с ресурсами, и с учением. Но это не главное. Главное другое. Я думаю, у нас народ поймет. Мы объясним вот эту приставку, объясним другие виды. Значит, скажу, вот мы достигли магнита, если его разрывать, они в приставке стоят. Если практически так разрывать, его не разорвешь. Здесь 450 килограмм надо усилить, чтобы его разорвать. Он из новых сплавов у нас создан. Ученые в мире эти сплавы не знают. Мы занимаемся совсем другой наукой. Идет измерение у нас не трехмерное, а пяти, шести, семимерное. Занимаемся мы и уфологией, занимаемся и тарелками. Некоторые товарищи, когда тарелки попадают в уфологию, то есть обжигаются, это товарищи с отрицательной энергией. Они их боятся. Они, значит, или убийцы, или когда-то где-то воровали что-то. И поэтому эти люди, Бога не верит, попадая в это поле, под тарелку, их обжигают сразу. У нас наподобие такого принципа, это сделана приставка, мы сейчас зальем где-то 30 грамм воды, канализация. Она может пройти где-то километров 600. У нас идет новый вид расщепления, катализаторы нового вида. Ученые в мире не знают. Мы будем просить ученых мира, которые умные. Значит, если будут в нашу коалицию вступать, мы будем преподавать им новые занятия. И образуется у нас новая наука, невзирая на личности, невзирая на нации. Для нас нации роли не играют, лишь бы люди работали и не воевали. Приставка сделана специально для того, чтобы люди не воевали. Если будут воевать, она кодом уничтожается и работать она не будет. Теперь, мы достигли медицины. Лечим рак, СПИД и сотни других болезней. Очень быстро. Сейчас мы будем, значит, с нашими ребятами открывать новые центры. Ну, если будут врачи хорошие, мы будем подбор врачей делать, чтобы людей лечили более эффективно, не так, как сейчас вот лечат. И диагноз мы берем совсем по-другому. Ну, где-то другим измерением. Типа, как вот Баба Ванга. Она сразу, если человек пришел, то уже сразу известно встает, что, где и как. Теперь, кто будет с нами работать, не взирая всем внимания президентам Америка. Если об Америке мы скажем, товарищи, внимание, весной, когда я сидел, значит, от центра, от нашего, мы там вели, значит, беседу, ваш спутник уже добрался до Луны, на Луне был. Ваши ребята брали материал, мы знаем, какой он материал брал, поэтому мы в генштабе были. Я ему об этом говорил, наша аппаратура вас не брала. Мы вас приветствуем, мы рады, что вы уходите далеко. Поэтому, внимание, японцам, если бы вы, вот, для народа показывали НЛО и обратились к нам, у вас бы была полная посадка НЛО и взлет полный, мы бы сказали, с каких цивилизаций они садятся, потому что мы занимаемся более 40 лет. Итак, сейчас я вам буду по порядку рассказывать, что обозначает эта приставка. Внимание! Вот вот это инверкторная пара. Это прохождение, то есть уничтожение полностью цело. И возврат, газа здесь идет в деление, назад. Вертушка преобразователя. Клапан перепускной. Разгонные релюшки. Конденсаторы запускные. Преобразователь позитрольный. Мы называем вот это цибуля, луковица. То есть это как раз позитрон преобразовывает. И когда вода работает, расщепление идет. Если в атомной промышленности, там, допустим, идет термоядерный синтез. То есть здесь получается полная ионизация ядра. То есть вредных отходов примесей нет и облучения не будет. Сейчас. Это общая емкость на всю машину, на все эти приборы контролируется. Вот это та приставка. Она управляется поляной. Здесь, если залить 200 грамм воды любой, значит, вы уходите где-то около 3000 километров. Машина сразу уходит мгновенно, ее ничем не догнать. Мощность двигателя повышается за счет накруток. То есть горение газа можно сделать 250, 350, 600 метров в секунду, 200 тысяч и так далее до скорости взрыва. Сейчас, связи с тем, что мы не все секреты показываем. Мы сейчас оборудование подвесим. Эта машина заведется на воде. Возьмем воду вон там с канализацией. Вы увидите ее. Внимание, товарищи. Сейчас сюда будет залита вода. Просто служит, канализация. Пожалуйста, заливай, Коля. Можно его показывать? Отливай. Половину, выливай, выливай. Половина, показывай. Показывай, чтобы... Отливай, отливай. Еще отливай. Заливай. Тихонько. Наверное, вкусная вода. Грязная. Ничего. Чем грязнее, тем лучше. Так. Так. Тихонько. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вы только слышали, мы наоборот об этих встречах знаем, мы можем многое вам рассказать, познакомим с другими цивилизациями, они существуют, есть НЛО, тарелки, все это есть. Вот, например, когда наши фобосы запускали один, фобосы два, там был фобос один и второй уничтожен, потому что они экологически были грязные. Значит, мы, если бы у нас они спросили, мы бы сказали, когда запускать спутники фобосы, они бы уничтожены не были, они ни с кем не согласовывали, а просто решили, что это они все знают, далеко это не так. Потом фобос назван, когда-то в 1877 году открыли две луны, фобос, и ее назвали Страх, и вторая луна была открыта. Значит, размеры ее тоже не точно сказали, а значит, у фобоса 25 километров, на самом деле 140 километров там. Вторая луна есть, Манила, но ее ученые по-другому называют, она 249 километров по перечным размерам. И, дорогие товарищи, те, кто с нами, наука, внимание, будет с нами работать, мы вас научим работать с космосом, у вас науки не было, это не наука, потому что вы не знаете, жили или не жили на Марсе, на Юпитере. Мы скажем, почему цивилизации погибли на Марсе, почему погибли на Юпитере, мы знаем конкретно, почему наша цивилизация, значит, когда раньше тоже погибала не одна же, на нашей земле несколько цивилизаций уже погибало. И мы боимся, чтобы сейчас эта цивилизация тоже не погибла, последняя Атлантида погибла. Мы с ними работаем, хорошие ребята, на землю они возвращаться не собираются, теперь мы создадим книги и ряд документальных фильмов есть, особенно американцы, внимание, вы создали за 1897 год, у вас была экспедиция, копия Соломона. Мы очень вас приветствуем, о 50-х годах был фильм поставлен, если бы вы к нам обратились, да, копии существуют, и если у вас есть умные люди, то мы вам поможем документальные рассказы создать Соломона. Вы опубликуете на весь мир, мы очень рады, что вы в Бога верите, есть Бог, есть другие цивилизации, наша цель показа этого фильма для того, чтобы вы были дружелюбнее, культуру подняли, не ругались, если это будете выполнять, часть людей мы будем лечить, самые страшные болезни. Тамара Глоба, когда говорила, что ученые на Урале откроют энергетику, она правильно говорила, мы новую энергетику открыли, мы вам покажем на второй раз, здесь можно потом развернуться, фильм, энергетика будет новая, свет будет зажигаться, электростанции не надо, мы от этого далеко ушли, не надо проводов, не надо материалы дорогие, и сейчас, если вы будете ставить материалы, то есть вот наши приставки, приставки будут, мы стараемся, чтобы дешевые были, но, чтобы работали они очень надежно, сейчас будет галючее дорожать, топливо дорожать будет, а здесь вам не надо никаких денег, вы наоборот, ведете экологически чистый образ, вся техника у вас будет новая, хорошая или старая, она будет работать чисто, хорошо и доброкачественно, если вы бак воды зальете, а мы тысячник поставим, или двухтысячник, это считайте, две тысячи баков вам заправлять не надо, вы заправитесь дурно, сейчас очень тяжелое положение, нас тоже многие понимают, многие не понимают, спасибо тем людям, которые нас понимают, помогают нам в организации, во всем, мы им тоже будем помогать, насчет этих приставок мы создадим, мы не хотим, что вот мы там руководители нет, нам надо, если директор очень умный, мы своего поставим директора, тем более, ваших людей мы научим, то есть они уже будут наши, на каждый район у нас есть особый способ учебы, и врачами будут хорошими, и профессорами будут, они будут знать другие измерения, будут честно и порядочно работать, как у нас говорят поджинсменские, а джинсменов-то маловато, но хотелось, чтобы их больше было, мы хотели бы, чтобы и мир понял, и еще внимание худшее, мы никогда вам не предсказывали, в Советском Союзе, катастрофы, будут катастрофы, будут самолеты пропадать, бесследно, будут исчезать, будут разбиваться, потому что экология нарушена, пройдет вот в течение года до того года, ряд землетрясений, пройдет на юг и много землетрясений, сейчас мы погоду настраивали, погоду не вынастроили, это по календарю так совпало, погоду мы могли бы, если бы вы были добрее, вот такую держать хорошую, все время, вы бы ее как по заказу всегда бы получали, постарайтесь быть доброжелательными, как не трудно, давайте вместе выходить, находить общий путь, мы вам подскажем, по астрологии вас подтянем, по многих других видах подтянем, потом так сделаем, что войны не будет, нам не о чем спорить, воевать не надо, больше ничего от вас не требуется, и надо быть по магазинам везде, где бы вы ни ходили, дружелюбным, а то вы сейчас идете, скорее желудок набить, да не надо так делать, всегда было и будет, когда много людей на земле, трудный период, трудный период, вы не обращайте на тебя вверха внимания, они тоже ошибаются, они тоже люди, но когда мы вместе будем работать, у нас ошибок совсем не будет, мы далеко уйдем. Достижение земной науки инопланетные двигатели Турбовентиляторный двигатель PS90 от тяга 16000 КГС, масса двигателя 4160 кг. Чтобы создать такой двигатель, необходимы тысячи людей и огромные предприятия, двигатель недолговечен, для его использования в течение нескольких лет требуется сотни тысяч тонн горючего. Двигатель инопланетный 1, используется на тарелках средних цивилизаций, тяга более 100 тысяч тонн, работает 100 лет на одном литре топлива. Этот двигатель работает бесшумно, имеет самовозбуждающуюся систему. Двигатель инопланетный 2, двигатель, применяемый на кораблях высших цивилизаций, предназначен для обычных полетов в разные вселенные. Работает на воде, газ преобразует во вторичное топливо. Работает безотказно свыше 4000 лет, ремонту не подлежит. Двигатель не загрязняется, не окисляется, не ржавеет и так далее. Проработав не одну тысячу лет, выглядит как новый. Двигатель инопланетный 3, применяется на тарелках для полетов местного назначения, работает на воде. Бак 5 литров, топлива хватает на 500 лет. На двигателе стоит преобразователь, который преобразует горючее в топливо для реактора. Двигатель инопланетный 4, такие двигатели стоят на кораблях нашей Вселенной, сделанные из особо прочных, не стареющих материалов, срок эксплуатации одного двигателя 3000 лет. Двигатель инопланетный 5, двигатель с корабля одной из высших цивилизаций. В нем предусмотрены все энергетические режимы, благодаря чему корабль путешествует в разных параллельных мирах, топливо, сжатый воздух, стоит самовозбуждающаяся система нового типа. Вес двигателя – 285 килограммов. Позволяет мгновенно развить скорость, равную скорости света в степени 130 – 300 миллионов 130 километров в секунду. У этих двигателей есть общие черты, они не ломаются несколько тысяч лет, не требуют много горючего, используют только экологически чистое топливо, воду, воздух и т.п. Такие инопланетные двигатели созданы с помощью божественных знаний. У каждой цивилизации в космосе своя, особая техника. Есть тарелки, есть корабли, но вы не найдете на них что-то абсолютно идентичное. Развитие на других планетах идет своеобразно, и людям неинтересно повторяться, они всегда изобретают новое и постоянно стремятся все усовершенствовать. Космическая техника может пилотироваться в автоматическом режиме и выполнять любые виды и типы работ, заложенные в центральный компьютер, доступ к управлению имеют только избранные, те кто утвержден планетным советом. В компьютер корабля или тарелки заложена информация об этих людях, компьютер распознает их по энергетике, подмена исключена, если появился предатель, его тут же автоматически катапультируют. Устаревшие модели летательных аппаратов модернизируются или переплавляются, из них создается новая техника, отходов нет. Представители других цивилизаций от светлых сил ко всему подходят рационально. Тарелки и корабли служат подолгу, работают безотказно, компьютер всегда предупреждает о возможных сбоях в системе, и тогда вовремя производится автоматическая регулировка или замена систем. Так происходит на любой технике. Сравните, как у нас, на Земле выпустили автомобиль, а потом многие заводы в течение многих лет выпускают к нему запчасти на миллионы и миллиарды рублей. Новые детали служат несколько лет, чаще, всего несколько месяцев, а сколько идет брака, чтобы внедрить принципиально новую модель автомобиля на Земле, требуются годы, а затем необходимо снова выпускать к нему запчасти и детали. Сколько людей занято на производстве такой техники, сколько затрачено времени, средств. На других планетах нет таких проблем. Вот от какого развития на Земле и в России отказывались не однажды. Божественные знания беспредельны. Они дают возможность творить чудеса в любых направлениях. С помощью Бога мной были изучены многие науки. Но люди были не готовы к принятию нового, все непонятное у них часто вызывало агрессию. Я просил у Бога прощения за этих людей, и даже когда они устраивали бесконечные допросы и хотели посадить, занимались клеветой, сфабриковали дело, я относился к ним как к маленьким детям. Что сделаешь, не созрели, я им все простил, а задержали они в развитии только сами в себя. Прогресс новых направлений и наук невозможно остановить, Создатель четко следит за этим и по всему миру дает людям знания для добрых дел. А люди, если правильно подойдут и будут просить Бога, еще успеют догнать. Ни наука, ни медицина в России не смогли принять то новое, что давалось им свыше. Если бы врачи, доктора правильно подошли к божественной теме, они могли бы уже сейчас по-настоящему лечить рак, спид, другие болезни. Все настолько рядом с вами, посмотрите пожалуйста как и какие болезни можно лечить с помощью Творца. Новые науки идут от Бога, все до единой. Здесь и техника, и медицина, и хиллеры, и самые разные науки, которые есть на планете Земля. Вам дан шанс правильно понять то, чем мы занимаемся, о чем будем говорить. И чтобы вам легче было лавировать, понять, взять всего внимания. И когда вы поймете, легче в дальнейшем тем людям, кто поймет, чтобы было обучаться. Катализаторы в свою очередь имеют свои секреты. Мы возьмем молекулу катализатора, которая состоит из частиц. Вот это катализатор. И если человек подойдет с отрицательной энергетикой, у молекулы катализатора здесь несколько энергетик, отрицательная энергетика перекрывает положительный катализатор уничтожать, то есть получает полное самоуничтожение. Поэтому люди с отрицательной энергетикой работать на самолетах, на военной технике, не смогут пьяные водители на автомобилях. Все люди будут проходить специальную, особую проверку и подготовку. Это значит, войны с такими приставками быть в мире не может, за исключением защиты. И раньше фильмы снимались, но качество почему-то портилось, пленка рябила, и пояснение к фильму убиралось. То есть, посмотрев один из фильмов, вы можете понять, почему это так происходило. А просто народу, чиновники, не давали объяснений к этим фильмам. И все это приставка, да? Здравствуйте. Которые дает Бог. Даются приборы. Вот эти приборы миллионы болезней лечат. И никаких проблем. Включаются от мысли. Лечат все. Если духовности нет, эти приборы лечить ни одного человека не будут. Есть ли тот, кто лечит, просит Бога? И тот, кто лечится, просит Бога. Никакие болезни не страшны. И легко этими приборами вылечить. Их если просишь, здесь выходит лучик, идет на человека. И любую молекулу или клетку, в которой находится молекула, вылечивает. Клетку разровняет. И все. Тело начинает быстро выздоравливать. И человек начинает быть здоровым. Вот какой мир от Бога. Если вы будете это изучать, вы эти тайны постигнете и будете нести людям только добро. Успех вам! Счастья! Дерзайте! Возможности приборов, созданных с помощью божественных знаний и наук. В 1997 году мне довелось побывать в Англии, там было остановлено землетрясение. Это было сделано с помощью прибора, созданного по божественным наукам. Такие приборы имеют сотни тысяч операций, и важно, что при просьбах человека к Богу, могут лечить любые болезни в считанные минуты. Тогда в Лондоне ко мне привели пациента, болеющего двумя тяжелыми болезнями одновременно, раком и спидом. Врачи столкнулись с таким редким для того времени случаем и пытались лечить самыми сильными методами. Пролечив пациента больше года, они так и не добились улучшения. Аппаратура, на которой исследовали пациента, точна и уникальна. В России в то время врачи были незнакомы с подобными приборами. Человек кладет руки на аппарат, и через несколько секунд компьютер выдает результаты исследования. Сначала у пациента взяли компьютерный анализ крови, гемоглобин был очень низкий, наблюдался дефицит аминокислот. А вместо нормальных клеток крови было какое-то черное образование. Я пояснил пациенту, что надо просить Бога, тогда прибором можно убрать болезни и вылечить его. Пациент стал просить Бога. Свыше мне было разрешено поработать две минуты, затем у больного вновь взяли компьютерный анализ крови. Врачи, профессора, доктора наук, лауреаты Нобелевской премии были крайне удивлены. Оказалось, что черное пятно стало уменьшаться, а кровь значительно изменилась в лучшую сторону. Я поработал еще две минуты прибором, и вновь взяли кровь на анализ. Черное пятно ушло, клетки крови восстановились, появились форменные элементы крови. Вы можете сами увидеть результаты лечения. А сейчас для тех, кто просит Бога, я включу приборы, которые любые болезни будут лечить. И если вы будете смотреть этот фильм и просить Бога, самые страшные болезни начнут у вас излечиваться. Мы для вас покажем лечение одной девчонки через каждые пять дней. Мы просто отрывочек покажем в газетах, было в Комсомольской правде, с других описано. Мы сейчас покажем те приборы, которые нам подарил Бог, как они лечат человека. Они наращивают и кости, и кожу, и любые органы. По телевидению, по центральному, там тоже было показано, как у одного человека, у женщины не было почек, их вырастили другие товарищи, то есть братья из других цивилизаций. Там есть светлые силы и темные. С темными силами работают те люди, которые сплошной мат, ругаются, врут, преследуют, убивают, ведут к левету. Это люди от темных сил. Таких бойтесь, их сразу видно. А которые лечат, несут добро, показывают людям бесплатно, без денег, без всяких амбиций, учат новому, но тех людей, которые просят Бога. Итак, сейчас посмотрите, фрагменты этой девочки будут показаны. У нас много материала, десятки тысяч людей. Ну, мы просто покажем, у вас быстро, на глазах, лечение через каждые 5 дней, 5, 10 дней, 15, 25, и все, и прекратилось. Но вы поймете, какой результат. Не надо 5-10 лет ждать. Успехов врачи. А техники, техникам мы будем показывать в другом фильме. Интереснейшие вещи, это будет наука и техника. Но для людей, для тех ученых, которые повернутся и будут работать на благо нашего общества, на благо нашей земли, которая будет всегда иметь. Значит, это мы записываем, чтобы врачи не пускают, не специально не пускают. Значит, уважаемые товарищи, поэтому врачи говорят, литургический сон человек упал, это далеко не так. Душа человека ушла и им просто убил. А нам что, операцию эту сделаем? Мы душу убудем человеку, не делается больно. В это время начинает вырастать новая кожа. И в самой короткой время, если 18-15 дней кожа вырастает в полу. Это уже не такая есть, что марта. Смотрите, это будет интересно. И когда вы все вместе объединитесь, у вас получает возможность. Мощный цветок, букет. И если это произойдет, на земле будет мир. Будет счастье для других людей. Будет много радостей. Сейчас выкинулись в дебаты. Обсуждения. Они вам не нужны. Подойдя просто и даже подход, сделав простой, Кто мудит, что есть. Жизнерадостно. Гениально. Вы добьетесь мира. Давайте обратимся к расшифровке анализа с позиций божественных знаний и наук и дадим краткую характеристику имеющимся у нас данным. 1. Кровь пациента до лечения. 1. Картина крови, рак. Отсутствуют нормальные форменные элементы крови, наблюдается дефицит аминокислот, гемоглобин крайний низок. Здоровые клетки крови не успевают созревать и гибнут в результате заболевания химиус, полное прекращение функций организма и блокировка нескольких отделов головного мозга, полное отключение иммунной системы, крайне недостаточная работа лимфатической системы. Начался регресс всех ранее здоровых клеток организма. 1. Картина крови, спит. Идет распад клеток крови и клеток всего организма в результате работающего в полную силу кода от темных сил на смерть человека код-завис. Он блокирует всю систему кроветворения и сердечно-сосудистую систему, ведет к параличу, сильнейшему спазму сосудов головного мозга. Пока код не снят, дальнейшее лечение земными методами бесполезно. 2. Кровь пациента через 2 минуты после начала лечения божественным прибором. 2. Картина крови, рак, начали формироваться нормальные, неизмененные форменные элементы крови, энергетика крови также начала стабилизироваться. С крови сняты негативная информация и поле на разрыв клеток. При повышении просьб к Богу возможно полная стабилизация состояния пациента. Началось матричное восстановление крови, кроветворной и сосудистой систем, капилляры еще не работают, еще не восстановлены, так как кровеносная система, особенно ее периферийные отделы, была нарушена и работала с перебоями. 2. Картина крови, спит. Начались процессы восстановления крови, код зависть начал меняться и трансформироваться, при повышении просьб к Богу, то есть при достаточно высокой энергетике мысли и всего организма, всех его клеток возможно полное снятие аннулирования кода. Выше кода завязи белое пятно, это формируется божественная защита на этого пациента и на все его органы, в том числе на кроветворную и на кровеносную, сердечно-сосудистую, лимфатическую, иммунную системы. Если человек будет стабильно просить Бога и такая божественная защита встанет постоянно, прежняя болезнь уже никогда не вернется. Ай-яй-яй, кровь пациента через 4 минуты после начала лечения. 3. Картина крови, рак, вышла непосредственная причина возникновения заболевания раком, после лечения пациента высветился код от темных сил, крома. Он не давал возможности вылечить пациента, стягивал на себя энергетику больного с четырех сторон, крома ведет к быстрому таянию человека, он гаснет на глазах, работа кромы остановлена. Если пациент будет просить Бога о снятии этого кода, код будет аннулирован. Сформировались форменные элементы крови, началась их репродуктивная функция, сейчас организм начнет восстанавливаться. Матрица крови начала копить положительные энергии. Если человек будет и дальше стабильно просить Бога и не сбрасывать положительные энергии, то возможно полное излечение и восстановление здоровья через 8 сеансов. Три карта крови, спид. Встала божественная защита, идет формирование и обновление крови, спида нет. Вот так, дорогие люди, идет лечение от Бога. Как видите, не нужны ни операции, ни деньги, ни лекарства. Надо только просить Бога, стараться быть добрыми и к любым ситуациям подходить спокойно и просто, и этим самым можно решить проблемы конкретных людей и всего человечества. Божественные знания и науки не сразу будут дооценены людьми. Нужно время, чтобы человечество Земли поняло, какие возможности открывал и открывает им Творец. У Бога против помощи. Вот и сейчас в нашем городе Тянь случилось несчастье. Произошел большой взрыв в квартире, девочки получили ожоги. Мы сейчас приборами от Бога лечим этих людей. Кожа на обгоревших трубах быстро вырастает. Врачи недопонимают, как это получается, и хотят узнать секреты. Секреты никуда не узнают. Эти приборы не украсть. Как только человек с плохой энергетикой взявшись за вот эти приборы, у него получится разрыв сердца. Люди с положительной энергетикой людей лечат. Злые люди лечить не хотят. Поэтому вы посмотрите фильм документальный, сейчас, в котором девочка обгорела, мы не лечим. Она поступила в тяжелом состоянии в ожоговый центр города Тельмин. Конечно, многие врачи еще не допонимают, по сути дела. Мы девочку постараемся долечить. У чиновников надо патенты, лицензии брать. Мы лечим совсем бесплатно. Под боговщие лечения идут бесплатно. Люди, поймите, наука от бога только делает добро. Деньги с людей в вас не берутся. Будьте доброжелательными. Поймите, что у нас таких условий похудой нет. У нас нет центров, нет больниц. У чиновников это будет. Если вы поймете, что это для вас, мы создадим центр. Наука у нас уже есть. Людей наберем в одаренность, и они будут вас же и лечить. Вот один из фрагментов. Вы сейчас посмотрите, как идет лечение этой деятельности. Здесь многие колечко кажутся, но я как сейчас умею, только те колечко говоришь, что это, и мы так не говорим. Уважаемые врачи, а врачи нас не допускают, но и контактные вещи, но и такие болезные вещи. Нам всего нас 17 дней, что это больше вылечено. Но врачи не может этого понять. Какие предложения врачи не писать. Мы начинаем срабатывать, мы с Богом. Это было очень такое решение. И сколько? Если бы у нас было решение, то это было решение. Это было решение. Там Бога пришел. И 10 лет. Там, в России, Бога пришел. Поэтому не было решения. Те, которые были решением, еще слышали с контактами, 10 лет. То есть правило, что Бога пришел. И все будет очень и не хорошо. Врачи, кандематические, нам не будет ничего. А студентам положено, что, когда я имею в виду, это очень больший опыт, потому что ничего, что бывает для живых. Сюда надо было не пускать, а там походить. И многие, которые с какими-то проблемами, вот эти проекты. Как их добавлять в кофе, значит, как их убирать. Уже, когда мы хотим, что 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 мы хотим, чтобы мы хотим. Очень интересно, что мы более снимаем вот эти работы. И их начнем, нарастать, куда. Ну, мы, как спешим, обычно не будем, все равно не все располним, все это так, где-то здесь. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ИЗОСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ИЗОСКОЙ СИГНАЛИЙ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ИЗОСКОМ ЯЗЫКЕ Это первое. Это не нужно, чтобы это интересно. Значит, то какая то есть, то какое то есть, то есть, и в любом случае, и в любом случае. Как же это? Ну, как это делать? Так. 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 Еще, можно шею. Вот это, когда специально надо наращивать, сколько? Когда кое? И вот, по-дерай. Это не то, что мы будем сейчас. Они очень интересны только, что в мире они так наполнили, так наполнили мне. Сейчас, всего лишь через 5 дней нашего лечения от Бога, вы посмотрите на вот эту девочку, какое лицо после ожогов встает. Уважаемые товарищи, мы неделю назад показывали эту девушку, какая она была к вам состоянию. Все науки от Бога, они работают чётко и безотказно. Поэтому вот этой девушке, ведь кто сейчас, вы смотрели, какое раньше было, и кроме сейчас мы всего один раз применили наше лекарство и сразу все ожогли, вот теми ожогами, где были выращена новая кожа. Вот таким образом мы меняем плотность и кожу всего человека. Не надо никаких вероятных перехадов. Мы общаемся с вами лично с Богом, встречаемся, и эта девочка общается с Богом. У нас есть такие труды, которые развивают душу и выводят в другий мир. Поэтому врачи говорят, что литургический и склон человек упал, когда не понимают, что душа человека не шла, и им просто нет. А нам что, отзываться в этой степени? Мы душу уводим, человеку не делается больно, в этот раз начинает вырыхать новая кожа. И самое плотное время, еще в 18-15 дней кожа зарастает полностью. Но так как нам сейчас еще мешает, мы полностью и можем сосредоточить свое лечение на девочке. Время у него времени нам очень мало было. Поэтому мы сейчас скоро работали этим приводом. И в этой ситуации работала наша литургическая помощь. Сейчас будет лекарство. Будем вызывать, чтобы наше тело верстнуть, в 20-15 минут, и сразу начинает вырыхать пасть в момент новой опыте. Очень умные, друзья. Включайтесь в работу. Мы научим вас работать. Ну, труды, следующие вы увидите в логовочей помощи. Эти науки не продаются. Это еще запатентовано в больших космических пространствах. Наши метры будем потенцировать. А мы это потенцировали везде. Вообще-то грязь и голодство нах, кроме нашей земли. И в том, что наши люди, если вы это знаете, мы не проверили. Мы едем нельзя. И при этом наука Бога не продается. Вы увидите очень хороший фильм, который, по сути дела, нужен очень людям, и в больнице можно продавать быстрее. В следующем году слышалось не счастье. Ее можно было в следующих 18-17 дней. Не умные сяплы и не делали никаких страданий. Врачи этой девочке не принимают. Когда мы обратили, что она была предназначена, в том, что она просили обращать наше лечение, но уже ее не давали. Сейчас мы запускаем наше лечение, и девочка вышла, но она идет с новыми науками. Она понимает, что такое ваш образ. Специально снова, как у нее выйдет, она будет очень полна. И потом мы такие, прошло бы не тысячи. Такие дети будут понимать, что такое болезнь, и как ты, что расслуживаешься. Ну, теперь у нас просто не получится. Как ты себя чувствуешь? Я сейчас в боли снимаю из тебя. У тебя боли нигде не будет. И потом заверну твою душу, и отправлю так, что станция, и после того, что он был. Ну, вот здесь было. Никого никогда не пришло. Потому что мы всегда с тобой. А раз ты с Богом, то его надеешь. И ты теперь знал, что он был. Ты можешь сказать, вот сейчас как раз, вот здесь вот смотри. Ты горно видела, когда мы душу забираем? Видела. Иисуса Христа видела? Видела. Вот именно девочка. Иисуса Христа и Египет, учися этой науки, и вошла тебе везет. Твоя наука будет бесценна в веках. Их всегда будет шевелочен, веках и естественной спосненьки. Он денег не главный с тобой. И чем бесплатно. И вообще небыделно. Силоники не помогают, потому что они могли воровать, жить честно, хоть и братья, чтобы они его не вылили, а все все его любили, как и вот сейчас. Потому что мы можем сейчас признать, что только один раз помакать в ласкаду уже вырастают, и мы сейчас заберем так, чтобы вот здесь все у тебя растить, а вот здесь будет, сматер, и так пойдет, но он в горшок проращивается. Силоники не помогают, потому что если я стою в ласкаду уже не заказываю тебе, что масса, смутер, и так далее, 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 и так далее. Силоники не помогают, чтобы они были вogами, чтобы они были вogами, чтобы они были вогами. Но я думаю, что ты встречаешься с Богом, если ты встречаешься и знаешь сегодня, кто-то повидит, вы там пришли и просенишь его знания. Помнишь? Какая твоя миссия? Ты видишь, что я делаю, ты будешь работать по миссии Бога, то есть ты встречаешься с нашими, что она ожидает. Вот. И а вот еще. Сейчас мы сейчас подведем, что вы здесь подвесили, а потом будем видеть это, что вы здесь уже говорили буквально. Все это вот здесь на мгновение, все остальное, что мы уже готовим на нас, мы уже готовим на нас, мы уже готовим на кончике. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok вот слушаем меня как ты как сидишь на коробке и где покажешь в какой-то комнате где-то комната и где-то комната в таком комнате в такой комнате так в комнате в таком комнате и смотри а потом уже тебе маме расскажешь и просто внутри свою комнату сейчас тебе покажу где комната где-то будет величие сейчас еще вопрос решается все 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 начали показывать там где-то или результат лечения который произошел с этой девочкой когда эту девочку врачи принимали мне сказали 90% ожога такие люди не живут и сказали хороните эту девочку обращайтесь восьмом совете последний раз мы попросились чтобы нас допустили чтобы мы ее оживили нас не допустили но так как наши приборы далеко застают мы зашли с обратной стороны в ожоговое отделение девочка где лежала мы над ней поработали оживили у нее происходил уже двое с половиной суток она лежала значит уже мозг пошел почки отказали печень сердце мы все это постановили быстро запомните вот эти лечения от этого от Бога они всегда верны точны и самые сильные нет ничего сильнее и никогда во веки веков не будет сильней этой науки поэтому поймите правильно даже из небытия человека можно с того света выкинуть с помощью Бога и этот человек всегда будет жить а по врачам обращение такое не мешайте нам лечить эту девочку не отмекивайтесь отмекивайтесь всякими документами что вам надо то документ то лицензии то патент нырячем бесплатно это говорит о том что нам деньги не нужны что мы ее восстановим но не мешайте и не тормозите это лечение в любом случае даже если вы умертвите эту девочку не вздумайте разрезать мы вас будем судить нам берите девочку целую мы ее оживим она воскреснет и будет в рядах народа ходить но народа уже будет Божьего то есть она будет дарить Бога просить у Бога помощи и назло всем чиновникам она выживет всем смертям назло встанет и будет обыкновенный нормальный советский человек который принесет пользу для народа раз она живет в России хоть российская хоть вы ее как называете но увы космические науки вам пока не понятны и поэтому будьте дружелюбнее толковее и быстрее поступайте правильно вот когда все будут люди нам помогать ваши знания будут и наука появится и рядом с вами будет Бог не будет у вас войны будет мир счастья если такие люди будут в катавасе попадать быстро будем лечить создав при этом с помощью вас же в нашем городе в больнице которая есть там чиновники не будут работать будут работать нормальные простые люди которые вас будут быстро и бесплатно лечить в любом случае днем и ночью когда у вас несчастье случится вы обратитесь вам не надо ничего искать там вас и будут залечивать поэтому будьте внимательны доброжелательны и одиннажды желать счастья дружбы и любви и значит что эта девочка будет смотрите документальный фильм продолжений тот случай где что и произошло вы увидите дом город Кель улица Пушкина дом номер 113 там произошел взрыв большой силы девочка или просто она уже девушка закончившая одиннадцать классов получила диплом турист отискал сейчас она уже почти все выздоровела а вас не может мы покажем вам дом как выбило квартиру стены вылетели сейчас уже все на месте но еще следы обгоревшего события говорят и в последнем и так вы посмотрите сначала дом где это все произошло жители пельме этот дом знают где несчастье случилось теперь весь город знает вот вы сейчас будете просмотреть события одни за другими а 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 сейчас вы увидите фрагменты документального фильма как мы собрали эту девушку и стали ее лечить повязок уже нет это обгорелый чурбан руки как и лицо были обгоревшими ну благодаря тому что мы раньше лечили лицо сейчас вы увидите какие руки какое тело все обожжено почти до сантиметра вы посмотрите на все тело такое тело в мире такие болезни по жопе никто не лечил никогда вы сейчас будете смотреть кадр за кадром и у вас на глазах будет все показано как эта девочка выживает растет кожа у нее тело начинает приобретать свой цвет лицо тело и кожа без всяких пересадок с ложьей помощью вырастает и человек встает снова в строй веря в Бога знает что он есть и во всех вселенных он всесилен и всегда людям тем которые просят Бога Бог помогает поэтому эта девочка выжила сейчас она будет жить она радуется то что есть солнце то что есть земля наша люди но знает что это дана вторая жизнь только от Бога до этого она не верила в Бога не знала этих наук просто ее не учили сейчас она знает эти науки верит в Бога и уходит дальше изучает совсем другие науки которые ни ученые ни врачи ни наука Земли не знают наука Земли зашла полностью в дуги в дуги достаточно любить и взять и украсить в том что мир это только на одном человеке ты это все будешь знать и это и это не знать может ли удостоваться человеку а ты в отличие и или что это это что это это не Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 почему я такой невеселый и чтобы не расстраивать других людей я шутил и рассказывал истории от которых все плакали от смеха вспоминал детство одну небольшую историю из детства вы сейчас прочтете если люди не будут унывать то смогут преодолеть любые препятствия на пути а юмор вам всегда поможет опыт познания или как стать мудрее история о том как научиться распознавать тонкости когда я был маленьким мальчиком и уже доставал до крышки стола то есть был абсолютно самостоятельным человеком мне пришлось совершить важнейшее открытие самого рождения меня интересовали приборы различные механизмы и особенно машины у нас была красивая почти новая не считая 20 лет ее эксплуатации машина ее звали виха метеор пятиступенчатой все зависело от того на какую скорость ее включали бабушка например любила 4 а я сразу начну с 5 подумал я сказано сделано машина это стояла у нас на столе и была ручной бабушка на ней шила мне штаны и рубашки если я с прогулки приходил с небольшой дырой во всю спину то есть 6 до 5 и вот в один прекрасный момент когда все ушли был назначен день испытаний предварительно я прошел сложную школу подготовки сначала научился залазить на бабушкин стучек а затем мгновенно спрыгивать на случай если кто придет этот стучек был мне по пояс и всегда падал когда я его не спеша покидал от моих тренировок ножки у него стали раскачиваться а бабушка когда пришивала случайно отпавшую штанину после очередной моей прогулки по свежему воздуху говорила как на волнах и вот я сидя на волнах схватил долгожданный рычаг ручного привода начал эксперимент под педалью иглы лежал кусочек материи я начал крутить ручку и пошла строчка строчить и делать дорожку ровную аж зигзагом тогда она мне очень понравилось и вот первая вторая третья скорость потом четвертая пятая стучек подо мной трещит я как на паровозе тюх 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 пальчиком материю придерживаю и так увлекся что и не заметил как моя дорогая бабуля вошла а бабуля вошла и включает красный свет товарищ профессионал шо вы робите я слышал что вошел мой инспектор и подает какой-то сигнал но какой не разберу строча оглядываюсь но продолжаю крутить ручку не отпуская пальчик от того материала где идет строчка и что дальше его с любовью затягивает чудо швейная машинка и строчить его с большим старанием также как и бабушка строчила и шила мне башмачки с подошвой и вот тут моя правая рука перестает крутить и тихо опускается на мою голову почесать затылок не продумал автоматику с реверсивным торможением бабушка подошла ко мне увидев что случилось с юным испытателем говорит внучок я на ней шью башмачки а ты пальцы я ей отвечаю уверенно бабулечка кури пуличка я допустил конструкторскую ошибку надо было не руками а ногами работать и к ногам на пальчики пришивать башмачки а то вы мне их шили несколько маловатыми аж на три размера длиннее чем ноги я как бегу так они спадывают и всегда петька за них спотыкается потому они и сплющились я думаю вы эту ошибку исправите и конструктора ругать и мокрой тряпкой воспитывать больше не будете а бабуля говорит это куда ты так быстро бегаешь товарищ конструктор а я говорю к нюрке косой у нее забор красивый то в продольную то в поперечную полоску а там две собачки живут в одной шерсть свалялась так я хотел помочь расчесать ей шерстку нежно твоими грабельками я думал что первый к нюрке косой вошел во двор а нет то собачка уже там сидела и видимо меня с нетерпением ожидала а я тогда в миноискателя с ванька играл он бомбы закладывал а я будто в наушниках лопухи повесил не искал граблями тут откуда ни вознись собачка выскочила заходит ко мне не спеша с тыла сзади значит и с таким собачьим акцентом на французском языке говорит гав я так и присел а тут штаны как а спали я мигом бац и развернулся занял оборону и прямо граблями в морду собаки стал на защиту рубежей своей неприкосновенной зоны собачка на меня зубы скалят я подумал что она хочет проверить их прочность пришлось ей предоставить такую уникальную возможность жаль бабуля что от твоих трехметровых граблей только толкушка для картошки осталось помнишь ты мне вчера вечером говорила где ты взял такую качалочку маленькую и похвалила меня что я тебе ее подарил и удивилась как я в такие молодые годы мог так красиво обстругать ее а я тебе ответил очень старался так что бабуля если что тебе еще потребуется по хозяйству можем взробить может что укоротить надо или наоборот урезать всегда пожалуйста ты бабулечка говорила вчера а где твои штанишки а я только сказал что они сушатся так сейчас поясню я вчера забыл что у нюрки косой вторая собачка с другого конца огорода как заходишь всегда гостей поджидает когда мне пришлось ветероваться с качалкой в руках я случайно на эту вторую собачку и наступил она так испугалась штаны то я другой рукой бережно придерживал чтоб их до дому через забор да не стыдь собачка не поняла и кинулась ко мне помогать да и говорит подержу их пока ты через забор стребаешь но я же не жадный говорю ты их поноси пока потом расскажешь в общем я их подарил она так обрадовалась никогда ничего подобного не видела как решето собака такой дружелюбной оказалась даже отпускать не хотела все что-то выяснить пыталась кто я да зачем но я бежать смотрю она уже над моей головой летит пришлось мне гениальное решение принять сделал с места прыжок сначала на 5 метров в высоту потом сальто и решил лететь дальше в длину метров так на 10 12 приземлился на собственной крыше хорошо что труба длинная зацепился а то пришлось бы домой на трофейном самолете возвращаться после встречи с собачками у меня то место на котором сидят поднялось выше плеч и мне было так горько что от смеху пуп сдвинулся аж на спину а когда я бабуля летел через забор то не кричал чтобы пуп не развязался и мне надолго запомнится встреча с нюркиным двором и собачками а нюрка касая тебя вчера вечером говорила что кто-то ей тряпку во двор кинул и на ней пуговички маленькие пришиты чё к чему так это бабуля они к моим штанам были пришиты а теперь бабуля машинка швейная к моему пальчику пришита и стала бабуля ругать швейную машинку что она не тем боком ко мне стояла и хорошо что я не успел голову туда запихать и что меня не пораздвояло а то чтобы ей пришлось делать с двумя такими внучатами с тех пор я с любовью смотрю на такие вещи и вспоминаю золотое детство бытия на земле когда вот так люди будут ко всему подходить с юмором и просто то пройдут через любые горькие моменты жизни ошибок будет море но это наука на будущее набор опыта и не надо никого винить ведь жизнь каждый изучает по-разному познавая все что дано свыше мудрый благодарит создателя идет по жизни не унывая в мире все интересно и неповторимо вот так получаю уроки человек становится гибче проще умнее о тонкости он познает на собственном опыте когда-то в далеком детстве как-то после перетрясок у чиновников я вернулся вечером домой и ко мне пришли гости с детьми дядя а почему у вас сушей капает спрашивают дети и я им говорю на улице идет дождик дядя посмотри в окно вон солнышко то и дети это по эту сторону солнышко а по другую сторону дома идет дождик а вы и детки хотите большими вырасти хотим отвечают но хорошо я вам открою секрет когда-то я был маленький как вы и решил вырасти в то далекое время бабуля мне шила штаны из ее юбочки 50 размера а мне тогда было годика три и юбочку она внизу подшила цыганской иголкой это иголочка небольшая где-то 18 сантиметров в длину а ушка у нее хоть мизинец суй раньше очков не было а старые люди как бы немного не видят все что помельче и в ту дырочку ниточку впихивают такую как у вас у ботинок шнурочки вам понятно да но и хорошо и так когда мне эти шуры-вуры бабуля отдела но верху я забыл сказать вместо резинки как у штанов сейчас бечевку веревочку сумму на прослучай спадывание штанов с моего стана с пояса ниже колен если я вздумаю в них побегать после того как все было готово и одел обнову на себя вышел в ней на улицу на лысую горку погарцевать а заодно и обнову показать соседям и себя сосед иван косоголовый открыл рот и из него выпала самокрутка цигарка которая называлась козья ножка и когда я увидел его рот раскрытым больше нормы губы у него наделись аж на щеки из его чудного рта было видно два с половиной рыжих клыка я на него посмотрел так чисто по-детски нежно но при всем увиденном мною у меня с носа пошли слезы осушить пена а на голове у меня весь волос стал колом живот со штанами у меня завернула назад наискось полностью сосед выйди из оцепенения стал причмокивать одно и да ну ой чё-то у тебя и ну на тебе так завернулась аж на ту сторону на что садятся это то так это штанишки говорю а отцы еды гарно як один в один як наша пугала в огороде дедулька у нас в огороде тоже есть чучело она как ты только не курят мы в этом мире должны на что-то походить говорю после этого он крякнул да ты прав мы в природе одно целое так так а чтобы сгладить инцидент я снова стал с ним беседовать деду говорю я нашел метод быстро вырасти ты завтра увидишь кое-что он аж присел от сказанного я резво скакнул и был таков на второй день я решил вырасти без всякого стандарта посмотрел на себя в штанах в зеркало красавец и пошел гулять и вдруг увидел у соседей улей и залюбовался как джолки мэтт носит в хатку улей я подумал ага если я сумму ногу в дырочку леток я ее закрою и они мне будут в дырочку мед выливать покуда я шевелил ногою их дыру минуты два или три они по-видимому договорились между собой о том как мне его лучше дать я чую что что-то не того посмотрел на ногу а мизинец стал как большой палец и на нем 4 бджолки сидят и с большой любовью не спеша мне воткнули потихоньку 4 жало я ножку тихонько опускаю на землю и хотел наклониться посмотреть поближе что там происходит но так как у меня халаши то есть штанины в пяти раз шире чем положено то там оказалось 20 бджолок и они с любовью стали жалить все что там было из причитающегося мне по наследству когда я хотел их выгнать оттуда за бесплатно два бджолки меня нежно лупанули в нос 5 губу нижнюю и в каждое ухо по трем штучки в это время дед по фамилии оторви губа и жена пелагея приз цейкина недотёпа наблюдали издали за всем происходящим я начал горцевать без стандарта польку бабочку неизвестную им с какими-то новыми тело и рукодвижениями они валялись от смеха в слезах и плакали до третьего гогота в горле с ревом не говоря по-русски ни слова в это время я вспомнил букву и и закричал так что рот раскрылся до верхних бровей а нижняя челюсть отпала 8 бджолок увидели мой язык и привели его в полный порядок так что он у меня чуточку вылез изо рта и я стал им доставать плечи на которых другие бджолки прыгали вместе со мной и в это время я понял что у моего танца должен быть красивый конец и почему-то на автоматическом режиме сделал два сальто и не спешал упанул в бабушкин свинарник и случайно приземлился верхом на свинью манку так как ее роет джолок тоже кусал и жарил не считая меня на ней она галопом внесла меня за бесплатно в собачью будку а собака которая мирно лежала в будке ни о чем не подозревала покуда ее свинья манка не вынесла оттуда с грохотом на другую они вылетели из будки там где нет входа через заднюю стенку с таким воплем и ревом как реактивный самолет на форсаже и надо же меня-то забыли я воткнулся лбом во фронтон собачьей будки когда я понял что надо и честь знать то стал потихоньку отрываться назад с двумя досками которые аккуратно держали мою шею и вы знаете оторвался при встал на ноги а моя бабуля тут как тут внучек ты шо рабишь не поворачиваясь к ней я стал говорить у маньки фамилия закобылкуватая а по уличному закорчнукуватива ше она женится на гришке протуплененковым дак я там вытребеньки волга пока украинского минут сорок а те соседи бабка и дед со всего смеха так гоготали что у деда пуп развязался а бабка плакала кстати она потом два дня отходила ее еле-еле откачали потому что от смеха живот опустился ниже колен глаза в разбег стали а язык два дня шукали оказывается он опустился ниже аж в подреберье ушел а когда я повернулся к бабуле личиком бабулю заклинило так как она не могла понять где у меня перед а где зад вот так меня задом наперед и повели домой после своих танцев я спал всего четыре суток а когда на утро встал сматраться то на нем отпечатались уши ребра и позвоночный стан наш сосед дед закорюхин иван гауцеу луманович чтобы меня подбодрить принес мне меду откушай говорит у меня мороз по коже пошел а почему интересно мед сладкий а пчелки не в стандарт злющие но прямо чудо какое-то из-за них шишек у человека появляется очень много да хорошо что все благополучно закончилось сказал сосед дядя так ты от смеха так вырос спросили дети да детки после того случая я сразу вытянулся и стал как сейчас с тех пор я с радостью и любовью вспоминаю свое чудное детство заключение дорогие земляне вы прочли пять книгу шаг за шагом божественным знанием и наукам в ней вы познакомились с важной информацией по самым разным наукам и направлениям хочется надеяться что вы правильно воспримите все изложенное здесь и мудро подойдете к своей жизни у вас еще есть возможности и время сохранить мир и жизнь на планете земля люди которые сумеют правильно среагировать и исправить положение будут работать на созидание нового впереди землян ждут серьезные испытания на мудрость стойкость и гибкость но сейчас у людей есть выход как пережить многие события нужно только правильно подойти ко всему творец во все времена помогал землянам и спасал их если люди вернуться к богу и станут такими какими они были всегда добрыми и простыми то они смогут шагнуть на новую ступень своей эволюции от автора люди земли ресурсы планеты на исходе все системы жизнеобеспечения людей скоро придут в негодность за нефть и нефть и продукты в мире разгорится жестокая борьба народ не подозревает что многие предприятия встанут жизненный уровень людей дойдет до минимума грядет мировой кризис если бы в свое время земляне переняли науки которые открывали n тесла д кили и другие ученые то этих бы проблем сейчас не возникло люди уже летали бы на настоящей космической техники а в качестве топлива бесплатно использовали бы воду воздух эфир энергии в недалеком будущем в россии с помощью божественных знаний наук начнет создаваться новая техника появятся двигатели работающие на различных видах топлива в том числе и на воде но такие новинки будут под божественной защитой и никто не сможет использовать их против людей сейчас россия не готова принять эти изобретения так как не все руководители честные немногие готовы работать для народа не уничтожая один одного заранее можно сказать без духовным людям эта техника не попадет если россияне будут идти к богу он никогда их не оставит в беде и даст возможность возродить жизнь на честных началах правила жизни и расшифровка людских пороков даны в этой книге начав с себя анализа своего поведения и исправления ошибок люди еще могут изменить все ситуации к лучшему на самых разных уровнях не удивляйтесь что сейчас на земле много катастроф это чистка из-за неправильного поведения людей с начала 2003 года она усилится и будет идти до тех пор пока земляне будут поступать по-прежнему накапливая разрушительный энергетический потенциал мной уже предупреждалась что возникнут новые болезни сейчас у людей будут неожиданно повышаться артериальное и внутри черепное давление до критических показателей некоторые будут неожиданно впадать в кому продолжительность жизни значительно сократится причина этих процессов в нарушении энергетических полей земли и людей впереди глобальное изменение климата многое из происходящего будет непредсказуемым но если люди станут просить бога чистка уменьшится сейчас из-за неверного поведения людей к земле летит метеорит а за ним несколько более мелких метеоритов негативная энергия землян притягивает их в январе 2003 года метеориты должны упасть на землю если это произойдет будут разрушены тысячи городов погибнут миллионы людей комета о которой людям раньше пояснялось в моих книгах и фильмах было грозным предзнаменованием гигантский метеорит приближающийся сейчас к земле уже более серьезное предупреждение и реальная угроза для землян он показывает что люди пошли по разрушительному пути стали мстить развязывать войны на земле накопились энергии разрушения и привели к различным катастрофам в том числе и появлению метеорита он возник после кровопролитных войн на земле о нем было предсказано еще м нострадамусом как видите что посеяли той пожаре ни один ученый на земле не сможет изменить полет метеоритов только просьбы людей богу могут спасти многих землян и города сейчас если люди станут просить бога чтобы он уберег нашу планету жизнь на ней людей то самое страшное для землян может миновать все находится в руках творца если земляне проигнорируют эти и другие предупреждения из пяти книг шаг за шагом божественным знанием и наукам то они честно пожнут результаты своих трудов вам выбирать свое время выйдет книга где будет пояснено как попасть в космическую семью как нести людям добро на обучение попадут честные чистые сердцем и разумом люди которые просят бога чиновникам обманывающим народ и живущим для собственного блага эти знания будут недоступны здесь ко всем будет справедливый подход божественные науки открываются только добрым людям а истина превыше всего александр георгиевич бакаев спасибо вам за просмотр видео если понравились видео ставьте лайк оставляйте комментарий и поделитесь видео в социальных сетях также поднимайте свой уровень божественной энергии будете здоровы и счастливы всего вам наилучшего